Я хочу вас поприветствовать, так же, как вы меня, и постараюсь оправдать ваши надежды. Сегодня мы с вами будем беседовать на очень такую серьёзную тему. Она для меня тоже является больной, потому что мне тоже пришлось пережить тяжелейший стресс не так давно. И я эту тему очень хорошо понял на своей собственном опыте. Поэтому мы будем говорить о серьёзных вещах. И, как обычно, я начну с того, что объясню вообще, чем отличается ведическая психология от обычной психологии, в чём заключается коренная разница. И дальше мы уже постепенно перейдём к этой теме, собственно. Согласно древнему ведическому знанию, которое уже было только записано 5 тысяч лет назад, я уж не говорю о том, сколько оно существует. Даже не хочу называть цифры, которые приведены в самих ведах, потому что они вас просто напугают. И это очень сложно нам понять, такие летоисчисления. Могу только привести цифры предсказаний, которые ведическое знание дало. Допустим, в произведении Шимат Бхагаватам даны предсказания на ближайшие 2 миллиарда лет вперёд. У нас это немножко большие цифры. Но так или иначе, по крайней мере, то, что описано, уже сбывается. Там, например, предсказано рождение Будды, рождение Иисуса Христа и так далее. Ленина там не упоминают. Слишком большие промежутки. Ну, то есть там такие основные глобальные события Вселенной жизни предсказаны, даже не нашей Земли. Поэтому, соответственно, это довольно серьёзное научное произведение, которое мы рассматриваем как эпос. Но на самом деле далеко не эпос. Это глубочайшее знание, которое человечество ещё даже на одну тысячную не раскрыло. Итак, Веды считают, что психика человека имеет свою тонкую природу, и она состоит из четырёх составляющих. Первая главная составляющая — это ум. Ум — это такая сложная психическая структура, которую мы воспринимаем как характер. Она состоит из энергетических каналов, которые называются надии. Есть пранические каналы энергетические надии, есть, собственно, умственные. Так, например, главный канал психически умственный называется чита-нади. Он имеет две направления, два направления движения. Одно направление от глубины сердца, то есть психической глубины, не от анатомического сердца, а там на этом уровне есть ещё своя психическая структура, тонкая, невидимая. От глубины сердца чита-нади канал идёт наружу и выходит через чувства и называется изнутри и наружу, называется внутренним потоком. И другой канал идёт извне к сердцу, называется внешним потоком энергетическим. Фактически эти два потока работают постоянно, но у тех людей, которые ведут бескорыстную жизнь, направленную на постижение истины, этот внутренний поток работает во много раз сильнее, чем внешний, а у тех людей, которые ищут внешнего счастья в жизни, в основном работает внешний поток, направленный снаружи, внутрь. Так или иначе, ум имеет уникальную способность абсолютно постоянно взаимодействовать с окружающим миром, и наш контакт друг с другом абсолютен. То есть, глядя на человека, мы немедленно, происходит психический обмен, то есть реально мы поступаем в психическое, то есть реальное, тонкое взаимодействие друг с другом. Это взаимодействие и рождает нашу жизнь, то есть наше счастье, наше страдание. То есть они не являются комбинацией нервных импульсов, как говорит наша наука. Было бы смешно так мучиться из-за этой комбинации нервных импульсов. На самом деле, чисто с позиции даже логики, обычной примитивной логики, очень легко опровергнуть эту идею. Ну, например, если всё зависит от комбинации нервных импульсов, то почему человек не может перестать вспоминать обиду, которую ему кто-то нанёс? Вот я реально экспериментировал на себе и заметил такую вещь, что я не хочу об этом думать. То есть у меня достаточно воли, допустим. Ну, если, допустим, кто-то меня обидел, я не хочу об этом думать, у меня достаточно воли. Но память торгается насильно в мою психику. И это ничего общего с условным рефлексом не имеет. Я знаю, что такое условный рефлекс. Когда, допустим, лежишь, ногу отлежал, надёргаться начинает. Это условный рефлекс. Ничего общего с вот этим ощущением, что тебе что-то напоминает о том, что тебя обидели, это не имеет. Вот это напоминание, оно очень сильно похоже на реальный стабильный контакт между двумя людьми. Ты, допустим, не простил человеку. И поэтому ты не можешь находиться в состоянии обычном, в состоянии, в котором постоянно капает чуть-чуть энергии счастья у нас изнутри, и мы более-менее испытываем спокойствие. На самом деле, когда человек вспоминает обидчика, это происходит реальный контакт с ним. Поэтому и вспоминается человек, вспоминается боль, исходящая от него и так далее. Я проводил такие эксперименты. Допустим, берётся два человека. Один из них давно не видел другого. Ну или пусть даже недавно не видел, а просто он не знает, в каком настроении тот находится. И просто ему предлагается вспомнить этого человека. Спокойно, не без напряжения, без эмоций вспомнить этого человека. И он очень точно отражает его психическое состояние на данный момент времени. Он описывает, тот говорит, да, у меня сейчас такое состояние. То есть само воспоминание даёт стойкий контакт, реальный контакт, который существует между людьми. Поэтому ничего общего с комбинацией нервных импульсов это не имеет. Скорее, согласно ведом, комбинации нервных импульсов являются результатом деятельности ума. Но если бы было наоборот, тогда непонятно, откуда вообще человек начинает появляться и развиваться. Согласно ведическому знанию всё очень просто. Значит, сначала попадает душа вместе с тонким телом, привязывается, прикрепляется к энергетическим сперматозоидам. Потом сила этой души движет сперматозоид в матку, и там происходит, он находит яйцеклетку, происходит облаготворение. И дальше в тонком теле уже заложено тонкое строение человека. Там существуют такие каналы психические, которые называются шротасы. Шротасы — это уникальные психические каналы, на которых, вот знаете, как, допустим, взять, как построены некоторые виды картин, допустим, сейчас на железе такие красивые, из железной пыли делают красивые картины. Там сначала эту картину рисуется, она энергетическим потенциалом, ну просто электрическим потенциалом рисуется, эта картина. А потом на этот потенциал железо напыляется само, потому что оно склонно магнить, иметь магнитное свойство. Точно такое же напыление, тонкое напыление существует на шротасах. То есть шротасы — это энергетические каналы, которые полностью копируют наш организм. И когда душа соприкасается вместе с тонким телом, с грубой материей, то в этот момент шротасы очень сильно возбуждаются, и яйцеклетка, она фактически начинает размножаться, копируя вот эти каналы тонкие, полностью воссоздавая природу человека. То есть тонкая природа превращается в грубую. И вот теперь представьте, тонкая природа заставляет функционировать клетку, да? И как теперь получается наоборот, что потом, когда организм вырастает, нервная система заставляет функционировать психику? Ну это же полный бред. Вы понимаете, это всё равно, что холодильник заставляет двигаться электрический ток по проводам. Понимаете, это наши учёные так придумали. Даже Чукча, когда пальцы в розетку сует, он и то по-другому думает. То есть это совсем уже никуда не годится такая точка зрения. Она переворачивает всё, всё делает всё наоборот. Вот. И, ну хорошо, ладно. Допустим, мы до этого не догадались, это сложно понять. Но есть же куча фактов, которые указывают на то, что это не так. Ну, во-первых, вся эта теория, она создаёт определённое представление о жизни. Так, например, большинство людей считают, что таблетки — это самый лучший способ лечиться. Раз химические функции являются основой всего, значит, тогда значит и лечиться. Психику значит лечить над таблетками получается. И организм лучше всего лечить таблетками. Поэтому вся промышленность, она настроена на изучение химических структур. Мы чего-то другое даже не собираемся изучать. Мы не понимаем, что есть методики лечения гораздо более эффективные. Вот, допустим, я один человек. Я 10 лет поизучал действия камней. И сейчас мы лечим рассеянный склероз очень эффективно. Многие, ну, практически всем становится лучше. Мы лечим начальные этапы с шизофренией, то есть когда человека ещё более-менее вменяем. У детей слабоумие, там, не дауна, а вот такие вот, когда ребёнок плохо концентрируется, практически всем детям на 60-70% становится лучше. Тяжелейшие полиартриты, бронхиальная астма. Начали лечить недавно сахарный диабет, только начинается у ребёнка, допустим. Можем вылечить такого ребёнка полностью. Вот у нас уже есть несколько результатов. И те диабетчики, которые инсулин, не корят, тоже вылечиваем. С инсулином лучше намного становится. Одна маленькая команда, несколько человек. Мы лечим лучше, чем огромные институты, которые вкладывают миллиарды долларов в то, чтобы заниматься. И только потому, что мы просто взяли и амбиции свои откинули, начали изучать древние знания. Мы начали считать древних людей не первобытно общинными этими. Здравствуй, дерево! А мы начали считать, что это серьёзная цивилизация была, жила перед нами. И в этом результате... Почему такие результаты появились? Потому что глубочайшее Знание, оно реально работает. И мы должны к этому прислушаться. Вот результатом этого Знания будет сегодняшний семинар. И вы посмотрите, насколько сильно он перевернёт ваше понимание вещей. Потому что этот семинар не основан на психологических трюках, которым сейчас учат нас современные психологи. На чём основана современная психология? Она основана на игре. На чём ведическая психология основана? Она основана на том, как практически человек должен жить правильно. Вот, допустим, в современной психологии главное не как человек поступит, а главное, чтобы он что-то понял, то, что психолог ему говорит. То есть идёт развитие в человеке как бы вот этой идеи понимания ситуации. Ну хорошо, ну понял человек ситуацию. Допустим, взять вот человека, который находится под влиянием Сатурна. Допустим, стресс по Сатурну идёт. У него слабость, ему очень тяжело работать. У него, допустим, поясница сейчас отваливается, у него начинает болеть суставы, позвоночник. Ему туго соображать. У него нарушается память. То есть идёт стресс по Сатурну, который возник в результате влияния судьбы. И психолог ему говорит, ну ты понимаешь, что вот ты вот не хочешь работать, что у тебя слабость, что у тебя колени больные. Ты понимаешь это или нет? Что вот тебе надо работать на самом деле. Тебе надо преодолеть эту болезнь с коленями. Тебе надо вот сделать так, чтобы у тебя запоры прошли. Ты понимаешь это или нет? Вот на кого навалилась эта сила? Он не может, ему трудно что-то делать. Поднимите руку. Есть такие люди? Вот вы понимаете, что у вас стресс по Сатурну идёт, связанный с работой, а не с личной жизнью. Он начался у вас полтора года назад. Вот женщина, да, вот вы, да. Вы понимаете это или нет, что у вас это идёт? Понимаете. Вот теперь надо, чтобы этого не было. Давайте мы с вами потренируемся, потренируемся. И у вас этого не будет. Знаете, это с чем сравнимо? Человек идёт, тащит на себе бревно огромное. Он идёт, тащит, ему очень тяжело. Рядом пробегает такой, у него хороший период. Он продвигается, он хороший психолог, у него хороший период. Он пробегает, говорит, оп, так, поднимаем брёвнышко, подтягиваемся, покрепче давай, 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 тащи, давай. Ну что ты не улыбаешься, улыбайся. Он улыбается, идёт. Но ему бревно всё равно тяжело нести, потому что, а тот он не понимает, насколько тяжело. Потом этот человек брёвнышко своё оттащил, окреп, потом встал, и у психолога у этого брёвнышко появилось на спине. Потому что, хоть ты психолог, хоть ты академик, Сатурну всё равно. Он брёвнышко и психологу тоже на спинку кладёт, и у психолога всё в жизни рушится. И он говорит, ну у меня ситуация гораздо тяжелее, чем у тебя была. У меня брёвнышко настоящее. Тут уж просто психологическими способами не поможешь. Я не знаю, что с этим можно сделать. Понимаете? То есть получается, что это наша современная психология, это какая-то просто детский сад какой-то, понимаете, игра какая-то. Мы играем, играемся в жизнь. Но на самом деле ситуация, которая настигает человека, она ничего общего с игрой не имеет. И с помощью игры эту ситуацию не разрешишь. Человеку нужна реальная практика, нужны действия, нужна реальная помощь, нужна сила ему реальная, которая может его психику восстановить. Согласно ведическому знанию, так как психика человека имеет реальный субстрат, то есть есть психический субстрат, поэтому он нуждается в восстановлении. Поэтому, допустим, в аюрведе существуют такие методики восстановления. То есть когда человек имеет психическое заболевание, в него вкладывают силы, он начинает мантры читать вокруг него, там садятся по четырем сторонам света, такое лечение психических болезней есть. Или там, как я это делаю, ветки деревьев привязывают, камни привязывают человека. Он начинает чувствовать силы, ему легче жить становится. Вот когда ему легче чуть-чуть стало, дальше ему надо говорить, как правильно жить, чтобы облегчить жить. Вот это надо делать, вот это надо делать, вот это. Он начинает делать, потихоньку выкарабкивается, ему тяжело, он знает, что у него плохой период, он знает, когда он начался, когда он закончится, что с ним происходит. Это факт, он все знает. Но он знает также, какую силу надо отдать, чтобы это все изменилось. Он также знает, что когда ты собираешься вместе с большим количеством людей и начинаешь, допустим, вместе молитву читать или вместе там медитировать еще, то сила от этого становится больше, что именно с этим. И когда психическая природа других людей с тобой соприкасается, твоя психическая природа оживает. То есть такие методы тоже есть. Ну, наши врачи наплевали на психическую природу людей. Допустим, туберкулезная больница. У одного человека не хватает одного типа энергии, в результате он заболевает туберкулезом. Туберкулезом болеют люди, которые разочарованы в жизни, у них не хватает жизненной энергии, разочарование их одолевает, и эта энергия разочарования рушит легкие. Допустим, одного положили с разочарованием, второго с разочарованием рядом, третьего, четвертого. 50 человек положили. Все койко-место заняты. Потом доктор говорит, что-то у меня туберкулез начинается. Они его вперед вылечат, потому что их много, он один. Они его вперед вылечат. Или, допустим, психушку сделали. В ведической культуре запрещается человеку, имеющего, допустим, какую-то проблему, ему запрещается общаться с такими же людьми, потому что этим самым он уничтожает свою жизнь. Вот теперь психушка. Я, когда был студентом, я пришел в психиатрическую больницу. Первое, что я заметил, что эти врачи и психиатры, я заметил, что там окончание аторы, оно не нужно. Ну, что там аторами не пахнет. Там одни... Понятно. И это потому, что неправильно организован процесс, так как знания нет. Они думают, что это просто болезнь нервной системы. Раз это болезнь нервной системы, ничего страшного. Можно помещать людей рядом, создавать такую больницу. Ничего страшного в этом нет. Я не против психиатров. Я очень уважаю любых врачей. Я просто вам объясняю систему. Людей кладут с этой болезнью вместе. Все, приговор. У меня одна родственница заболела шизофренией. Ну, тяжелым заболеванием психическим. Я поехал ее спасать. Ее положили в психушку. Я пришел к ним, объяснил, что я могу им помочь. Они мне не поверили. Я начал им доказывать, я врач и так далее, и все прочее. Говорю, хочу ее забрать. Она уже была немножко в себе. Она говорит, я тоже хочу отсюда уйти. Мы друг друга поняли. Вот они мне под роспись, там всякие документы собрали, под росписи. Я ее увел. Когда я ее оттуда уводил, женщины, которые стояли рядом, они тоже более-менее в себе все. Не то, что психушки только вот такие. Понимаете, это все неправда. На самом деле, большинство людей более-менее соображают. Но так как ситуация, атмосфера не та, чтобы вылечиться, она никогда не вылечится. И я увидел глаза этих людей. Они смотрели на меня, вот эти все люди, как будто бы я увожу ее в жизнь, а они этой жизни никогда не увидят. Они вот смотрели на меня вот так вот, понимаете, может, ты меня захватишь. Понимаете, то есть у них такое состояние было. Я был в полном шоке, когда я это увидел. Я понял, насколько наша наука, она немощна, и она, насколько это все глупо и бестолково вообще организовано. Понимаете, я был в шоке и за судьбы этих людей. Я был очень сильно опечален. Я ее вытащил, она вылечилась. То есть она сейчас может жить нормально, когда плохой период закончится вообще, и она сможет даже без камней жить. У ней через год начался, ну, такой рецидив небольшой, приступ начался. Мы его быстро оккупировали своими способами, и все. Неделя прошла, все закончилось, и дальше опять человек нормально живет. А год был полноценной, нормальной, хорошей жизни. Вот и все. И мы настолько амбициозно воспринимаем вот свое понимание жизни, как жить. Вот допустим, а вот я просто, я часто на времечке выступаю, я сидел рядом с очень серьезным человеком, который практически была беседа о медицинском образовании в России. Но они меня всегда туда приглашают. Там кто-то не пришел, они меня туда вклеили. Как раз по делу, кстати. Но они решили меня просто дырку заткнуть. Рядом со мной сидел человек, который возглавляет одну из структур этого образования медицинского в России. Когда он спросил, что-то я тебя не знаю, ты откуда? Я говорю, я вот тоже образованием в России занимаюсь. Я занимаюсь изучением айрведы. Говорит, чего? Я говорю, айрведы? Он говорит, это что? Айрведы, это что? Говорит, понос вызывает. Я говорю, да, в вашем представлении понос вызывает. Но в моем представлении понос вызывает что-то другое. Но он не понял, как бы мой юмор. Но так или иначе, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что человек стоит у руля образовательной системы всей. Ему-то уж должно быть известно, чему людей учить. Но, к сожалению, ему это неизвестно. В этом заключается моя скорбь, понимаете? Поэтому я думаю, что лучше не в эту систему, которая уже фактически закостенела идти, а надо как-то таким образом развиваться, общаясь, может быть, вот таким прямым способом, не через медицинскую науку, а напрямую обращаться к людям. Итак, мы с вами на прошлом семинаре говорили о том, что такое разум. Это вторая часть тонкого тела человека. То есть ум состоит из психической энергии. У него есть пять чувств, которые контактируют с окружающим миром и дают нам возможность существовать. То есть этот контакт, он как-то наполняет нас информацией, пониманием вещей и так далее. Существует также разум. Разум — это особая структура психики, она контролирует ум, и в ней есть особые функции. Разум ищет счастье, ищет где счастье. И это очень важно понять, что такое разум. Надо прослушать вот эти три лекции прошлого семинара. Мы говорили о разуме с вами. И там говорилось о том, что самое главное в жизни человека — это смысл его жизни, то есть цель, жизненно важная цель, которую, если человек сам себе не ставит, то она сама находит его. Если цель нас находит сама, то есть очень высокий риск того, что мы выбираем её неправильно, и в результате мы получим тяжелейший стресс в своей жизни, о чём мы и будем сегодня говорить. Разум состоит из знаний о том, что такое счастье. То есть разум — это как такой щупалец, который ищет счастье в жизни. Да, он находит счастье, к которому привязаться, стоит привязаться. То есть в этом мире существуют как бы разные силы, энергии, которые разум ищет. И так как мы стремимся к счастью, счастье является сутью нашей жизни, поэтому наш разум, он ищет, где найти счастье. И если, допустим, он находит этот источник счастья, то он начинает в него верить. То есть вера — это особое состояние, это означает связь разума с источником счастья. Эта связь даёт стойкий поток энергии счастья в нашу психику. И мы живём этой верой. Мы живём чем-то. «Лишь ты одна, лишь ты одна, мне нужна», там, как в песне поётся. «Даже годы вопреки, мы с тобой так же близки», что-то такое. То есть означает, что человек думает, он верит. То есть связь остаётся. Чаще всего источником счастья мы считаем противоположный пол. Не потому, что мы слишком образованы в этом вопросе, кого считать источником счастья, а потому что природа сама за нас заботится о том, чтобы выбрать нашу цель в жизни. Итак, человек, контактируя с источником счастья, у него появляется вдохновение жить. Он начинает жить для этого. Бывает, что идея какая-то другого счастья, более возвышенная идея счастья — это идея счастья всеобщего, не моего личного счастья, а общего счастья. Общество, идея счастья общества. И когда идея такая захватывает, допустим, страной целой, то в стране поднимается такой очень сильный энтузиазм, общий дух, такой дух счастья и движения вперед. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор». Такой верх энергии идет. То есть это означает вдохновение. Люди в этом состоянии готовы свернуть горы. И это означает, что их разум нацелен в одном направлении. Он работает одинаково у всех. Это состояние называется духом. Духом страны. И это состояние, оно уникально по своей природе. Потому что, допустим, если полководец способен поставить цель, поставить цель, это значит, что у него очень сильный разум. Если, допустим, у Суворова был очень сильный разум. Он сам щупленький такой был, мужичок. Но у него был очень сильный разум. И он просто одним словом мог целую армию солдат вдохновить. В результате его силы разума люди настолько верили в него, они пылали вдохновением сражаться за него. Они говорили, мы сражаемся за Суворова и за Россию. Они не говорили, сражаемся за царя там. Они сражались за Суворова и за Россию. Вот. Так вот, 500 тысяч армии турков была разбита 50 тысячами армии Суворова. Не России, а Суворова. Потому что, когда потом он пришел к царю и об этом доложил, там мало кто понял его идею. Понимаете? То есть, такие люди гении. То есть, то же самое Александр Македонский 30 тысячами сразил 350 тысяч армии царя Дария. Как это возможно? Ну, представьте, против 10 человек стоит 130. Ну, как можно 130 человек победить 10? Это просто нереально. Понимаете? Это смешно даже подумать об этом, что это возможно. Но, веды описывают, что даже один человек, способный нацелиться на победу, очень сильно, он может парализовать волю целой армии. Есть такое понятие Адирадха. То есть, есть Махарадха, который там сражается там с несколькими тысячами человек один. А есть понятие Адирадха в ведах описано, что человек имеет такую волю, непреклонную, которая даёт возможность парализовать психику огромного количества людей. То есть, он встаёт перед ними, и они даже оружие поднять на него не могут. Вот это описано в ведах, что такие воины были в древние времена, потому что они знали, что такое разум. И с самого детства они работали с разумом, они вот так вот играли с мечами. Вот, понимаете? То есть, это совсем другая природа понимания вещей. Точно так же мы не знаем, как Иисус Христос лечил тремя пальцами, прикасался и человек оживал сразу. Как это происходило? Происходило за счёт энергии, которая нам непонятна. И веды описывают эту энергию. Итак, разум обладает такой силой, силой, которая ведёт нас по жизни. И что, собственно, что такое стресс? Стресс — это когда разум теряет возможность двигаться к своей цели. Человек теряет цель в жизни, теряет свою жизненную нить. В результате, так как разум вдохновляет всю психику жить и функционировать, в результате того, что цель пропадает, у человека вся психика рушится. Он не может понять, что ему делать дальше. Он обескуражен, совершенно обескуражен в жизни. Кто хочет, чтобы я сейчас сказал, как у него дела обстоят? Вот женщина в чёрном, вот вы руку вот так держите. У вас сейчас, вы находитесь в состоянии стресса. Сейчас. Вы согласны? Согласны. Вы не знаете, что дальше делать, как дальше жить. Это касается не вашей личной жизни в основном. Как мне кажется, это касается вашей понимания, как делать, что делать, как действовать во внешней деятельности. Правильно? Да. Но личная жизнь тоже страдает в какой-то степени. То есть вы находитесь по полной программе в состоянии стресса. И причина тому заключается в том, что по судьбе ваш разум потерял жизненную нить. Вы просто сейчас вышли, то есть то, во что вы верили, это уничтожено в вашей жизни. Это так? Так. Вот и всё. Вот в этом заключается причина стресса. Иногда это происходит в результате того, что человек поступает не так, как надо. Но чаще всего причиной стресса является то, что просто человеку положено по судьбе это испытать. У вас так произошло. Это судьба для вас. Это неизбежность. Когда вы только родились, уже это было запрограммировано в вашей жизни. Это событие, которое произошло, как я понимаю, месяцев восемь назад. Так у каждого человека в жизни есть определённая порция счастья, которая просто по судьбе ему положена. Вот это ощущение спокойствия, что более-менее всё нормально, всё хорошо. Это наша обычная порция счастья, с которой мы живём и считаем, что так и должно быть. На самом деле эту порцию счастья мы получаем в результате того, что мы совершали в прошлом благочестивые поступки. То есть бескорыстные поступки мы какие-то в жизни совершали в прошлом. И в результате нам поэтому само собой даётся что-то. Вообще-то без труда не выловишь и рыбку из пруда. Но понимаете, но так как мы, допустим, вот человек сидит, просит милостыню. Само собой кто-то раз даёт ему деньги, и он кушать себе покупает. Точно так же само собой мы совершали какие-то хорошие поступки в прошлой жизни. И в этой жизни само собой на нас капает вот эта порция счастья, которую мы считаем, что так и должно быть. но на самом деле когда она капать перестаёт, вот как у вас, допустим, на первом ряду вот женщина, да, она у вас не то что перестала, а просто стала поменьше печь. Вы почувствовали? Последний, ну, месяц может, не так давно. Чуть-чуть поменьше, это недолго будет продолжаться, это так. Мелочи жизни опять закапает. Вот. У вас начало капать чуть поменьше. Вы чувствуете, что-то нет, что-то такое вообще, что происходит? Человек начинает искать какие-то внешние причины, он начинает искать, кто там плохо думает о нём, ну что так сглазил, может ещё что-то, может вообще что за безобразие такое совершается. А просто не положено по судьбе. Вот сейчас счастье, допустим, не положено, и наша психика начинает бунтовать. Но чем человек отличается от растения, как вы думаете? Человек от растения заключается в том, что мы разумные существа. Разумные не означает, что мы знаем, как правильно водку пить. Понимаете, разумные означает, что мы знаем, как правильно выбрать себе цель в жизни, потому что именно цель связана с разумом. Водка не связана с разумом, она его убивает. А цель в жизни, она связана с разумом. И когда человек способен сам выбрать свою какую-то важную миссию себе в жизни, цель. В этом случае он получает веру в жизни, и через эту веру приходит энтузиазм. И когда плохой период наступает в жизни, то этот период хоть и делает ощущение несчастья, но где-то внутри счастье всё равно остаётся. И человек не теряет свою жизненную нить, он не входит в состояние стресса. Поэтому жизнь и создаёт нам стрессовую ситуацию, чтобы мы вспомнили, что мы разумные существа, что мы должны жить немножко по-другому, что мы не должны просто как растения плыть по течению. Понимаете, водоросли плывут по течению в реке, их никуда не тянет. Но мы разумные существа, мы должны понять, что наша жизнь не должна течь просто так, как она течёт в обычном русле. Мы должны очень серьёзно изучать, как жить правильно, как настроиться правильно в жизни, чтобы не зависеть от той ситуации, в которой мы находимся, не зависеть от тех обстоятельств, которые нас настигнут очень скоро. Какие обстоятельства могут настигнуть, я вам сейчас очень легко объясню. Смотрите, у нас в глубине психики существует такое понятие, как глубинная память. То есть ум вообще, согласно поднаджали йога-сутре, древнему произведению, ум, если взять в разрезе, он как озеро. У озера есть волны. Волны — это наши мысли, наши мысли и чувства. Дальше есть толща воды. Эта толща воды — это наш характер. И есть ещё ил на дне. Вот этот ил на дне — это наши прошлые поступки и желания. Веды их описывают как такие узелки событий, которые группируются друг с другом, называются карма-васаны. Васана означает «узелок», а карма, вы знаете, что это такое. Это наша деятельность, наши поступки. Итак, эти узелки, карма-васаны, они сотканы из психической энергии. И они несут в себе память о наших прошлых жизнях, определённое эмоционально-психическое состояние, которое было у нас во время совершения тех или иных поступков или во время того, как мы чего-то сильно желали. И так, оказывается, стороны света тоже имеют своё психическое направление и состояние. Стороны света. Поэтому и вот эти аллегории древней сказки, там на запад пойдёшь, там то получишь, на юг пойдёшь, вот то, на север пойдёшь, то, назад пойдёшь — вообще капут. То есть идея в чём заключается? В том, что каждая сторона света имеет своё значение. Наша Солнечная система находится в одной плоскости. Вы, кстати, знаете об этом, нет? Она движется не вот так, вот планеты все в разных плоскостях, а примерно одна плоскость. Все планеты в одной плоскости движутся, как диск получается, да? Этот диск, вот эта плоскость нашей Солнечной системы называется зодиаком. То есть эта поверхность называется зодиаком. И если на 12 частей её разделить, на 30 градусов, всю эту плоскость, то получается 12 направлений по 30 градусов. И 12 направлений называются 12-ми знаками зодиака. Почему так назвали, я вам сейчас объясню. Потому что каждое направление имеет свой абсолютно уникальный настрой, который ни с чем не сравним. Настрой каждого направления, только вот определён, через определённое количество, через 2-3 градуса, после нового зодиака абсолютно меняется настрой. Психическая атмосфера, пространство. Планеты Солнечной системы тоже имеют характер. Каждая планета — свой характер. И сила их влияния на нас превосходит во много раз нашу собственную способность сохранять своё психическое равновесие. Так вот, когда эти планеты двигаются, они, взаимодействуя с пространством, с этими знаками зодиака, их психическое влияние на нас постоянно меняется. То есть вот это взаимодействие, характер планеты не меняется. Зодиак тоже не меняется. Но когда они соприкасаются друг с другом в движении, происходят уникальные перемены в этом во всём. И именно поэтому у нас в психике что происходит? Когда определённая атмосфера психическая во Вселенной возникает, изнутри эта атмосфера резонирует с одним из узелков вот этих, кармавасаны. То есть контакт происходит с какой-то энергией, которая у нас внутри сидит. И первое, знаете, что происходит после этого контакта? Думаете, у нас мозги переклинивают после этого? Нет? Нет. После этого переклинивают мозги у тех, кто находится рядом с нами. Вот в этом заключается проблема, которую нам очень трудно разгадать. То есть человек ничего не подозревает, планеты заклинило, и вместо того, чтобы близкие люди к нему нормально относиться, они вдруг ни с того ни с сего начинают звереть. На самом деле там внутри я ещё не понял, что у меня произошло. То есть у меня, до меня ещё, до поверхности озера ума, эта энергия ещё не дошла, до моих мыслей она ещё не дошла, она находится в толще. Эта толща психической энергии называется подсознательное такое, невыявленное настроение, невыявленное мной самой. И близкий человек начинает смотреть на меня и говорит, «Ты что на меня так упёрся сегодня? Или упёрлась?» Допустим, она говорит, «Да не упиралась я! Я на тебя нормально смотрю!» «Нет, что-то не то!» И если сильно действует, то человек реально начинает трясти. Это не шутки. То есть он смотрит, и близкий человек как будто отталкивает его от себя. Он говорит, «У тебя что, кто-то другой появился?» Говорит, «Нет, никто не появился. А что такое происходит?» «Что такое происходит?» «Да ничего не происходит». «Нет, что-то происходит». Он что-то чувствует, понять не может, что происходит. Начинает её долбить каждый день. Хорошо, если это там, допустим, на пять минут, на десять, там такое бывает на день. А если это, допустим, на год такое состояние, за этот год полностью рушится семья. Нормальная семья была, всё хорошо жили. И тут началась весёлая жизнь. Бразильский телесериал. Почему это происходит? Потому что так работает судьба. Люди, которые не понимают этого, они начинают обвинять друг друга. Они в силах понять того, что происходит, они начинают идти к гадалкам, которые знают, на чём денежки зарабатывать. Есть люди такие, которые знают, на чём денежки зарабатывают. Ничего делать не надо. Надо знать три слова. Два слова надо знать. Тебя сглазили. Два слова всего. Больше ничего не надо знать. Два слова и порядок. Деньги будут, жизнь будет нормальной. В следующей жизни, правда, родишься слепой. Потому что веды описывают, что если ты не знаешь, как дела обстоят на самом деле, и даёшь неправильный совет, который рушит жизнь человеку, в результате этого совета в следующей жизни ты родишься слепым, так говорят веды. Потому что ты ослепил человека психически, поэтому тебе придётся жить слепым. Понимаете? Это закон кармы. Вот поэтому смотрите, ситуация какая интересная. На человека влияет плохая психическая энергия. Эта плохая психическая энергия делает контакт двух людей друг с другом. Человек это чувствует, но понять не может. А вот как к гадалке, к которой он приходит, она уже всё понимает. Потому что она достаточно чувствительный человек, не то, что она дурочка. Она чувствует, с кем плохой контакт. И она говорит, он тебя сглазил. То есть она узаканивает эту официально, делает эту отрицательную связь официальной, законной. То есть человек реально начинает близкого человека или неблизкого человека считать целью своей жизни со знаком наоборот. Он говорит, вот кто меня уничтожает. И всё. И начинает думать плохо об этом человеке постоянно. Так как от него действительно негативная энергия идёт, связь вот эта негативная, она не от него идёт, она между ними находится. Понимаете? Потому что между ними общая карма. И у того карма вас, она вспыхнула, и она изнутри вот этого человека, она возбудила. И у того. Фактически я сам являюсь причиной проблемы. Но так как я возбуждаю психическую энергию плохую у близкого человека, его это очень возмущает, и он первым начинает конфликт. Понимаете? Не я начинаю, что от меня идёт, а он начинает. Поэтому я, допустим, думаю, а что это он на меня так себя ведёт? И меня это удивляет. Я иду к гадалке, она говорит, сглазил он тебя. Я начинаю на него плохо думать волком. Из меня исходит сила, которая его возбуждает. И в результате этой силы я на него думаю волком, думаю, он виноват в моей судьбе. Он портит мне жизнь. Что это называется? Как это называется? Замкнутый круг. Разрешение проблемы нет. Как её можно разрешить? Если две стороны уничтожают друг друга, один сознательно, другой бессознательно, кто замкнул круг? Тётя Фрося. И вот она за это на полную катушку и будет отвечать. Поэтому у меня к вам такое предложение. Если вы не сильно разбираетесь в том, что происходит, вы хотя бы как-то позитивно людям что-то позитивное давайте, чтобы они выпутались. Не надо ни на ком клеймо ставить, понимаете? Это самый идеальный способ угробить свою собственную судьбу так делать. Так вот, эти ситуации, которые накаляют до предела жизни, они просто неизбежны. Если человек во время этого накала, ну если человек всю жизнь жил как растение, то он не наработал над собой, он своими собственными силами счастья к себе каждый день не призывал. Вот кто из вас каждое утро читает молитву, призывает к себе счастье? Счастье просто сидит и молится Богу, контакт с Ним устанавливает, призывает к себе счастье и не зависит от судьбы. Поднимите руку, есть такие люди? Ну кто-то лежание очень скромное, кто-то не поднял. Я думаю, половина зала точно молится Богу каждое утро. Остальные смотрят по вечерам телесериалы. Потому что где-то счастье надо подпитываться, где-то счастье. Понимаете, так как человечество утратило естественный способ контакта с высшими силами, нам нужен какой-то способ, нам в жизни нужен какой-то способ, чтобы подпитываться энергией. И для того, чтобы мы подпитывались, нам человечество изобрело телевидение. Это хороший способ подпитываться непонятно чем. Потому что у вас нет никакой гарантии, что там дальше будут показывать. И вообще для чего это всё нужно, это всё смотреть? Просто как-то идёт подпитка, и человек смотрит, ему больше деваться некуда. В этом заключается наше ужасное существование. То, что мы подпитываемся далеко не тем, что счастье нам даёт. Возможность счастливо, полноценно жить. Вот что, телевизор улучшил нам возможность общаться с близкими людьми, что ли? Или дал нам силы воспитывать детей? Когда мы, допустим, молитву совершаем, реальная сила воспитывать детей приходит. Реальная сила перетерпеть трудности отношения с близким человеком, потому что от него реально исходит эта энергия тяжёлая, которая уничтожает жизнь. Психолог говорит, да не обращай ты на неё внимания. Вы придите к психологу с иголкой, сядьте рядом с ним, и он скажет вам, да не обращай ты внимания на жену, когда она так себя ведёт. Надо ему зад иголочку вколоть. Он скажет, ой! Он ему скажет, не обращай внимания. Сиди тихо, не обращай внимания. И давите ему иголочку, вставляйте всё глубже. Он говорит, аааа! Тихо, расслабься, не обращай внимания. Всё нормально. Он такой, аааа! Что такое, что такое? Вот тогда он поймёт, о чём речь идёт. Речь идёт о том, что реально наваливается трудность. Огромные силы трудность наваливается на человека. Это не фантасмагория, это не комбинация нервных импульсов. Это реальная сила, которая рушит жизнь. Она реально присутствует, понимаете? И не надо ничего выдумывать. Допустим, у кого-то начинается стресс. Вот это состояние, рушится жизнь. А, допустим, человек, люди осторожающие не понимают, что это реальная сила. И человек к ним приходит, к такому человеку, к другу своему, допустим, который без понятия. Говорит, да расслабься, всё у тебя нормально, что ты? Пойдём в кино сходим. А кино уже не помогает. Там энергия не та идёт, понимаете? Человек смотрит в стрессе фильм, а перед ним просто пустота. Он смотрит, и ничего не происходит в его жизни, ничего не меняется. Раньше фильм как-то помогал. Ну, кому-то помогают просто фильмы, там такие ля-ля, тру-ля-ля. Когда карма хорошая, люди смотрят такие спокойные фильмы. Ах, вот и виль, вот и виль, вот и виль, музыка танцы, ля-ля-ля, песни танцы, ля-ля-ля-ля. Пусть ты там такой-то был, пусть ты такой и остался. Там всё. Танцует. Если судьба потяжелее, карма очень сильнее действует. Ну, как бы, жизнь у человека напряжённее. И ему, допустим, ну, какая-то трагедия в его жизни произошла. Ему надо про войну смотреть. Он смотрит. Идёт война народная, песчаная война сидит, смотрит. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Ярость у него вскипает. Вот, как-то что-то происходит с психикой. Если совсем жизнь дубовая, он начинает смотреть кошмар на улице Вязов. Если совсем уже там, уже всё, крыши перекрывает, ему надо что-то посильнее эмоций. Надо, чтобы прям вот такие вот ходили, кровь сосали. Вот, а если жизнь ленивая, делать нечего, допустим, в жизни, то он смотрит сексуальные программы, кабельное телевидение. Ну, делать нечего, всё нормально. Надо посмотреть, что там делают они. Кабельное телевидение для таких. В общем, каждый развлекается, как может. Но когда у человека наступает стресс настоящий, он смотрит всё, что обычно смотрел, и он не может этим отвлечься. Он садится за телевизор, встаёт, начинает ходить, опять садится, выключает его, пытается почитать газету. Он обычными способами пытается разгрузить себя психически и не может, потому что счастье в его жизни закончилось. Наступила пустота, наступила грусть. Что ж, пойду, пройдусь. Мне её делить не с кем. Наступила пустота, понимаете? Человек не знает, что делать. Он начинает метаться в жизни. Почему так происходит? А потому что мы живём как растение. Мы счастье-то не подкапываем себе сами. Мы его ждём, чтобы оно на тарелочке к нам приходило. В этом заключаются наши проблемы. И в этом заключается тяжелейшая ситуация, которая происходит с человеком. Не понимая, как выводить себя из стресса, он начинает метаться. Сначала человек начинает искать удовольствие в самом себе. Он пытается заливать как-то спиртом. Этот стресс. Ничего не помогает. Дальше он бежит к друзьям. Он пытается... Психологом бежит дальше. Ещё куда-то. Он кричит о помощи. «Помогите от меня!» Жена уходит. Жена продолжает уходить потихоньку, потому что она жить не может. Ей очень тяжело. Ситуация безнадёжная. Очень тяжёлая энергия скопилась между ними. Никто помочь не может, потому что никто не знает, как помочь. Все занимаются тем же самым, что и телевизор делал. Просто пытаются как-то спокойно успокоить, что-то сделать, но силы никак никто дать не может. Представьте, к вам подходит человек и говорит «Помогите!» Чувствует... От него подальше. Потому что он силы просит. У нас так сил нет. Мы боимся этого, что кто-то у нас силы забирает. Мы боимся этого. Потому что мы живём как растение, не хотим ничего отдавать. Дети чуть напрягают. Надо как-то сгладить ситуацию, успокоить их. Почему ребёнок напрягает? Потому что ему нужны силы. Надо дать ему силы. Но мы не можем вот в этом обмене энергии жить, что в собственном ведомии называется счастьем. Счастье, когда человек всю жизнь учится давать силы людям. Всю жизнь этому учится, и через него начинают такие потоки идти, что он способен людям дать силы. Он как бы способен таким образом жить, чтобы отдавать эту энергию всем. Он не хочет ничего себе. Он знает, что счастье в другом. И он начинает вот таким образом действовать в великомученике, допустим, вот эта концепция в христианстве. Она на этом основана. Человек просто хочет жить для всех. Он ничего себе не хочет. Сначала это страдание вызывает, потом сильное счастье. Веды описывают, что правильный подход жизни рождает сначала яд, потом нектар. Допустим, вот вы сейчас послушаете лекцию, и вы почувствуете, «Господи, что же такое? Как же я живу?» Сначала яд возникнет, если что-то войдёт в уши. То потом будет нектар. Вы поработаете над собой, всё изменится в жизни. Будет нектар. Если человек живёт неправильно, сначала у него в жизни появляется нектар. Люди поженились. Первое, их взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Первое, что возникает? «Как тебя зовут?» «Я знаю, только я». Возникает это чувство. Что оно делает? Изнутри, из сердца выходит хорошая карма. Веды описывают, вот в этом озере ума хорошая карма вся лежит сверху, плохая дальше, пониже. Между мужчиной и женщиной самая большая способность обмениваться кармой. Поэтому жизнь у человека начинается, когда он женится. Начинается бразильский телесериал многосерийный на всю жизнь. До этого он как-то жил спокойно, не знал, что такое женитьба. Но когда он женился, начинается вот этот обмен энергии, очень густой такой, плотный. Сначала идет любовь. То есть она длится какое-то время, потому что сначала идет поверхностная карма, вот эта хорошая, сначала выходит наружу, и люди начинают активно наслаждаться друг другом. Они не понимают, что любовь вот эта, которая сначала выходит, она призназначена для того, чтобы остался депозит. Понимаете, что такое депозит? Какой-то запас прочности в семье. То есть это вот благочестивая карма, ее нельзя тратить ни в коем случае. Нельзя вот так просто наслаждаться друг другом. Понимаете, надо по-другому настраиваться, нас этому не учили. Вот, этот депозит, его не надо тратить. Медовый месяц, все, уходит. Потом дальше наступает тяжелая карма, и после очередной ночи бессонной любви они встают друг на друга, смотрят такими тусклыми глазами. Уйди от меня, что-то мне с тобой плохо. Началась новая жизнь, которая сильно отличается от этой любви. Понимаете? Это большая проблема. Мы же ничего не понимаем, что делаем. В этом вся проблема нашей судьбы, нашей жизни. Основная проблема отсутствия знаний. Вот Веда объясняет, когда люди полюбили друг друга, им нельзя расходовать эту энергию. Им надо расходовать, означает наслаждаться, ждать, когда тебе сделают хорошо. Надо забыть об этом, что мне должны что-то сделать хорошо, и просто бескорыстно, не желая ничего взамен, служить близкому человеку. Служить означает делать то, что положено делать для женщины. Мужчины, знаете, что надо делать для женщины? Нет, говорят. Скажите. Ну ладно, сначала женщин спросим, но они более умные в этих вопросах. Скажите, женщины, пожалуйста, что больше всего нужно мужчине в жизни? Еда, работа, так, дальше какие варианты еще? Верить, это уже поближе. Свобода. Что же он тогда женится, если ему свобода больше всего нужна? Забота, правильно, как она должна выражаться, в чем эта забота заключается? Как она, слово есть такое, как заботиться о мужчине надо? Мужчину надо уважать. То, что нужно близкому человеку, это сделать тяжелее всего. Тяжелее всего женщине уважать своего мужа, потому что она каждую секунду столько видит недостатков в его поведении. Каждую секунду жизни она видит столько всего, что вот это вот уважать, это too much. Понимаете? Какого? Ну, заботиться можно, можно пожалеть, ну, уважать это too much. Что нужно женщине теперь больше всего? Самое главное, что мужчина должен для женщины сделать. Любить, это уже такое широкое понятие. Для мужчины это совсем по-другому выглядит, понимаете? Брать ответственность за все, что она делает. Это правильно, но не точно, не до конца точно. Это правильно, это нужное направление. Надо понять, в чем заключается ответственность, как сделать счастливой женщину рядом с собой. Вот, это уж. Женщины, главное, отвечают. Я мужчин спрашиваю. Женщины лучше разбираются, я согласен. Так вот, больше всего женщине в жизни нужно внимательное, чуткое и бережное отношение. Мужчина должен рядом с ней вести себя очень внимательно и очень следить за тем, что он делает рядом с ней. Женщина, правильно? Это самое главное. Мужчина должен очень внимательно, бережно и заботливо относиться к ней. В этом заключается уважение. Вообще, самое главное, и мужчине, и женщине нужно уважение. Просто уважение к мужчине означает, что женщина верит в него, она старается слушать то, что он говорит, старается быть ему в семье старшим, старается ему позволить. Ведь она так не считает, но она старается ему позволить это сделать. Вот то, что я вам сейчас сказал, вот эти вещи, две, которые я вам сейчас назвал, являются самым большим подвигом в отношениях с близким человеком. И вы теперь говорите, я люблю тебя. Что вы имеете в виду? Да, вы это говорите. В этом заключается самая главная идея совместных семейных отношений. Потому что, если мужчина «я люблю тебя», имеет в виду, что он хочет этот подвиг совершить, и очень чутко, и заботливо, и ласково себя вести всю жизнь, несмотря на все женские прибабахи, потому что, когда она очень эмоционально себя ведет, и колка, очень трудно в это время чуткость и заботливость сохранить. С другой стороны, очень трудно уважительно относиться к человеку, который постоянно там что-нибудь, жена «мой милый, пойдем сегодня прогуляемся по лесу». Чего? Или, допустим, он хоккей смотрит, внимательный, заботливый. Хоккей смотрит, она к ним подходит, говорит, кушать пойдем. А, кстати, вы знаете, как вообще сделать так, чтобы мужа от хоккей оторвать? Вот какие предложения есть? Кто надо сделать? Какие действия надо совершить, чтобы мужа от хоккей оторвать, чтобы он покушать пришел? Мы даже не знаем, как себя вести друг с другом, что уж говорить о счастливой семейной жизни. Давайте предложения, какие есть? Если вы выключите телевизор, то вы слышите от него то, что никогда и нигде не слышали. Дальше второй, это неправильный подход. Дальше второй вариант, ну, это ближе, но все равно неправильно. Что вы сказали? Сесть рядом. Дальше следующий этап. Сесть рядом. Заговорить, а то уже мужчины подсказывают. Тихо, не подсказываем. Дальше второй этап, дальше, я серьезные вещи говорю, не смешно. Дальше погладить второй этап, погладить его. Дальше что уже сказали, заговорить о хоккее, сказать, Фетисов сегодня играет, сесть ему на колени, начать его гладить и говорить, Фетисов сегодня играет. Он скажет, играет. Дальше что надо сделать? Надо после хоккея, что мужчине больше всего после хоккея нужно? Он сам. На первом месте хоккей, на втором он сам или наоборот. Значит, его надо гладить и потом после того, как Фетисова, он как бы, он включился, начал слушать. Вы спросили о хоккее, начал слушать. Что дальше скажет? Дальше вы ему говорите, ты у меня сегодня бледный. В этот момент он понял, что жена рядом сидит, начинает смотреть на нее. Она смотрит на него, говорит, кушать пойдем? После этого, только после этого он такой пытается, он так, как она уже его привлекла внимание, он пытается на хоккей назад. Обратной дороги уже нет. Потому что любовь стоит выше хоккея, понимаете? И она его за ручку тихонько берет, нежненько, и ведет за собой. И он идет, как ребеночек, кушать. Другого способа нет. Телевизор на кухне, он тогда у вас покушает там. Не в то горло попадет, если не в нос. Ну ладно, это, это не лирическое отступление. Я вам просто объяснил, что большинство женщин совершенно не образованы, как строить отношения с мужчинами. Вообще не знают, как вести себя. Ну, то есть не понимая вообще этого, нас никто не этому не учил. Точно так же мужчины вообще не понимают, кто перед ними находится. Они вообще не видят, не понимают псих, природу женщины. И мы создаем семью. Вот, в этом заключается уже стресс с самого начала. Но так как у нас есть медовый месяц, мы этого не знаем пока. Все будет потом. Итак, стресс — это состояние, при котором разум человека теряет возможность, внутреннюю возможность, связываться с целью. Наша способность жить, наша способность чему-то стремиться, в результате этого начинает постепенно таять. Человек хочет, изо всех сил старается, но он не может восстановить контакт. В результате он начинает метаться. Идет к психологам, там идет к кому-то еще, там к астрологам и так далее. Но на самом деле, на этом этапе жизни человек должен молиться. Он должен по утрам садиться и читать молитву, контактировать с высшими силами. Потому что счастье может таким потоком, чтобы нас это действительно помогло нам в жизни, может идти только оттуда, от высших сил. Оттуда, откуда же посылаются и страдания. Веды описывают, что планеты, которые создают эти трудности, они управляются менеджерами Вселенной. То есть это живые существа, которые имеют более разумное существование, чем мы. То есть наша Вселенная не безлюдна, как описывают наши ученые. Она вся сосоткана из жизни. И если мы, допустим, высшим же силам просим о помощи, допустим, их своей молитвой, ну если вам непонятно это, ну вы молитесь какому-то святому человеку. Все святые люди тоже приходят сверху. Они призваны специально помогать нам, чтобы нам проще было понять, кому молиться, как это делать правильно. Да, человек это делает, у него контакт устанавливается с этими силами, и наступает облегчение. Итак, мы описали ум, разум. Есть ещё прана, психическая энергия, которая, собственно, и кончается во время стресса, то есть энергия, несущая счастье, психическая энергия. Есть ещё эгоизм человека. То есть есть два типа проявления эгоизма. Эгоизм — это чувство собственного достоинства. Собственно, та энергия, которую мы пытаемся удовлетворить в жизни. Один тип удовлетворения — это я живу для себя, то есть все должны жить для меня. Веды описывают, этот тип удовлетворения всегда приносит страдания. Я потом вам это подробнее расскажу. Есть истинное эго, когда человек пытается жить для других, и этот тип удовлетворения труднодостижим, то есть для того, чтобы так жить, надо себя заставить очень сильно, но это именно это путь к счастью. Естественным образом у нас возникает желание удовлетворять себя. Оно рождается с самого начала. Допустим, маленький ребёнок, когда он родился, он кого хочет удовлетворять? Только себя. Ему в руку игрушку дать, он её сжимает, попробуй отнять, он начинает плакать. То есть эгоизм работает с самого начала. Но чтобы человек развить истинное счастье внутри себя, для этого ему нужно прожить жизнь. Поэтому мы должны понять эту идею, что истинное эго, оно не возникает само по себе. Для того, чтобы оно активизировалось, нужно очень много трудиться, работать над собой. И веды описывают, что энергия счастья, на самом деле, мы её счастье, мы где ищем? Мы ищем вокруг себя, мы ищем в людях, ищем там дом построить надо, мы ищем в будущем, ищем в людях, мы ищем положение в обществе, в деньгах и так далее. То есть это те источники счастья, которые нам понятны, и мы пытаемся там их искать, его искать. Но веды описывают, что на самом деле счастье даёт человеку только одна структура психическая, которая имеет духовную природу. Она называется «сверхдуша» или «голос совести», «голос правды», «голос истины», «интуиция», как хотите называть. Это одна и та же структура психическая, которая имеет даже не тонкоматериальную, а духовную природу. И эта структура вообще не наша. Это энергия Бога. И она с нами никак не связана, кроме того, что она нам даёт счастье. Кто из вас почувствовал ни с того, ни с сего в своей жизни хотя бы раз, что вот из этой зоны, вот отсюда, вот с центра груди, чуть-чуть выше ямочки и рёмной, вот этой вот грудины, чуть-чуть выше этого места, вот здесь, с центра груди, кто из вас в жизни своей чувствовал, что из этого места вдруг неожиданно вырвалась такая сила счастья. Так раз, такой порции вышло как будто. Поднимите руку, кто реально почувствовал? Видите, сколько много. Остальные пока не довелось. На самом деле счастье именно оттуда и выходит. Как вы думаете, почему человеку нужен глубокий сон? Какие есть догадки? Глубокий сон — это состояние, в котором человек получает... То есть разум... Почему? Что такое сон? Спит разум. Ум никогда не спит, он всегда бодрствует. Ум всегда у него что-то происходит там внутри. Когда разум перестаёт контролировать ум, что такое бодрость? Бодрость — это когда разум берёт ум под контроль. Значит, человек пришёл в себя. «Себя» означает разум начал контролировать ум. Человек пришёл в себя. «Проснись и пой, проснись и пой, попробуй жизнь хоть раз». Проснулся и петь начал. Значит, разум оптимистично настроен, всё нормально. Значит, день будет хорошим. С той ноги встал. Если разум перестаёт контролировать ум, ум где-то метается в облаках, он начинает со состояния сна, сновидения. Значает ум туда полез, сюда полез. Он везде лазит, в тонком мире, к которому мы совсем не ориентируемся. Разум в это время ищет счастье. Его задача заключается в том, чтобы отвлечься от всех внешних объектов. Когда он отвлекается от всех внешних объектов, где он находит счастье? Вот здесь, в сверх душе. Это и называется глубокий сон. Человек так «А-а-а-а-а». И когда человек спит, он такой блаженный. Когда глубокий сон начинается, когда у человека ещё не глубокий сон, он так вот выглядит, такой. Но когда у человека наступает глубокий сон, он длится всего лишь там, может быть, полчаса, час в течение ночи. Этот глубокий сон характеризуется тем, что у человека так губки растекаются по лицу. У детей глубокий сон длится очень долго. Но чем старше человек, тем меньше у него глубокого сна. Губки растекаются. Спит вот такое состояние. Спят усталые игрушки. То есть такое состояние контакта со сверхдушой, такое спокойное, глубокий сон. В это время человек получает порцию счастья от сверхдуши свою, необходимую, которая ему нужна для жизни. Но когда наступает стресс, энергия внешняя настолько сильно приковывает разум к себе, разум ищет счастье настолько сильно, что он не может оторваться, даже когда расслабляется. В результате самым первым признаком того, что человек входит в стресс, у него начинает нарушаться сон. Он не может заснуть, не может расслабиться. Сон становится очень поверхностным. И он вроде бы и спит, и вроде бы не спит. Он лежит просто, и у него разум очень сильно привязан к тому, что происходит. Он очень сильно анализирует, анализирует. Ум работает как такой сгоревший мотор. Очень быстро. И ум анализирует, почему он меня бросает, почему он меня бросает, что такое, что я такого делаю, какой он плохой человек. То есть идет постоянно вращение вот этих вот мысленная жвачка движется. То есть почему ум так сильно работает и не может отвлечься от этого, потому что разум прикован к этой проблеме. Он говорит, где счастье от близкого человека? Почему счастья оттуда нет? Нет, где счастье? Давай счастье. Невозможно жить. Разум требует, и ум начинает крутиться, работать. И это состояние стресса сколько может длиться, как вы думаете? Оно может длиться, пока не помрешь или пока не сомнешь с ума. Некоторые люди думают, чтобы со мной не было, со мной все будет хорошо. Вы на самом деле не понимаете, что когда человек входит в стресс, есть вероятность, что обратной дороги не будет. Потому что все психические заболевания это не что иное, как невыход из стресса. Психическая болезнь это не то, что человек дурак, дурак он. Почему он заболел психическим? Да он дурачок. А мы умные все тут сидим. Так вот, он не вышел из стресса не потому, что он дурачок. Потому что он заболел психическим заболеванием не потому, что он дурачок, а потому, что он не смог выйти из стресса. У него не хватило внутренней силы разум привязать к какому-то источнику счастья, и чтобы это было стабильно и необходима для нормальной работы психики. Почему человек с ума сходит? Потому что разум теряет полностью силу управлять умом. Он фактически не с ума, а с разума сходит, понимаете? Это более правильное понятие, если уж говорить по-настоящему, что произошло. Так вот, не думайте, что у вас этого не может быть. Это абсолютная глупость. Вот что значит глупость? Что значит глупый человек? Чем он отличается от разумного? Глупый от разумного чем отличается? Веды просто конкретно говорят. Разумный человек считает, что с ним в жизни может быть всё, что угодно. Глупый считает, у меня всё будет хорошо. Но есть ещё святые люди, которые считают, что бы со мной не произошло в жизни, всё равно всё будет хорошо. И они так и живут. Они все события воспринимают как награду. Это святые люди так живут. Разумные люди считают, что надо быть готовым ко всему в жизни. Всё что угодно может произойти. Они не доверяют просто судьбе, думают, что всё будет хорошо. Но глупые люди считают, а у меня всё в жизни будет хорошо. Поднимите руку, у кого в жизни всё будет хорошо. Молодцы! Поздравляю вас! На самом деле мы все глупые, потому что у нас это внутри сидит. Эта глупость, это на самом деле идёт от природы нашей души. Я сейчас вам объясню. Мы все имеем духовную природу, и у нас, то есть вот этот тонкий ум, он находится вокруг души. Правильно, честные люди руку подняли просто. Так все считают на самом деле. Что у нас всё будет хорошо. В крайней мере, сейчас не помрём, завтра тоже, как минимум. А почему, откуда мы знаем? Мы же не знаем, а так считаем. Почему так происходит? Потому что душа, она имеет духовную природу. Я сейчас вам объясню. Духовная природа отличается от материальной. Веды описывают тем, что существует материальное время, по которому живёт время, время — это самая большая сила во Вселенной. Она сильнее ничего нет. Время — это сила, которая движет Вселенную, оно создаёт жизнь, оно двигает всё вперёд. Именно время толкает жизненную энергию к жизни. Жизненная энергия движется под влиянием времени, энергии и времени. Время — это самая большая сила, которая движет жизнью. И куда она движет нашей жизнью? Веды описывают, что материальное время всё движет к старости. Фактически оно увеличивает несчастье. Материальное время — это сила, которая увеличивает несчастье, страдания. Если вы не верите, я вам сейчас объясню. Смотрите, всё стареет. Мы родились. Дальше что происходит с материей, в которой мы живём? Она стареет каждую секунду. В окружающей материи этот зал, машины, дома — всё стареет, всё разваливается. То есть ничего не молодеет само. Но существует также сила, которая называется душа, духовная природа, где время действует по-другому. Это описано в Ведах. Ананнам Будхи Варданам. Всё возрастающее счастье. Каждую секунду нашей жизни, духовной, внутренней, душа, каждую секунду действует на неё духовное время. У неё счастье становится всё больше и больше, каждую секунду. Так как мы души по природе, поэтому мы что считаем? Завтра будет лучше, чем вчера. А тело при этом стареет. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. И тело уже того. Вот немного ещё постою на краю. Это другая песня уже. Так вот, идея в чём заключается? Идея заключается в том, что так как мы души по природе, мы не верим смерти. Мы не можем в неё поверить. Потому что мы живём под влиянием другого времени, которое называется духовное время. И оно чувствует, что завтра будет лучше. Мы верим, что завтра будет лучше. И это действительно так. Это правда. Потому что мы действительно движемся к прогрессу. Вопрос только каким путём? В материальном мире движение идёт циклический. Потому что мы сначала попадаем под влияние материального времени, и оно доводит нас до ручки. То есть до крайней какой-то точки, в которой мы уже дальше страдать не можем. И дальше мы восстаём против материального времени и начинаем возвышать себя, работать над собой. Своими собственными силами мы начинаем возрождать себя как Личность. Понимаете? То есть мы восстаём. Вот это восстание означает деятельность духовной энергии, духовного времени. Человек, который плывёт по течению, куда он придёт? Плывёт. Страданием. К увеличению страданий. Он живёт просто так. Как все. Если человек восстал, дальше что с ним происходит? Возрождение. В этом заключается ведическая мудрость. Она объясняет всё это. И зачем нужен стресс? Стресс — это необходимость нашей судьбы. Без него мы не сможем стать мудрыми. Мы не сможем победить материальное время. Без стресса мы не можем стать теми, каким мы должны быть в жизни. Своё предназначение в жизни мы не сможем выполнить без стресса. Это печально слышать, но это так. Правда, есть разумные люди. Чем они отличаются от всех остальных? Разумным людям стресс не нужен. Разумные люди становятся мудрыми, потому что они слушают знания. Они пытаются понять. И это понимание даёт им преобразование. То необходимое преобразование, которое поднимает психику человека вверх. А глупые люди, они просто живут обычной жизнью. И через стресс их жизнь заставляет менять свою судьбу сама, потому что дальше так жить некуда. Теперь у меня к вам вопрос. Допустим, человек не справился со стрессом. Допустим, стресс наступил в молодом возрасте, и он стал наркоманом. Что дальше будет? Ну, человек не справился со стрессом, он стал наркоманом. Что дальше будет? Деградация, болезнь. Дальше что будет? Возможно, смерть. А может быть, он опомнится в этой жизни и начнёт как-то восстанавливаться. Дальше будет просто следующее. Человеку нужно дойти до крайней точки, при которой дальше он так жить уже не может. Украйняя точка у всех разная. Она может быть даже не в этой жизни. Иногда она бывает, надо несколько жизней прожить вот туда вниз, чтобы до крайней этой точки дойти. Понимаете? У всех людей разные способности жить. Поэтому если человек пошёл туда штопором, пошёл, всё, его понесло, как вы можете помочь? Можете помочь? Кто-то говорит, нет. А я знаю точно, что можете. У вас же духовная природа. Можете свою энергию духовную передать этому человеку. Если вы живёте рядом с человеком с этим, вы можете его деградацию остановить своей силой. Вот смотрите, почему деградация происходит? Потому что душа тухнет. Что такое деградация? Человек перестаёт верить в счастье. Всё меньше и меньше он верит в него. Идёт деградация, тухнет жизнь человека, душа тухнет. Это и есть деградация. Если мы в неё вдыхаем свои... Что такое сострадание? Сострадание — это сила, которая даёт возможность нам воздействовать на судьбу другого человека. Почему мы не можем помочь другому человеку? В чём причина заключается? Потому что из него исходит энергия, которая нам неприятна. Эта энергия называется страданием. Вот, допустим, поставьте молодую девушку рядом с собой. Я для мужчин говорю эксперимент. Молодая девушка такая. От неё исходит энергия блаженства. Эта энергия идёт от сверхдуши. Сверхдуши, да, говорит, эта девушка предназначена для счастья. Сверхдуша, говорит, мужчине. Он смотрит на неё и забывает про себя в этот момент. Потому что счастье оттуда исходит. Счастье всем нужно. Теперь очень пожилая женщина. От неё исходит страдание, уже счастья не осталось. Куда он будет смотреть? Э? Всё они где будут течь? Он будет смотреть на молодую. Так вот, что такое сострадание? Сострадание — это сила, которая даёт возможность человеку испытывать счастье, глядя на источник страдания. Он смотрит на того человека, от которого исходит страдание, и пытается сделать его счастливым. Несмотря на то, что от него исходит страдание. Эта энергия, сила называется состраданием. Именно эта сила способна поменять судьбу другого человека. Допустим, ваш муж очень сильно пьёт. Сядьте рядом с ним. Посмотрите на его фейс. Что вы увидите? «Глаза вы мои тебя не видели». Вот что вы увидите. Женщина хочет изменить свою судьбу. Что такое муж? Определение веда. Муж — это определение судьбы жены. То есть отражение зеркала судьбы жены. Вот кто такой муж. Вот ваша судьба, пожалуйста, зеркальце. Цвет мой зеркальца. Скажи всю правду, доложи. Вот правда. Вот она сидит рядом с тобой. Это правда в твоей прошлой жизни. Ты так жила, получила такого мужа. Что делать? Ты можешь ему помочь? Себе вернее, помочь. Можешь рядом с ним? Ты можешь сделать так, чтобы он не пил? Ведь на самом деле, что такое его пьянь? Его пьянь — это не что иное, как энергия, которая рушит его судьбу. Вот у него столько вот этой энергии скопилось внутри. И она также рушит твою судьбу. Почему так жизнь устроила? Сейчас объясню. В женском теле человек отрабатывает карму за счёт других людей. А иначе бы тогда муж не зачинал в лоне жены, ребёнка. Женское тело предназначено для воздействия на неё. Энергия психическая других людей воздействует на неё, и за счёт этого она отрабатывает карму. Теперь для чего мужчины предназначено мужское тело? Мужчина отрабатывает свою карму за счёт своего собственного воздействия, за счёт того, что из него исходит эта сила. Кто больше всего страдает, мужчина или женщина? Оба. Вопрос заключается в том, как что расценивать страданием. Женщина отрабатывает карму, мужчина копит. То есть, если, допустим, муж пьёт, жена страдает, женщина отрабатывает карму, мужчина копит. Что лучше, отрабатывать карму или копить? Конечно, отрабатывать лучше. Поэтому женщина поставлена в лучшие условия в жизни, чем мужчина. Итак, женщина отрабатывает карму, но ей тяжелее. Как сделать так, чтобы карма отработалась? Есть два варианта. Первый вариант — страдать. И этот вариант похож, знаете, на что? На то, как полярный полюс пройти пешком. Она смотрит на него и думает, «Господи, покажи ещё мне страдать рядом с тобой, родимый ты мой». Она смотрит и видит реально, что просто это бесконечность. Перед ним сидит бесконечность. Перед ней сидит бесконечность в пьяном виде. Понимаете? Её бесконечность. Страдание. И она не знает, сколько можно уже это видеть. Ей уже надоело. Она думает, может, повеситься? Она не знает, что ей делать. Но есть второй способ отработать карму. Этот способ называется духовное знание или победа. Этот способ называется победа. Это всё равно, что лететь на самолёте над этим полярным кругом. Понимаете, о чём я говорю? Когда женщина берёт свою внутреннюю силу и начинает передавать ему, сначала её надо получить, сначала эту силу надо накопить внутри. Сначала давать-то нечего, она даже смотреть на него не может. Не то, что сострадать. Сострадание — это значит, что у тебя что-то внутри есть. Чтобы сострадать, надо иметь силу внутри, которую ты можешь отдавать. Но если у тебя нет этой силы, тебя воротит от него, наступает осквернение психическое. Это же реальная вещь. Она сидит рядом с ним, её переворачивает. То есть у неё нет силы сидеть рядом с ним, смотреть. Она чувствует осквернение. Осквернение — это вызывает негативную эмоцию, которая называется обида, злоба и так далее. То есть это всё превращается в негатив. И так она думает о нём плохо постоянно. Когда она о нём плохо думает, что с ним происходит? Ещё хуже. Он дальше деградирует. Так они в замкнутый круг такой впадают. Счастливая семейная жизнь. Законы счастливой жизни. Итак, этот круг сколько будет продолжаться? Значит, круг называется самсара. То есть сегодня ты, завтра я. Ведо описывает закон кармы. То есть женщина ненавидит мужа. Она живёт ненавистью к ней. Живёт, живёт ненавистью к нему. И эта ненависть привязывает её к нему телу. Всё больше и больше. И она говорит, господи, когда же ты за это будешь отвечать? Не волнуйся, скоро. Значит, в следующей жизни она рождается мужчиной, который пьёт. А он рождается женщиной, которая страдает от этого. И эта женщина опять думает, господи, когда же ты за это будешь отвечать? Не волнуйся, скоро. В следующей жизни опять наоборот. Потом опять наоборот. Нет, она должна была отработать карму. Но понимаете, ненависть-то — это новая карма. Когда человек ненавидит другого человека, он же новую карму нарабатывает. Понимаете, вот в чём проблема-то заключается. Здесь есть вариант. Можно, допустим, принять свою судьбу и просто прощать его. Это вариант. Это отработка кармы. За одну жизнь можно уже расстаться со своим любимым надолго. Навсегда. Никогда тебя мне не забыть. Понимаете? Память — это самая главная сила, связывающая людей. Память — это сила, которая даёт нам тот иной тип тела. Когда человек никогда тебя мне не забыть, никогда тебя не разлюбить, в следующей жизни он получит точно такое же тело, как у его женщины в этой любимой. Женщина любит, привязана к мужчину. Допустим, привязана к негативному аспекте. Женщина не любит мужа. Она получит тело, которое соткано из него плохих черт характера. Она привязалась к его негативным чертам. Вот она такое тело получит. Представляете, какое счастье? Так вот, идея в чём моя заключается? В том, что, когда человек понимает, как правильно жить, что он начинает делать? Пытаться валять дурака, это пытаться поднять пьяного. Знаете, его поднять невозможно. Валять дурака. Так вот, когда женщина обращает свою силу на своего мужа, это всё равно, что валять дурака, понимаете? То есть валять дурака означает по-русски. Ничего не делать. То есть человек просто делает, зря тратит время в своей жизни, потому что у неё нет силы победить его болезнь. У неё нет этой силы. И как бы ей не говорили окружающие, что делать, она не знает, что делать. У неё нет силы. Потому что наша психика устроена таким образом. Если у нас болит печень, что мы лечим? Печень. Если соседка кричит, что мы делаем? Кричим на соседку. Если один баран бодает другого барана, тот другой что делает? Бодает этого. Это называется прямая, простая прямая реакция. То есть очень примитивный способ восприятия мира. И этот примитивный способ основан на неразумном существовании. Когда жизнь вот так у нас, раз, печень прихватила, печень лечим, всё. Так печень-то она результат, понимаете? Это как айсберг, верхушка айсберга, понимаете? Там под низом-то всё, там целая огромная система, которая тает. А верхушка айсберга — это маленькая часть горы. Нет смысла смотреть на неё и думать о всей горе. Там внутри всё находится. Поэтому надо понять, что если печень болит, надо лечить то, что вызвало боль печени. Это гнев, гневливость. Гнев — это тоже результат. Гневливость означает, что человек не хочет воспитывать в себе смирение, терпение по отношению к судьбе, принятие своей судьбы. Когда человек гневается, это означает, что он не принимает свою жизнь. Он не хочет принимать ту ситуацию, в которую он попал. Вот когда человек в стресс входит, планета начинает плохо действовать. Первая реакция какая? Человек начинает гневаться, он хочет это разорвать. Как разобраться в этом вопросе? Печень вываливается в результате. Что надо сделать? Надо принять судьбу. Чтобы принять судьбу, для этого нужны силы, энергии. Откуда взять энергии? Человек должен научиться её брать с помощью практики, которая называется «духовная практика». Каждый человек в своей жизни, как мы чистим зубы, должен заниматься молитвой, должен заниматься пожеланием всем счастья. Я прочитал всего лишь одну лекцию в Омске на эту тему, о том, как желать всем счастья. Одну лекцию. После этой лекции я привёл пример с этим пьяным человеком, как это тяжело сделать. После этой лекции сидел на лекции 500 человек. Одна женщина услышала мою лекцию из этих 500. Одна женщина услышала. Что дальше произошло в её жизни? Она забыла про всё. У ней был пьяный муж, и у ней была её жизнь. И дальше она начала целыми днями желать ему счастья и всем окружающим людям. Ничего не желая для себя, бескорыстно, она начала повторять «я желаю тебе счастья», «я желаю тебе счастья», «я желаю тебе счастья», «я желаю тебе счастья». Через полгода он бросил пить. Потом, когда она ему рассказала, что произошло, он всю жизнь ей благодарен. Он для неё теперь жизнь готов отдать. Потому что благодарность человека, которого вытащили из тисков судьбы, не имеет границ. Она свою собственную силу вложила в его судьбу и таким образом преодолела свою собственную карму. Понимаете, так должен поступать каждый человек. Мы должны помогать своим близкому и себе всеми силами души, которые только у нас есть. И эта помощь — непростая вещь. Иногда человека отстранять надо от себя, от простаяния держаться до последнего. Иногда надо заботиться очень сильно о нём. Приближать его к себе. Это целая наука. Идея заключается в том, что есть всегда два пути. Первый путь — страдать от стресса и жизни в жизнь деградируя. И второй путь — восстать против него. И восстать означает, что человек начинает действовать совсем иначе. И его действия вообще не связаны с этой жизнью. В этой жизни мы чем занимаемся? Ходим на работу, смотрим телевизор, воспитываем детей, кушаем и так далее. Мы совершаем действия, вот эти все, которые по отношению к нашей судьбе абсолютно бесполезны. Понимаете? Абсолютно бесполезны. Я могу это просто доказать простым примером. Монахи ходят на работу или нет? Нет. Они молятся. Кушать у них хватает? Да. Почему им хватает кушать? Потому что веды говорят, что просто само желание действовать и жить даёт человеку возможность кушать. Ну, допустим, человек вот хочет жить. Жить означает что-то бескорыстное, делать что-то для других людей. Человек просто хочет жить, означает, что он хочет пользу приносить окружающим людям. Вот представляете, допустим, старушка, она больше ничего не может делать, она может только как-то заботиться о всех. И она, допустим, тому ласковое слово сказала, этому ласковое слово сказала, у ней нет возможности зарабатывать нигде. Она пошла там на грядочки, что-то делала, она активно начала жить. Эксперимент, проведите такой эксперимент. Люди, у которых нет работы, начните активно жить, помогать всем окружающим, заботиться обо всех окружающих. Тем временем у вас будут кончаться продукты питания, у вас наступит голод. Вы продолжаете в этом состоянии голода всем желать счастья, заботиться об окружающих людях. Что произойдёт? Они начнут вас кормить. Это неизбежно произойдёт, я вам говорю точно, сто процентов. Я знаю, есть такое святое место, Вриндаван. Одна русская женщина из Питера взяла и поехала туда жить. Она взяла, всё бросила, перестала вообще получать какие-то средства на жизнь. И она просто, вот приезжаешь, допустим, туда, её увидишь, она говорит, подходит к тебе, она такая святая, монашка. Подходит к тебе и говорит, как дела? Понимаете? Вот хочется всё ей отдать, всё, что у тебя есть, все деньги, всё, хочется ей отдать, чтобы она была счастлива. Понимаете? Она столько силы вкладывает в тебя, столько души, столько тебе помогает, на все вопросы ответит. Она просто, в ней заложена необыкновенная сила любви к людям. Ну что, неужели такому человеку ты что-нибудь не отдашь в своей жизни? Ну как ты думаешь? Отдашь? Значит, не обязательно работать для того, чтобы иметь что-то на жизнь. Для этого нужно понять основной закон, который даёт человеку возможность жить. Основной закон заключается в том, что когда мы в свои действия вкрадываем любовь настоящую, любовь по отношению к окружающим людям, эта любовь — это сила, которая даёт возможность нам жить нормально. У нас не будет в жизни никаких проблем, у нас будут средства на жизнь, у нас будет пища и всё прочее. То есть это неизбежно, понимаете? Об этом не надо так много думать. Ну нет, допустим, у тебя квартиры. Об этом не надо так много думать, потому что так по судьбе положено, понимаете? Так по судьбе положено. Придёт время, и всё будет нормально. Нужно время просто. Итак, вы должны понять эту очень важную идею. Она заключается в том, что всё, что нам не хватает в жизни, это происходит не потому, что мы не можем этого получить. То есть недостаточно работаем. Это происходит потому, что есть силы, которые препятствуют, чтобы это у нас было. Есть силы на это. И эти силы означают наказание. Нас наказывает жизнь. Эти силы связаны с нашим прошлым. Это очень важно понять. Поэтому, когда у человека чего-то не хватает, не надо беспокоиться. Это придёт само собой, когда придёт время. В этом заключается знание, как правильно себя вести. Потому что, когда человек начинает беспокоиться, самая главная сила, которая существует у него, которая даёт ему счастье, сила разума немедленно начинает таять. Что такое беспокойство? Беспокойство — это сила, которая отвлекает разум от источника счастья. Человек теряет счастье в жизни сразу. То есть он разменивается, получается. Допустим, у него маленькая квартира. Допустим, жена обеспокоилась. Она начала... На кого больше всего маленькая квартира влияет? На жену или на мужа? На жену. Потому что, вы поймите, мужчина привязан больше всего к деятельности, а женщина привязана к пространству. На женщину очень сильно влияет пространство, в котором оно живёт. Поэтому, допустим, если квартира маленькая, муж каждый день должен успокаивать свою жену, должен вкладывать в неё силы, потому что иначе её психика растает, и она просто разрушится как личность. То есть ей нужно достаточно пространства, женщины для жизни. А мужчины достаточно поля деятельности должно быть. Если, допустим, у мужа работа плохая, ему не нравится, он тоже тает психически. Жена должна его поддерживать, давать ему силы свои. Допустим, квартира хорошая, работа плохая. Она даёт силы. Работа хорошая, квартира плохая. Муж даёт силы. Квартира плохая, работа плохая. Означает стресс. Некому давать силы. Я вам серьёзно говорю, что такое стрессовая ситуация? Силы некому давать. Всё рухнуло. В жизни пустота. Никто не может помочь. Потому что семья как единая энергетическая ячейка. Если, допустим, квартира маленькая, работа хорошая, стресс есть в семье? Нет. Надежда, мой компас земной. Они надеются, на что-то живут. Сила идёт от мужа. Он говорит, да всё будет нормально, скоро заработаем. Она думает, ну ладно, я жду. Второй вариант. Квартира большая, работа плохая. Он приходит с работы, говорит, что-то всё плохо. Денег нету, начальство плохое. Всё, погибаем. Вот, квартира хорошая, жена такая счастливая. Говорит, а всё у нас нормально, у нас квартира хорошая. Всё у нас нормально. Он думает, ну, наверное, всё нормально. Она говорит, да скоро у тебя будет хорошая работа. Он смотрит, жена такая счастливая, улыбается, думает, наверное, всё нормально. Хорошая примета. Вот, таким образом. Они как-то поддерживают друг друга. Происходит какой-то баланс. Но если баланса нет, всё рушится, это вот как раз и есть тот стресс, о котором мы говорим. Это как раз и есть то состояние, которое рушит судьбу полностью человека. Я же не говорю о тех вещах, которые обычны. Итак, стресс — это необычное состояние психическое. Которое возникает в результате необычных явлений в нашей жизни. Некоторые воспринимают, думают, что стресс — это просто там понервничал на работе, получил стресс. Нет, это не стресс. Это просто нервное напряжение. Что такое стресс? Стресс — это состояние, необычное состояние психики, в котором психика полностью ломается на какое-то время. То есть она не может работать нормально. Происходит психический сбой. То есть человек не может в нормальном состоянии быть. Это не нормальное состояние для него. Он очень сильно удивлён, что с ним вообще происходит. Это состояние называется стрессом. И в нём есть 14 стадий развития, о которых мы будем говорить на следующих лекциях. Итак, смотрите. Стресс имеет 4 состояния, 4 силы стресса. Запишите классификацию. Первый вариант стресса. Когда человек чувствует, что у него что-то произошло, какая-то тяжёлая ситуация в жизни. Допустим, он заболел. Он думает, первый этап его понимания вещей, он думает, я смогу себе помочь. Человек верит части всегда, мы знаем. Я смогу себе помочь сам. И он начинает искать помощь. Он начинает как-то пытаться с этим справиться. Допустим, у него ангина, он там пьёт лекарства, туда-сё, сам там у него аптечка есть, он там что-то выпил, что знает, как это лечить. Не помогло. Несколько дней лечился, пытался сам помочь себе. Не помогло. Он входит в состояние необычное. То есть он не понимает, что такое происходит. То есть психика уже надломана немножко. Дальше, следующий этап. Он начинает отбращаться к друзьям, к знакомым, к врачам, к психологам. То есть это всё так развитие второго этапа идёт. То есть сначала к друзьям, к родственникам он спрашивает, что делать, там горло болит. Там они говорят, надо вот так-то, так-то, то-то делать. Хорошо, делаем. Не помогло. К врачу. Делаем, не помогло. Дальше к кому. Ну, то есть он пытается всё больше и больше применить способ, который даст ему возможность избавиться от этой болезни. Не помогло. Никто не вылечил. Третья стадия стресса — это когда человек не может справиться с ситуацией с помощью социума, с помощью сил социальной среды. Если человек своими силами справляется, значит, первая стадия. Если человек справляется с помощью социума, вторая стадия. Если человек не справляется с помощью социума, он обращается к высшим силам. Он начинает ходить в церковь, молиться к священникам, к святую землю едет, пытается там в проруби купаться, там крестится как-то, ещё святую воду на голову льёт, молится с изображением святых людей и помогает. Это значит, что у него стресс третьей степени был, тяжести. И когда человек всё делает, вот это вот всё, обращается к Богу, обращается к высшим силам, и ему не помогает, это и означает стресс четвёртой степени, который и является, собственно, стрессом как таковым. Потому что все вот эти вот состояния до третьей степени являются просто стрессовыми состояниями. То есть человек просто испугался и всё. Ко мне обратилась одна женщина, она говорит, ну на самом деле молитва всегда помогает. Я говорю, ну расскажите, в чём дело. Она говорит, у меня заболел ребёнок очень тяжело, и у меня такая была уверенность, что я смогу ему помочь. Я начала сначала его лечить, не помогло. Потом я обратилась к врачам, не помогло. Я тогда начала очень сильно молиться. Я молилась, могилась, и представляете, ему стало лучше, ему помогло. Какой стресс у ней был? В третьей степени у неё было стрессовое состояние. Она даже в состояние стресса ещё не успела войти, потому что собственным стрессом является уникальное состояние психики, в котором человек чувствует, что он абсолютно бессилен. То есть фактически человек при жизни сталкивается со смертью. Что такое смерть? Смерть — это полное бессилие перед судьбой. Вот что такое смерть. И когда человек входит в стресс в четвёртой степени, он сталкивается в состоянии полного бессилия перед судьбой. Он вообще не понимает, что ему делать в этой ситуации, как ему жить. То есть он находится в ситуации психической, при которой ничего не помогает вообще. Ничего не помогает абсолютно. Понимаете? То есть в этом состоянии психика человека начинает рушиться, потому что его вера в себя как Личность, его способность что-то делать, как-то жить в этой ситуации, она полностью разрушается, просто как снег утренний под солнцем. Всё тает, никаких сил, возможностей нет что-то сделать, как-то жить. Вот это и есть стресс. Сколько такой стресс будет длиться? Минимум полгода. Я вот не видел, чтобы у кого-то меньше длился. Когда человек в состоянии четвёртой степени входит, если он за полгода справился, значит, он однозначно занимается духовной практикой. Значит, он однозначно работает как-то над собой. Под духовной практикой понимается желание ежедневно помогать людям, желание с любовью работать на работе, не желая никаких плодов, просто желая счастья всем на работе и с любовью работая, не желая ничего от этого. Это не значит, что человек зарплату от зарплаты отказывается. Нет. Она приходит само собой. Дальше. Молитва Богу — это духовная практика. Посвящение святых мест — духовная практика. Раздача пищи бескорыстной — это духовная практика. Совершение аскез различных, режим дня, допустим, хатха-йога, дыхательные упражнения. Всё, что связано с благочестивыми аскезами, которые приносят здоровье и счастье, — это духовная практика. Но она должна совершаться бескорыстно. В этом заключается идея. Если ты делаешь упражнение с целью улучшить здоровье, это уже не духовная практика, это корыстная деятельность. Корыстная деятельность осуществляется на благо всех окружающих. Допустим, у тебя плохое здоровье, ты заметил, что от этого все вокруг страдают, всем тяжело жить рядом с тобой, человек начинает лечиться с целью помочь близким. Вот это духовная практика. А если он лечится для себя, это уже не духовная практика. В чём разница заключается? Почему я на этом акцентирую внимание, сейчас объясню. Когда человек совершает что-то для себя, откуда он силы для выздоровления берёт? Откуда он вытягивает силы для выздоровления? И со своей кармы, с прошлой. У нас есть глубинная память там внутри. Когда человек совершает аскезы, он говорит, «Я хочу дом! Дом хочу!» Допустим, он так хочет дом сильно. Что в это время происходит? У него есть определённый запас благочестия. У него есть, допустим, количество счастья, которое он должен получить от жены, от детей, от своего здоровья, от своей работы, от отпуска, от секса, от пищи, от сна. У него есть определённые порции счастья, которые он должен получить от всего. И он орёт, «Дом хочу!» В своей судьбе, в отчаянии кричит. Что происходит в это время? Вот эти все виды счастья начинают уменьшаться. Начинают уменьшаться, и он получает дом, дико работая, в тяжелейшем напряжении, он получает дом. В результате время свободное уменьшается, отпуска нет. Перенапрягается, возможности здоровым быть нет. Время свободного нет. С женой нет нормального общения, рушится семья. Детей он не воспитывает, некогда дальше. Спать нормально у него тоже нет, потому что в какой-то момент человек не может даже уснуть от напряжения. Он получает дом. И он потом садится там и горько плачет в этом доме, потому что он получил его, а у него больше ничего в жизни не осталось. Ни здоровья, ни жены, ни детей, ничего, понимаете? Вам нужен дом такой ценой, нет? Поэтому есть другой способ получать счастье в своей жизни. У судьбы ничего не надо просить. У судьбы ничего не надо просить. Надо просто выполнять свои обязанности в жизни. Нашей обязанностью является приносить счастье другим. Чем больше человек счастье приносит, чем больше человек занимается духовной практикой, тем больше у него накапливается благочестие. Благочестие — это сила, которая воплощает в жизнь наше желание сама. И для этого не надо напрягаться совершенно. Она сама воплощает в жизнь наше желание. Это сила благочестия. Как это происходит, вы не сможете понять. Вы не сможете этого понять. Это непонимаемо. Вот сейчас мы проведём эксперимент. Поднимите руку. Кто из вас, когда пришло время, у кого из вас решился квартирный вопрос? И причём решился как-то само собой, без особого напряжения? Поднимите руку. Вот видите, сколько рук. Теперь второй вариант. Кто из вас своим потом и кровью заработал себе на квартиру тяжелейшим трудом? Поднимите руку. Четыре-пять человек всего. До этого подняло руку как минимум 150 человек. Потом и кровью заработали пять человек. Статистика интересная для вас, нет? Я вам говорю правду. Это так. Человек жильё, жену получает просто по судьбе, потому что ему положено хорошее. Здоровье точно так же человек получает по судьбе, потому что ему положено. Кто из вас от тяжёлой болезни, от тяжелейшей болезни вылечился просто потому, что так получилось? Нашёлся хороший врач, допустим, всё как-то само собой произошло. Поднимите руку. Тяжелейшей болезни. Вот подняло руку. Теперь, кто вылечился от болезни, очень сильно напрягаясь и испытывая очень жуткие трудности и страдания с помощью своих собственных сил. Поднимите руку. Ни одного человека. Один. Два. Там один человек. Вот и делайте выводы. Как действует судьба? Ну мы почему-то преобладающую свою силу тратим на что? Мы пашем, как ишаки, чтобы дом был. Мы ругаемся со своей женой, чтобы она, блин, хорошо себя вела. Мы действуем прямо противоположно здравому смыслу, который существует в этой жизни. Я вам сейчас просто картинку дам человека, который не вышел из стресса. Таких людей у вас очень много. Они живут на улице. Этот стресс называется жадность. Он связан с Венерой. Планета, которая управляет вашим городом. Так вот, запомните. Также эта планета, кроме жадности, она также управляет бескорыстием. Эта планета управляет жадностью и бескорыстием. Так вот, когда вы на улице увидите нищего, который трясущейся рукой просит вам, «Дайте, пожалуйста, на хлеб!» Вот так в его глазах видится алочность, вот это желание хлеба, там ещё чего-то. Не думайте, что он вас обманывает. Ему нужен хлеб. Но знайте, что он просит, потому что он очень жаден. Другой причины нет. И этому человеку надо дать милостыню. Да вы ему дадите, вы избавитесь от своей собственной жадности. Почему таким нищим не хочется давать хлеб? Знаете почему? Потому что они возбуждают не те чувства в нас. Если бы святой человек там сидел, вы бы ему давали хлеб? Давали бы, сто процентов. Потому что он возбуждает чувство счастья. Ему хочется что-то дать. Но когда просит жадный человек, ему ничего не хочется давать. А что надо делать? Надо давать. Хлеб надо давать. У нас вспыхивает жадность тоже. Мы не хотим ему давать. Надо пересилить ему и дай хлебушку, пускай покушает. Пусть он жадный, ничего страшного. Да почему он нищим-то стал? Вот представьте, я вам сейчас психическую ситуацию объясню. Вы, допустим, работаете с человеком в коллективе, который постоянно чего-то хочет себе. Вот он ходит вот так с вами, смотрит на вас и думает, что с вас дернуть. Вот так вот. Вы будете с ним работать, нет? Начальник будет его держать там, нет? Он просто его вышвырнет оттуда, и всё из этого коллектива. Так вот, знаете, есть люди, которые в этом состоянии находятся просто потому, что они в нём родились. От них такая сила исходит, они с ней ничего не могут поделать. И эти люди ничего не могут сделать с собой, их просто вышвыривает жизнь на улицу. Они не могут нигде устроиться, ничего не могут сделать. Всё. Они просто как отшибленные. И это просто потому, что из них исходит вот эта сила жадности, сильное желание жить для себя. С другой стороны, есть люди, которые испытывают такое огромное желание, сильное, жить для других. Эти люди называются святыми. И они испытывают огромное счастье. Им ничего не нужно делать для того, чтобы жить. Они могут жить спокойно, даже не работая. И жизнь сама будет давать им всё в их жизни. А мы находимся в промежуточном состоянии между теми и другими. В этом заключается идея. Итак, если говорить о законе кармии, существует четыре типа грехов. Первый тип грехов — это действующий. Или тип кармы. Действующий тип кармы характеризуется тем, что у нас уже существует в жизни сейчас. Вот то, что сейчас происходит, значит, карма действует. Дальше созревающая карма означает то, что у нас живёт в желаниях. Мечты. Мечты, где ваша радость, да? Мечты ушли, осталась... Счастливая семейная жизнь. Так вот, идея в чём заключается? Идея заключается в том, что когда человек о чём-то мечтает, это значит, что его подпирает судьба. Допустим, девушка живёт с мужем, и она чувствует, не её этот человек, она чувствует, что на самом деле её принц на коне ещё не прискакал. И она начинает думать о том человеке, который ей должен по судьбе быть. И она так очень внимательно всё глубже-глубже проникается к этому человеку, настоящему, который может принести ей счастье, что постепенно её муж ей становится просто противен. Просто противен. Её тошнит от него. Кстати, она что ему говорит? Goodbye, my love, goodbye. И куда она уходит? К принцу на белом коне, который где живёт? В её мечтах. Так что это за мечты такие? Эта мечта означает прошлая карма, которая ещё не реализовалась, она только созревает. Это прошлая карма, которая уничтожает нашу судьбу. Она живёт ещё пока только в желаниях. Или мужчина, допустим, живёт, живой с женой живёт, и вдруг он почувствовал, что то что-то она ему чего-то не додаёт в жизни секса. Маловато будет! Вот. И он думает, что делать? Не знаю. Вот. И он не знает, как ему дальше жить, что ему делать. Он ходит в таком состоянии, ходит, ходит, ходит. И вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Всё мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. И что дальше произошло? То, чего он хотел. Понимаете, он хотел этого секса такого, хорошего такого. И у неё всё получилось с ней. И когда они проснулись утром и испытали счастье друг с другом, они посмотрели друг на друга, и он ей сказал, «Ты знаешь, мы с тобой вместе с прошлой жизнью». И он говорит, «Точно? Я тоже так считаю. Мы с тобой три жизни подряд жили вместе». Он говорит, «А это тогда моя жена с двумя детьми кто?» Она говорит, «Да она просто встречный прохожий». И он домой идёт и говорит, «Ты знаешь, садись, я тебе сейчас всё расскажу. жене, садись. Она садится, и он ей говорит, «Знаешь, я был когда-то странной, игрушкой безымянной, теперь я чебурашка». Понимаете, он ей говорит, «Вот теперь у меня настоящая жизнь началась. А до этого у меня было как-то всё плохо в жизни. Я тебя-то не любил на самом деле. Мне нужна лишь та одна». И он к ней уходит от своей жены. Искренне верит, что он поступает абсолютно благородно и правильно. Понимаете, искренне верит в это. Но у него нет никаких сомнений. И что он делает в это время? В это время он рушит всю свою жизнь. Полностью под откос. Потому что его жена, она просто в шоке. То есть она вообще просто, у ней всё рушится. Он её вводит в тяжелейший стресс. Она начинает испытывать горе. Понимаете? Она в горьком состоянии живёт. Потому что этот человек, ладно, Бог с ним, он ушёл. Он даже не понимает, что он сделал неправильно. Он вообще, то есть, он даже, он хороший, искренний человек. Он искренне просто взял и разрушил её жизнь. И она не знает, что делать дальше. И вот эта сила, она когда мокла в меч над этим человеком, потом дальше начинает повисать. И самое удивительное заключается в том, что таким людям, которые вот так вот встретились романом, им вообще не суждено быть вместе. Потому что семейные отношения от романтических абсолютно противоположно отличаются. В семейных отношениях человек отрабатывает карму, а в романтических отношениях он просто избавляется от лишней хорошей кармы. Его сильно хорошая карма придавила какая-то, его мечты как бы придавили. И он раз избавился от неё, а дальше что? А с этим человеком дальше жить он не будет. Они немножко пожили, пожили, и так спокойненько разошлись, как будто не было ничего. И потом он как общипанный петух возвращается к жене. Есть другой вариант. Он может с этой женщиной начать жить какую-то часть жизни своей. И если он убил счастье своей жены, значит, через эту жену, следующую, придёт убийство его собственного счастья. Даже если она того сама не захочет. Так работает карма, когда мокла в меч. Понимаете? Дело серьёзное, штука серьёзная. Это созревающие грехи. Они как сила, которая нас куда-то ведёт. Понимаете? Они как мечты. Они как вот эта идея, с которой мы думаем, вот где моё счастье на самом деле находится. У нас есть какая-то идея, какие-то мечты, которые не связаны с духовным прогрессом, а связаны просто с тем, что нам кого-то надо хитренько встретить, что-то изменить, кого-то там, что-то на работе подукрасть. У некоторых такие мечты. Он живёт, работает, и думает, как же украсть этот компьютер? Такой хороший, красивый компьютер начальника. То есть у него такие мечты. Смешно, но это так. У кого-то такие мечты бывают. Кто-то у кого-то, допустим, ещё что-то есть такое, как бы переманить жену соседа. Вот. Так или иначе, следующий вид грехов — это те грехи, которые человек уже отработал. Мы называем это прошлым, как бы это пройденный этап нашей жизни, мы говорим. Это уже в моей жизни прошло. Это я уже понял, переработал. И четвёртый тип грехов — это те грехи, которых мы даже не подозреваем. Но есть способ, как их определить. Я вам сейчас его объясню. Он очень интересный. Ну, допустим, от соседки ушёл муж. И, допустим, ты приходишь к соседке, ну, допустим, подружке, начинаешь ей говорить, ну, что, ушёл от тебя мужик-то? И она говорит, ушёл, дорогая, ушёл. Ну, ты лекции-то слушала, нет? Знаешь, почему ушёл-то он? Вела ты себя как грубо, как обращалась с ним, хамила ему всё время. И человек начинает осуждать этого человека. Вот эта вот энергия осуждения, такого неприкрытой злобы, осуждения того человека, который совершил какой-то неправильный поступок, или, допустим, она приходит к этому мужу и начинает ему говорить, «Ты чё, жена-то обращал?» Так вот, когда человек со злобой осуждает кого-то в жизни, со злобой осуждает какой-то поступок, который человек совершил в результате того, что он, ну, судьба, ну, как бы так сделалась, поступила с ним, понимаете? Судьба заставила его сделать. Он, конечно, грех совершил, это факт. Но когда человек не понимает, что это сила, грехи люди совершают не просто так, над ними висит сила, которая заставляет их это делать, если человек этого не понимает, и он обвиняет его про знак протеста, ему окажется, «Чай, я бросил вообще!» Вот. В этом случае она сделает то же самое. В этом нет никакого сомнения. Она точно так же бросит своего мужа, как она обсуждала этого человека. Или если она, допустим, ругала, критиковала эту женщину, которая ругала мужа, она в скором времени так же начнёт ругать своего мужа и выведет его из себя. И он её оставит в результате. Понимаете, как определить карму, которая ещё не пришла в нашу жизнь, но которая у нас есть. Её можно определить по тому, как мы реагируем на недостатки других людей. Если мы со злобой реагируем на них, значит, у нас придёт такая судьба к нам тоже в жизни. Значит, нам предстоит получить. Ну, допустим, человек бросил курить. Как определить, закурит он или нет? Если он реагирует со страданием на человека, который курит, и пытается ему как-то помочь, он никогда больше не закурит. Это стопроцентный факт. Второй вариант. Если он реагирует со злобой, допустим, дым, он почувствовал, что дым кто-то рядом курит, он говорит, перестань курить, я только бросил. Это значит, что он закурит по стопроценту. Потому что он не отработал карму, он просто на волне, на хорошей волне жизни, он перестал курить. Он не пересилил эту силу, которая заставляет курить. И эта сила пришла от другого человека, и он начал злиться. Потому что есть два типа привязанности. Один тип привязанности со знаком плюс, другой тип привязанности со знаком минус. Есть шесть сил, шесть видов силы, которые вызывают стресс. Всего шесть видов силы, которые вызывают стресс. Все эти силы выходят из гордости. Что такое гордость? Гордость — это состояние человека, при котором он считает, что он может сам справиться со своими проблемами. Ну то есть он сам всё может. Ну допустим, одни люди считают, что только с помощью высших сил он способен достигнуть счастья в этой жизни. Вот своих сил у него нет. Он сильный человек, он трудится, всё. У него есть силы. Но он считает, чтобы быть счастливым, для этого недостаточно своих сил. Нужна помощь в их шесть сил. И поэтому такой человек негордый, что он делает каждый день? Молится Богу. Второй вариант. Человек не понимает, зачем ему молиться. Он говорит, зачем? Чем ты занимаешься? Человек сидит, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Он подходит к нему, что, я заела что ли? Чего ты повторяешь одно и то же? Ну, пожелал счастья, всё, я вот постоянно всем желаю счастья. Чего повторять? Он говорит, я постоянно, ему говорят, ты Богу молишься? Он говорит, я постоянно молюсь Богу. Чего мне молиться? Я всегда молюсь. Он говорит, ну пожелай всем счастья. Да я всегда желаю всем счастья. Ну пожелай, скажи, я желаю всем счастья. А чё говорить? Я всегда желаю всем счастья, понимаешь? Чё говорить? Вот эти люди, которые так настроены, эти люди, они верят только в себя. Это состояние сознания называется гордость. Когда человек гордится, или хотя бы чуть-чуть гордится, или сильно гордится, он попадает под влияние одной из шести видов сил, которые уничтожают его счастье. И сейчас мы с вами будем диагностировать эти шесть видов сил. Первый вид силы называется кама на санскрите. И этот вид силы по-русски называется эгоизм или вожделение, как хотите. Но эта сила называется кама. Есть признак того, что у человека эта сила сидит внутри. Если человек постоянно испытывает беспокойство, он не может, он чувствует дискомфорт, ему чего-то не хватает в жизни, мне всегда чего-то не хватает зимой и летом, осенью и весны. Песни поются. То есть человек чувствует это беспокойство, значит, этот враг, кама, одолела его. И разрушит его жизнь, приведет его к тяжелейшему стрессу. Обычно через это состояние рушится семья чаще всего. К чему приходит, то есть какой вид стресса приходит к его жизни? Обычно рушится семья. И тяжелый стресс возникает. Дальше, следующий, второй враг, называется кротха или гнев. Гнев — это не беспокойство, это злоба. Есть два типа злобы. Один тип злобы имеет женскую природу и связан с планетой Венера, называется обида. Второй тип злобы имеет мужскую природу и связан с планетой Марс, называется гнев. Собственно, гнев или злоба, то есть такое агрессивное проявление гнева. А когда человек обижается, то психическая энергия гнева действует на нижние центры психические, бьет снизу. Когда человек гневается, то психическая энергия гнева бьет через вот этот центр психический, через переносицу, волевой центр человека. Оттуда гнев выходит. То есть гнев всегда возникает, когда люди живут в семье, когда у них нет самоотверженного желания служить друг другу бескорыстно. В семье существует такой закон в семейной жизни. Что такое семья? Два человека, муж и жена, соединяются с сильным желанием наслаждаться друг другом. Что это за желание? Это желание называется вожделение или корысть. Если в этом состоянии они не перебарывают вот это желание использовать друг друга, и постоянно друг друг говорит, вот если бы ты вот так себя вел, как надо с женой себя вести? Надо цветы дарить, надо улыбаться, ласково относиться. Лекции слушал? Все надо вот так вот делать, вот как в лекциях говорится. Выполняй свои обязанности, будешь счастлив, бескорыстно надо делать, понял? Вот, смотри, делай вот так, все будет у тебя нормально. Это состояние называется корысть или вожделение. Или мужчина говорит, ты лекции слушала? Жена должна подчиняться мужу, кланься мне, дура. Это состояние называется вожделение или корысть. Когда человек испытывает слишком сильно это состояние, то есть он лекции воспринимает не на свой счет, а на чужой. Это и есть корысть. Когда человек сильно испытывается это состояние, то у него копится определенный вид энергии. Он долго, допустим, это состояние испытывает, у него копится определенный вид энергии, который означает, что он хочет правду матку доказать всем. То есть этот тип энергии, что такое гнев? Это энергия психическая, которая основывается на чём? На правде. Гнев — это энергия психическая, которая разрушает жизнь человека и основывается на правде. И обида — это тоже психическая энергия, которая разрушает жизнь человека, которая на чём основывается? На правде. В этом и заключается уникальность этой силы, что она основывается на правде. То есть человек нашёл какую-то правду в близком человеке, на которую можно обидеться со всей мощи, которая только есть, или разгневаться. В результате разрушится семья. Как она рушится? Как определить, что гнев есть между вами? Я на каждой лекции по стрессам провожу такой тест. По-моему, я тоже у вас это проводил. Я спрашивал у вас, да? А, это у нас были лекции по гневу, да? Я спрашивал в зале, обязательно находятся два человека, которые в своём близком человеке не видят ничего хорошего. Если в близком человеке не видят ничего хорошего, значит вы находитесь в состоянии гнева по отношению к нему. И значит вы обязательно войдёте в состояние стресса. Потому что вот эти шесть врагов, они не отпускают человека. Пока человек не раскаивается в этом, то есть есть такое понятие «проищита» в ведах. «Проищита» означает, что человек выходит из-под влияния одного из врагов. «Проищита» означает искупление. То есть человек начинает каяться, он говорит, я не хочу так жить, почему я гневаюсь на жену постоянно, я не хочу так жить. Вот, я не хочу этого гнева. Сначала он кается просто из чувства долга, потому что он не понимает даже, что этот гнев рушит его жизнь. Просто так положено. Он «проищиту» совершает. Сначала он говорит, не хочу гневаться больше, не буду. Но внутри говорит, ну что, нормально же гнев, ну поорал, ну и всё нормально. Но он совершает, он хочет избавиться от него. И постепенно, когда он раскаивается, в следующий момент постепенно у него внутри появляется ощущение, что это ужас, то, что он делает. И к нему постепенно приходит идея. Когда он проищиту совершает искупление, вот это внутреннее, постепенно начинает осознавать, какой ужас, куда его жизнь заводит вообще, что с ним происходит. Дальше, когда он это ощутил, вот этот ужас, это означает, что гнев, он вышел из него, он его увидел перед собой. То есть гнев, вот эти шесть врагов, в чём они опасны, они сидят внутри разума, их не видно. Вот когда, допустим, человек испытывает состояние вожделения, постоянно беспокойный, ходит, ему всё, чего-то не хватает, он не видит в себе вожделения сам. Он не может понять это внутри себя. Он видит других, что у них проблемы у всех, но у себя он не видит этой проблемы. Когда человек в состоянии вожделения находится, он все-все плохи, у всех постоянно какие-то проблемы внутри. Он находится в постоянном состоянии негативного мышления, постоянно какие-то проблемы у всех. Это негативизм мышления означает вожделение, корысть. Дальше, гнев. Это состояние, которое рождает иллюзию. Человек не может увидеть хорошие черты характера вообще в человеке, он просто теряет память о них. Вот он хочет понять, что хорошего в человеке не может увидеть. Это значит, что его психика одолела гнев. Разум поражён гневом. И этот гнев что делает? Гнев уничтожает счастье человека с помощью бездумных поступков. То есть, если, допустим, вожделение просто там измена какая-то, то гнев испепеляет судьбу человека тем, что человек просто без всякой измены, просто на жену наорал, она взяла и ушла. То есть, он просто рушит судьбу свою. Когда человек гнев разрушает немедленно. То есть, человек пришёл на работу, наорал, сегодня же уволили. Всё, приехали. Или он, допустим, совершил какой-то поступок плохой, его начали судить. Допустим, там приговорили его, допустим, полгода условно ему дали. Он встаёт и начинает орать на судей. Они такие говорят, ну ладно, хорошо, мы немножко посовещаемся. Немножко посовещались и дали полгода строгого режима. Это не смешно, это реальный факт жизни людей, которые происходят в их жизни. И человек вместо того, чтобы жить на свободе, он сидит в тюрьме, на соловках. Вот это вот проблема. Дальше, следующий враг — жадность. Лобха на санскрите. Жадность — это враг, который уничтожает жизнь следующим образом. Она приковывает человека к какому-то действию. То есть, допустим, к работе человек прикован, к ипотеке человек прикован. Жадность приковывает, она просто прибивает судьбу человека к чему-то. Допустим, если вы чувствуете, что вы привязаны к ипотеке и не можете ничего с этим сделать, она вас душит просто, вы не можете жить рядом с ней. Значит, жадность одолела вас, вы взяли её, и теперь жадность душит вас через ипотеку. Жадность может душить через работу. Человек может на трёх работах работать. Его душит это, он не может жить, но он продолжает работать, потому что ему нужны деньги. Жадность может одолеть через разные состояния. Например, жадность к ребёнку рождает сильный эгоизм у ребёнка. Этот ребёнок начинает душить мать психически. Что он с ней делает? Он её выматывает. Она не может с ним ничего сделать. Он постоянно её третирует и третирует. И она ничего не может, она им ни наказать не может, ничего. Потому что она привязана к нему, Она, когда наказывает, он от неё отстраняется, ей плохо становится. Она думает, ну ладно, пусть ведёт себя как хочет. И он издевается всё больше и больше над ней. Я видел такие ситуации в жизни, когда ребёнок вырастает, начинает бить мать каждый день. Вы что думаете, он бьёт, потому что ей не повезло, что ли? Он бьёт, потому что она испытывала сильную жадность по отношению к нему в течение жизни. И результат вот такой. Сильные страдания. Дальше, следующий, Моха, четвёртый враг, рождает иллюзию. Человек под влиянием этой силы, он теряет ощущение реальности полностью. У него как мираж в пустыне возникает. То есть вот это то, что я вам говорил, вот это состояние, при котором человек просто уходит из семьи со своей мечтой. В прошлой жизни были вместе. Это иллюзия. Она рождает жажду. Человек не может больше жить в этом месте. То есть человеку надо куда-то, его несёт. Допустим, поехал в Америку. Это иллюзия. Деньги зарабатывать. Понесло. Всё бросил здесь. Семью бросил, работу бросил. И в Америку поехал. Там лучше жить. Или во Францию. На Эфелеву башню смотреть. Вот. Всё разрушилось в жизни, стал бродягой. У меня есть, допустим, случай. Одна знакомая семья. Сын. Отец директор крупного завода. Мать очень благочестивый человек. Сын. Резким движением взял несколько десятков тысяч долларов и смылся в Европу. Нормальная семья была. Просто взял и убежал. А вернуться уже не может, потому что не хватило силы. Стыдно. Хоть они его простили, всё. Вернуться не может, сил нет. Вот это как раз и есть иллюзия. Что делает иллюзия с человеком? Рушит его судьбу. Иллюзия, она как в пустыню человека погружает. Он не знает, как ему дальше жить. Он сначала у себя всё рушит, а потом он как в пустыне живёт какое-то время. И испытывает тяжелейший стресс при этом. Дальше. Следующий враг человека называется зависть. Зависть — это сила, которая приковывает к другому человеку. Человек начинает думать, ну почему он так вот, у него всё получается в жизни. Или наоборот, ну какой плохой человек, а? Ну как так можно, какой плохой, а? Вот постоянно думает о нём, думает, думает об этом человеке и думает, ругает его. Это называется зависть сила. Что делает зависть? Знаете, что делает зависть? Зависть берёт всё нехорошее у человека и вводит в твою судьбу. Зависть — это сила. Это как всё равно, что санизатор, знаете, он грязь везде собирает, помойки везде собирает. Человек, который завидует, он всю грязь собирает с того человека, которому завидует. Поэтому святые люди, они подходят к человеку, завистника видят, они говорят, спасибо тебе. Ну человек, который зовёт, говорит, спасибо тебе. Тот говорит, ты чё? Он говорит, спасибо тебе, дорогой, спасибо. А тот понять не может. Потому что забирает всё себе, помойку из своей судьбы создаёт. Зависть рушит надежды человека. Так как человек собирает всё, как муха собирает всё, навоз вокруг себя. Муха летела, да? Сознание пчелы, сознание мухи. Муха летела, пчела летела, а долетела до цветка. Там нектар взяла, всё, в улей мёда много стало. Муха летит тоже к мёду, она тоже мёд любит. К мёду летит, смотрит, там что-то, безобразие какое-то творится. Внизу. Ну, что-то воняет там, надо разобраться в этом вопросе. Вот. И она туда раз, залетела там, потом опарыши завелись там. И своя жизнь пошла в испражнениях. Сознание мухи, зависть уничтожает судьбу человека. Живёт, как в испражнениях, потом всю жизнь. И последний тип враг человека возникает в результате плохой судьбы. Это называется безумие. Когда у человека неожиданным ударом судьбы сворачивает разум полностью. То есть, так как он совершил в прошлой жизни ужасный плохой поступок, одним ударом судьбы, он становится наркоманом, пьяницей, убийцей и так далее. Это последний враг, с которым очень трудно бороться. Итак, те идеи, которые я хотел сегодня до вас донести. Первая идея. Есть два вида стресса. Первый вид стресса возникает в результате плохой судьбы и наваливается на нас в жизни планомерно, саму по себе, потому что пришло время пострадать. Второй вид стресса возникает в результате наших ошибок, которые мы совершаем из-за того, что мы не знаем, как правильно жить. Ну, допустим, человек кушает всегда каждый день на ночь жирную, жареную, острую, солёную, горькую, кислую пищу. То есть на ночь можно есть только пресную пищу, тушёные овощи, допустим, там, горячее молоко, пресная пища. Можно есть только пресную пищу на ночь, потому что влияние Луны ночью усиливается. Допустим, человек на ночь ест жареную, жирную, острую, какую-то пищу. Зачем он ест на всё это на ночь? Не от лёгкой судьбы. Он ест, потому что у него он испытывает сильное напряжение, которое ему нужно снять. Почему он испытывает напряжение? Напряжение возникает от того, что человек трудится без любви. Он привязывается к результату труда. Не к самому труду, а к результату. Что такое напряжение во время работы? Это не что иное, как желание получить результат. Например, человек работает для того, чтобы быстрее пойти домой. Он к этому стремится. Он в результате очень сильно устает от работы. Он испытывает напряжение. Второй вариант. Он не хочет работать, но его заставляют. И он работает, испытывает напряжение от того, чтобы бросить работать. Устал, не хочет работать. Третий вариант. Он хочет зарплату. Зарплату не дают. Он трудится и думает о зарплате. Возникает напряжение. Четвёртый вариант. Он не любит коллектив. Вокруг работают, все ругаются матом, это его карма. И ему что надо сделать? Постоянно их прощать во время работы. Тогда он будет там испытывать хоть несчастье, по крайней мере, не страдание. Он будет нормально работать и не будет так сильно уставать. Но он ненавидит этих людей, потому что они ведут себя плохо. Или просто обиделся на кого-то на работе. В результате человек испытывает очень сильную усталость. Усталость — это не функция тела. Усталость — это функция ума. Почему человек устает на работе? Потому что истощается психическая энергия ума. И почему человек хочет кушать? Потому что у него заканчивается психическая энергия ума. Почему толстый очень человек полный, четыре раза в день хочет кушать точно так же, как худой? Не потому что у него элементов химических не хватает, как наши учёные говорят, умные. А потому что у него заканчивается психическая энергия. И когда он покушает, что он ощущает? Пополнение химических элементов он ощущает, что ли? Нет, он ощущает спокойствие, хорошее настроение, умиротворение, ощущение счастья к нему приходит. Это ощущение связано с умом. Ничего общего с химическими элементами это не имеет. Как определить, что голод возник из-за того, что не хватает химических элементов? Когда человек испытывает слабость, у него потрясывают ручки, дрожат, когда он чувствует, что у него теряется физическая сила, не психическая сила, а физическая сила, он не может работать физически. Это значит, что голод связан с нехваткой химических элементов. Второй вариант. Человек испытывает, сосёт под ложечкой, нервничать он начинает. Вот, ему тяжело, хочется кушать, перехватить чего-то, он начинает орать на всех, кричать, бегать, суетиться. Это значит, что ему не хватает умственной энергии. Почему человеку не хватает умственной энергии? Потому что он трудится без любви. Понимаете? Иногда человек на грядочке начинает работать с любовью, птички поют вокруг. И, допустим, жена говорит, кушать уже готово. Он говорит, да я ещё покопаю. Работает столько же, сколько там. На работе не устает, ему хорошо на этой грядке, ему не хочется даже есть, у него хватает силы и энергии. Это значит, что психическая энергия работает, циркулирует нормально в теле. Так вот, голод по вечерам — признак того, что человек делает что-то не так в своей жизни. Это значит, что он катится к стрессу. И он начинает кушать, наедаться по вечерам. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Лишний вес, гипертоническая болезнь, инфаркт микарда, острый хондроз. Бабушка мне одна диагноза перечисла. Говорит, у меня инфаркт микарда и острый хондроз. Я говорю, хорошо. Там есть такое обследование ещё, называется ректороманоскопия. Когда прямой кишки смотрит через трубку. Она говорит, ещё мне исследование делали, романоскопию. Так вот, инфаркт микарда возникает потому, что человек ест на ночь. И романоскопию из-за этого тоже делают. Потому что, когда человек на ночь ест, у него скапливается энергия огня излишняя в организме. И она начинает опускаться по центральным меридианам. Первое, что у человека происходит, у него начинает болеть горло. Горло и слизистая носа. Гайморит, болезни горла явный признак того, что человек вечером ест слишком много пищи. Ему не нужно столько есть. То есть он ест не ту пищу и слишком много. Или не ту, или слишком много, или вместе. А то и то, и другое. Дальше, что происходит? Энергия плохая спускается вниз, у него начинается гастрит. Если она опускается совсем вниз, то у него будет геморрой. Понимаете? То есть это последняя статья. Чем ниже опустилась, тем тяжелее вылечить. Так вот, это означает, что человек совершал неправильные поступки. И почему он совершал? Потому что у него нет знания. Нет другой причины. Человек не знал, что на ночь не надо наедаться. Человек не знал, что он наедается, потому что он неправильно трудится. Человек не знал всего этого. В результате тяжелейшие заболевания, гормональные расстройства у женщин. Атеросклероз сосудов. Связан с этим, если на ночь мясную пищу человек ест. Дальше гипертоническая болезнь, сильный жар в теле, болезни, нарушение обмена веществ, нарушение гормональных функций у женщин. Все это возникает в результате питания на ночь. Вот такого. Это стресс, возникающий в результате незнания. Человек, который сам копит свою плохую карму в своей жизни. Стресс первой степени, ну то есть стресс легкий, не сильный, возникает в результате чего? Как вы думаете, чаще всего? В результате прошлой судьбы или в результате неправильных поступков? Да. Чаще всего стресс первой степени возникает в результате неправильных поступков. Стресс второй степени чаще всего возникает от чего? Опять в результате неправильных поступков. Стресс третьей степени возникает чаще всего в результате влияния прошлой кармы. И стресс четвёртой степени возникает в подавляющем большинстве в результате влияния прошлой кармы. Умер близкий человек — это судьба. Ушёл муж — это судьба. И так далее, понимаете? То есть мы копим прошлую карму, и из прошлой кармы вот эти все вещи происходят. Это происходит всегда в основном из-за проявления прошлой жизни. Поэтому первое, что не нужно делать. Близкий человек умер. Чего не нужно делать? Не нужно себя винить. Это не поможет. Муж ушёл, жена ушла. Не нужно себя винить. Это не поможет. Нужно просто силы. Нужно оставаться в спокойном состоянии. Нужно копить силы. Нужно понять, что тяжёлый стресс наступает. Можно разрушить всю свою жизнь. Человек должен в это время беречь силы. Он должен стараться жить правильно. Он должен стараться духовной практикой заниматься. Потом, когда стресс будет поменьше, можно себя и повинить, можно и раскаяться, и всё прочее. Но в это время надо просто выживать. Когда стресс наступает, человек должен просто выживать. Никаких эмоций не должно быть. Надо просто понять, что это может закончиться ещё не скоро. Потому что никто не знает, сколько продлится этот стресс. Он может разрушить всю жизнь. Это уникальная тема, на которую мы сегодня с вами говорим. Потому что большинство людей, которые уже испытали стресс, они забывают про это и думают, что у них никогда в жизни это не повторится. А те люди, у которых стресс только начинается, они ещё не понимают, что их ждёт. Поэтому мало кто вообще думает о стрессе. О стрессе думают только те люди, которые в стрессе находятся. Все остальные, как-то далеко от них это всё происходит. Но только разумный человек знает, что стресс — это огромная сила, которая рушит нашу судьбу. И мы должны очень внимательно к нему относиться. Особенно я бы хотел заострить ваше внимание на тех людях рядом с вами, которые испытывают стресс. Я сейчас опишу их состояние психическое. Эти люди или постоянно жалуются на свою судьбу и допекают очень много беспокойств окружающим, доставляют. Или наоборот, очень замкнуты и ни с кем не разговаривают. Первый признак. Второй признак. У этих людей плохая работоспособность. Или они не могут на работе удержаться. Или они работают, но у них очень слабая возможность работать. То есть им очень тяжело работать. Третий признак таких людей. Они психически очень лоббильны. То есть им очень трудно общаться с кем-либо. Им очень трудно выяснять отношения. Им очень трудно доказать свои мысли. То есть они или истерично это делают, или вообще ничего не могут сказать. Дальше. Иногда эти люди находятся в состоянии депрессии. То есть они такие хмурые, пасмурные ходят. В них, в их глазах нет жизни. Иногда эти люди находятся в состоянии очень сильного страха перед окружающим миром. То есть они всего боятся. Иногда эти люди не могут нормально выразить свою мысль. То есть они хотят сказать, но не могут. И так далее. Вы понимаете, да, что это за состояние? Это состояние полной выбитости из социума. Так вот, знайте, что моя идея заключается в том, что есть только одно общее сходство по отношению к этим людям. И это сходство заключается в том, что они никому не нужны. И когда вы попытаетесь даже просто подумать, помочь этому человеку, такому человеку, вас от него будет отталкивать психически. Так вот, знайте, если вы пересилите эту свою внутреннюю силу нелюбви к этому человеку, который неудачник, который живёт вот такой несчастной жизнью, который никому не нужен, потому что он и не может нормально себя вести даже с окружающими людьми, если вы этому человеку начнёте помогать, несмотря на то, что вас отворачивает от него, только это даст возможность избавиться от непреодолимого стресса. Кроме молитвы и всего прочего, судьба даст милость избавиться от непреодолимого стресса только тому человеку, который способен таким людям помогать, несмотря на то, что всю неприязнь и отвращение к ним. Это бывают родственники, за которыми надо ухаживать, это бывают друзья, которые очень плохо себя ведут и попали вот в такую ситуацию, это бывают люди на улице просто или соседи, соседка, допустим, которая вот так вот живёт, понимаете, в таком состоянии. Эти люди предназначены для того, чтобы мы совершили пожертвование по отношению к ним. И это пожертвование заключается в том, что мы должны от себя что-то им дать. Если мы сможем это сделать, тогда судьба нас отгородит от тяжёлой судьбы, от стресса, в котором они находятся. То есть если мы в полной степени отдадим им... То есть как определить, что мы победили судьбу в этом случае? Как определить? Если у вас будет внутренняя сила терпеть этого человека, и даже не просто терпеть, а справляться с ним, то есть сначала такое ощущение, что невозможно терпеть человека, то есть он просто безудержный, невозможно терпеть. Но когда сила появляется, справляться с ним полностью, это значит, что и с вашей судьбой будет точно так же. Точно так же произойдёт с этой непреодолимой кармой. Человек переваливает через гору судьбы в этом случае, если он способен пересилить отношения с таким человеком. Если муж — отражение судьбы женщины, что тогда работа для женщины? Работа для женщины — это её ошибка. Это её неправильный эксперимент. Если женщина считает работу главной целью своей жизни, то она активизирует психический канал, который называется пингала. Этот психический канал, он у женщины в норме работает на 60%, в отличие от женского канала Иды, который работает на 100%. Так вот, если она начинает насиловать этот мужской канал психический, который действует по правому полушарию и связан с внешней деятельностью, то её деятельность внешняя протерпевает четыре стадии. Первая стадия. Она очень сильно ей хочется, очень сильно интересна вот эта работа. Первая стадия. Она вкладывает туда силы. Она надеется, что там всё будет хорошо. Она верит в неё. Вторая стадия. Так как там она не реализует свою женскую карму, она там не видит чуткости, заботы, любви, тепла, как должно быть по женской судьбе, в женских отношениях. Она входит в какие отношения? Мужские, деловые, серьёзные отношения. И она там не видит вот этого всего. И она думает, сейчас я с этим разберусь. И начинает туда пытаться ввести женскую судьбу. То есть она сражается там, говорит, «Давайте чучи друг другу, давайте нежнее там». И начинает сражаться. Дальше следующий этап. Следующий этап – усталость. Третий этап – усталость. Она чувствует, что она больше не может под дурацкий коллектив терпеть. Просто никаких сил нет. И четвёртый этап – полное разочарование, не сильное отвращение. Она перенапрягается. Тяжелейшее отвращение по отношению к этой работе. Пятый этап – она думает, «Наверное, это не моё дело, не моё занятие, надо что-то другое искать». Поднимите руку женщины, у которых это уже было. Всем остальным хочу сказать, если вы к работе относитесь как к нечту самому главному в своей жизни, у вас это значит будет. Я ещё хочу также сказать, что женщина может работать даже всю жизнь с большим увлечением, но работа для неё должна быть как хобби. Она должна приходить на работу просто с увлечением, делая это с радостью. Она должна работать, чирикая со всеми подружками, там чирик-чирик-чирик. Вот такая работа у неё должна. И женщина ко мне приходит, «Для какой работы я предназначена?» Вот для такой. Я для всех сразу отвечаю. Не надо выдумывать ничего больше. Времени нет совсем. Ну ладно, я извиняюсь, много болтаю. Значит, сейчас будем желать всем счастья, у нас не осталось ни минуты, но мы всё равно должны немножко 5 минут пожелать всем счастья. Все сели прямо, сейчас настроимся, потренируем свой разум. Это такая совместная тренировка, практика, она обладает огромной силой. Я реально вот даже молитву читаю дома, я не испытываю такого мощи, которая происходит вот на этих вот сеансах, когда мы желаем всем счастья. Это уникальное время, потому что объединяется очень много энергий одновременно, вот этих позитивных, от разных людей. Поэтому я вам рекомендую настроиться очень спокойно, внимательно. Эта деятельность разума находится не в сфере чувств, она находится в сфере внимательного понимания того, что происходит. Вот, внимательно настройтесь на эти слова и пытайтесь их осмыслить, и пытайтесь отдать их, вот эти слова, как благословение. Есть такое понятие сила, благословение, то есть я хочу, благословляю вас, сделать вас счастливыми хочу. То есть вот эта вот идея, я желаю всем счастья, это идея благословения, отдачи счастья людям, чтобы они были счастливы. В этом состоянии надо настроиться, в этом состоянии. Сейчас музыка заиграет, это важно, чтобы духовная музыка была в времени. Я желаю всем счастья. Сегодня очень важная тема, потому что она будет, мы говорили, что есть две причины для стресса, это судьба и наши поступки. И сегодня мы будем говорить о судьбе, о том, как судьба влияет на нашу жизнь, на наше состояние. Само зачатие — это состояние, во время которого душа вместе с тонким телом входит в контакт с матерей. Это большой стресс для души, войти в контакт с матерей. В это время происходит, на всём тонком теле происходит сильная психическая печать, которая запечатляется на всём нашем существовании. После того, как это произошло, через девять месяцев, тогда, когда душа рождается, ещё одна печать во время столкновения с окружающим миром происходит. Когда происходит зачатие, то в этот момент начинается жизненный цикл души. Этот цикл в нашу эпоху может, в основном у большинства людей, длиться, по-моему, сто с лишним лет, сто восемь, что ли, лет. Это связано с теми астрологическими циклами, то есть все периоды большие планет, когда человек проходит в своей жизни, получается цикл больше ста лет. Это то, что нам положено жить всем, без исключения в этом мире, если мы способны справиться с плохими событиями судьбы. Это можно сравнить с тем, что если мы способны перейти через Альпы пешком. То есть, другими словами, это очень маленькая вероятность, что так получится, потому что для этого надо действительно прожить необыкновенную жизнь. Но большинству людей положено жить гораздо меньше в соответствии с их грехами. То есть в нашей жизни существуют определенные препятствия. То есть судьба — это как дорога. Это дорога нашей жизни. В ней есть подъемы, спуски, равнины. Подъемы — это трудности, спуски — это отдых. Равнины — это обычная жизнь. Чтобы перевалить через горку, для этого требуются силы. Мы живем обычной жизнью. Мы просто работаем, трудимся, заботимся друг о друге. Откуда взять силы для того, чтобы переваливать через горку? Откуда берутся силы? Человек должен выбрать очень высокую цель в жизни. Это первое, что он должен сделать. Высокая цель даёт много энергии. Второе, что нужно сделать, нужно начать совершать аскезы для достижения этой цели, чтобы связь с этой энергией была сильная. Имеется в виду духовная энергия. Когда человек достигает достаточно большой духовной силы, то у него утверждается в сердце очень сильный принцип способности достичь мира, твёрдости, покоя, уверенности, решимости в своей жизни. То есть тех качеств, которые необходимы для того, чтобы справиться с трудностями жизни. И если, допустим, в жизни приходят очень серьёзные препятствия, то такой человек твёрдой походкой, ему тяжело жить, но он очень твёрдо и решительно идёт вперёд. У него много сил. Откуда у него берутся силы? Он каждый день их копит, вырабатывает. Такой человек живёт, у него жизнь как борьба, то есть борьба за счастье, не борьба с самим собой, с обществом. Есть много людей, которые тратят зря свои силы. Они ругаются с начальством, с соседями, обсуждают политику. Они тратят свои жизненные силы зря. Потому что всё, что мы видим вокруг себя, это результат наших прошлых поступков. Какой смысл со своими прошлыми поступками ругаться? То есть что от этого изменится в нашей жизни, если мы с ними будем ругаться? Пускай они сами живут себе, начальство. У них своя жизнь. У тех людей, которые нас окружают, у них своя жизнь. Если мы хотим им помочь, надо помочь. Но лучше научиться не мешать. То есть каждый человек страдает, потому что он не понимает, что окружающие люди склонны совершать насилие над нами. Такова природа людей в целом. Так как у нас есть эгоизм, мы склонны совершать насилие друг на другом. Это неизбежность. И надо людей принять именно такими. Есть такая великая медическая мудрость, называется «Ничему не удивляйся». Если, допустим, кто-то сейчас с тухлым яйцом кинет меня, я должен вытереться и дальше лекцию читать. Это будет правильно так себя вести. Я не знаю, что у меня получится. Это уже другой вопрос. Смогу я это сделать или нет? Это уже другой вопрос. Но так надо делать. В этом идея заключается. Почему? Потому что, а что удивляться-то? Всё именно так и есть. Мы склонны делать глупости, совершать насилие друг на другом. Причём даже часто люди это делают, не желая того сами. А это происходит просто в силу эгоизма, который живёт в нас. И поэтому по этой причине мы должны ничему не удивляться в жизни. Некоторые люди ругаются, ругаются, ругаются. Это плохой, это тот плохой. Почему они ругаются? Они удивляются. Удивляются, что всё так вот. Не надо удивляться, так оно и есть. Надо принять просто, что это так. И всё, и жить рядом с такими людьми, которые нас окружают. У них у всех есть недостатки. Как вы думаете, руководитель больше всего на что силы тратит в своей жизни? Думаете, на продвижение бизнеса? На все глупости, вместе взятые, своих подчинённых. Он тратит время больше всего в своей жизни не на то, как ими руководить, и не на то, как продвигать бизнес, и как его планировать. Он тратит время на глупости, которые возникают в их головах. На те глупости, которые они совершают, на дурости, глупости, которые происходят. Поэтому так много сил уходит именно на глупости. Некоторые люди думают, сейчас вот все, у меня бизнес хороший, все получилось, все классно, все он определил, он выучился бизнесу, он знает, как его строить. Все, миллионером буду скоро. И он набирает себе 10 человек, допустим, которые ему помогут стать миллионером. И чем больше денег он будет зарабатывать, тем больше их будет напрягать. А почему мне так мало дают? Вот. Я не буду его душить постоянно, каждую секунду они будут подходить. У меня есть вопрос. Я думаю, господи, сколько можно? Это называется бизнес. Там никакого продвижения. Одни сплошные проблемы, трудности. Некоторые люди думают, я их зажму в кулак. Но человек не понимает, что он не может никого зажать в кулак, потому что ему не принадлежат мысли людей. Он может зажать их поступки, допустим, в кулак, но мысли-то ему не принадлежат. Они начинают о нем плохо думать все, все вместе. И он психически гниет просто. И вот так вот его трясет. Он думает, ты, я им устрою. И что ты им устроишь? Выгонишь, новые придут, будут тебя мучить. Ничего ты никому не устроишь. Никаких шансов. Поэтому, когда один мудрец пришел в город ведический, большой, и там он увидел так все, такой порядок, так все хорошо, он пришел к царю, и царь такой сидит, такой аскетичный, такой строгий, спокойный. Он подошел к нему, говорит, слушай, как ты управляешь городом, как все хорошо. Он говорит, ты хочешь знать, царь, ты хочешь знать? Он говорит, да, я хочу. Он говорит, как червяк в испражнениях живет, ковыряется, так и я, говорит, ковыряюсь в поступках людей, говорит. Вот так я управляю. Как червяк в испражнениях, говорит, я управляю. Больше не с чем это сравнить. Не думайте, что это только у руководителей такая проблема. Каждый человек, который берет на себя ответственность в жизни, он становится как червяк в испражнении. Ответственность означает, что люди будут совершать глупости рядом с нами, и нам надо это все спокойно переносить, как само собой разумеется, ничему не удивляться. Маленький ребенок рождается, что у него есть? У него есть все, кроме разума. Все, кроме разума, у него есть. И он, ари, что-то требует, и с этого начинается счастливая жизнь. Он может делать все, что угодно. У него нет никаких вариантов, потому что... Но самое удивительное заключается в том, что разум у мужчины появляется только в 25 лет. Вот роду. 25 лет настало, веды говорят, тогда немножко он начинает думать, как жить правильно. Он изучает, у него есть способность, возможность это понимать. У него разум созревает. У женщины 18. Быстрее. И женщина, когда разум замуж выходит за своего сверстника, она через какое-то время обнаруживает. Думает, господи, какой же он глупый-то. Он же ничего не соображает вообще. Как же я с ним жить буду? Вот так они живут до 25 лет, пока им не станет. Поэтому веды говорят, не надо выходить замуж за парня, который моложе 25 лет. Это опасно для жизни. Потому что он ничего не соображает в это время. У него еще не созрели мозги. Разум еще не работает как надо. Вот представьте, с нуля и до 25 надо ребенка вести. Причем с 14 до 25 лет он неуправляем. Он не просто ничего не соображает, а он уже начинает считать, что он все знает сам и понимает, и что он сам решает, как ему жить. 14 лет такое наступает. Полная шизофрения. Человек вообще не то, что он ничего не соображает. До 14 лет он ничего не соображает, но он хоть подчиняется. А после 14 лет он ничего не соображает и еще не подчиняется. Единственный способ помочь ему — это молитва. Человек молится Богу, и Бог ему помогает в жизни. Он им руководит. Родители тоже как червяки в испражнениях живут. Очень тяжело. Невыносимая судьба у родителей. Потому что неизвестно, что дождать от ребенка. Он развивается. Мы думаем, он таким будет, а он совсем другим вырастает. Вообще неожиданно совершенно. Мы не знаем, каким он вырастет вообще абсолютно. Все думают, такой же, как я вырастет. Я разок сидел на приеме, отец пришел с сыном ко мне. Я начал им диагностировать продукты питания. И я сыну, когда начал по-другому диагностику проводить, он так на меня посмотрел, так сильно удивился. Говорит, но он же как я. Почему ему другие продукты подходят? Он же как я. Посмотрите, он и все у него как я. Я говорю, да? Скоро вы поймете что-то другое. Это будет для вас полная неожиданность. Не так вот это вот все, что происходит в нашей жизни. Человек может преодолеть, если у него очень много позитивного мышления, очень много этой оптимистичной силы. Поэтому веды говорят, одну треть жизни человек должен копить силу. Для того, чтобы жить, он одну треть жизни должен, ну хотя бы одну четвертую часть, для того, чтобы удержаться. Сейчас я встаю в 4 утра, и примерно до 10 утра я занимаюсь тем, что я коплю силы. То есть я занимаюсь тем, что дает мне силы жить. У меня много энергии на людей уходит и так далее. Ну так или иначе, обычного человека должно быть 3 часа в день как минимум, для того, чтобы он занимался тем, что он разум себе укреплял, силу себе давал в жизни. И ему тогда хватит на все глупости окружающих людей энергии. Он спокойно будет всё воспринимать. Потому что, когда кто-то глупость совершает, что происходит? Кусочек энергии у тебя раз — и улетел. Он берёт и забирает кусочек энергии. А ты вырабатываешь каждый день много, и раз кусочек взяли, ещё много есть. Ещё кусочек взяли, ещё много. Должно на всех хватить до конца дня. Потому что если не хватает, человека начинает трясти, ему становится плохо, у него нехватка энергии. Ему что нужно в это время? Обычно как люди делают в это время? Когда нехватка энергии, они за грудки берёт. «Слушай, если ты не перестанешь, я тебя убью». Обычно так они делают. Ну или что-то в этом роде. Но это не работает. Он не перестанет. Зачем ему переставать? Он тоже хочет кого-нибудь прибить. У него та же самая ситуация. Поэтому у него нет вариантов. То есть он не будет переставать, он будет ещё хуже делать. Поэтому единственный способ в это время — надо отстраниться от всех. Если энергия кончилась в течение дня, не хватило, надо отстраниться и начать опять молиться, желать всем счастья. Минут пять хватит достаточно. Некоторые люди не могут отойти из ситуации, не могут выйти из ситуации. Почему? Потому что они к ней сильно привязаны. Муж выходит из своей комнаты, начинает говорить своё. Потом раз дверь закрывает, садится. Жена выходит, начинает говорить. То есть они очень сильно привязаны. Никто не может остановиться. Но кто-то должен остановиться, один из них, и начать молиться в это время. Успокоить свой ум. Войти в состояние счастья. Близкого человека будет три этапа. Первый этап — он начнёт беситься. Когда ты счастлив встанешь рядом с ним, если он ведёт себя плохо, а ты становишься счастливым. Первый этап — он начинает беситься. Второй этап — он подлизывается. Ты отстраняешься от него и ждёшь, когда он всё пройдёт. Он подлизывается. И третий этап — начинает диалог. Эти три этапа могут длиться неделю. Ну, неделю всё это может продолжаться. Ну, не так долго, но вот где-то неделю максимум. Может, иногда, если ты правильно себя ведёшь, потому что злая сила его кончается сама по себе, но в следующий раз это будет короче, в следующий раз ещё короче. А ещё одного раза, может, вообще не будет. Достаточно три-четыре раза вот так очень правильно себя провести с близким человеком, он начинает изнутри тебя очень сильно уважать. Он дальше уже не будет так себя вести. Таким образом, это препятствие ты преодолеваешь. Некоторые люди думают, что вот у меня такой дурак мне достался, что каждый раз одно и то же, каждый раз одно и то же, и невозможно ничего с ним сделать. Это означает, что это препятствие ты не преодолел. Он так и будет тебе повторять, повторять, повторять всё это каждый раз. Наши близкие нас воспитывают. Надо правильно себя повести один раз, второй, третий, максимум четвёртый. И всё. И уже он так же сильно плохо себя вести не будет. Дальше будет он слабее, слабее, слабее. Постепенно это пройдёт у него. Вот так. Для этого нужно копить силы. Но самое главное, для чего мы должны копить силы? Совсем другое. На самом деле, веды описывают, что время и смерть, они примерно одинаково выглядят. Это такая тётечка с косой. И тётечка с косой время, если смерть сразу рубит и всё, или просто тянет человека. То есть, когда тяжёлая болезнь, она тянет, тянет к себе. И человек сопротивляется, лечится там. И иногда какой-то благочестивый человек вступает в это, мешает смерти тянуть. И смерть отступает. Смерть может отступить перед духовно сильным человеком. Но есть одно условие. Духовно сильный человек должен дать человеку новое знание, которое даст ему возможность дальше жить. Смерть всегда берёт человека в том случае, если у него нет знания, как дальше жить. Если его жизнь бесполезна, она просто будет забрана. Бесполезная жизнь берётся у человека. Человек, чтобы жить дальше, ему нужно основание. Тяжёлая болезнь, чтобы жить дальше, ему нужно основание. Он должен какое-то более высокое знание в своей жизни понять. И тогда он вылечивается. У меня есть одна знакомая. Она заболела раком. У неё даже начались метастазы, рак лёгкого, и начались прорастания. То есть лёгкого, она начала прорастать, рак. И она занялась духовной практикой, очень сильно, интенсивно занялась духовной практикой, чтобы просто умереть хотя бы в таком нормальном духовном состоянии. Она как-то чувствовала, что это нужно. И у неё рак остановился, перестал расти. И она говорит, вот у меня такая ситуация. Я посмотрел ей в лёгкое, смотрю, рак не растёт. Рак? Ну не растёт, нету ему энергии расти. Он не рассосался, ничего, но он не растёт. Стоит просто и всё. Клетки не размножаются. Можно просто правильной жизнью можно остановить опухоль, она не будет расти дальше. Почему она растёт? Потому что мы ведём себя неправильно. Она питается нашими отрицательными поступками и эмоциями. Но если человек перестал так себя вести, ей нечем питаться. Она ещё мясом питается тоже, мясом, рыбой, яйцами. То есть продуктами в невежестве она питается опухоли. И так смерть так себя ведёт. А время, оно толкает человека к старости. Оно вот так вот толкает. Человек живёт, оно только коса у времени тоже есть. Я сейчас скажу для чего. Толкает, 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 толкает. Но наступают моменты, когда человек должен получить особые испытания. И эти испытания вот как раз возникают тогда, когда время, оно косит человека, бьёт его косой, то есть подкашивает ему, то есть он падает на колени в это время. Он не умирает, он может умереть в принципе, но оно подкашивает его. И человек чувствует, что у него нет сил исправиться с этой ситуацией. Он бессилен. И такое состояние называется стрессом. Каждая планета связана с определёнными сферами нашей психики, нашей деятельности. Самое глубокое влияние на психику оказывают две планеты. Это Сатурн и Юпитер. Солнце тоже оказывает достаточно глубокое влияние, но не очень длительное, достаточно кратковременное. Но Сатурн и Юпитер могут очень долго влиять на психику, и поэтому они вводят человека в затяжной стресс. Если вы будете учиться наблюдать за людьми, то вы поймёте, что, во-первых, первое, что вы должны понять, что у человека разные глаза. Правый и левый отличаются друг от друга. Разные глаза. Правый может быть хорошим, смотреть хорошо, а левый может быть смотреть печально, допустим. Это означает, что у человека по семейной жизни левый печально смотрит, значит, по семейной жизни у него проблемы, семейной жизнью связанные. А если правый печально смотрит, значит, связаны проблемы, связанные с работой или с его деятельностью. Стресс по Сатурну виден в глазах определённым образом. Есть печать, отбывает печать Сатурна. Она видна в уголке глаза, правая или левая. То есть это как будто камень туда воткнули, такая окаменелая энергия психическая, как будто камень воткнут. И у человека из этого глаза исходит безысходность. Сатурн даёт эту энергию безысходности. То есть человек не может справиться с собой. У него какие-то серьёзные, тяжёлые проблемы. Вот у вас, допустим, в синей кофточке женщина. Да, нет, вот рядом. Да. У вас в правом глазу есть стресс по Юпитеру и немножко стресс по Сатурну тоже. У вас в деятельности вашей какая-то безысходность. Так? Не чувствуете? Ничего не меняется последние два-три месяца? Меняется? Вот по Юпитеру стресс только начался. Вот это только начало. Через три месяца уже почувствуете реально, что он вас прижимает. То есть начнёт наваливаться с полной силой. Почувствуете, что что-то не то в вашей жизни, деятельности происходит. Как начинает стресс по Юпитеру? Ну, по Сатурну небольшой там у вас стресс. В принципе, не имеет слишком большого значения. Вот у вас женщина вот в розовой накидочке. У вас стресс по Сатурну идёт с правой стороны. Вы не работаете, наверное, да? На пенсии тяжело дома? Какая-то стрессовая ситуация идёт, связанная с вашей деятельностью. Мне сложно понять это конкретно. Но это не связано с вашей жизнью дома, но связано, может быть, с людьми, которые вас окружают. Никто вам не мешает жить там? Немножко? Да, я тоже так считаю. Что-то откуда-то идёт стресс. О, я всё, я понял, с чем это связано. Это связано с вашим здоровьем. Позвоночник не болит сильно. Это Сатурн. Сатурн с правой стороны стресс по Сатурну может выглядеть в виде болезни. Болезни, когда стресс по Сатурну возникает, то человек получает болезни суставов, ему тяжело двигаться, болезни позвоночника, болезни кишечника. Есть такая болезнь крона называется. Человека сгибает, он не может нормально жить, сидеть. Кишечник сильно замыкает, там Сатурн очень сильно начинает влиять. Есть такой психический центр Сватхистана чакры. На нём Сатурн, на нём Венера копит энергию психическую, Венера, а Сатурн её расходует. Когда наступает плохой период Сатурна, то Сватхистана чакра это паховый центр. Там находится кишечник, матка, такие органы. И допустим, если у женщины стресс по Сатурну идёт, она не может родить ребёнка. В ней выкидыши постоянно идут. Или у мужчины, или у женщины может также кишечник очень сильно, спазм быть сильный в кишечнике. И очень сильные боли там могут быть. Это признак стресса по Сатурну, который действует на организм, бьёт по здоровью. Также могут страдать суставы. Когда человека скрючивает вот так суставы, это признак стресса по Сатурну. Также тяжёлые боли в позвоночнике. Например, есть такая болезнь Бехтерева. Мы начали её лечить. Очень хорошие результаты у нас пошли. Вот, люди восстанавливают позвоночник. Человек вот так не может согнуться. У него весь позвоночник как колом пробит. Рушится сразу весь позвоночник на всём протяжении. Сатурн так действует на здоровье. Когда начинается стресс по Сатурну, то человек, ну допустим, с деятельностью связанной стресс по Сатурну, человек постепенно начинает чувствовать, что у него развивается слабость. Он чувствует, что ему тяжело работать стало. вот у него тяжелее, чем раньше работать. Постепенно он чувствует, что непреодолимое препятствие стоит в его возможности трудиться в этом коллективе. Ему очень трудно даже думать о том, чтобы там работать, не то, что там работать. У него всё тяжелее и тяжелее становится психически это состояние. И ему всё труднее и труднее. это сопровождается тем, что у человека сокращаются силы, то есть он устает сильно от работы. У него появляется умственная слабость, ему на работе становится туго соображать. Его начинают зажимать на работе. То есть начальство, сотрудники начинают его притеснять и пытаться выгнать с работы. То есть такое давление со стороны окружающих людей наступает, такое жесткое. Так развивается стресс по Сатурну, который на своем пике делает так, что у человека просто выгоняют с работы, он остается безработным. И он ходит, 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 никто его не хочет брать. Он был хорошим специалистом. Ко мне пришел вчера, один, не вчера, где-то дня три назад, один молодой человек. У него удивительнейшая такая, редчайшая специальность. Он дает такие гениальные разработки для того, как продвигать банк. Ну, то есть он фактически человек такой, на высоте руки. То есть он знает точно, что надо банку делать, чтобы он продвигался вперед. Остался без работы. Человек приходит в банк, рассказывает свои возможности, рассказывал, что он кого поднял. И его спрашивают, а что ты будешь делать? Он говорит, я вот это, вот это, вот это, вот это. Они репу чешут, говорит, но мы к такому еще не готовы. До свидания. Человек остался без работы. То есть он имеет высокую квалификацию, он ходит, ходит, блондит по этим банкам, ничего не получается. Потому что банки тут ни при чем. Если Сатурн пришел в твою жизнь, отдыхай. Никаких шансов работу найти вообще нет. Человек становится бомжом, будь он хоть какую квалификацию имеет, никаких шансов. Вот женщина кивает, правильно вы думаете, у вас стресс по Сатурну самый такой крепенький идет. В очках вот женщины. Стресс по Сатурну тяжелая штука. Человек начинает чувствовать, что он никому не нужен. Как будто пустота в его жизни. Вот никому не нужен. Он руку протягивает, помощи просит у людей, они смотрят на него, и у них от него отторжение такое идет, сильное отторжение, как будто чужой человек. Стресс по Сатурну идет, только друзья настоящие остаются рядом, все остальные отталкивают жизнь. Они находят причину с ним рядом не быть, ну, как бы подальше от него держаться в это время. Друзья только остаются. Головные боли, мигрени у женщин сильно начинаются. Ну, может, у мужчин бывает, но в основном у женщин. Тяжелые мигрени начинают, у них силы теряются. Очень сильно повышается чувствительность иногда психически. но это уже связано с левым полушарием. Стресс по Сатурну с левым полушарием, я вам сейчас перечисляю. Тяжелейшие мигрени, очень сильная чувствительность к обстановке в квартире. Женщина не может переносить саму ситуацию, в которой она живет. Чаще всего это связано с жильем, то есть она не может переносить удобство, саму квартиру, ее расположение, еще что-то в ней там соседей, там еще кого-то, там свекровь. Ну то есть она кого-то не может переносить. Ей очень тяжело становится жить в этом месте, очень тяжело. У нее начинаются головные боли, ее все раздражает, ей нужно побыть, все время быть одной, она забивается где-то в углу, сидит, и ей очень трудно вообще с кем-либо контактировать, ей трудно что-то делать по дому, она чувствует, что она чуть-чуть поготовила и она сильно устает уже в это время. И муж, так как на мужа действует ее стресс по Сатурну, он начинает думать, что она отлынивает, вообще не хочет ничего делать, что она лентяйка, и что она вообще как бы не любит его и хочет жить для себя. И он начинает ее знобить. Говорит, ты что ничего не делаешь, иди работай, иди приготовь мне. Она чувствует, ей тяжело, она идет с последних сил готовит, и у нее очень медленно все получается, потому что стресс по Сатурну идет. Он подходит к ней и говорит, ты что быстрее не можешь? Что ты вообще, как ты живешь вообще, что ты делаешь? И его заставляет, эта сила заставляет его прессовать жену. Он начинает давить на нее психически, начинает ее гонять по квартире. Почему ты не убираешься, почему ты ничего не делаешь? И она живет такая. И когда до апогея она просто из дома уходит, вот просто без всяких эмоций, закрывает дверь, берет свои шмотки и из дома пошла куда-нибудь. Там к маме жить, там еще куда-то уходит из дома. Иногда стресс по Сатурну отшибает человека от всех. Бывает так, что женщину выгоняет не только муж. То есть она никому не нужна становится. Вот у меня есть одна знакомая, у нее стресс по Сатурну. Дети отказались от нее, муж отказался. То есть она никому не нужна. Она заботится, живет для них, они ее все прессуют. И они говорят, если бы ты ушла, был бы гораздо лучше всем. Куда-нибудь может уйдешь, может пойдешь, поживешь где-нибудь в другом месте, там, найди себе кого-нибудь. Дети говорят, муж так говорит. Она как бомж там живет в квартире у себя. Думаете, у вас не будет такого, нет? Такое может быть у кого угодно. Потому что это и сила, они так действуют. Если пока не положена такая ситуация, она придет. И вот придет в совершенно пустом месте. Никаких предпосылок к этому нет. Просто приходит ситуация и все. И все начинает вот так напрягаться в жизни. И женщина ничего не может с собой сделать. Иногда женщина напрягается, иногда стресс по Сатурну действует на родственников, они начинают тебя прессовать. А иногда он на твои мозги начинает действовать, и ты начинаешь их прессовать. по Сатурну заключается в том, что в отношениях начинает появляться сильная напряженность. Так как у женщины более психико-чувствительная, она, хотя это может быть и у мужчины, но чаще всего у женщины мужчина давит очень сильно по Сатурну стресс, мужчина давит, давление оказывает. А женщина, она не может терпеть его присутствие. Даже присутствие дома мужа не может терпеть. Особенно это сильно при близко интимных отношениях сказывается. она рядом с ним, когда лежит, ей просто плохо становится. Она не может ничего с собой сделать, в ней слабость начинается сильно, тяжело становится ей. И она хочет подальше уползти от него, в какой-нибудь угол забиться, чтобы он не трогал ее. Она боится с ним разговаривать, потому что ее напрягает его речь и так далее. Так развивается стресс по Сатурну. Немножко стресс по Сатурну у мужчины по-другому воспринимается. В основном у мужчины он идет по правому полушарию. У женщины стресс по Сатурну привычен, когда он идет по левому полушарию. Вот то, что я рассказал, для женщины это привычная ситуация. Это практически никогда не бывает или очень редко бывает стрессом четвертой степени. Но, что касается стрессу по правому полушарию, если женщина пашет, как и шаг, очень много работает, у нее может развиться, у нее обязательно разовьется стресс по Сатурну очень высокой степени какой-то, связанной с правым полушарием, с работой. Но он не такой сильно продолжительный бывает. Обычно, если развивается стресс по Сатурну у женщин с левой стороны, то он бывает затяжным, и она его терпит. Но может сломаться, он может стать четвертой степени. Но если стресс по Сатурну с правой стороны развивается, у женщины, то это происходит, то есть связанный с работой, стресс связанный с работой, то это происходит таким образом, как лавина накапливается, накапливается в течение года, допустим, ситуация, она чувствует, что она там работать просто не может, она кряхтит, терпит еще какое-то время, ее вышибает с работы просто. Она приходит в какой-то момент к мужу и говорит, я больше там работать не могу. Он говорит, что ты кричишь, все нормально, увольняйся, успокойся, не могу, все, но хочу, увольняйся, я не знаю, иди заканчивай там работой. То есть глаза квадратные, ее отшибает от этого места, она уже не может даже смотреть туда, приходить, не то, что приходить, она же смотреть, думать об этом месте не может. Сильно очень напрягается время работы, тресс по Сатурну. У мужчин по-другому, то есть мужчины постепенно копятся трудности, копятся, 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 копятся. Мужчина очень много может трудностей в работе, терпеть, он очень много может терпеть. И терпение может не закончиться всю жизнь, но в каком-то момент у него силы кончаются. Терпения есть, сил нет. То есть он не может работать, у него сил нет работать столько, сколько он работает. Все, у него кончаются силы. И он такой становится, знаете, такой забитый, такой несчастный. Когда у человека стресс по Сатурну идет, он внешне старит, это его старит очень сильно. Женщины или мужчины, он как старичок такой выглядит. Молодой старичок. Даже осанка такая становится у него, такая подсгорбленная. То есть серьезная штука. И человек, он и хотел бы работать нормально, но не может. Ему начальник говорит, что ты, что такое, почему ты не справляешься с работой? Он говорит, не могу, устал от жизни. Такое состояние. Тяжелая штука. И когда мужчина, допустим, ему начальник говорит, ну ладно, Василий, я тебя увольняю, то у мужчины развивается тяжелейший стресс по Сатурну четвертой степени. Он начинает думать, что он ни к чему не годен, что он ни к чему не способен, что он совершенно безнадежный человек. Тяжелейшая ситуация. Точно так же, когда женщина испытывает стресс по Сатурну, и муж говорит, ну ты такая жена, никому не нужна на самом деле. Кому ты такая нужна? Иди вон гуляй куда-нибудь. И у ней начинается стресс по Сатурну четвертой степени, связанный с личной жизнью у женщины. По судьбе более благоприятно, если у женщины четвертой степени длительный стресс по Сатурну будет связан с личной жизнью, а у мужчины связанный с деятельностью. Но если у женщины стресс по Сатурну с деятельностью начинается с четвертой степени, то он её может просто убить длительной. То есть она уперлась вот в эту работу, ей надо работу найти себе, и всё. И она уперлась в это, и вот она ничего с этим не может сделать. У неё семья рушится, всё рушится, она работает, всё. Для женщины очень неблагоприятно. Или, допустим, мужчина начинает не переносить обстановку, связанную с семьёй, с домом, всё, у него всё рушится, семья рушится. Женщина может долго терпеть ситуацию, жить даже в стрессе с мужем, но если у мужчин начинается стресс в четвёртой степени по личной жизни, он уже не может это всё терпеть, он просто хлопает дверь и уходит. Женщина может долго терпеть, но мужчина не терпит, он выходит, сразу всё бросает и уходит от жены. Поэтому мужчину не надо доводить до четвёртой степени. То есть жена может смягчить ситуацию. Допустим, мужчина стресс по Сатурне начался, ему дома тяжело. Он на работу, допустим, больше на работе начинает бывать. Домой приходит, и он у него всё напрягает, он не знает, куда ему деться. Это очень критичная ситуация. Женщины должны знать, что это очень опасно. Это значит, что он может уйти из дома вообще просто. Ну, уйдёт, уйти может другой женщине. Причём это происходит не потому, что он хочет кому-то изменить. Чаще всего это происходит, потому что он устал. Он не может жить уже с женой. Всё, у него нет сил, устает. И в этом очень сильно виновата жена. На самом деле, женщина может спасти ситуацию. И так же, как мужчина, может спасти жену от стресса по Сатурну четвёртой степени, связанной с работой. Он может просто ей сказать, «Слушай, давай не будем работать, а? Отдыхай, дома сиди, съезди на Майами». Ну, то есть он может её оградить от этого, он может ей дать такую милость. Сказать, ну ничего не делай, не надо, твоя работа не нужна. Так же жена может мужа успокоить. Она может приласкать его и сделать так, чтобы он успокоился дома. И это трудно сделать, это факт, но это можно сделать. Это трудно сделать, когда у человека стресс, это трудно его оторвать от работы женщину, она ломится, и надо найти работу. И трудно мужчину оторвать от того, что ему тяжело дома жить. Но жена должна это сделать. И муж это должен сделать. Они должны приложить силу, чтобы не ломать психику близкого человека. Потому что когда она сломается, ей нужно год, может, больше, чтобы она восстановилась. Стресс, связанный с Юпитером, с влиянием Юпитера. Стресс, связанный с влиянием Сатурна, может длиться несколько лет. Если человек не выходит из стресса, связанного с Сатурном, то у него развивается шизофрения, психостыния сначала длительно идёт, потом он может заболеть психическим заболеванием. Также у него может развиться депрессия, глубокое сатурянское влияние. Чаще всего Юпитер депрессию даёт. Но также Сатурн может дать состояние психостыни и очень сильной замкнутости, отгороженности от окружающих людей. Человек становится одиночкой. И когда стресс по Сатурну идёт, то духи могут одолевать тоже. То есть наша сатурянская сила — это сатурянская энергия, которая защищается от духов, защищает психику. Когда психика ослабевает, духи могут войти в ум и начинают там хозяйничать, что-то говорить, пугать человека и так далее. Чаще всего это бывает у женщин таким образом, потому что женская психика не приспособлена к аскезам, к аскетизму. Мужская психика больше приспособлена к аскезам, чем женская. Поэтому у женщин чаще бывает влияние всяких духов на их психику. Часто очень бывает, что на них влияют вот эти силы злые. Сами захватывают их психику, влияют на них. Что делать? Каждая женщина должна знать, что если ей правильно подобрать несколько колец с драгоценными камнями на пальцы, то психика становится полностью защищена. Ну, в большинстве случаев, не в совсем самых тяжёлых случаях, в большинстве случаев так происходит. Это ведическая культура. То есть женщины должны знать это. В квартире надо вешать благоприятные янтры, такие графические изображения, которые воздействуют на атмосферу, на структуру комнаты. Надо сажать благоприятные растения в благости, благостные растения, которые не вьются, имеют красивые благостные цветы, розы, например, там, колонхоя, там, такие вот растения, которые приносят счастье. Фикус, допустим, фикусовая пальма приносит счастье. Базилик — растение благостное. Если найдёте ладан, растение удивительное, кустарник ладана является очень благостным растением. Его даже палочки можно отрывать и жечь. Пшёные, они как раз вот этот запах дают благовоние. Надо обязательно квартиру благостными ароматическими маслами, запах, чтобы был, или благовониями оснащать квартиру. Это даёт атмосферу спокойствия и счастья в квартире. Обои не должны быть серого, такого тёмных серых коричневых тонов. Не надо слишком много таких тонов. Или слишком ярких тонов дома не должно быть. Женщины должны защищать себя с помощью длинных волос. Ведическая культура советует отращивать косу женщине, потому что это коса в защиту психическую, женской энергии. Защита защищается. Мужчина защищён короткими волосами, чтобы всё из головы вылетало. А женщины должны держаться крепко, свои мысли усиливать, чтобы ничего лишнего не влетало в голову. Иногда мужчины носят очень длинные волосы. Это признак того, что они занимаются мистической йогой, как бы мистикой, пытаются энергию ума постичь. Женщины, которые носят короткие волосы, иногда это признак того, что они отрекаются от жизни. В целом, короткие волосы для женщины — это поражение. То есть они теряют силу психическую, влияние на окружающих людей. Хлобеи начинают действовать на окружающих людей психически. Женская сила — это психическая сила. Физически у них силы нет, её сила — энергия, воздействие психическое на людей. Заплетённые волосы — это самая большая защита для женщин. Длинная коса заплетённая — самая большая защита. Так стресс по Юпитеру возникает, таким образом появляется. Глаз становится как стеклянным. То есть у человека такое, когда смотришь на него, как будто глаз неподвижный такой, как будто он нормально работает в плане, окулист будет проверять, все функции в норме. Нет никаких там ни стагмов и так далее. Но глаз, такое ощущение, что он как будто неподвижный. У него что-то перестаёт двигаться внутри, с правой стороны стресс по Юпитеру. Стресс по Юпитеру означает, что человек перестал вокруг видеть счастье в жизни. То есть счастье пропало для него. Он не видит смысла вообще во всём, что происходит. Если, допустим, стресс по Юпитеру с правой стороны, то человек смотрит на людей вокруг, на страну, на законы, на то, чем люди занимаются, на друзей. Он смотрит на работу свою. Пусто. Ему ничего не интересно. Нет радости. Иногда бывает наоборот. То есть человек вроде бы ищет контакта со всеми, но все от него отворачиваются, как будто он никому не нужен. Он теряет контакт с людьми. Им никто не интересуется. Он становится один. Остаётся один от того, что им никто не интересуется. Как этот неуловимый ковбой. Почему неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому он неуловимый. Человек становится как неловимый комбой. Никому не нужен. И такая вот жизнь у него на результате. Все в нём разочаровываются. Один за другим люди разочаровываются вокруг. Или он сам во всём разочаровывается. Пустота внутри наступает. Этот стресс может сопровождаться, может по телу ударить стресс по Юпитеру. Рушится иммунитет у человека. Перестаёт функционировать нормально защитные функции организма. Прилипает любая болезнь. Всё, что угодно, может прилипнуть. Любая болезнь может прилипнуть. Человек ничего с этим не может сделать. Начинаются аутоиммунные процессы в организме. Стресс по Юпитеру. Почки начинают перерождаться. Печень перерождаться начинает. Защитные основные органы. Сердце может начать перерождаться. То есть такое вообще непонятное, что с организмом происходит. Человек ничего не может сделать с этим. Как будто он не может сконтактировать психически своим организмом. Отшибает его от своего собственного организма. такое состояние личной жизни когда стресс по юпитеру наступает человека отшибает от семьи ему не интересны ни жена не дети он чувствует что у него совсем другие интересы в жизни по отношению близким людям вот как будто бы разные интересы становятся и цели в жизни разные перспективы в жизни разные как будто вот эти люди которые со мной живут они вообще непонятно чем тут со мной занимаются рядом и у них совсем другая жизнь своя которая мне вообще не нужна и моя жизнь тоже не нужно такое состояние и самое ужасное заключается в том что когда у человека стресс по юпитеру происходит он становится фанатиком таким жутким фанатиком очень фанатично настроенным человеком потому что но это следующий этап сначала его отшибает от всех на первом этапе он так вроде бы кажется ничего такого странного не просит просто он горит я так устал от всего он такой всем жалуется говорит мне так все это надоело все что происходит вокруг и все telling да ладно от расслабься все будет нормально что то и он had кварт namoud мне пусто и надоело все горит да все нормально да не волнуйся все будет хорошо чего там пусто ничего не пусто и потом он начинает искать и им и не пусто он начинает искать искать ему что то другое нужно в жизни и когда он находит когда он находит что-то другое это следующий этап стресса по юпитеру он сразу туда всеми своими силами фибрами души устремляется туда где он нашел и все остальное ему становится по барабану мы не нужна жена дети ничего не нужно родственники работа все ничего не надо если это другое которое он нашел находится в другой стране он туда едет в другую страну во шраме живет если допустим кто-то приедет его посмотреть как он там живет он их не узнает он уже совсем другой его он не похож на себя становится совсем другой человек то есть человек перерождается вот реально становится совсем другим по-другому себя ведет по-другому живет другое общение другое окружение другое питание все другое становится и он фанатеет в этом направлении абсолютно дико просто то есть он не переносит даже слова против против себя в свой адрес вот такое у него психическое состояние иногда такие И люди, они становятся очень агрессивными и начинают нападать на своих близких. Особенно это ужасно, если таким человеком становится глава семейства. Допустим, отец, есть там несколько детей, жена, и он такой приходит домой. Мясо из холодильника. Утром встаем рано. Все под холодный дождь. Молчать. Благость вырабатываем. У жены два варианта, или сматываться, или все это выполнять. Ну верная жена будет выполнять, благость вырабатывать. Под душем стоять с детьми. Ну такой, да, фанатизм, только жуткий фанатизм у человека развивается. Ко мне пришла одна жена. Нет, сначала муж пришел. Муж пришел ко мне на консультацию. Он пришел ко мне и говорит, так, смотрит на меня, смотрю стресс по Юпитеру. Смотрит таким стеклянным глазом, левым так на меня. Я говорю, у вас проблемы с личной жизнью? У меня никаких проблем нет. Я говорю, а что пришли? Ну пришел посоветоваться, бросать жену или нет. Я говорю, а вы как думаете? Да она что есть, что нет для меня. Я поэтому пришел посоветоваться. Не знаю. Я говорю, если бы сильно хотелось, я бы бросил. А то мне все равно. Глаз стеклянный такой смотрит. Я говорю, ну лучше не бросать. А вы приведите, говорю, ко мне жену. Да она ей наплевать на это все, ей не интересно. Она противница. Я говорю, ну вы постарайтесь привезти. Привел, короче. Приходит жена. Такая очень сострадательная, такая милая дама. Все терпит, короче. Все его издевательства терпит. Такая, я говорю, ваша лекция начала слушать. Спасибо вам. Все правильно вы говорите. Не знаю, как мне жить. Не могу справиться со всеми требованиями своего мужа. Он меня, говорит, загонял уже. Я говорю, не знаю, то ли у нас концлагерь, то ли квартира. Ей муж рядом сидит такой. Чего ты жалуешься? Мы духовной жизнью с тобой дома живем. Но это только начало было. Потому что у нее стресс по Юпитеру, это только начало развиваться. Потом было удивительное продолжение этого всего. Это он в буддизме был в этом направлении. И он решил стать монахом дома. Монахом стал дома. Жену не замечает. Жена его кормит. Кормит, ухаживает, заботится за ним. А он отреченный. Он ее не замечает, ее нет. Он пустоту вырабатывает внутри себя. Жены нет, ничего нет. Все иллюзия. Вокруг все одна иллюзия. Жены нет, ничего нет. Пища есть, когда приносят. Все остального нет. И вот в таком состоянии они живут. По-моему, даже до сих пор. Длительный стресс. Он зарабатывает, работает. Но работает ровно столько, чтобы с голоду все не померли. Как в Ведах написано. Надо работать столько, чтобы хватило на то, чтобы поесть. Вот он все по Ведам. По буддизму там тоже, по их писаниям то же самое. То есть человек не понимает. Он проактует все неправильно на самом деле. И она говорит, может мне уйти? Я так не могу уже дальше жить. А он что говорит? Он говорит, слушай, вот ты уйдешь, будет классно. Я карму свою отработаю. Говорит, я же не ухожу, ты уходишь. Главное, чтобы плохую карму не делать, говорит. Некоторые буддисты, они считают, что мясо можно есть, но только в том случае, если ты не причастен. Ну если животное погибло само. И у них стадо, допустим, у них стадо, допустим, там, яков в горах пасут. И они так стадо пасут, пасут, притесняют, притесняют к обрывчику. Но они же животные глупые. Давят друг на друга. И один як раз с обрывчика слетел. Не повезло. Зажарили, съели. Кармы нет никакой плохой. Сам же усорвался, ты его просил. Так и здесь тоже, такая же философия. Сидит, ничего не делает, на жену не смотрит. Уходи, я карму отработаю. Сострадательный очень такой муж. Цветой человек. Так вот, она получила такое страдание себе в жизни по своей карме. И она мучается, пытается отработать его. Он перестал ко мне на консультацию ходить, потому что он раз пришел ко мне, я ему все сказал это. Ему сказал, ты вот такой секой, жена у тебя хорошая. Ты вот сам себе мучаешь всех и все прочее. Больше он ко мне не ходит. Он ходит туда на консультацию, где ему говорят другое. Вот люди, когда в стрессе находятся, они начинают к тем астрологам, психологам ходить, которые им говорят, под их дудочку пляшут. То есть говорят им то, что им хочется слышать. Например, женщина пошла в стресс, допустим, по Сатурну, по левому полушарию. Ей хочется мужа оставить. Она к астрологу приходит и говорит, как у меня семейная жизнь. Астролог, ну хорошая, платная такая, хорошая консультация такая, дорогая. Астролог ей говорит, ну семьей у тебя плохо, семейная жизнь тяжелая у тебя. Она говорит, у меня с мужем совместимость есть. Он смотрит, смотрит, говорит, нету. Она говорит, я так и знала. Это что, он меня знобит, что ли? Да, говорит, плохой муж, покармить достался. В третьей жизни с ним карму отрабатываешь. Она говорит, а какой мне вообще мужчина подходит? Он говорит, вот такой, как я примерно. Ну такой, примерно так, вот посмотри на меня, видишь, вот такой примерно тебе подходит. Совместимость полная будет. Ну или что-то в этом роде, знаете. Помогает ей разобраться в вопросах семейной жизни. В ведах существует такое понятие — харма. Харма означает религиозность или высший долг человека. Веда описывает, что тхарма стоит выше астрологии. То есть есть науки, которые подчинены тхарме. То есть есть науки высшего порядка, ведические есть науки низшего порядка. Низшего порядка науки — это астрология, аюрведа, йога. Высшего порядка наука ведическая называется тхарма. Высший долг человек. Допустим, сохранить семью является высшим долгом человек. Это тхарма. Если астролог говорит, допустим, нам, мам, надо расходиться, у вас совместимости нет, всё, там дети стоят, слушают такие, хлопают. Так расходиться на память с папой надо, а нам куда тогда одеваться, туда или сюда? Как нам-то расходиться? Может, пополам разделиться нам? Это он не учитывает. Он говорит, не сможете вы вместе жить, всё равно развалится семья у вас. Это не астролог. Это грешник очень большой, который так говорит. И он за это поплатится потом в жизни очень сильно. У нас был такой фестиваль какой-то, и бесплатно проводились астрологические консультации. И один за другим три пары ко мне пришли от соседнего астролога ведического. И пришла одна пара, садятся и говорят, нам посоветовали расходиться. Я смотрю, у них совместимость слабая. И думаю, вроде бы да, жить вместе будет тяжело. Они спрашивают меня, вот нам сказал этот астролог, нам вместе будет жить тяжело. И я смотрю, да, говорю, будет тяжело. Они потом спрашивают меня, тяжело, а лучше-то когда-нибудь будет? Я посмотрю, говорю, поживёте года три, будет лучше. И что, три года мучиться? Я говорю, да, три года мучиться. А что он посоветовал, это астролог? Говорит, да разойтись, да и всё, что мучиться-то? У них детей вроде нет, там ничего, ну разойтись и не мучиться. Я начал смотреть на их жизнь, вот они расходятся. Они оба такие замкнутые люди, одиночки по природе. То есть общаться почти, не общаются ни с кем. Ну такие, и работа у них такая в одиночку. Непонятно вообще, как они встретились, каким-то удивительным образом. Я их спросил, как встретились, прям вот просто Бог свёл, реально Бог свёл. Знакомились очень долго друг с другом, потому что они общительные. Я смотрю, если они разойдутся, ни один, ни другой больше не женится. Лет 5-6-7 надо в одиночку жить. Я им вот эту судьбу их сказал. Они так на меня посмотрели, говорят, мы так и думали. Мы чувствуем, разойдёмся, всё, одиночество обеспечено. Я говорю, ну что тогда будем делать? Мучиться будем три года. Люди счастливыми ушли, понимаете? Они счастливы стали. Потому что они узнали правду жизни, как надо жить им дальше. Они это узнали. Понимаете, они на крыльях улетели. Представляете, если бы они ко мне не заглянули в соседнюю палаточку, что бы было дальше с их судьбой? А дальше была бы сплошная тьма. Очень тяжёлое одиночество им пришлось перенести. Они по глупости бы разошлись друг с другом. И неизвестно, схватило бы у них силы потом сойтись. И вера друг в друга, силы сойтись потом. Представляете, как бы они счастливо думали и вспоминали этого астролога, который развалил их семью. Развалить с помощью знаний семьи вот так вот. Раз и всё. Много делать не надо. Сказать, у тебя несовместимость. Вот по этим планетам всё. Так вот чувствуешь себя рядом с мужем? Чувствую. Вот это чувствуешь? Да. И это чувствуешь? И это чувствую. Всё правильно. В прошлом году был кризис. Да, был. Всё, расходись. У человека нет аргументов. Он не знает, что сказать против. Потому что неведение является причиной разрушения жизни. Человек должен изучать, как правильно жить. Религиозность, святой долг стоит выше всех видов астрологии. Семья должна быть сохранена любой ценой. Не должно быть никаких разводов, веды говорят. Любой ценой сохранить надо семью. Если уже невыносимо жить вместе, то судьба сама разведёт. Астрологической помощи здесь не нужно. Астрологическая помощь означает помощь сохранить, а не разрушить. В этом идея ведической культуры заключается. Вопрос задают такой, что молодые люди живут вместе. В лекциях семейных отношений вы говорите о мужа и жене, об их обязанностях друг другу так же, что они вместе отрабатывают свою карму. Современная молодёжь не имеет этого знания, и парень с девушкой имеют интимные отношения до брака. Распространяется ли всё, что говорят веды в отношениях обязанностей мужа и жены так же и на молодые пары? Если да, то это возникает после интимной близости или на другом этапе отношений. Следует понять, что самое лучшее — не иметь интимных отношений до того, как вступить в брак. Потому что интимные отношения рушат возможность понять друг друга глубже. Интимные отношения отупляют психику, не дают возможности разобраться в человеке. И это первое. А второе — они опошляют отношения. Вот эту возвышенную стадию отношений до брака они уничтожают. Отношения становятся циничными после интимных отношений. Поэтому лучше всего со всей силы держаться и не вступать в интимную близость. Ну то есть можно там какие-то любовь, как проявлять какие-то знаки любви. Но вот именно половые отношения, грубый секс должен отсутствовать до брака. И брак молодым людям не надо вступать слишком быстро. Надо где-то полгода, а ещё лучше год повстречаться, попытаться понять друг друга. Вот так вот. А если всё же они были, значит тогда в этом случае надо продолжать жить вместе и жениться. Если они не могут жениться друг на друге, то дальше будет, значит, тяжёлая карма. Когда они расстанутся, у них часть энергии психической будет оставаться с прежним человеком. Нужно несколько лет, чтобы опять войти в нормальное состояние психическое, чтобы найти себе другого человека. Это очень тяжёлый случай. Надо вот так, надо понять эту идею. Если человек может, допустим, у него есть сила не вступать в интимные отношения, можно, допустим, пожить вместе какое-то время, не вступая в интимные отношения. Совместная жизнь очень сильно всё показывает, ставит всё на места. Какой человек, встречаясь, иногда тяжело это понять. Но когда встречаешься, это тоже можно понять, если они начинают служить друг другу. Допустим, девушка приходит, готовит парню дома, он, допустим, как-то её тоже заботится о ней. И в этих отношениях можно понять друг друга лучше. Надо понять, что современные отношения всегда — это поражение. Вот такой тип современных отношений — это какой-то уровень поражения. Но часто молодые люди не могут отказаться от этого. Такова воля времени. Но, допустим, часто бывает так, что если девушка не вступает в интимную близость, парень вообще не хочет с ней общаться дальше, развивать отношения. Это означает, что это не её человек, не серьёзный человек. Потому что если парень любит по-настоящему, то он будет ждать девушку по-любому. Чем больше она от него отказывается, тем больше он её уважать начнёт. Вот и всё. Если её настоящий человек, он будет ждать. А если не настоящий, то он просто отвалится, и всё, и нормально. Сильно обидела мужа, убедила, что есть другой. На самом деле никого нет. Это бывает, женщины так делают. Колят до последнего. Колят, колят. Потому что обиделась. Понятно. Не прощает. Ушёл, подаёт на развод. Хочу сохранить семью. Что делать? Во-первых, надо раскаяться и попытаться больше не дурить. Потому что женщины часто у них бывает. Они вот эту дурь свою, она просто вообще абсолютно неописуемая. Может сделать всё, что угодно, сказать всё, что угодно. Вот это урок такой хороший этой девушки, чтобы она так дальше не делала. Потому что мужчина всё серьёзно воспринимает. Для него не шуточки, это всё серьёзно. Мужчина не может серьёзное решение. Когда женщина дурит, мужчина всё равно не может серьёзное решение принять. Это значит, что он просто тоже идёт на принцип, но он развестись не сможет. Надо просто извиняться, просить прощения, унижаться перед ним, как бы стараться угодить ему во всём. И он успокоится рано или поздно. А если не успокоится, не простит, значит, туда ему и дорога. Надо всё, все усилия приложить. Надо сделать всё, чтобы он вернулся. Если он простит, значит, он просто сильный человек такой. И больше с ним так не надо себя вести. Это хороший урок для женщины. Но мужчина должен просить, если он благородный человек. А если он не прощает, значит, лучше с ним не жить. Это неблагородный человек, значит. Такой ответ. Какой смысл бороться со стрессом, если он положен по судьбе? Как он положен по судьбе для того, чтобы с ним бороться, а не для чего-то другого. Он специально и положен по судьбе, чтобы мы в этой борьбе стали лучше, мудрее, крепче. Ну хорошо, если стресс положен по судьбе. Не боритесь, попробуйте. Помрёте просто. В следующей жизни будешь шизофреником. Нормально. Несколько жизней подряд можно в стрессе находиться, не бороться. И чтобы выйти из стресса, всё равно придётся с ним бороться. Это особое состояние психическое, в котором ничего уже не прощается. Человек, если не выходит из стресса сам, не хочет выйти, значит, он не выйдет никогда. Он так и останется в нём жить на всю жизнь. И в следующей жизни опять он родится уже в этом состоянии. Проживёт ещё одну жизнь, опять следующая жизнь так родится. Нормально? Хорошая штучка, нет? Или помучаться годик и выйти из стресса, и всё. Что в Ведах говорится о втором браке. Нашу эпоху деградации, понимаете, это не является сильно большим преступлением. Ну, второй брак, значит, второй брак. Куда деваться? Третий, значит, третий. Куда деваться? Бывают такие ситуации в жизни, человек не может просто. У него рушится семья, он пытается спасти, ничего он не может с этим сделать. Я пережила сильный стресс, моя семья распалась. Сейчас у меня ещё возможность второй раз выйти замуж. Ну, значит, надо выходить, куда деваться. Какое влияние на судьбу оказывает факт рождения человека за несколько часов до новолуния? Обычно такой человек очень темпераментный рождается. Соединение Сатурна с восходящим узлом натальной карты как сказывается на судьбе? Аскетичное такое тело, жилистый человек такой аскетичный. Сатурн может немножко помучить в течение жизни. Ну, всё зависит, опять же, от какого, насколько сильный Сатурн и так далее. Тут надо, насколько он благостный. Много факторов. За что отвечает правая половина сторона человеческого тела? Всякие недуги, ноги связаны именно с этой половиной. Она связана с деятельностью, с волей, с желаниями человека и с деятельностью. Вот эти три фактора, определяющие правой стороной, связаны. В каких взаимоотношениях соприкасается разум, тонкое тело разума и сознание? Сознание — это энергия души. В сознание входит духовный разум, духовный ум, духовные чувства, духовная энергия. И вот это атрибут сознания. Есть ещё истинное эго. То есть у души есть два вида составляющих. Первое — истинное эго. Второе — сознание. В сознание входит ум, разум и психическая энергия. Понятно, да? Когда человек хочет материального, он начинает вступать с материей в контакт. В результате он взаимодействует с материальным умом, материальным разумом, материальными чувствами и так далее. Сознание — это энергия души. Энергия души и сверхдуши. То есть у души есть только желание, у души нет своей энергии. Вся энергия принадлежит сверхдуши. Поэтому я вам и говорю, сами мы ничего в этой жизни сделать не можем. Мы зависим целиком от Бога во всём, потому что Ему принадлежит вся энергия. Расскажите, пожалуйста, как привязать ветки и повышенном давлении. При повышенном давлении обычно подходят ветки осины, осины, липы. И привязывать их надо на левую руку, левую ногу. Как поступить, если стресс возникает не из-за работы, а из-за плохой организации труда? Неясно сформулированных заданий. Высокомерного отношения. Так это и есть из-за работы. По-разному бывает. Иногда из-за того, что начальство ведёт себя неправильно. Вот этот человек, который я говорил, что он в банке работает, он тоже объяснял. Что он говорит, я прихожу на работу, я проект хороший даю. Раньше всё получалось. Все соглашались, банки продвигались. Наступил такой момент, он приходит на работу, начальнику показывает документ, как надо делать. Он говорит, мы так не будем делать, мы будем делать по-другому. Совершенно тупо начинает делать всё по-другому, и банк теряет огромную сумму денег. Тот приходит к нему и говорит, ну вот видишь, вот так и получилось, как я говорил. Ну и что? Два раза подошёл, на третий его выгнали. Стресс по Сатурну. Начальство не понимает. Организация труда неправильная. И так далее. Стресс по Сатурну. Нормально всё. Полёт нормальный. Надо понять, что так бывает, и надо ничему не удивляться. Я же вам уже сказал. Нет, не будет лишён. Но в следующем, если период не закончился плохой, в следующей работе будет то же самое. Может быть, как-то по-другому проявлено, но то же самое, в принципе. Если, допустим, на одной работе начальство на него давило, на следующую он сам будет давить на всех. Ну что-то такое. То есть какие-то будут вот такие перепады, но будет то же самое, в принципе. Потому что здесь хрен редкий и не слаще. В переменах слагаемых сумма не меняется. Стресс идёт, всё будет продолжаться. Поэтому во время стресса веды не рекомендуют уходить с работы. Надо продолжать до последнего. А если уходить, то не на что надеяться. Не нужно думать, что что-то лучше станет в это время. Дальше стресс по Марсу. Все эти стрессы по Юпитеру, стресс по Юпитеру и Марсу, они преимущественно имеют мужскую природу. Связаны с мужским началом в человеке. И в основном действуют по правому полушарию. Но иногда по левому тоже, я говорил, стресс по Юпитеру. Стресс по Марсу — это планета, которая отвечает за волю человека, за его принятие решений и так далее, за его попытку господствовать над окружающими людьми и добиться своего. Для мужчин это нормальное явление стресс по Марсу. Стресс по Марсу у мужчин возникает в результате борьбы за существование, их попытки достичь чего-то в жизни. И бывает, иногда возникают препятствия, и возникает в результате стресс по Марсу. Человек не может справиться с этим препятствием, он впадает в состояние гнева. Стресс по Марсу — это состояние гнева, гневливости. Для мужчин это нормальное состояние, и в принципе им простимо это. Но когда женщина начинает вступать в стресс по Марсу, и она с помощью гнева преодолевает всё в жизни, то в этом случае она рушит свою жизнь. Вот эта записка, которая сейчас была, она указывает как раз на эту ситуацию. Женщина поступала как? Она мужа прессовала, то есть она вела себя как сумасшедшая. То есть это называется стресс по Марсу. То есть женщина, когда действует по-мужски с мужем, начинает унижать его, оскорблять, говорить всякие вот эти глупости. Это значит, что она рушит просто, она грызёт сук, на котором сидит сама. Потому что она ничего не добьётся. Таким способом она не сделает его лучше, она его сломать не сможет. Вернее как? Если мужчина сломается, она сама с ним жить не сможет. Если женщина может с помощью марсианской силы, допустим, сломать мужа, он станет слюнтяем, допустим. Ну что, от этого и легче станет, что ли, если он будет вот таким? Она ещё хуже будет себя с ним чувствовать. Она говорит, вот с кем я связалась. То есть вот эта деятельность по Марсу для женщины, она абсолютно не несёт никакого блага вообще. То есть вот она действует по Марсу, добивается своего с помощью нажима на мужа. И всё, значит, она разрушает свою жизнь. Сейчас я вам, женщины, такой тренинг, предлагаю вам тренинг. Вам надо закрыть глаза и представить с закрытыми глазами, мысленно, психически. Вот лоб мужа напротив. И чей лоб выше стоит, ваш или его? То есть лоб мужа рядом с вами. Если вы чувствуете его лоб выше, значит, вы правильную позицию в жизни занимаетесь. Если вы считаете, что лоб ваш выше, чем мужа, или наравне, и вы как бы сопротивляетесь, боретесь лбами, или ваш выше, это значит, что вы будете испытывать в своей жизни один за другим стрессы по всем мужским планетам. По Солнцу, по Марсу, по Юпитеру. Один закончится, следующий начнётся. И так вы будете долбиться в стену. Это вот так вот воспринимать мужа, то есть я выше его, восставать против мужа, это всё равно, что долбиться в стену своей судьбы. То есть никакого счастья в жизни не будет вообще. Никаких шансов быть счастливой. Постоянно одни проблемы. Гордость женская должна и проявляться вот так, что она себя ведёт по-женски. Это же тоже нечистое поведение, оно может быть с корыстью, но это женское поведение, она имеет право такую корысть иметь. Если она, допустим, хитрит с мужем и говорит, «Я тебя так уважаю, ценю», допустим, она не уважает, не ценит его, а хитрит в это время, это поощряется. Веды говорят, это правильно. Если ты его не уважаешь, но хитришь вот так, ты можешь это делать, нет проблем. Это можно женщине делать. У женщины существует особый дар в жизни. Дар заключается в том, что женщина обладает непреодолимой силой, если она своей силой не пользуется. Если женщина перестаёт пытаться добиться что-то от своего мужа и перестаёт пользоваться своей силой и начинает пользоваться своей слабостью, то есть пытается просить что-то у него, допустим, смиренно, или пытается как-то ему объяснить. То есть она пользуется своей слабостью, а не своей силой. А своей силой пользуется, когда она от него хочет отстраниться, чтобы его проучить. Не нажать на него, а наоборот отстраниться, оттянуть как бы себя от него. Она может со всей силы себя отстранять от мужа. Но она никогда не должна со всей силы на него давить. Она может отстраняться от него или смиренно что-то просить. И тогда в этом случае она становится непобедима. У неё становится такая внутри сила, что ни один мужчина не может с этим справиться. Нет таких мужчин, они не рождаются на земле. Невозможно справиться с этой женской силой, потому что, когда женщина так себя ведёт, её сила психически становится в шесть раз сильнее мужчины. Ни в один, ни в два, в шесть раз сильнее. И она может в жизни добиться чего угодно. Что же женщине мешает это делать? Вот так себя вести, что женщине мешает? Есть слово очень подходящее. Эта сила называется дурь. Дурь мешает, понимаете? Из дурей всё происходит. Вот дурь, когда убрать надо, вот эту дурь, дальше начинается счастливая жизнь для женщины. И только дуре мешает этой счастливой жизни. И чтобы её не возникало, надо тренироваться. Допустим, гнев возникает на мужа. Есть два варианта — орать на него или плакать. Надо плакать. На первый взгляд кажется, что надо кричать на него. Но надо плакать. Веды рекомендуют плакать. Это ещё хуже тогда, если кричишь и плачешь, ещё хуже. Потому что, когда женщина со слезами унижает мужа, когда она со слезами на глазах и при этом мужа унижает, то это становится ещё больнее для него. И он тогда вообще может бросить просто, понимаете? Поэтому надо плакать, обвинять себя во всём. Или плакать и никому ничего не говорить. Но в этом случае всё работает. Потому что женщина удивительный дар имеет. Она может всем пользоваться, если она ни на кого не давит. Как только она начинает давить, она лишается всего в жизни. Она перестаёт иметь такую возможность пользоваться. И женщине надо это понять. Некоторые женщины проживают полжизни и не понимают, не врубаются в ситуацию. Не понимают, что в женском теле оказались. Кстати, мужчины то же самое. Часто мужчины себя по-женски ведут очень долго в течение жизни. Допустим, он с женой. И она как ходит. Иди сюда, иди туда. Фу. На него. Я говорю, что же она меня не любит? Что-то не уважает. Один мужчина пришёл ко мне на консультацию. Смотрю, всё понятно. Может, дальше не продолжает. Ещё рот не открыл. Ну, всё понятно. Сейчас про семейную жизнь будем говорить. Про то, что жена совсем обнаглела. Он мне рассказывает. Представляете? Я говорю, представляю. У меня, говорит, жена с другими мужиками нормально разговаривает? Уважительно может говорить с чужими. А со мной так на меня. Вякает постоянно. Я говорю, наверное, уйду от неё. Я говорю, ну и что, следующая точно такая же будет. Он говорит, точно. У меня уже несколько таких было. Я говорю, ухожу, потом опять такая же попадается. Не пойму, в чём дело. Я говорю, с людьми надо перестать пускать. И всё будет нормально. Ну, так, сказал помягче. И он не понял сначала. Я ему объяснял, объяснял долго, как нельзя говорить. Я даже его речь начал копировать с женой, как вот он разговаривает с ней. И он раз так на меня начал смотреть вообще с таким удивлением. Вообще, как будто я ему вот Америку открыл, представляете? И человек начал меняться. Он потом пришёл ко мне второй раз, такой уже повеселее, такой он подтянутый, уже бодрый. Он мужчиной начал себя впервые в жизни чувствовать, представляете? Он говорит, я ей сказал. И она начала со мной по-другому говорить. Удивительно, говорит, вообще. Удивительно. Он так удивился. У него сейчас вся жизнь будет одним чудом. Вот. Представляете? Люди не знают. Они проживают полжизни и знают, как себя по-мужски вести. И рушится вся судьба у человека. Большая проблема. Стресс по Марсу. Какие болезни? Язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью, геморрой, бронхиты хронические, астма может быть. Это стресс по Марсу все возникает. Стресс по Марсу рушит психику человека. Болезни печени, вирусный гепатит. Болезни печени тяжелейшие. Это все связано с стрессом по Марсу. У вас очень развито здесь. У вас две планеты сильные. Здесь Марс и Венера. В Риге. Очень сильные планеты. Марс и Венера. Иногда люди по-марсиански себя ведут, но в основном по-венериански. Для мужчин тяжелее жить здесь, тяжелее развиваться здесь для мужчин, в мужчине, чем в женщине. Потому что Венера большая. Поэтому женщин очень много каких хороших можно найти, а мужчин очень мало. Женщинам приходится уезжать куда-то в другую страну, чтобы замуж выйти. Такая ситуация здесь у вас. Венера — это брахманическая планета. Брахманическая планета означает сильная развитость интеллекта. Поэтому люди все развиты интеллектуально. Много развитых людей. Гораздо больше, чем, допустим, в другом где-то месте. Ну, допустим, в России. Очень интеллектуальная развитость высокая, поэтому и лекции я здесь по-другому немножко читаю. Более такие насыщенные информации, чем-то таким серьезным. Стресс по Марсу может стать хроническим гневом. Он полностью разрушает жизнь человека. То есть Марс, в принципе, это не такая опасная планета, если остановиться. Но если человек принципиально не останавливается, он гневается, злится, в злобе ходит, постоянно со всеми воюет, то человек такой разрушает всю свою жизнь постепенно. Он может делать много благих дел, он может быть хорошим, в принципе, человеком. Но если он постоянно ненавидит кого-то, враждует с кем-то, злится постоянно на кого-то, и в этой вражде живет вот такой, постоянно в войне с кем-то, этот человек рушит свою судьбу. Почему? Потому что, когда он находится в этом состоянии войны, то он приобретает себе в психику все отрицательные черты характера человека, с которым он сражается, понимаете? Ну, фактически собирает на себя всю грязь, которая только есть в жизни. Мы об этом говорили уже про гнев вчера, когда говорили. Мы говорили об этой черте характера. И надо понять вот эту идею, что человек, когда он в злобе ходит, он как проклятый, понимаете? У него в жизни ничего хорошего не будет, у него все постоянно рушится будет. Он причем сам у себя все будет рушить. Он сам будет всех бросать, создавать плохую ситуацию, уходить, и сам будет себе потом доказывать, что у него в жизни все нормально. Пока человек себе доказывает, что у него в жизни все нормально, что он правильно поступает, что все его вокруг недостойны, что на самом деле они все плохие и так далее. То есть пока он себе это доказывает, он так и будет в зло бежать. Но достаточно ему просто понять, что он не прав, один раз хотя бы в жизни понять, что он не прав, и раскается, и стресс по Марсу начинает проходить. То есть стресс по Марсу, это означает всегда израненная гордыня. Человек настолько гордыня его замучила, что она его ранит просто психику, и он не знает, что с ней делать. Он как на психика накаляется, становится как оголенный такой шнур электрический, весь красный от напряжения. Понимаете? То есть чуть-чуть дотронься, и сразу разряд происходит. Это гнев. То есть человек не знает, что делать со своим самолюбием. Оно просто его переворачивает, вся психика ему через это самолюбие, всю психику его вворачивает наружу. Это большая проблема. Часто такие жизни рушат всю свою жизнь полностью, становятся абсолютными неудачниками в жизни. И у них одни только враги вокруг. Стресс по Солнцу. Стресс по Солнцу — интересный такой стресс. Он возникает или у юношей, или у больших руководителей. Одно из двух. И две полярности. У юношей он возникает практически всегда. То есть у молодых людей, где-то начиная с 14, заканчивая с 16-17 годами, у них возникает такое состояние. Стресс по Марцу, виден в правом глазу, вот так вот отпячивается нижний век. И губа нижняя тут. Вот так. Стресс по Марцу. А стресс по Солнцу, выпячивается грудь вперёд и верхний век этого. Гордяк человек. Если возьмёте, допустим, фотографию правительства русского, половина стресс по Солнцу. А если, допустим, возьмёте фотографию командного состава России, вооружённых сил, половина таких. Это нормально, потому что это такова судьба. То есть люди как бы с сильным Солнцем становятся в правительстве. Когда Солнце сильное, карма по Солнцу отрабатывается. Поэтому, соответственно, и вот эти бзики происходят. Но у молодых людей, у них происходит самоутверждение. То есть Солнце вступает в такую силу, что им нужно утверждаться. Поэтому они начинают со всеми спорить. То есть чем стресс по Солнцу характеризуется, человек ставит себя выше, своё мнение ставит выше другого. То есть он постоянно всем противопоставляет своё мнение. Он как бы постоянно против. Ему там скажи вот так, он против. Он считает, что вот так. Наоборот. То есть это стресс по Солнцу. Или он утверждает всегда своё мнение. Пускай это дурость, пускай это не важно. Особенно у молодых ребят, когда разум ещё не развился, они вот считают, что они знают. Ну, допустим, сидят за столом. Допустим, отец, его друг, сын и мать, допустим, сидят. Отец говорит, вот в Латвии такая политическая обстановка. И сын такой ложку кладёт. На самом деле в Латвии вот такая политическая обстановка. То есть сидят отец, его друг, мать. И он при всех такое заявление делает. И потом опять кушает, не обращая никакого внимания. Уже заранее показывая, что он петух, а все остальные курицы. В таком состоянии человек живёт. И это нормально. Как должны родители относиться к этой ситуации? Они должны тоже его петухом считать. А себя курицами. Потому что кто-то даже должен быть умнее в этой ситуации. Понимаете? Если один человек неразумно себя ведёт, то кто-то должен быть разумным. Самое гуманное для родителей, когда вот этот стресс по солнцу у детей идёт, надо делать вид, что ничего не происходит. Не надо шутить над этим человеком. Не надо издеваться над ним. Не надо его наказывать. Потому что это просто дурость. Андурия. С ней ничего не сделаешь вообще. Надо просто делать вид, как будто ничего нет. Он говорит, да, конечно, ты молодец. Ты понимаешь ситуацию. Всё. Или смиренно можно спросить, а вот тебе не кажется, что вот так вот, скорее всего? И если его смиренно спросить, он может сказать, да, наверное, так. Опять очень умным видом. Отказаться от своей идеи, которую только что заявил. То есть стресс по солнцу такое немножко. Дурковатое положение человек себе ставит. Как нельзя себя вести? Если, допустим, у сына мозгов нет, у отца тоже, то в этом случае сын такое заявление делает. И отец такой, я тебе что? Тоже петушиться начинает. Такие два петуха. Если ещё мать такая, тоже. Всё, начинается. Они потом обретают куриную слепоту. Вот, все втроём. То есть полностью ослепляется психика. В гнев люди входят. Ничего не соображают. Потому что сына в этом время слабать невозможно. Его легче убить, чем переубедить. И на самом деле в этом случае они рушат с ним отношения. Он может на год, на два, на три оторваться от семьи, от родителей. Пока у него не пройдёт стресс по солнцу, он будет ненавидеть отца или мать, кто вот с ним спорил. А потом опять постепенно вернётся, как будто ничем не бывало. Назад в семью, как бы в отношения с семьёй. В это время у молодых людей часто течёт кровь из носа. Признак стресса по солнцу. Начинает кровь из носа идти. Начинает голова перегреваться. То есть у них головокружение. Ортостатический коллапс. Человек встаёт резко, как бы раз и падает. То есть встаёт, у него давление сильно меняется. Или кровь приливает к голове, и он так стоит, покачивает его, шатается. То есть это признак стресса по солнцу. То есть от стресса по солнцу портится кровь. То есть много токсинов накапливается в крови, и угри появляются по лицу такие. Всё это признак полового созревания у мужчин, у парней. И как бы стресс по солнцу является... 90% молодых людей будут находиться в этом состоянии обязательно. Родители должны быть готовы. Это экзамен на их зрелость. Мудрый человек не реагирует, не обращает внимания на глупость другого человека. В этом проявление мудрости. Когда человек не созрел, он мудрость не обрёл до зрелого возраста. Ну значит, он потеряет своего сына на время. Получит какие-то проблемы в отношениях. Дальше. Для женщин крайне неблагоприятным является стресс по солнцу. Крайне неблагоприятным. Если они в амбиции власти добиваются в семье, пытаются выше мужа быть, власти добиваются, то они рушат свою жизнь полностью. Ничего позитивного у них в жизни не будет. Никакого счастья, никакой удачи, ничего. То есть всё будет рушиться просто и всё. Или они сломают мужа, или сломают семью, или сломают детей. Кто-то сломается от этого обязательно. Потому что когда женщина пытается властвовать в семье, она всё рушит просто на своём пути. И причина тому, я уже сказал, какое слово. Другого объяснения нет. Непонимание просто своей природы. Женщине очень трудно понять свою природу. Дело в том, что природа женщины намного тоньше, чем природа мужчины психическая. И поэтому женщине вообще себя очень трудно понять. Женщина — это таинственное существо, она сама себя не понимает. Она рождает в женском теле, примерно до зрелого возраста, а она вообще себя не понимает. Она думает, почему я так поступила? Почему я так сказала? Вообще непонятно. И сама себя не понимает. Поэтому это понимание себя, эта деятельность по левому полушарию является одним из важных долгов женщины. Самый важный долг женщины — это понять себя. Где-то до 20 лет женщина должна очень много времени уделять для того, чтобы понять себя, свою природу. Женщина должна пытаться понять, как она поступает, как она должна поступать, как она должна себя вести. Психология — это наука для всех женщин. Это не то, что кто-то должен изучать, кто-то — нет. Все женщины должны изучать психологию обязательно. Почему? Потому что женщине очень трудно понять себя. Но когда она понимает себя как Личность, как природу свою понимает, она добивается в жизни успеха всегда. Это неизбежно. Потому что в этом и заключается женская мудрость — в том, чтобы понять себя, свою природу, как психика работает, как устоять от проблем и так далее. Женская психика работает точно так же, как волны текут по реке. Каждый день меняется настроение. Каждый день постоянно. Как волны. И это связано с движением Луны. Луна действует так на ум женщины, что постоянно меняется настроение. Поэтому, когда мужчина женится, ему никогда скучно не будет. Никогда. Потому что всегда меняется всё. Мужчина, у него более устойчивая психика. Он как бы к одному состоянию привык в течение дня. Завтра уже наступает другое состояние. И она свои права начинает качать, жена. Потому что она же психическую атмосферу. Дома кто устанавливает? Жена. И психическая атмосфера в доме меняется каждый день, потому что меняется психика женщины. И мужчина должен знать, что сегодня будет опять что-то новенькое, завтра будет опять что-то новенькое, каждый день будет что-то новенькое. Так действует женская психика. И женщина должна взять первое, что она должна делать для изучения своего характера, она должна взять от начала цикла, от первого дня и до начала, сделать график. Сегодня я психанула. Завтра я плакала. Послезавтра объелась жареной картошкой. Сильно картошки захотелось. Дальше. Четвертый день. Захотелось пойти с подружкой погулять. Пятый день. Обиделась на мужа. Шестой день. Продолжаю обижаться. Седьмой день. Простила. И так далее. То есть 28 дней. В следующий раз будет то же самое. В следующие 28 дней будет то же самое. Каждый день то же самое. Повторяется. Надо составить такой цикл. И допустим, когда у вас повторится, вы сделаете анализ. То есть в какие-то дни четко повторяется, какие-то поменьше. И выделите несколько дней, там таких особо серьезных, когда бразильский территориал неизбежен. И выделили когда этот день. Допустим, за день до два мужа предупреждаете. Послезавтра будет бразильский телесериал. От меня это не зависит, Олег Геннадьевич сказал. Прости. И он уже на коленях домой заходит уже такой. Господи, Господи помилуй. Уже. И она такая, ладно, хорошо. Сегодня не будет телесериал. Завтра будет. Переносим назад. Вот. То есть мужа надо предупреждать, потому что мужчине легче все перенести, если его предупреждать. Таким образом, если она вот это вот такой график делает, и мужу говорит, вот сегодня мы в кино не пойдем, потому что я на тебя обижусь по дороге. У нас в прошлый раз точно так же было. Когда она таким образом делает, то он точно говорит, нет, пойдем в кино, обижайся. Если муж знает, что будет так, все, с ним ничего не будет. Он, если готов психически, она обижается ему хоть бы что. Мужчине главное подготовиться. То есть он, когда готовится психически, сегодня жена будет есть жареную картошку до позднего вечера. Спать вовремя не ляжет, точно. Она предупредила об этом. И наступает 7 часов вечера, она начинает готовить себе картошку жареную побольше. Он говорит, может поменьше? Она говорит, нет, лучше на завтра оставлю. И потом все съедает ее, всю картошку жареную. Вот. То есть это женская психика так работает. Ничего не сделаешь. Она постоянно меняется под длианием Луны. Если у женщины стресс, она может депрессией быть год, допустим. И все останавливается, движение останавливается. Ничего не течет, все на месте стоит. Стресс — это ненормальная ситуация для всех. Для женщины, для мужчины. А у мужчины, кстати, психика одинаково работает каждый день. Можно не беспокоиться. Женщина точно знает, как муж звонит уже в дверь. Она знает, как он заходит, как он тапки, ботинки куда кладет. Допустим, если он один ботинок, допустим, снимает, он улетает туда. Другой ботинок снимает, улетает туда. Она не сможет ничего с этим сделать. Она должна просто привыкнуть к этому. И когда она, допустим, говорит, давай один ботинок туда, другой туда, он скажет, нет, я поставлю нормально. Что, я не могу поставить? Надо принять его бзики, и он тогда перестает это делать полностью. Сначала надо принять, тогда он перестает потом. Так работает семейная жизнь. Итак, стресс по солнцу для женщин крайне неблагоприятен. Он рушит их психику. Стресс по солнцу уничтожает женские гормональные функции. Сгорают придатки. То есть женщина становится бесплодной. Если она утверждается в жизни, то есть горит у неё, психика горит огнём, власти, желание успеха, власти, она уничтожает свою возможность рожать детей таким образом. Потому что рожать детей — это состояние, в которое женщина должна оставить своё желание господства. Знаете, почему выкидыши происходят? Выкидыши происходят по двум причинам. Первая причина — Марс, вторая — Солнце. Женщина выкидывает ребёнка, потому что она хочет господствовать над ситуацией. А ребёнок, когда рождается, он устанавливает свой диктат в её организме. То есть фактически, что такое токсикоз беременности? Токсикоз — это борьба между психикой ребёнка и матери. И во время этой борьбы вырабатываются токсины. Вот когда мать, допустим, сдаётся, она становится смиренной, послушной, никому не сопротивляется, со всеми согласная. В результате токсикоз заканчивается сразу. Но атмосфера мира, покоя у неё даже в организме наступает. И никакого выкидыша не будет. Когда женщина бунтует против ребёнка постоянно психически, то она выкидывает его. Он не может там находиться долго. Она его вышвыривает из себя просто, и всё. Вот так устроена природа. То есть если женщина не готова рожать, у неё гормональные функции даже к этому не начинаются. То есть организм защитную реакцию такую проводит. У неё гормоны просто не вырабатываются, и всё. Если она постоянно сопротивляется, всему бунтует, если смирение женское не вырабатывает, основное качество характера, то в этом случае даже организм не даёт ей возможности зачать ребёнка. Просто мужские гормоны на высоких цифрах держатся, и всё. И у неё просто не прикрепляется сперматозоид к яйцеклетке. И яйцеклетка даже может не прикрепиться к матке, просто выходит, и всё. Таким образом, женщина должна, прежде чем рожать, зачинать ребёнка, должна понять себя, должна воспитать свой характер. Иначе она может в стрессе быть в результате того, что она бесплодная остаётся там и так далее. Следующая планета — Венера. Венера, ваша планета, вашего города. Венера связана с чувствами. Взаимодействие чувств с объектом чувств является, этим управляет Венера. Венера даёт человеку счастье от комфорта, от эстетических таких, от того, что всё красиво, от чистоты, счастья человек получает благодаря влиянию Венеры. Правильного этического общения, когда всё аккуратно, общение идёт, от этого счастья получает человек. Получает счастье от порядка, когда всё в порядке, вокруг порядок. Это тоже влияние Венеры. Красивых цветов вокруг, всё, чтобы красиво, дизайн — это тоже влияние Венеры. Даже коммунисты, видите, под Венерой жили, у них серп и молот, видите, в дизайне. По краю зала дизайн коммунистический тоже. Планета, она не меняет своё влияние. То есть страна остаётся под тем же самым планетой. Меняется власть, а планета та же самая остаётся. У вас такая планета здесь, поэтому у вас очень сильно влияет Венера. Стресс по Венере для всех жителей Риги — это нормальное явление. Постоянно очень трудно общаться друг с другом. Надо говорить очень спокойно, смиренно, ласково, нежно, чтобы всё было хорошо. Чуть-чуть повысил голос, чуть-чуть не так сказал, сразу человек обижается резко. Особенно это касается близких отношений, когда друзьями люди стали, когда они в семейную жизнь вошли. Очень чутко, тактично надо с друг другом общаться. Такова ситуация. Тогда будет всё хорошо в жизни. Если чуть-чуть обидел человека, надо обязательно извиняться до тех пор, пока обида не пройдёт. Такова ситуация. Надо поднимать мусор за собой, надо поддеваться очень аккуратно, чтобы не раздражать внимание людей. Надо во всём соблюдать порядок всегда. Так надо жить в вашем городе. Я не способен. Я попробовал как-то гулять по Риге, и там через каждую улицу светофор. То есть пройдёшь пять метров светофор, все лежа, они стоят. Стоят. Ждут, когда будет зелёный цвет. Машин нет, но все стоят. Я такой, пошёл. Все такие на меня, русский. Я не могу, нет, я не рижанин, я русский. Я в Москве перекрёсток, вообще поперёк перехожу. Не то, что там. Своя культура, своя энергия. Вы должны это всё учиться соблюдать. Стресс по Венере означает очень сильная обиженность на всё, на жизнь, на людей, на судьбу, обидчивость, очень сильно выраженная ранимость. Человек, допустим, сказал просто чуть-чуть слова, и она уже сразу ранит психически. Это всегда все прибрежные города, рядом с морем, с большим количеством воды, все города, они находятся под сильным влиянием Венеры. Поэтому у вас такой город, вы живёте в такой стране, вы должны принять то, что люди имеют право стресс по Венеру испытывать. Если человек очень обижается, сильно обидчивый, что человеку не хватает в этом случае? Что надо сделать, чтобы он не обижался? В этом случае человеку не хватает любви. Любовь — это основа жизни в вашем городе. Вы должны культивировать в себе любовь по отношению к окружающим людям. Надо идти, улыбаться всем, желать всем счастья, относиться с глубокой гармонией, любовью. Так как Венера — брахманическая планета, поэтому особой трудности никаких нет. Просто мысленно желаешь всем счастья, по утрам культивируешь в себе отношение, атмосферу любви к окружающим людям, с любовью ко всем обращаешься, говоришь — всё, жизнь будет спокойная и счастлива. Даже если люди в стрессе находятся, они к тебе тоже будут нормально обращаться. С ними тоже не будет никаких проблем. Как только из этого состояния вышел, состояние любви, начал чуть-чуть пренебрегать людьми, не замечать их, сразу начинается тяжёлая жизнь. И они будут тебя долбить до последнего. Как вороны, допустим, клюют, клюют птицу чужую. Так и человек в вашем городе, если он, допустим, вышел из этого состояния, чуткости и любви по отношению к окружающим, его будут клевать до последнего, пока он не улетит куда-нибудь в другое место. В коллективе это будет, допустим, или в семье, или ещё где-то. То есть когда человек выходит из состояния культурного, чуткого обращения с окружающими людьми, то его заклюют. Я как-то попытался... А, так получилось, мы машину чуть-чуть на газон поставили летом, когда приезжал там первый раз самый. Там выглядела женщина из первого этажа и начала на нас ругаться. И потом, как только мы на машине во двор заезжали, она подбегала к окну и смотрела, куда мы её ставим. Вот такая ситуация. То есть надо очень заботливо, чутко, аккуратно относиться к людям. Стресс по Венере рождает болезни поджелудочной железы, поэтому у вас такие болезни являются фактором риска, тяжёлым для вашего города. Болезни сердца также являются венерианскими болезнями. Фактор риска сердца является и щитовидная железа. Поэтому надо быть очень осторожным, если женщина начинает с отвращением ко всему относиться, ей всё противно в жизни, значит щитовидка вылетела из строя. Если, значит, она слишком близко к сердцу всё принимает, значит сердце будет страдать. И если она близгливо пренебрегает, как бы всем думает, «Господи, как всё противно, всё застроено, сделано». То есть когда она так себя ведёт, значит поджелудочная вылетит из строя. Обижается, сильная обида, тоже поджелудочная железа вылетает из строя. Венера отвечает за эстрогены, то есть женские половые гормоны. Поэтому если женщина чувствует, что у неё повышается эмоциональность, плаксивость, ранимость психическая, значит у неё повысились женские половые гормоны. Чтобы их снизить, существует вторая планета женская, которая действует прямо противоположным образом. Она тоже женская, но она действует наоборот. Поэтому, допустим, если вы чувствуете, чувствительность, ранимость сильно психическая возросла. Вам надо повесить на шею или жемчуг, или лунный камень, одно из двух. Что успокаивает психически, то и повесьте. Одно из двух. Поэтому большинству женщин в вашем городе я рекомендую на шее носить бусы с лунным камнем или с жемчугом. Но если у женщины Венера сильная, она ведёт себя оптимистично, жизнерадостно, с любовью по отношению к окружающим людям, то в этом случае ей хорошо носить бусы с горного хрусталя на шее. Три варианта вот такие есть. Или горный хрусталь, или лунный камень, или жемчуг. Стабилизирует психику любой женщины. Если мужчина чувствует, что у него то же самое, эмоциональность очень сильно повышена, он не может себя контролировать, значит, он должен тоже на шее носить одно из трёх. Или бусы из жемчуга, или из горного хрусталя, или из лунного камня. Ничего смешного нет. То есть Венеру контролировать всем надо, и мужчинам, и женщинам. Потому что здесь Венера сильная у всех людей. И поэтому психика может выходить из строя у каждого человека. Таким образом, тяжелее в этом городе жить мужчинам, потому что стресс по Венере является для мужчины очень тяжёлым фактором жизни. То есть обидчивость является ужаснейшей чертой характера мужчины, который рушит всю его жизнь. Если мужчина обижается, то он разрушает всю свою судьбу. Женщина никогда не простит тому, что же мужчина обиделся. Она не может простить. У неё просто в психике не существует такой микросхемы, чтобы прощать обиду мужскую. Если мужчина разгневался, нормально, можно простить. Но если мужчина обижается, знать, женщина простить не может. То есть у неё холод к нему наступает, она отказывается от него. Не хочет рядом с ним быть. Поэтому мужчинам надо быть очень осторожными, нельзя обижаться. Надо терпеть обиду, нельзя обижаться на женщину. Можно злиться там, но обижаться нельзя. Обида означает, что человек очень сильно ранится психически. Он может гневаться, но раниться не надо. Не надо ничему удивляться, как бы. Надо принять, дать возможность женщине вести себя как угодно. Женщины, естественно, когда Венера сильна, будут вести себя очень эмоционально. Они будут стерильки закатывать, это нормально. Это признак сильной Венеры. Стресс по Венере обычно не длится слишком уж долго. Ну и не бывает слишком уж сильным. Но иногда бывает в четвёртой степени стресс по Венере может психику вывести в состояние истерии. То есть истерия — это и есть стресс по Венере для любого человека. Человек начинает истерично себя вести. Он не способен принимать обстановку, в которой живёт. Катает истерики. И для женщины катать истерики — это нормально. Ну, допустим, она не может, даже не войдёт в стресс в четвёртой степени, а она просто в истерику войдёт, потом выйдет из неё, и всё нормально. Но если мужчина в истерике начинает входить, это значит, что его жизнь рушится полностью. Это надо бить тревогу. Очень серьёзная ситуация в жизни такого человека. Значит, следующий — Меркурий, планета. Меркурий управляет отношениями, гармонии в отношениях с людьми, с окружающими. В отношениях с самим собой, в отношениях с людьми надо достигнуть гармонии. Это обязанности женщины. Является одной из главных обязанностей женщины — вести себя так, чтобы была во всём гармония со всеми. Женщина должна подстроиться в тот коллектив, в котором находится. Её обязанность — долг. Если она пришла в коллектив работы, она должна привыкнуть ко всем людям. Подстроиться под характер каждого. В этом её заключается обязанность. Дальше женщина должна подстроиться под характер мужа, под характер детей, под характер города, в котором она живёт, под характер дома, в котором она живёт. Поэтому, так как женщина подстраивается под всё, поэтому, допустим, женщина подстроилась, привыкла к одному дому, её муж раз перехочет перевести в другой, он говорит, давай я куплю лучше дом. Она говорит, нет, будем жить в этом. И он не может понять, почему в этом, если тот лучше в 10 раз. Мужчина любит перемены, ему нравится менять обстановку. А женщине нравится стабильность. Она привыкает, приспосабливается к дому, в котором живёт. И дальше её оттуда уже не вырвешь. Она как бы корни пускает. А если женщина корни пустила, уже год-два, допустим, в одном доме пожили, то надо ждать, когда они гнить начнут. То есть, если 5-6 лет может пройти, женщине, допустим, надоело, там тогда уж можно уже думать о том, чтобы куда-то переехать. А сразу этого делать нельзя, потому что женская психика начинает рушиться от этого, от переездов, от смены обстановки, от смены ситуаций жизненных каких-то. Поэтому женщина хочет стабильности во всём. Так устроена психика. Меркурия — это планета, которая даёт человеку логическое мышление. И поэтому у женщины логика может работать очень быстро и активно. Она может очень проницательно решать все ситуации. И женщина — это непровзойдённый политик. У женщины политика, она в крови находится, то есть врождённое свойство женской психики. Мужчине политике надо учиться. Он простой, как правда, мужчина. И с мужчинами очень легко можно. «Си-си-си-мой-си-хи-хи-ля-ля-ля» и всё. Очень быстро можно его так. Он даже потом, может, лет через пять поймёт, что это что было. То есть ему очень трудно догадаться, что женщина имела в виду в это время. Поэтому женщина — это природа наделила женщину возможности управлять ситуацией. Во всех случаях жизни женщины всем управляют. То есть они организовывают ситуацию, управляют. Они, допустим, общаются друг между другом, кто как себя ведёт. Они всё как бы в курсе всех событий. Поэтому это Меркурий так действует. Но иногда, так как в Меркурии женская планета, с женской психикой связано больше. Поэтому стресс по Меркурию для женщины привычное дело. Иногда у женщины несколько раз в году бывает так, что у неё перекрывает. Муж, допустим, подходит к ней и говорит, мы в кино сегодня пойдём. Она говорит, я не знаю. Он говорит, ну, ты хочешь в кино или нет? Я не понимаю, хочу я или нет. И он не может понять, как так можно не понимать, хотеть или нет. У него идеи нет никакой. Или он говорит ей, ты кушать хочешь? Будешь садись со стола покушать? Хорошо, я сяду. Села. Кушать будешь? Не знаю. Ну, поешь вот это. Ладно. Берёт чуть-чуть. Больше не буду. А это будешь? Нет. Берёт, ест, ест, ест. Ты же не хотела. Теперь хочу. Это означает Меркурий. Так действует Меркурий. То есть у женщины, когда Меркурий перекрывает, у неё гармония с окружающим миром прерывается. И она ничего не соображает. Он говорит, ты о чём-то думаешь? Она говорит, нет, ни о чём не думаю. То есть для мужчины это очень трудно понять, как можно не думать. Но у женщины иногда перекрывает, она не думает вообще. Перестаёт думать совсем. Или ничего не понимает. Он её спрашивает, что такое? Он говорит, я не знаю, я ничего не понимаю сегодня. Или, допустим, мужчина говорит, давай быстрее, всё, всё, собирайся быстрее. Она раз такая встала и застыла. Он говорит, что ты стоишь? Я не могу так быстро. Её заклинило как будто. Заклинивает. То есть это означает стресс по Меркурию. Ну не стресса такая, ситуации как бы стрессовые. Это Меркурий так действует, что у женщины иногда ступор в голове возникает. Какая-то ситуация возникает, она раз в ступоре. Она не знает, что думать, делать, не знает, что. И мужчина должен понять, допустим, если он понимает, что это его жена, то есть он должен заботиться о ней, он должен пойти к ней и начинать у ней как бы из ступора из её выводить. Спросить её, ты где? Она говорит, я в квартире нахожусь, с тобой рядом, что не видишь? Она говорит, должен сказать ей дальше, хорошо, ты в квартире. Ты куда-нибудь хочешь идти? Не знаю. А если подумать, вот допустим, лучше кино, там холодно, скользко, мокро. Или, допустим, дома остаться здесь тепло, уютно и хорошо. Дома лучше. Начинает работать голова потихоньку. А в кино очень хорошее, на самом деле. Может, перетерпим, пройдём? Хорошее, прям совсем хорошее? Да, совсем хорошее. Нет, дома лучше. Вот, то есть, ну она постепенно, логика восстанавливается, он её должен вопросами раскачивать как-то. Или должен, допустим, акцентировать внимание, говорит, мороженое такое вкусное, оно по 5 рублей, такое большое, красивое. Всё, оно по 5 рублей, а по 3 маленькое, невкусное. Вот, то есть, он её логику начинает включать, говорит, мороженое с перчиками, там, с манилиновым сиропом, вкусное, классное мороженое, всё. Она, наверное, хочу. Начинает включаться психика, работать потихоньку. То есть, мужчина должен разрабатывать мысли к женщине с помощью сравнений различных эпитетов, включить ей работу, чтобы она начала работать, а потом уже с ней дальше общаться нормально. Или, допустим, он психически нажал на неё, говорит, «Ну ты меня поняла?» Она такая, и всё, то есть её заклинило. Поэтому с женщиной надо разговаривать очень нежно, спокойно, мягко, ласково, чтобы её не заклинивало. Потому что Меркурий очень чувствительный, и он постоянно его вырубает, как этот счётчик, когда света, электричества много, в квартире счётчик этот, рубильник вылетает, и всё, и свет выключается сразу. Так у женщины рубильник выключает, когда муж очень на неё давит. «Садись, я тебе скажу, как правильно жить. Мы должны жить вот так». И она сразу раз, её рубанула. То есть, поэтому с женщиной так нельзя разговаривать. То есть, ей надо всё объяснять ласково, спокойно. Она говорит, типа, утрам можно есть сладкое, а вечером нельзя. Женщине надо говорить. Она говорит, а можно вечером? Вечером нельзя. Ну, хорошо, вечером нельзя. А можно вечером сладкое? Вечером нельзя. Вот. Ну, а хорошо, сладкое нельзя вечером. А торт можно? Надо спокойно. Торт тоже нельзя. Потому что гормональные функции расстроятся. Ну, ладно, так это плохо, конечно, ну, ладно. То есть, вот так вот надо спокойно уговаривать, убеждать спокойно. То есть, женщине неважно, есть ли она будет сладкое вечером или нет. Главное, чтобы её поуговаривали минут 15. Когда поуговаривают, она такая счастливая, думает, ну, я всё равно сладкое буду есть. Ну, пообещаю, что не буду. Любовь. Потому что женские обещания — это как с гуся вода. Ну, ладно. То есть, стресс по Меркурию, может быть, даже с самого рождения, он характеризуется тем, что у человека появляется заикание, трудность речи. То есть, у мужчин стресс по Меркурию является судьбоносно тяжёлым. То есть, если, допустим, ну, женщины редко заикаются, но они нормально относятся к этому, если они даже заикаются. Но если мужчина заикается или ему тяжело говорить, то всё. То есть, он как личность себя вообще не воспринимает нормально. То есть, фактически, это для него является тяжелейшим ударом судьбы. То есть, стресс по Меркурию вообще для мужчины крайне неблагоприятен. Если его вот так ступорит, он не может слова сказать. Это опасная ситуация в жизни мужчины. То есть, реально для него большая проблема. Для женщины вполне нормальная ситуация. Она это спокойно может переносить, это для неё привычная вещь вполне. Допустим, мужчина не может определить, чему ему в жизни заниматься, с какой работой у него гармония. Тяжёлая ситуация. Для женщины нормально. Не знает, чего заниматься. Ну и что, подумаешь, не знает. И проблемы. Стресс по Меркурию сопровождается аритмиями. Нарушание гормональных функций, связанных с щитовидной железой, тоже надпочечниками, гипофизом. Дальше, может быть, снижено давление, тоже стресс по Меркурию сопровождается. Но в основном связано с памятью. Да, стресс по Меркурию начинается, человек плохо запоминает, у него плохо снижается работоспособность умственная, ему очень трудно логически размышлять. И вот такие вот сопровождаются, такими вот вещами. Иногда может наступить ступор. Ступор — это стресс по Меркурию четвёртой степени. Человек просто входит в состояние, в котором вообще ничего не соображает. У него теряется память, он забывает каждую секунду всё, что произошло и так далее. То есть вот стресс по Меркурию сопровождается тяжелейшим состоянием, в котором человек лишается понимания себя как Личности. Он вообще не понимает, кто он такой, где он, когда. Он полностью дезориентирован в пространстве. Есть две планеты, которые фактически всегда, когда стресс четвёртой степени наступает, человек лишается здравого смысла. Эти планеты стресс по четвёртой степени лишают здравого смысла, когда стресс идёт по Меркурии, по Луне. Луна — это тоже женскую природу планета имеет. И Луна, её природа такова, что она приводит человеку к состоянию… То есть если муж и жена чувствуют родственные отношения, значит, у них идёт нормальная совместимость по Луне. Они чувствуют родственниками, родными друг друга чувствуют. Также Луна связана с ощущением спокойствия и умиротворения внутри. Стресс по Луне для мужчины крайне неблагоприятен. И если, допустим, женщина в семью спокойствия, атмосферу спокойствия не несёт, ну, такого умиротворения, что всё хорошо дома, то в этом случае у мужчины развивается сильное напряжение психическое, которое он не может ничем снять, поэтому он начинает курить. Курение — это причина курения, это невозможность психически расслабиться. То есть это курение, это означает хронический стресс по Луне для мужчины, имеет вот такую вот природу. Мужчины, они не могут вообще в беспокойном состоянии жить, им надо как-то успокоиться, поэтому они курят. Но вообще мужчинам нужно уметь повторять в уме какие-то настрои, нужно учиться расслабляться психически, какие-то тренинги проходить, чтобы снимать напряжение Луны с себя, заниматься хатка-йогой. То есть надо реально вот этим успокоением себя, психики, чтобы она напряжённая не была, надо заниматься каждый день этим. Потому что каждый день психика перенапрягается, и жена должна после работы каждый день мужа гладить по голове, так расслаблять его психически, садиться рядом, и минут 15 так с ним, ухаживать за ним, погладить его, расслаблять его, заботиться о нём. И он расслабляется, когда он начинает, с ней очень глубоко к ней относиться, заботливо тоже начинает её любить за это и так далее. Но первый шаг должна жена навстречу к мужу делать. Она должна проявить ласку по отношению к нему, когда он приходит с работы, чтобы расслабить его психически. Даже если она сама пришла с работы тоже, вместе они пришли. Потому что если она так не сделает, он сам не расслабится. Женщина, как только домой приходит, она естественным образом входит в свою атмосферу, ей легко дома сразу становится. А мужчине, чтобы ему легко стало, ему надо сначала привыкнуть, ну, к тому, что он отдыхает. Ему очень трудно это сделать. Есть конкурент дома. Телевизор является конкурентом. То есть он перехватывает сознание мужа. Поэтому, когда муж домой приходит, жена должна перехватить сознание мужа себе и завоевать его у телевизора. То есть она должна его начать ласково себя вести с ним сразу, пока он ещё не вспомнил, что телевизор дома есть. И в этом случае она побеждает. То есть он с ней будет день проводить. Каждой женщине нужно хотя бы 20 минут в день, чтобы муж с ней общался абсолютно сокровенно. Никого вокруг нет, только я и ты, только ты и я, солнце и цветы. Вот. Так вот. Если он куда-то отвлекается, окей, подсматривает, допустим, женщина не будет счастлива. Ей нужно 20 минут вот такого близости очень сильное, общения, чтобы она чувствовала, что муж её любит, что он обращает на неё внимание. То есть 20 минут ни с кем, только с ней. Вечером, в вечернее время это надо делать. Второй половине дня. Это обязанность, долг каждого мужчины так поступать. Потому что в этом случае женщина готова всю жизнь для него отдать. Если он 20 минут ей просто времени уделяет вот такого очень близкого общения. Обсуждает с ней проблемы какие-то, её психические вопросы какие-то. Успокаивает её, говорит, что всё хорошо у нас и так далее. Вот так вот. И жена обязательно каждый день должна какое-то внимание мужу проявить, ласково поотноситься к нему, погладить его по голове, как-то позаботиться о нём. Очень благоприятно, если женщина делает массаж стоп мужу. Когда он спать ложится, немножко ему стопы помять, он тогда успокаивается, начинает к ней относиться очень снисходительно. И тогда она может выпросить у неё всё, что угодно. Но не в это время, надо делать это попозже, на следующий день. Муж может жене делать массаж стоп, но лучше, если жена делает муж. Потому что это более благоприятно для судьбы. Жена должна брать аскезу у мужа, а не муж у жены. Потому что стоп а аскезы находятся. Жена массаж стоп делает, она приобретает силу характера мужа, таким образом, фактически. Итак, Луна — это планета, которая влияет на ум. Она связана с умственной деятельностью. Поэтому, если ум напряжённый, если человек спать не может, это признак стресса по Луне. Луна и Сатурн — это две планеты, которые взаимозамещают друг друга. Если, допустим, Луна слабеет, усиливается влияние Сатурна, и человек входит в состояние напряжения. В результате этого напряжения нарушается сон. Поэтому сон нарушается как при стрессе по Луне, так и при стрессе по Сатурну. Как определить, что в семье, в семейной жизни начинается стресс по Луне? Он характеризуется тем, что люди отдаляются друг от друга. Как в этой песне поётся, «Словно чужими стали друг другу, и между нами белая вьюга». Вот это состояние холод наступает в отношениях. Это стресс по Луне в семейной жизни. Неизбежен для каждой семьи. Неизбежен. До двух лет может длиться. Очень долго. Иногда два-три месяца, но бывает, что несколько лет наступает холод в отношениях. В основном люди не понимают этого, что это просто судьба, и рушат семью в этом случае. Больше всего, конечно, от этого страдает потом женщина. Стресс по Луне характеризуется бессонницей, нарушением сна, сильной усталостью. Краски жизни блекнут. Человек видит всё в тёмном цвете таком. То есть он не воспринимает никакой близости. То есть у него холодеет психика. У женщин это бывает довольно часто. Ну периодически такое состояние накатывает на них. И они к этому привычны. Они нормально реагируют на это, терпят. Но если у мужчины такая вещь наступает, то он рушит семью. Довольно часто это бывает. Бывает так, что у женщины или у мужчины по природе холодная Луна. Допустим, Луна стоит в сатрианском знаке. Там водолеи, козероги, натальной карте. То в этом случае женщине или мужчине очень трудно сблизиться с человеком. Поэтому нужно где-то полгода или год просто встречаться, чтобы почувствовать близость. Ко мне часто приходят женщины, которые говорят, я не могу себе человека найти. И причина не в том, что нет молодых людей. Молодых людей рядом много. Но она говорит, я не чувствую, что это мой человек. И представляете, так как она не знает свою природу, она не разобралась в себе, в результате она просто рушит свою жизнь. Потому что ей надо встречаться с человеком где-то полгода минимум, чтобы понять, её этот человек или нет. Она принимает решение практически через пару недель. Что вот не вызывает он у меня никакой чувства. Нет близости к нему. Надо ждать. Есть женщины, у которых холодная Луна по природе. Им надо ждать долго, чтобы близость к человеку почувствовать. Поэтому это особенность Луны. Надо знать такую вещь. И если женщина не понимает этого, у неё возникает стресс по Луне. Она чувствует пустоту в жизни. Ей кажется, что она никого в жизни себе не найдёт. А это является просто её заблуждением, непониманием того, что это так вот. Следует знать, что у женщины есть особенность такая в характере. Она может с мужчиной встретиться только в особые промежутки своей жизни. То есть она не всегда может с мужчиной встретиться и создать семью. Ей для этого нужно в особое состояние психическое войти. А мужчины, они всегда могут жениться. У них особо нет таких состояний. Одной развёлся, с другой женился через 5 минут. Нет проблем. Но женщине, чтобы замуж выйти, надо сначала отвыкнуть от одного человека. На это выходит год или два или три. Потом она должна привыкнуть к другому человеку. К каждому новому человеку привыкать всё тяжелее и тяжелее. Первому легче всего привыкнуть, к следующему тяжелее. Потом новые ещё встречаются, ещё тяжелее. И так далее. Мужчине тоже привыкать нужно. Тоже к следующему надо привыкать, но не так долго, как женщине. Причём интересно, мужская психика работает. Мужчина может даже жениться на женщине, при этом совершенно не чувствуя её родственницей. Но постепенно в результате отношений у него это чувство возникает. Но женщина, если замуж вышла за мужчину, но не чувствует его близким себе, она может за всю жизнь не почувствовать. Поэтому для женщины благоприятно встречаться сначала долго, пока она не почувствует, что этот человек для неё близкий, а только потом уже за него выходить замуж. Но если так не получилось, она раньше выскочила замуж, чем положено, значит, надо уже пытаться с помощью внутренней силы заставлять себя считать его своим близким человеком, пытаться выработать себе это свойство. Иначе стресс по Луне начнётся сильный, то есть разлучит людей, холод возникнет в отношении. Теперь ответы на вопрос. Стресс на планете можно увидеть в гороскопе. Вы знаете, не факт, что можно увидеть. Стресс, ещё раз говорю, это состояние, в котором человек его вышибает из нормальной ситуации жизни. Если человек занимается духовной практикой, у него может быть тяжелейшая ситуация в жизни, но его она может не выбить из нормального состояния. И он выдержит это всё, и в стресс не войдёт. Поэтому стресс — это просто поражение, которое закаляет нас. Но это не значит, что стресс у каждого человека обязательно будет. У каждого человека в жизни будет стрессовая ситуация, но войдёт он в стресс или нет, это уже результат его жизни, это экзамен его судьбы. Люди, которые не работают над собой, у которых нет сильной энергии, которая поступает в разум, они обязательно войдут в стресс. Это неизбежно, то есть у него не хватит силы не войти в стресс. Но есть люди, которые могут без стресса всю жизнь прожить. Это значит, что они правильно работают над собой. Почему иногда испытываешь резкую неприязнь к людям, которые ничего плохого тебе не сделали? Это стресс по Венере. Или даже делают для тебя только хорошее, и к тебе относятся с восторгом. Вплоть до физического отвращения возникает состояние. Стресс по Венере. Это нормально. В вашем городе это нормальная ситуация. Такие вещи могут возникать. И надо ничему этому удивляться. Это просто так планеты действуют. Венера немножко вошла, не то положение, и всё. Как справиться с постоянным стрессом в течение 11 лет? Ребёнок родился с иммунным заболеванием. Тяжело болеть, не может посещать школу. Матери явно развилось психическое расстройство. Сама тяжело заболела. Я говорил об этом на прошлом семинаре по развитию разума. Что если человек не работает над собой, он ни с чем не справится. Понимаете, если дерево на тебя падает, не надо бежать на дерево. Понимаете, у нас в жизни так бывает. Ребёнок заболел, мы сопротивляемся болезни ребёнка. То есть идёт прямая тупая реакция на ситуацию. Понимаете, это означает, что человек не понимает, как жить. Мы не должны вот этой прямой реакции на события уделять всю свою жизнь. Вот допустим, сейчас я вам пример простой, тест проведу. Допустим, у вас есть проблема, вы не можете отдать кредит, допустим, в ипотеку. Тяжелейшая проблема жизни, не знает человек, что делать. Что нужно сделать? Первое, что нужно сделать. Нужно занять себя таким образом в жизни, чтобы перестать думать об этой проблеме. То есть нужно молитвой занять себя, что-то возвышенное себе сделать в жизни, что-то важное, чтобы перестать думать об этой проблеме. И сразу возникает вопрос, а что, она решится, эта проблема тогда? Неважно, решится она или нет, речь идёт не о проблеме, а о вашей жизни. Потому что, думая о проблеме, человек может уничтожить всю свою судьбу, он может уничтожить свою семейную жизнь, свою работу. Вообще всё он может уничтожить, думая просто о проблеме. Допустим, есть проблема в отношениях, допустим, девушка вышла замуж, допустим, но в ней не клеится отношение с мамой, допустим, мужа. Что нужно сделать первое? Перестать думать об этом. Просто так не перестанешь. Мы об этом говорили с вами в самом начале этого семинара. Перестань плохо относиться к людям. Перестань. Перестань расстраиваться. Это не способ, это означает результат уже. А способ означает духовная практика. Означает рано вставать, правильно питаться, желать всем счастья по утрам, вставать под прохладный душ, есть благостные продукты и так далее, и так далее, и так далее. Много всяких вещей, в том числе пожелания всем счастья, как мы это делали вчера. Вы почувствовали вчера силу внутреннюю? Вот, говоря, я желаю всем счастья, спокойно. Почувствовали, что как будто такая сила пришла внутрь? Или нет? Это как раз и есть то, о чём мы говорим с вами. Вот эта деятельность и рождает в человеке способность справиться с проблемой, преодолеть её. Я вам сейчас расскажу удивительную историю, как человек победил стрессовую ситуацию, связанную с тяжелейшим, непреодолимо огромным займом. Всегда будет то же самое и у вас, если вы так же себя поведёте. Я читал лекцию в Алмате, ко мне подошла женщина, совершенно чёрная, то есть она вся была, как смерть выглядела, то есть она находилась в тяжелейшем стрессе психически. И она спросила меня, у меня огромный займ, я его за всю жизнь не смогу отдать, люди меня хотят посадить в тюрьму, а я уже отдала им всё, у меня нет ни жилья, ни квартиры, ничего. Я отдала им всё, им всё мало, они хотят меня посадить в тюрьму. Что делать? Я ей начал рассказывать. То есть я уделил ей достаточно времени, смотри, надо спасать человека. Я начал рассказывать, говорю, вам надо желать этим людям счастья, надо молиться Богу, надо выйти из этого состояния, перестать вот так вообще думать, вот так вот, что у вас всё будет плохо. Надо победить себя сначала психически, надо заставить себя жить. Она говорит, а какое я имею право вообще заставлять себя жить? Я же должна, мне лучше умереть такая. Я говорю, успокойтесь, вы не знаете, в чём экзамен судьбы заключается. И начал ей объяснять, рассказывать. И она в конце концов поняла меня. Она начала молиться, молиться, желать всем счастья, прощать этих людей. Я два месяца там был в Алмате, по два месяца тогда лекции читал, ездил. Она где-то вначале подошла ко мне, через полтора месяца она приходит ко мне, у неё такой твёрдый взгляд, сила внутри такая, совсем другой человек. Она говорит, я, говорит, день и ночь желала счастья, день и ночь молилась, то есть я поставил на кон свою жизнь. Она говорит, я так себя вела. Сначала я не верила, что что-то получу, потом мне становилось спокойнее, спокойнее, спокойнее. И потом ко мне пришла мысль, то есть меня осенило, вообще, как я должна себя вести. Она вломилась в кабинет управляющего, пришла к нему и говорит, назвала свои квалификации в жизни, чем она занимается, и сказала, ну вот смотри, ты посадишь меня в тюрьму, кто тебе от этого обломится? Он говорит, нет, ничего не обломится. Она говорит, ну так вот, бери меня на работу управляющим, ну по моей специальности, я тебе буду приносить деньги, там, три четвёртых зарплаты будут твоих, остальное мне на жизнь. И он говорит, согласен. Через пару лет она стала одним из самых лучших специалистов в этой компании. Она отдала все там большинство своих долгов, что-то ей простили, и она счастливый человек. Понимаете, человек победил свою судьбу, просто взял вот так кулак и её победил. Как вам нравится ситуация? Почему люди ломаются в жизни? Потому что они не верят, что судьбу можно победить. Ситуация может разрулиться совершенно неожиданным образом. Мы даже не знаем, как это происходит вообще в жизни. Можно даже так настроиться, что банк разорится, и вам некому долги будут отдавать. Господь всё может сделать, что хотите. Поэтому человек должен просто взять себя в кулак силой внутренней и жить правильно, учиться жить правильно, не думать о проблемах. И проблема решится постепенно. Жизнь придёт, придёт время, и проблема решится. Надо просто знать это твёрдо в своей жизни, этот момент. И в этом заключается цель моей лекции, чтобы вы это поняли. Потому что человек, который живёт в негативе, он думает, что у него всё разрушено, всё, никакого счастья нет. Этот человек просто не имеет знания, как жить, вот и всё. Он не имеет знания, и поэтому он рушится, его судьба. Стресс — это ужасное состояние, в котором человек просто убивает всё в себе. Человек, живущий в стрессе, это самоубийца. Он убивает в себе здоровье, он убивает в себе семейную жизнь, убивает отношения с близким человеком, с детьми, с работой, с самим собой. То есть он всё рушит в себе просто. Он всё убивает, всю свою жизнь. Стресс — опаснейшее состояние в жизни. Человек должен всяческими силами настроиться на то, чтобы выйти из этого состояния. И путь, как это делать, я вам уже объяснил. Давайте сядем прямо. Сейчас будем желать всем счастья. Сегодня мы поговорим о стадиях стресса, развития стресса. И эта тема нужна для того, чтобы разобраться, как вообще быть, как выходить из него, из этого стресса, что делать. Прежде чем говорить о стадиях, стоп, собственно, стресса, я хотел бы ещё с вами поговорить вот о чём. Что есть определённое развитие, неправильное понимание счастья, то есть которое действует на нас тоже определённым образом. Это не стресс, это стадии жизни, как бы такие, человека, который неправильно настроен. Если человек настроен в страсти, то есть он склонен извлекать счастье из денег, то он тоже проходит определённые стадии психические. Я хочу тоже их огласить, потому что это очень важно. Фактически цель — это то, из чего человек извлекает своё счастье в жизни. И большинство людей несчастье ищут в том, чтобы иметь средства какие-то к существованию. И для того, чтобы им испытывать счастье от этого всего, им требуется с этой целью соприкасаться в полной степени. То есть соприкасаться. Ну, допустим, человек деньги поставил своей целью жизни, допустим, он даже не ставит. Они сами заставляют себя ставить целью жизни. То есть это такая сила, которая навязывается нам психически. И если человек так настроен, то в результате этого ему надо почувствовать эту силу счастья, исходящую от денег, в полной степени. Когда человек настроился, вот что счастье придёт из-за того, что он получит какие-то средства в жизни, то в результате этого настроя он не сможет быть удовлетворён каким-то обычным количеством денег, которые обычно нормально приходят к нему по судьбе. Так устроена психика. Если ты поставил себе какую-то цель в жизни, значит, надо, чтобы этого было много, больше, чем у тебя уже есть сейчас возможность. То есть как увеличить свои финансовые возможности? Есть только один способ увеличить свои финансовые возможности. Это труд. То есть или физический, или психический. По-любому это труд. Когда человек начинает ставить себе финансовые цели всё большие, на самом деле человек даже себе не ставит финансовые цели, он просто определяет уровень своего счастья финансового, который должен у него быть. И общество помогает нам сейчас это делать в полной степени. Общество говорит нам, вам не надо определять уровень своего финансового счастья. Вы просто берите счастье и пользуйтесь им. И человек берёт, допустим, квартиру, а потом начинает за неё платить. Берёт машину там и всё прочее. То есть он берёт всё заранее. И если он берёт это, не понимая свою судьбу, то есть делает это очень заносчиво по отношению к своей собственной судьбе, своей собственной жизни, то он попадает в очень жёсткую финансовую зависимость. То есть фактически он становится рабом этой ситуации. В результате он попадает под влияние изнуряющего, труда. Это первая стадия как бы стадия порабощения этой целью. То есть деньги начинают человека душить фактически. То есть сначала человек думает, что вот финансовое удовлетворение оно даст ему счастье, благополучие какое-то там материальное, даст ему счастье. Но в чём заключается счастье, если человек лишается свободного времени? ему приходит всё больше и больше и больше работать и беспокоиться о том, потому что ему надо каждый раз платить деньги. В результате этого изнуряющего труда психика тостареет, жизнь идёт вперёд, а как бы ничего не меняется в жизни. Каждый день одно и то же. Надо убиваться ради того, чтобы ещё какую-то сумму дальше внести и дальше внести и дальше внести. Чем это отличается от средневекового рабства, когда люди с утра до ночи работали и приходили изможжённые домой? Разницы никакой нет. Просто здесь нам кажется, что мы свободны. Но эта идея одна и та же. Человек не имеет ни свободного времени, никаких возможностей. Он просто работает и работает целыми днями. И цель только одна — отдавать вот эти деньги, чтобы когда-нибудь было счастье. А счастья никогда не будет в этом случае, потому что есть определённая закономерность, которую вы не знаете. Я сейчас вам её расскажу. Вторая стадия называется усталость. Человек, который очень много работает ради достижения финансового благополучия, он не знает, что у его психики есть определённый предел. И этот предел определяется не нами. Этот предел определяется нашими возможностями. Тем, сколько психика может в этом состоянии находиться. Через некоторое время все его запасы прочности истощаются, и человек начинает чувствовать очень сильную усталость психическую, физическую. Когда человек находится в состоянии усталости, это всё равно, что он хочет пить. Когда растение хочет пить, оно просто хочет пить, оно никого не трогает. Но когда человек хочет пить, он начинает всех доставать. Он говорит, дайте мне попить, я хочу пить. То есть он требует к себе внимания, он начинает дёргать окружающих людей. так и усталость. Это психическое состояние, в котором человек хочет счастья, ему не хватает счастья, потому что ту цель, которую он перед собой поставил, она счастья не даёт, она только сосёт счастье из себя. На самом деле деньги, они счастья не дают, не дают. Они, наоборот, забирают то счастье, которое уже есть. Понимаете? Они действуют прямо противоположно. То есть они создают только проблемы. Они создают счастье. И в результате этого человек, когда попадает в такое состояние, он начинает донимать своих близких, он начинает создавать им большие трудности в жизни, он очень нервничает сильно рядом с ними, злится, у него нет возможности их любить, он как бы нет возможности силы им отдавать. И он создаёт вокруг себя атмосферу сильного напряжения психического, которую постепенно близкие люди начинают всё меньше и меньше, у них остаётся силы, чтобы это всё переносить. Но это ещё не всё, потому что на третьей стадии развития вот этого состояния наступает разочарование. Разочарование — это состояние, при котором человеку уже вообще ничего не надо. Он вроде бы работал, на квартиру там копил, ещё на что-то копил, половину ипотеки отдал, но он пришёл к этому состоянию, ему уже больше ничего не надо, всё, концерт закончен. И в этом состоянии разочарования вообще сил нет никаких психических. Человеку ничего не нужно уже в этом состоянии. И у него рушится жизнь, понимаете, потому что у него нет сил вообще быть счастливым. У него нет сил поддерживать семью, поддерживать детей и так далее. Он просто полностью опустошён психически, как будто выжатый лимон. У него ничего не осталось, никакого сока внутри, понимаете. И следующий этап, четвёртый, это разрушение судьбы. Перед разрушением судьбы у человека возникает очень сильный страх. Он начинает чувствовать, что он не туда куда-то пришёл, но уже деваться некуда. Он как бы со всех сторон повязан, и у него начинает всё рушиться одно за другим. Жена уходит там, то, сё и понеслась. Вот так вот всё начинает разваливаться жизнь. Это я вам описал, как действуют на человека неправильно поставленные цели. Я уже говорил об этом на прошлых лекциях, я просто вам ещё раз напомнил, потому что это очень важно, это очень сильно соотносится с тем, что мы будем дальше говорить. Потому что, собственно, стресс является продолжением банкета. То есть это уже дальше, то, что происходит с человеком дальше. То, что я сейчас рассказал, это предстрессовая ситуация, в которой человек неправильно выбрал цель в жизни. Фактически, когда он выбирает неправильно цель в жизни, то у него проходят вот эти этапы всеразвития психического. Если взять, допустим, мужчина выбрал своей целью женщину, допустим, он полюбил женщину. Хорошо, если он полюбил свою жену. Там лучший вариант. А если он полюбил чужую женщину, допустим, или женщину, которой он не нужен. Первая стадия, он как бы начинает психически добиваться её. Вторая стадия, он чувствует усталость, ему тяжело становится. Третья стадия разочарования. И четвёртая стадия, человек теряется в жизни. То есть он входит в состояние стресса после этого. Он чувствует, что он не может достигнуть своей цели. А ну, второй вариант. Допустим, он полюбил свою жену. Вот так. Такая любовь. Когда он ставит высшей целью своей жизни, женщину, мужчина, допустим, женщина думает, ну классно же это. Они мечтают об этом. Поднимите руку, кто мечтает об этом. Девушка одна мечтает. Две. Молодцы. Всё нормально. Знаете, хорошо, когда мужчина ставит какой-то целью своей жизни жену или девушку. Целью жизни просто какой-то, но не высшей. Потому что, когда он ставит высшей целью своей жизни девушку, он все соки из неё выпьет. Понимаете? Он так достаёт, что мало не покажется. То есть он просто начинает ревновать. То есть, мужчина, если ставит целью своей жизни женщину, это значит, что он всё воспринимает абсолютно в ней. Допустим, он абсолютно воспринимает её взгляды. Она, допустим, по улице идёт, улыбается, значит, она его не любит. Значит, она хочет кого-то другого. Она ищет себе кого-то. Он начинает ревновать её жутко. Начинает издеваться над ней. То есть, у него необузданное, непомерное сексуальное желание. Он постоянно тянет к ней. Он её достаёт. Она не знает, куда от неё деваться. То есть, он её просто вымучивает. Понимаете? И постоянно требует от неё чего-то, чтобы она для него что-то делала. То есть, это состояние, это болезнь, понимаете, которая психика обоих просто уничтожается. Приятная такая, с первого взгляда. Но со второго взгляда просто невыносимая. Поэтому человек не должен стать высшей целью другого человека. Мы только Бога можем поставить высшей целью. Потому что только Бог может нам дать столько, сколько мы хотим. А хотим мы очень много, понимаете? Если мы человека ставим высшей целью в своей жизни, тогда, вот так как он не Бог, тогда нам придётся его разочаровать каким-то образом. И часто такие женщины, когда вот мужчина именно так любит, они его бросают чаще всего. Они устают от такой любви. Она им не нужна. Понимаете? Это никому не нужны, на самом деле, вещи. Любовь настоящая — это означает деятельность, бескорыстное чувство, желание сделать что-то для человека, а не желание его иметь изо всех сил. Эта любовь в ведах называется вожделение. То есть желание иметь человека в себе, по что бы то ни стало. Это вожделение. Любовь настоящая имеет бескорыстную природу. То есть она основана на желании служить и сделать что-то хорошее. Да и вот в этом случае, когда, допустим, женщину человек поставит свою цель в жизни, тоже он приходит к стрессу в конце концов. Он приходит вот к этому состоянию, когда он начинает разворачиваться, стресс. И так далее. Любые цели, неправильно поставленные, материальные цели, которые мы ставим во главу угла своей жизни, они в конце концов приводят к этому состоянию. Допустим, такая же абсолютно безрассудная любовь по отношению к своим детям. Когда мать, допустим, считает целью своей жизни своего ребёнка, и она начинает тоже очень постоянно гипертрофировано гиперзаботу о нём начинает совершать. Когда мать гиперзаботится о ребёнке, что происходит с ребёнком? На шею садится ещё полбеды. Болеет — это факт, потому что у неё он истощается от этого психически. Вот когда мать, классический пример, мать чаще всего влюбляется так только в сына. Вот она же, жар её изнутри вот такой вот, как бы она очень сильно привязана к нему. Что с сыном происходит? Как очень чётко можно определить, что такая любовь матери к сыну происходит? Знаете, что происходит? Он начинает её от себя отталкивать, он злится на неё, и он ей пренебрегает очень сильно, он с ней ведёт себя очень жестоко, цинично, он постоянно её осаждает, то есть он, понимаете, считает её как животное, что ли, такое, то есть у него к ней идёт отвращение очень сильно, отторжение, он как бы против, он считает это насилием, он её от себя отпихивает, отталкивает. Понимаете? Вот такое состояние возникает у ребёнка. Почему оно возникает? Потому что он чувствует, что мать как будто полностью забирает всю его свободу. То есть когда мать так гипертрофированно относится, вот любит, вот она как бы целью своей жизни ставит ребёнка, она начинает очень много своей энергии женской, а эта энергия означает забота, опёка и так далее, начинает очень много энергии своей женской в него вкладывать. В результате он чувствует скованность психическую, и он не знает, как ему жить дальше. Она ему не даёт ни туда пойти, ни сюда. Всё время спрашивает, как он думает, что он делает, чем он занимается. Постоянно лезет в его мысли, в его, то есть в его психику постоянно идёт вторжение. А мальчику, мужчине, нужно наоборот от этого всего независимости. Ему нравится наоборот самому думать, самому всё решать. Ему нравится как-то развиваться самостоятельно. Мужчина, у мальчика такая психика. Надо понять, что это неправильно. Это разрушит вашу жизнь, потому что ваш ребёнок, которого вы сильно любите, будет оторван от вас психически. Он не сможет вам отдать то, что вы хотите от него. Он вас разочарует в результате. Поэтому вы должны очень глубоко задуматься над тем, какова цель нашей жизни главная. Куда надо стремиться, куда направлять свою психику, и куда направлять свой ум. Это очень важно. Точно так же, если у жены муж становится главной целью жизни, она очень сильно влюбляется в него, начинает его боготворить. Результат какой? Что с мужчиной происходит? Она не видит больше, она ослеплена, она не видит перед собой больше ничего, кроме него. Что в этом случае происходит? То же самое начинает наглеть, он начинает понукать ей, пренебрегать ей начинает, начинает её использовать, в этом случае у него любовь к ней повышается, нет? Нет, он считает её второго сорта человеком, то есть он пренебрегает ей, он чувствует себя вольготно, ему хорошо жить становится очень, распускается, как барин ходит. такой. Весы равновесия в жизни между людьми рушатся в этом случае, и она постепенно начинает испытывать всё больше и больше стресса. И она из любви, это её отношение к нему превращается в ненависть потом. Она его так же, как сильно любила, начинает потом его презирать очень сильно, точно так, за то, что он так себя ведёт. Но сделать ничего с этим не может, потому что это чувство не является правильным. Человек должен учиться служить близкому человеку, и Любовь развивается в результате отношений. Любовь развивается, когда два человека очень возвышенно служат друг другу, у них появляется какое-то высокое чувство, ничего общего с этим вот привязанностью, с этой дикой, это не имеет. Это совсем другое чувство очень глубокого и сильного уважения, которое перерастает в такую сильную благодарность внутреннюю. Вот это и есть настоящая Любовь. Она вообще по-другому действует, она создаёт счастье в атмосферу такого возвышенного состояния рядом с близким человеком. Вот эта Любовь возникает у людей, которые много лет вместе живут и очень заботятся друг о друге, хорошо относятся, стараются хорошо относиться друг к другу. Вот это чувство глубокого уважения возникает. Когда близкий человек уходит из жизни в этом случае, первое, что возникает, ему такая сильная благодарность. Не страдание, не там, ааа, ты меня бросил, ты меня покинул. Вот такая глубокая благодарность такая к этому человеку, что он рядом со мной жил. Возникает такое чувство. Я это увидел здесь, в Риге, когда я приезжал к вам первый раз. Ко мне на консультацию пришёл, после лекции я консультировал. Он был последним, кто консультировался. Один человек пришёл, и он рассказывал мне про свою жизнь. У него был неразрешённый вопрос, очень сильный, тяжёлый, который его мучил. Когда мы этот вопрос разрешили, у него произошёл психический катарсис такой глубокий, и он не выдержал этого состояния, у него произошло крызляние мозг. И прямо на моих глазах, и на глазах его жены, с которой он жил много лет, ну всю жизнь фактически, с самой юности они вместе жили. На моих глазах он оставил тело, пусть умер. Вот. Но он умер не при мне, он умер в больнице, но так или иначе уже было видно, что вряд ли он выживет. Потом я встретился с этой женщиной, она испытывала к нему чувство глубокой благодарности. Это вот невозможно описать, как люди, которые живут друг от друга честно, как они расстаются. Это очень возвышенное чувство, его невозможно описать словами. Это не страдание, эти муки, ты меня оставил, ты меня покинул, там волосы на себе драть. Нет, это совсем другое. Это чувство глубокой, такой глубокой признательности за то, что ты отдал вот столько мне радости в жизни, принес, счастья в жизни. Вот это настоящая любовь. Вот это то, что не смотри туда, не ходи сюда, я тебя никуда не пускаю, ты только моя, там, ты почему там так себя ведешь со мной, это не любовь, это просто зависимость глубокая, это болезнь, которая рушит жизнь потом постепенно, понимаете, это болезнь, разрушает судьбу. И так у собственного стресса, который начинается, это состояние, при котором психика полностью разрушается. Первый этап разрушения заключается в том, что человек, испытав все, что он мог для того, чтобы преодолеть свое препятствие психическое, наступает такое состояние, в котором он предчувствует беду. То есть первая стадия называется кризис. То есть человек чувствует, что беда пришла в его дом, то есть она как бы нашла, находится рядом, и он чувствует, что что-то ужасное происходит в его жизни. На этой стадии кризиса веды описывают много знаков, симптомов, которые сопровождают человека в жизни, что к его жизни пришла беда. Ее еще нет беды, возможно, а может она уже есть, но он еще не до конца понимает. Но так или иначе есть симптомы, которые укажут на нее. Первый симптом. У мужчин начинает очень сильно дергаться вся левая сторона от тела, то есть начиная от щеки, глаз, щека, губа с левой стороны, пальцы левой руки, рука левая, нога левая, ну левая сторона начинает вся дергаться. У женщин, когда такая беда приходит в жизнь, у них начинает правая сторона дергаться, с правой стороны такие симптомы появляются. Если у мужчины с левой стороны дергается, с правой стороны у мужчины если дергается, значит благоприятно, ну нормально, подергивание с правой стороны у мужчины хорошо, А у женщины благоприятно с левой стороны. Но когда наоборот начинает постоянно дёргаться с правой стороны у женщины, значит, что-то в её жизни может произойти такое тяжёлое. Точно так же, когда с левой стороны у мужчины. Потом он начинает чувствовать, этот человек, что ему хочется вот так вот зажать себе, мужчине, левую руку вот так вот зажать и держать, как будто бы в ней не хватает энергии. Ему хочется вот так вот сжать руку, вот так и держать со всей силы. А женщине, наоборот, правую руку хочется сжать вот так вот. Она чувствует, что его так лучше, удобнее жить вот так вот, задержать так руку. Следующий симптом. Человек начинает часто замечать, что рядом с ним каркают вороны. Ну, раньше тоже каркали, но он не замечал, а сейчас он начинает замечать. Он начинает думать о чём-то тяжёлом, и в это время они начинают каркать. Он начинает замечать небо, затянутое тучами, такую как бы мглу такую. Начинает обращать на это внимание. Раньше он не обращал, а сейчас начинает обращать внимание. Он обращает внимание на листопад, когда листья падают постоянно. Он об этом думает. Он думает о чём-то таком ужасном, как будто надвигается туча какая-то на его жизни и так далее. То есть какие-то симптомы. Сны начинают такие сниться, что он куда-то бежит, не может прибежать, или падает, не может упасть, или он заблудился, не может себя найти, или его хоронят и так далее. Ну, то есть такие вещи, неблагоприятные знаки начинают наступать в его жизни. Много неблагоприятных знаков таких. Или, допустим, мужчина подскальзывается на левую ногу, а женщина на правую постоянно подскальзывается и падает на ровном месте. Можно пройти нормально, но человек падает. Это признак развития вот этого такого тяжёлого, может быть, неоднолетнего стресса, который может возникнуть в жизни. Причём, знаете, есть такой синдром студента. Если, допустим, я вот эту лекцию прочитал, и вдруг у вас такие признаки пошли, это значит, что у вас немножко не то с мозгами. Как у меня сегодня на консультации одна девушка была, ей показалось, что у ней будут какие-то проблемы с мужем, такие серьёзные. И я посмотрел, на самом деле она перенесла просто небольшой стресс какой-то определённый, ну, достаточно сильный. И этот стресс дал отпечаток на психику, и психика стала более чувствительной. А потом она услышала тоже от кого-то, кто-то рассказал подобную историю, и у неё начались такие ощущения, что в её жизни что-то ужасное должно произойти. Но это на самом деле происходит как навеяние. Знаете, когда студенты в медицинском институте изучают венерические болезни, все начинают болеть сифилисом. Начинают все вот симптомы, все сифилисы на себе, потом других венерических заболеваний, потом все туберкулёзом болеют, ходят и так далее. То есть, знаете, это всё признаки того, что человек слишком много знает. Если вы, допустим, те лекции, которые я вам читаю, они предназначены для того, чтобы вы работали над собой. Если вы, допустим, очень много вот этой информации узнали о жизни, и при этом не работаете над собой, то негатив начнёт на вас грузить. Понимаете, вот он стресс. Смотрит в глаза там мужу, жене там, «О, у тебя здесь вот есть, в правом глазу всё, осенью помрёшь, пальто зимнее можно не покупать». То есть это означает наша склонность бояться, то есть вот эта вот как бы мнительность, она ничего общего с правдой не имеет. Это не то, что называется вот этими симптомами, которые я описываю. Эти симптомы возникают у реально сильного человека, который хочет, который настроен оптимистично, он ничего не ищет такого, понимаете, не ходит, смотрит по углам. Кошка пробегала, опа. Там он увидел её, эту кошку. Раз, шарахнулся. Нет, он не обращает внимания, кошка пробежала. Но почему-то пробежала. И как-то раз его вот так действительно это задело. Вот, но он не обратил внимания, пошёл потом то-сё. Дальше рука дёргается и постоянно ему напоминает, сны снятся, всё, идёт, идёт, долбит, долбит, долбит его. Он не хочет этого всего, оно само навязывается на него. И он не задумывается об этом. Но потом начинает чувствовать, что это неспроста. Вот так со мной, например, было. То есть я вообще не привязывался, ну подумаешь, там кто-то пробежал. Я вообще на эти вещи стараюсь не обращать внимания. Но постоянно бьёт и бьёт в одну точку. Одни и те же признаки, которые я изучал, я смотрю, они повторяются, 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 повторяются. И это, думаю, что-то не то. И так оно потом произошло. Всё начало разворачиваться очень стремительно. Поэтому надо понять такую вещь, что одно дело мнительность, а другое дело факты. Когда человек надумывает, сам думает в негативном ключе, это называется мнительность. Он думает и думает постоянно так, это мнительность. Когда человек думает позитивно, но несмотря на позитивное мышление, жизнь наваливается на него этими событиями всеми, это значит, что что-то может произойти. Поэтому, когда человек негативно настроен, постоянно чего-то боится, он не может определить, будет у него в жизни что-то плохое или нет. У него нет такой силы. Определить только может, что-то будет плохое в жизни или нет, только позитивно настроенный человек, который очень оптимистично смотрит на жизнь. Вот когда, несмотря на оптимистичный настрой, он чувствует, реально надвигается в уре, он чувствует это, тогда это действительно так. А если человек постоянно ходит, шугается всего, это значит, что он просто не понимает, будет или не будет, он не поймет сам. Ему нужна помощь, консультант-психолог. Если он приходит к психологу и говорит, «Тучи надо мной повисли». И психолог такой. Это значит, что я не тот психолог. Надо разворачиваться, назад идти. Этот не поможет. Психолог должен быть сильной личностью, он не должен реагировать на это всё. Так на первом стадии развития стресса вот такие симптомы, такие вещи развиваются. И в это время человек чувствует, что что-то страшное происходит. Но до этого времени, наоборот, у человека обычно перед стрессом, вот перед таким тяжёлым состоянием, он, наоборот, ослеплён своей жизнью. То есть ему кажется, что всё у него в жизни будет классно, он вообще не обращает на ничего внимания. И вот те признаки, на которые обычные люди задумаются, вот что-то в жизни, допустим, урушится, ему многие люди говорят, «Вот это смотри, у тебя же это не так, как надо, происходит всё». Он, «Да ладно, у меня всё нормально, не волнуйся, это всё ерунда». И он отнекивается от всего, не обращает внимания и делает много глупостей в это время. Но когда вот эти зловещие знаки приходят, вдруг это его в какой-то момент отрезвляет. Но обычно бывает уже поздно. То есть это происходит тот момент, когда он чувствует, что он уже ничего не может с этим сделать вообще, что что-то наваливается на него серьёзно. Ну, допустим, человек очень любит свою работу, он на ней живёт, продвигается, и вдруг создаётся какая-то ситуация, в которой он чувствует, что что-то ему мешает быть на этой работе, какая-то сила препятствует. И он думает, «Да ерунда, всё нормально будет». И когда уже реально он видит всё, предвестники такие происходят, такие нехорошие, а работники от него, ну, все сотрудники начинают от него так отстраняться потихоньку. Он чувствует, что у него не клеится дело, у него там из рук всё выпадает. У него начальник такой, ведёт себя холодно, такой всё холод вокруг такой на работе. Он чувствует, начинает чувствовать эти предвестники, что, скорее всего, его выгонят. Вот он начинает чувствовать это, предчувствие такое появляется. И он должен в это время бороться, то есть здесь не нужно так садиться и всё. Надо бороться, сражаться за свою судьбу, надо желать всем счастья, работать. То есть в это время надо бороться за себя. Но когда человек находится в стрессе четвёртой степени, как бы он ни боролся, даже если он молиться Богу будет, всё равно наступает вторая стадия, которая называется шок. То есть человека выгоняет, то есть с ним происходит то, что должно произойти. То есть наступает шок. В состоянии шока человек полностью теряется, то есть он полностью дезориентируется в ситуации. Человек, который имел внутреннее собственное достоинство, он уважал себя как Личность, он как бы был сильным, он способен был свернуть горы. В момент этого шока человек теряется полностью психически, и у него появляется такое состояние, что он просит помощи. То есть сначала он бежит, помощь просит у людей, которым он доверяет. Ну как бы близкие, знакомые, он просит у них помощи. Если они не могут ему помочь, он дальше идёт к тем, кто пользуется силой, какой-то авторитетом. Там астрологи, психологи, он к ним идёт. Дальше, если они ему не помогают, он просто ищет там себе различных монахов, там ещё кого-то, чтобы кто-то хотя бы ему помог. То есть он метается. В состоянии шока человек сначала метается, а потом вторая стадия шока заключается в том, что он перестаёт метаться. Он начинает сильно терять силы, и он как бы замыкается в себе. И в это время у него развиваются следующие симптомы. У него пропадает аппетит, ему не хочется кушать, и у него пропадает сон. Эти два симптома указывающие на то, что стресс развивается по полной программе. Три симптома. Первый симптом – человек начинает бегать, просить о помощи. Второй симптом – это теряется полностью аппетит. Не чуть-чуть там аппетит прошёл, а вообще его нет. Человек кушает, у него пища в рот не лезет просто. Он её вставляет в рот, а она не лезет, не жуётся. И у него пропадает сон, он не может спать. Дальше, что делать, как помочь человеку? Что нужно говорить человеку в момент шока? Как вы считаете? Вот что, он пришёл к вам, говорит, «Ко мне вернётся близкий человек? Помоги мне, скажи мне правду, вернётся или нет. Я хочу просто знать правду, мне неважно, вернётся он или нет. Скажи мне правду». Что ему надо говорить? Надо говорить, вернётся, надо его любить в это время, надо его обнять, накормить, напоить или просто, если он не ест, как-то его поддержать. Этому человеку нужна любовь, ему не нужна правда. Он думает, что ему нужна правда. На самом деле, ему нужна любовь в это время, ему нужна просто помощь. Самое ужасное, вы на этой стадии, если вы, допустим, начнёте ему говорить о том, что он виноват сам, что вот видишь результат твоей жизни. Человек в шоке находится, он как будто кожу с него содрали, и каждое слово для него как рана, он не может терпеть эту рану. И человеку говорит, ну что, допрыгался? И он испытывает очень жуткие страдания в это время. Он будет раскаиваться, да, говорит, я допрыгался, помоги мне, я плохой, всё, я не знаю, что мне делать. Он говорит, конечно, я тебе помогу, садись, сейчас я тебе помогу. Страдать будешь, дорогой мой друг. Он и так уже знает, что он страдать будет, зачем ему об этом говорить. И он начинает его отчитывать, говорить ему, потом говорит, ну ладно, выживай, голубчик мой дорогой, выживай. Всё, давай, иди. Уже сегодня поздно, иди домой. Когда он уходит от такого психолога, горе-психолога, он больше к нему никогда не придёт. И когда стресс пройдёт, когда пройдут годы, он этому человеку в сердце своём никогда доверять не будет больше. Этот человек для него будет совершенно чужим в его жизни. И когда человек находится в состоянии шока, если, допустим, мы вот так его цинично очень приняли в этом состоянии, любовь ему не подарили, а показали свою эрудированность, то в этом случае это грубейшая ошибка отношений. В этом случае человек никогда не сможет простить. Даже он будет прощать, он простит даже, но приблизить к себе человека, принять он уже не сможет. Почему? Потому что это очень сильно, рана очень глубоко проникает такая, очень глубоко. Она бьёт очень глубоко, и избавиться от неё невозможно практически. С другой стороны, человек вам говорит, всё будет хорошо, у тебя всё будет нормально, начинает вас обнимать, ласкать, и он реально успокаивает, то есть он даёт защиту. Этот человек начинает в шоке постоянно с ним советоваться, он говорит, там, у меня то, у меня сё. И он по мелочам начинает, мне кушать садиться или нет, я не знаю, мне кушать или нет. Тот говорит, давай там, что кушать будем? Вот это, ну покушай, да, давай покушай. То есть он как за ребёнком, за ним начинает заботиться. Человек в шоке, он ничего не соображает вообще. Он по каждому поводу начинает спрашивать, и в это время надо ему давать советы, как делать, что делать туда. То есть он фактически начинает его опекать по каждому шагу его в жизни. И человек в состоянии шока задаёт одни и те же вопросы. Это признак шока. То есть он, допустим, ему на этот вопрос ответили, через час он звонит, слушай, и задаёт тот же вопрос с другой стороны уже. Тот же самый вопрос, только с другого подхода. Ему надо опять то же самое ответить, спокойно сказать. Вот даже если вы твёрдо уверены, что к нему никто не вернётся, что он имеет неизлечимую болезнь, что на работу его не восстановят и так далее. Если вы твёрдо уверены даже в этом, надо ему говорить в это время прямо противоположные вещи. Потому что на самом деле человек этот спрашивает не о работе, не о жене, не о здоровье. Он спрашивает о своём счастье. В состоянии шока человек полностью лишается энергии счастья. Полностью. Она у него на нуле. У него нет счастья просто совсем. И у него только один вопрос. У меня счастье когда-нибудь в жизни будет? И надо говорить, конечно, у тебя будет счастье в жизни. У тебя скоро будет счастье в жизни. И надо, так как он под счастьем подразумевает именно то, что он потерял, поэтому ему надо и так и говорить. Да, к тебе вернётся. Да, у тебя будет работа. Да, ты выздоровеешь и так далее. Понятно, да? Идея такая. И человек будет очень благодарен, он очень будет признателен на этой стадии шока. Потом постепенно, если человек не получил должную поддержку, то на этой стадии шока человек входит в психическое состояние, которое называется ступор. То есть он может попасть в тихушку. То есть на всех первых стадиях, фактически до восьмой стадии стресса, человек может угодить в психиатрическую больницу. Все основные психические заболевания являются отражениями одной из стадий выхода, ну вот этого развития стресса. Допустим, ступор психический, он является признаком вот этой вот первой стадии, когда человек на первой же стадии теряет психическую ориентацию. Психика не справляется с той ситуацией, которая у него в жизни произошла. Поэтому стресс – это далеко не безопасная вещь. Она может угробить человека позже. На самом деле стресс он забирает продолжительность жизни, сокращает. Стресс может угробить позже человек, но самое ужасное заключается в том, что он может его угробить прямо в самый момент стресса. То есть на какой-то стадии человек может лишиться жизни, потому что его психика не выдерживает всего, что происходит. Дальше, следующий, третий этап заключается в том, что человек, то есть он начинает кушать уже, у него получше становится сон, и в это время он, ну вот эта стадия характеризуется тем, что он начинает подать в такое состояние, что как будто ничего нет. Он делает вид, что ничего нет. Допустим, человек умер, близкий. Человек чуть-чуть опомнился, из стресса вот этого вышел, которого близкий человек умер. И он говорит, он спрашивает всех, а когда вернётся мой сын? Или, а может, он не умер? И так далее. То есть у него такие мысли появляются. Или, допустим, жена ушла, он говорит, да, она скоро вернётся на самом деле. То есть он начинает всё отрицать, что вообще это так строжно и серьёзно. Он начинает себя вести, как будто ничего не произошло на этом этапе. То есть он пытается как-то бегством спастись с этого психического состояния, в которое он вошёл. То есть человек в этом состоянии, у него, допустим, неизлечимая болезнь. У него, допустим, рак. Он идёт к какому-нибудь экстрасенсу. То есть ему в больнице поставили конкретный диагноз, потому что в таких вещах ошибаться очень сложно. Там конкретно видно, что прорастает опухоль. Невозможно так вот, как камера на меня смотрит, так этот врач может увидеть, что это болезнь. Редко в таких особенно серьёзных случаях вообще может быть какая-то ошибка. Но человек на этой стадии отрицания, он не может в это поверить. Он идёт к экстрасенсу, у которого есть своя роль в его жизни. Что ему нужно сказать этому экстрасенсу? Что ему нужно сказать это? Нет, не вылечит, это ещё лучше. Экстрасенс говорит ещё лучше, интереснее. Он ему говорит, а у тебя рака-то нет? Там есть небольшая болезнь, мы её быстро вылечим, а рака у тебя нет. А то ты хотел это услышать. Знаете, часто человек идёт туда, где ему должны сказать то, что он хотел услышать. Знаете, у нас есть такая интуитивная склонность. Человек в состоянии, когда он находится в состоянии стресса, он всегда идёт туда, то есть как антенна его тянет, понимаете? Идти туда, где ему скажут то, что он хочет услышать, понимаете? Если, допустим, он уже пришёл, но ему должны сказать что-то другое, он поворачивается и уходит. Он не хочет слышать что-то другое. На этой стадии отрицания он хочет слышать, что рака нет. Ему это говорят. Ему говорят, ну быстро вылечим, но рака нет или что-то ещё такое очень сильно обнадёживающее. И это является очень большим преступлением против этого больного. Потому что, на самом деле, такая болезнь требует огромной самоотдачи сил. Даже если человек не может вылечиться, ему надо всё бросать, заниматься духовной практикой. Ему надо готовиться или к смерти, или к жизни, понимаете? Но ему надо реально встать на путь борьбы с самим собой. Ему не надо падать духом. Но вот этот способ отступления, что у тебя ничего нет, это не самый лучший вариант, понимаете? Это не то, что помогает жизни в этой ситуации. Потому что человек упускает время. Может, он ещё может вылечиться в это время, но если он ходит и расслабился, всё типа у меня нормально, это ему не поможет, понимаете? Потому что болезнь-то развивается, она не стоит на месте. Мы-то думаем, что всё хорошо, она развивается. Здесь не надо паниковать, здесь надо просто сражаться, надо копить силы и восставать. Эта стадия отрицания в какой-то степени нужна. Это как бы человек начинает адаптироваться на этой стадии к новой жизни. То есть его жизнь стала борьбой. То есть он побеждает самого себя в это время. И на этом стадии отрицания как бы вот эта передышка, она может быть имеет очень важную роль. То есть человека особо грузить не надо на этой стадии, понимаете? То есть его не надо нагружать, что у тебя тяжёлая болезнь, давай сражайся за неё там с собой. Если человек после шока только отошёл, ну надо просто успокаивать, продолжать, давать ему возможность как-то войти в себя, в своё жизненное русло нормально. Вот. А потом уже давать ему возможность лечиться, как-то силы ему помогать копить и так далее. Эта стадия отрицания необходима, но она не должна будет затягиваться и не должна вводить сильно глубокую иллюзию. Следующая стадия, которая возникает, это гнев. Если жена ушла, допустим, человек на стадии отрицания не верит, что это так, он пытается её вернуть, он приходит к ней и говорит, «Ты же на самом деле не бросила меня». Она говорит, «Нет, бросила, дорогой мой друг». Он говорит, «Да нет, ты меня не бросила, вот увидишь, что ты вернёшься». Она говорит, «Ну ладно, иди домой, посмотрим». А потом на четвёртой стадии у неё развивается гнев, и он чувствует, что он не любит этого человека, что этот человек его предал. Или у него гнев на свою болезнь развивается, или гнев на врачей, которые поставили диагноз. И на кого-то гнев надо развить, гнев должен на кого-то развиться. То есть неважно на кого, допустим, у человека умер близкий человек, врачи виноваты, ещё кто-то виноват, кто-то должен быть виноват по-любому. Или просто на этого человека, который умер, развивается гнев. «Почему ты меня оставил там, туда-сюда, такое состояние». Так или иначе, это четвёртая стадия развития стресса. И близкие люди, которые знают, что у человека стресс развивается, он уже пошёл. Если шок был, значит, все остальные ссади обязательно придут. Не надо сильно удивляться тому, что это происходит. Человек начинает очень сильно негодовать внутри себя. Это не тот гнев, который возникает у сильного человека, который, наложив своей гордости, клеймит всех. На самом деле этот гнев, который возникает в результате стресса, он имеет совсем другую природу. Этот гнев – это больше выражение своего протеста против того, что происходит. Человек протестует изо всех сил, которые только у него есть. Он не хочет, он не верит, он не согласен с этим. В этом заключается эта стадия, её особенность. И в это время человека надо просто позитивно поддерживать. На этой стадии тоже с ним не надо говорить, как решать проблему. Ему нужно просто на стадии гнева человека надо успокаивать и поддерживать. «Ты прав, ты хороший, ты молодец, у тебя всё будет хорошо». То есть когда человек находится в состоянии стресса, люди должны занимать его позицию. То есть они должны войти в его лагерь и занимать его позицию в жизни. Они должны ему помогать, они должны на его стороне стоять. Если, допустим, там есть другая сторона, то надо делать вид, что ты вот только на его стороне стоишь и всё. Потому что он будет всегда спрашивать, а ты вот согласен, что я в этой ситуации вот молодец, он там холодец, допустим, и так далее. То есть да, я согласен, надо так говорить. Потому что человек не переносит любого антагонизма с своей стороны, он как бы против этого на этой стадии гнева. Дальше, когда гнев проходит на пятой стадии развития этого состояния, человек начинает чувствовать, что что-то не так он делал в своей жизни. У него появляется голос совести, он трезвеет постепенно человек, и у него появляется ощущение, что всё неспроста произошло в его жизни, что он как-то сам причастен к тому, что произошло, что у него есть какая-то собственная проблема, которая вызвала все эти события. И так как собственная проблема на самом деле есть, и она является основой всех этих событий, но человек психически не способен даже это принять и понять, то у него на этой стадии, на пятой, начинается спор. То есть человек в это время начинает спорить и доказывать свою правоту. Он начинает спорить и говорить. И он спорит постоянно в уме с тем человеком, который от него ушёл, или спорит с врачами, или спорит с болезнью, или спорит с судьбой. То есть он с кем-то должен спорить в это время, по-любому, потому что он не согласен с тем, что надо всё, что произошло, принять на себя, что удар нужно принять на себя. Он не готов, у него нет сил принять удар на себя. Только на самой последней стадии он может принять удар на себя, когда уже фактически он вышел из стресса. Потому что стресс – это как раз и есть та сила, которая не даёт нам возможность справиться с ней. То есть она как домокла в меч, который рушит нашу жизнь. Потому что если бы мы смогли с ней справиться, стресса бы никакого и не было. Потому что стресс и возникает, потому что мы не можем с этим справиться. Наша психика рушится, потому что слишком большое наказание наваливается на нас. Поэтому я вам говорю, если человек закаляет себя всю жизнь, он работает над собой всю жизнь, приходит вот такое наказание, он просто стряхнулся и всё. Через несколько дней опомнился и пошёл дальше по жизни. Но большинство людей на это не способны. Их ломает, как тростник, вальный ветер. Поэтому мы должны эти стадии знать и заботиться друг о друге. На стадии спора человека надо опять поддерживать. Он будет жаловаться на человека. Ему нужен друг в это время на стадии спора. Если на стадии гнева человеку ничего не надо, он просто декламирует, в это время ходит. То типа вот так вот и вот так. То на стадии спора ему нужен друг, с которым он должен обсуждать виновника. Или обсуждать то, что стало причиной его проблем. То есть на стадии спора ему нужно обсуждать. Он должен доказывать свою точку зрения кому-то. И в это время нужно занять роль друга, который будет слушать всё, что ему будут доказывать. То есть надо соглашаться, поддакивать, любить человека. То есть ему нужна любовь в это время, ему не нужна правда. Каждая стадия может длиться достаточно долгое время. На стадии отрицания, если третья стадия, допустим, срывает психику человека, то на стадии отрицания человек входит в такое психическое состояние, болезнь такую психическую, в которой он находится в состоянии жуткого антагонизма ко всему, что происходит. То есть ему говорят, кушать будешь? Он говорит, нет. Потом к нему подходит, говорит, давай не будем кушать, мы тебя голодом заморим. Он говорит, я хочу кушать. Ну то есть психическое заболевание такое. Он делает всё наоборот. Вот если он ломается на этой стадии. Если он на стадии гнева ломается, то у него начинается психоз такой маниакально-депрессивный. То есть у него срывает крышу. Если на стадии спора у него, допустим, психика рушится, то в этом состоянии он, знаете, есть такие по улицам ходят и постоянно с кем-то ругаются. Вот это такое состояние возникает. Человек идёт и постоянно спорит, спорит с кем-то, идёт по улице, ругает кого-то, ругает, никого нет вокруг. Он ругает слух. То есть это вот как раз срывает психику на этом уровне. И шестая стадия заключается в том, что человек входит в такое состояние, что на самом деле гнев у него успокаивается, у него прямо противоположное чувство нахлынувает, он начинает себя во всём винить. Причём эта стадия вины, шестая стадия, она вот именно характеризуется не тем, что человек трезво себя обвиняет в чём-то и пытается ставить перед собой задачи. Вы знаете, как себя надо обвинять? Надо раскаяться всём и найти способ, как можно исправиться. В этом заключается обвинение себя. А если человек себя терзает, я виноват, я плохой, всё, всё, это не помогает, понимаете, потому что человек в это время он себе не предоставляет никакой альтернативы. Ну виноват, а что дальше, что делать? А я не могу ничего сделать, я плохой, я вообще там, у меня жизнь несчастная и неудавшаяся, я ничего не могу и я виноват, и всё плохо, и ничего хорошего в моей жизни не будет. Вот так. То есть это та вина, та стадия вины, которая не даёт выхода. И человек постоянно винит себя, винит, он считает себя неудачником в жизни, он считает, что у него всё плохо там и так далее. И часто на этой стадии люди спиваются на стадии вины, то есть начинают бутылку, потому что человеку очень трудно, если гнев как-то перенести можно, там спор, отрицание, но вину перенести очень сложно, потому что самое сложное человеку в жизни это считать себя неудачником, это самая большая проблема, которая только бывает в жизни человека. И на этой стадии человек нуждается уже в серьёзных объяснениях. С этого момента, с шестой стадии развития стресса человек нуждается в заботе психолога, или лучше этого человека назвать духовником или наставником. То есть в это время ему надо объяснять, что ты каешься, какой смысл в этом. Надо учиться жить правильно, надо делать то-то, надо делать всё. На стадии вины это фактически стадия, при которой человек или он начнёт выходить быстро из стресса и выйдет из него, или он дальше будет погружаться в такие тормозные уже стадии стресса, которые сейчас я вам пишу. То есть ему нужна помощь такая, разъяснительная работа. То есть ему надо объяснить, что да, ты виноват в чём-то, но это не основная проблема, которую ты должен сейчас преодолеть. Основная проблема заключается в том, что ты работать над собой не можешь, что ты живёшь неправильно. Вот в чём проблема основная. Давай будем жить правильно, учиться. Давай будем делать так, как надо. В чём на этой стадии человек нуждается? Он нуждается в совместной жизни с людьми, которые живут правильно. Фактически на этой стадии развития стресса очень благоприятно человеку поехать, допустим, на недельку отпуск взять и поехать пожить в монастырь где-нибудь. Знаете, в некоторых монастырях есть гостиницы для обычных людей. И человек приезжает, живёт там вот рядом с монахами, смотрит на их жизнь, допустим, советуется с ними, как бы входит в их жизнь. И он общается с ними, там они его понимают, говорят, да, да всё нормально, да вся жизнь такая и всё. Они молятся вместе с ним, он живёт их жизнью, кушает их пищу. И так происходит неделя. Такие силы он в это время получает, такую поддержку, такую помощь. Это колоссально просто. ко мне пришла недавно приём одна девушка, она находилась на этой стадии стресса. И она говорит, мне так тянет в монастырь куда-нибудь съездить, говорит, и мы с подружками решили поехать в монастырь съездить женский, посмотреть на экскурсию. Я говорю, а вы, может, вам отпуск взять? Она говорит, да чё, хорошая идея. А зачем? Я говорю, а вы там оставайтесь. Она такая сначала вжух, как оставайтесь? Я говорю, да не на совсем, говорю, оставайтесь там на недельку. Поживите там рядышком с ними, с монахами, снимите себе какое-то жильё, или их себе они пустят, там у них поживите недельку. И знаете, она такая сначала на меня смотрит, думает, какой-то... Она пришла ко мне просто поговорить, который первый раз меня видит, думает, что ты какой-то странный человек. Жила-жила нормальной жизнью и предлагает мне оставаться пожить в монастыре там шесть дней. А сама смотрит на меня и думает, да, хорошая идея. Человеку сердце подсказывает. И она такая потом говорит, ну, я подумаю. Пошла. То есть идея в чём заключается? В том, что в это время человеку нужно необычное общение. Общение людей, которые способны с этой ситуацией справиться, которые имеют на эту силу. Вот если достаточно ему даже пять минут находиться с человеком, который имеет силу победить его жизненную ситуацию, он наполняется этой силой, потому что он в ней нуждается. Понимаете? Как губка наполняется водой очень быстро, так и человек очень быстро наполняется силой, когда он готов к этому. Если губка покрыта коркой, она наполнится? Нет? Нет. У ней не хватает возможности внутренней. Она не всасывает ничего. Когда корка проходит, когда проходит гнев, когда проходит спор, на стадии вины губка начинает впитывать. И в это время надо разуму дать возможность впитывать знания. То есть надо начать ходить на духовные программы, храм надо ходить, начинать побольше. В этом заключается долг человека. Кстати, когда человек во время вот этого стресса, который у него произошел в жизни, продолжает считать главной своей целью работу или еще что-то он считает главной целью своей жизни. Допустим, женщина очень много в это время и сил уделяет, допустим, заботе близким, или мужчина уделяет много времени работе. Это самоубийство. Потому что во время стресса человек должен прежде всего уделять внимание своему внутреннему развитию. Потому что он обделял себя вот много лет в жизни. Он не развивался как личность. Теперь его сломало. И его обязанность перед всеми теперь заниматься именно своим развитием. Он должен сейчас работать над собой. Это главное. Не значит, что надо побросать работу, семью и собой заниматься. Нет. Это значит, что надо все силы основные на это бросать. Это надо себе поставить такую цель. Я теперь должен восстанавливаться. В этом мой долг перед всеми. И человек должен в это время восстанавливаться. Он должен ходить на духовные программы. Очень хорошо на стадии вины человеку гулять по лесу. Человек, допустим, читает молитву и идет в лес. И идет, идет себе по лесу. Вот так. Чтобы никого вокруг не было. Деревья, тишина. Или, допустим, у вас хорошо, у вас есть море, залив. То есть вы идете по берегу, идете и молитесь, молитесь. И надо забыться в это время ни о чем не думать. Не нужно думать о своих проблемах. Нужно думать только о молитве. Понимаете? На стадии вины человек должен победить вот эту идею, что надо постоянно себя в чем-то обвинять. Человек должен захотеть думать о чем-то возвышенном в это время. И в этом будет заключаться победа. Когда человек начинает думать о возвышенном, он побеждает себя в это время. И таким образом он утверждается в себе как личность. Понимаете? Он привыкает к себе в новом отношении, в новом ракурсе. То есть он себя считает виновным. Это новое состояние жизни для него. Он как бы считает себя виновным. Но этого недостаточно. Надо еще иметь силы, чтобы победить, чтобы жить в этом состоянии. Нужны силы. И эти силы берутся из отдыха. Вот такого, знаете, общения с природой, общения с молитвой, там святая земля, монастырь. Нет лишних каких-то раздражителей. Нет телевизора там. Нет каких-то факторов, которые мешают сосредоточиться и успокоиться. И человек, когда живет в такой спокойной атмосфере, находится какое-то время, несколько дней, это возрождает его психику. То есть он начинает чувствовать силы в себе, что он может жить дальше. У него появляется надежда там и так далее. Но надежда еще, правда, не скоро появится. Появляется как бы возможность выйти, ощущение, что ты можешь выйти из этого состояния. Что у тебя есть какая-то внутренняя возможность выйти. На этой стадии вины, допустим, если от человека ушел близкий человек, ушла жена, допустим, от мужчины, то на этой стадии вины у него появляется сильная потребность найти себе няньку. То есть нянька — это означает такая любимая, которая на самом деле нелюбимая, которая сопли и слезы вытирает. Бывает так, что у женщины в жизни тоже случается, что ей надо кому-то сопли повытирать. И у мужчины случается так, что его бросили. И они встречаются на этой стадии и вытирают друг другу сопли. Или одна, допустим, вытирает, она одинокая, а он, допустим, ему это очень нравится. Эти люди не смогут долго вместе жить. Хоть они встретились, они живут сейчас. Когда сопли будут все вытереты, дальше не будет причины. По какому мотиву люди встретились, так они и могут жить с этим мотивом вместе. какое-то время. Как мотив этот кончается, их разрывает. Отношения заканчиваются. Поэтому такие промежуточные варианты не нужно рассматривать как судьбу. Иногда бывает так, что женщина рядом с мужчиной быстро его успокаивает, или мужчина рядом с женщиной, когда она в шоке, быстро его успокаивает. Буквально за месяц-два стресс преодолевается. Говорят, клин клином вышибается. Ну то есть какая-то замена есть, и уже легче становится. Но все равно надо понять, что это не значит, что такие вещи надо искать самостоятельно, искать себе какую-то замену в это время. Надо просто как жизнь складывается, так и идти ей. Но реально, если, допустим, человека бросили, и какая-то женщина, допустим, мужчина появилась рядом в этот момент, не нужно ее отталкивать. Это очень помогает. Это как бы, ну, такой защитный механизм, который как бы способствует мужчине восстановления психики, его психических функций. Точно так же и, допустим, женщина, если встречает какого-то мужчину в тот момент, когда она в стрессе находится. Ну и ничего страшного в этом нет. Это на самом деле не то, что она там кого-то предает, ее бросили, она одна. Если кто-то, допустим, ее выводит из стресса в это время, это не является грехом каким-то, понимаете? Это просто безвыходная ситуация. Обычно людей выводят из таких состояний, духовный отец там, такие духовные отношения. Но у нас же нет таких отношений, у нас нет, допустим, общины, которой есть святые люди, которые должны этим заниматься. Часто бывает так, что человеку некому получить помощь, не от кого. Ему нужен близкий человек, который бы пожалел его, приласкал там и все прочее. Поэтому бывает так, что на стадии вины человек попадает вот в такие ситуации, где ему нужно вот так разгрузить себя психически с помощью такого близкого общения. Если человек на стадии вины не воспрял, ну то есть не воспрял духом, не встал на путь, то есть не собрался с силами, то следующий этап наступает такой, что он не знает, что ему делать. И в это время наступает паника. Человек не знает, куда ему бежать, что ему делать, где ему жить, как ему жить, что дальше делать. То есть у него в жизни как бы все не определено, он не знает вообще, чем заниматься, как дальше жить. Если, допустим, от женщины ушел мужчина, она на этом стадии не знает, буду я вообще жениться или нет. Буду замуж выходить или нет, она не знает. Может я вообще одна останусь? Она думает. У нее нет определенности никакой. У мужчины то же самое. Он не знает, кем он будет, как он будет, чего будет, то есть у него вообще нет понимания вещей. Он в панике находится. Мужчина обычно не думает, что он будет один. У женщин такой может возникнуть в голове, у мужчины чаще всего не возникает. Но у него может возникнуть, что желание опять попытаться вернуть себе жену, которая ушла, или он думает, не надо возвращать. То есть он ничего не понимает, как дальше действовать, потому что разум в это время ещё не работает, а желание жить уже появилось. И несоответствие между возможностями и желаниями возникает. И когда это несоответствие длится слишком долго, то восьмой этап развития стресса наступает депрессия. То есть у человека просто такое ощущение, у него самооценка достигает самой низкой черты в это время, во время развития этого стресса. Самооценка достигает самой низкой черты, и в это время он начинает думать, что он ни на что не способен, что его жизнь, она такая вся глупая и ненужная, и несчастная. И на этом стадии депрессии человек может закончить жить самоубийством, если это тяжёлый случай особый, может жить, закончить самоубийством. Или войти в депрессивный психоз, психическое заболевание. На стадии депрессии, если человек уже вошёл в депрессию, ему нужна духовная помощь по типу духовной музыки дома, постоянно должна играть духовная музыка дома. Дальше ему надо жить, однозначно ему надо жить в каком-то месте, где занимается духовной практикой. Ему надо пожить там какое-то время, чтобы выйти из депрессии. Если не помогает, нет такой возможности, надо пожить в лесу, где-нибудь в деревушку, в деревеньку какую-то поехать к родственникам, пожить в лесной местности, где люди живут спокойной жизнью, где они там просто работают, трудятся спокойно, там ухаживают за животными. Хорошо во время депрессии поухаживать за животными, коровку подоить там, поухаживать за ней. Во время депрессии хорошо ухаживать за грудными детьми маленькими, чтобы с ней, ну как бы почувствовать семейное счастье, что оно есть там, как-то так вот тебя разгрузить таким образом. Но самый лучший способ выхода из депрессии — это такое глубокое погружение в духовную жизнь, молитву. Можно поститься, кстати, в депрессию хорошо помогает, когда человек посты соблюдает, его как-то встряхивает тоже. Праздники религиозные помогают в это время. Дальше, следующий этап. Человек постепенно выходит из депрессии, у него появляются силы, начинают появляться силы. Обычно это астрологически совпадает с тем, что период стресса начинает заканчиваться. И человек, во время, когда у него появляются силы, так как цели у него нет, у него цели нет, и у него этот девятый этап — этап поиска. У человека нет целей, он уже жить хочет, но не знает, как. И он начинает искать. Он начинает искать в себе жизни. Это как раз очень ответственный и важный этап, потому что в этот этап человек должен найти себе в жизни то, что больше ему не даст возможность войти в стресс. Разумный человек на грабли наступает только один раз. Такой стресс у разумного человека бывает в жизни только один раз. И вообще, в основном у людей такой стресс, такой вот продолжительности и силы в жизни бывает обычно только один раз. Или второй раз такой стресс может возникнуть, если ещё первый не закончился. Или это бывает в том случае, если человек совершенно бестолковый. Но такие случаи очень редки. И в основном человек после такого стресса находит себе в жизни то, что ему помогает от этого избавиться. После такого стресса человек становится очень серьёзным в жизни. Он в жизни относится очень серьёзно. И он не допускает больше тех ошибок, которые он в своей жизни совершал. Вот это вот девятый поиск — он очень важный этап в стрессе. То есть человек ищет, где найти то, что никогда его не подведёт в жизни, где найти то счастье, которое его никогда не подведёт. Иногда он, конечно, может ошибаться и находит не то, но вы должны понять, где искать. Искать надо в духовном. Не то, что надо другую тётку себе искать, если это не получилось. Или, допустим, с этой фирмой не получилось другую фирму искать. Нет, это не то. Человек, кстати, во время стресса чувствует. У него такой идеи даже не появляется, другую женщину искать. Он начинает чувствовать в этом что-то не то. Он понимает, что если так опять женщине привязываться, будет то же самое. Поэтому он как бы интуитивно чувствует, что он больше не хочет такой карусели. И поэтому он как-то ищет другое счастье какое-то, более такое надёжное. И поинтуитивно его ведёт к духовному. Он начинает интересоваться древними писаниями в это время какими-то. Ну что-то он начинает идти вот этим путём. И когда он что-то находит своё, когда он приходит в тот круг людей, которые приносят ему счастье, когда он находит в жизни своё, вот его чувствует сердце, его чувствует, это сердцем только можно находить, не мозгами. Это умом невозможно определить. Так, здесь мне нравится. Нет, это определяется сердцем. Он чувствует моё, я сюда попал, это то, что мне нужно. Всё, классно, я хочу этим заниматься. Мне это интересно, это правильно, это правда. Это то, что нужно. Ну такое состояние возникает. Ну изнутри такое вот ощущение, такое, что нашёл наконец-то я. Вот. И в это время, когда это происходит, у него происходит контакт с целью. Его разум устремляется со всей силы к той цели, которую он нашёл. У него скапливается вот эта сила, желание жить. Она прямо одним таким выстрелом пробивает все препоны. И у человека тонкой нитью разум соединяется, прорывает его как бы, прорыв, революция совершается. И тонкой нитью счастье начинает потихоньку вливаться в психику человека. И в это время он трезвеет. Вот после того, как он почувствовал вот это, что он нашёл, у него начинает жизнь возвращаться в него. Он такой начинает, у него как бы легко становится внутри, такое что-то появляется. И он начинает смотреть на жизнь трезвыми глазами. То есть он начинает принимать реальность. Он смотрит на людей, начинает их замечать, что у них есть свои радости. До этого, до этой стадии, до всей, человек не реагировал. Ему даже противно было смотреть, как люди смеются, улыбаются. А на этой стадии, когда он принял уже, то есть это десятая стадия принятия реальности, человек начинает, допустим, кто-то улыбнулся, и у него в ответ тоже улыбка возникает. То есть он как бы начинает резонировать с счастьем людей. То есть он начинает чувствовать, что это возможно. Он соучастником чужого счастья может становиться в это время. Он как бы может радоваться вместе со всеми. До этого он такой мрачный ходил всё время. А в это время, вот, кстати, если вы людей видите, которые не реагируют на чужое счастье, допустим, кто-то улыбается, радуется, он отворачивается. Если вы видите таких людей, допустим, которые не реагируют на людское счастье, Это точно этот человек находится в стрессе, это 100%, это очень хорошая характеристика. На всех этих стадиях до 10 стадии человек не может улыбаться другим людям искренне, он не может принимать их счастье. Наоборот, их счастье становится ему очень больно. Допустим, если человека бросили, он видит счастливую семью, у него становится внутри очень больно, ему тяжело смотреть на чужое людское счастье в это время. Но когда он принимает реальность, у него какая-то цель высокая в жизни появилась, он улыбается, радуется всем, как бы начинает заново жить. Цветочки распускаются, листочки вылазят сначала, потом цветочки будут распускаться, листочки начинают. Бывает дерево сухое стоит, стоит, стоит сухое, потом раз, листочки начинают вылазить у него, распускаются. Это значит, что он принял реальность, то есть цель появилась, Солнце взошло, Солнце олицетворяет радость, счастье. Итак, одиннадцатая стадия — это начало перемен. Заключается в том, что у человека, так как счастье наполняет его, он оживает всё сильнее, 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 и у него появляется возможность работать над собой. Он начинает чувствовать, что психика его меняется, что у него возрождается всё, как раньше. Жизнь опять начинает течь по его психике, что опять всё заново, он рождается, его судьба. Дальше, двенадцатая стадия возможностей появляется, новые. Если это связано с личной жизнью, человек начинает видеть, что он непотерянный, что ему можно опять найти себе кого-то. Он начинает смотреть на девушек, они смотрят на него и так далее. То есть у него появляется возможность опять дальше жить как-то. На тринадцатой стадии человек начинает переосмысливать свою жизнь. То есть он начинает думать, почему же так у него в жизни произошло. И он делает выводы, и он реально начинает жить по-другому. То есть после перенесённого такого стресса человек очень серьёзно начинает к своей жизни относиться. До этого он как жил? Как все, просто по течению плыл и всё. Жил и жил себе. Но когда он через стресс вот такую мясорубку прошёл, он уже не может вот так жить, как все. Он не может так просто жить. Ему надо обязательно что-то в жизни важное своей делать. И он не может просто так дальше вот жизнь проводить, как все люди. Понимаете? Ему нужно работать над собой, нужно меняться, нужно продвигаться вперёд. Он не может уже принять обычную жизнь, как все. И четырнадцатая стадия — это рост. Человек начинает очень бурно развиваться психически. То есть у него всё восстанавливается, у него происходят изменения какие-то в жизни серьёзные. Если стресс не проходит таких вот стадий, 14, это значит, что это не является четвёртой стадией силы стресса. Это стресс третьей стадии или второй. На первой стадии стресс заканчивается просто. У человека возникает страх какой-то, ну, кризис возникает, первая стадия возникает, и на этом всё заканчивается. На второй стадии у человека появляется небольшой шок, такой лёгкий такой, знаете, такое оглушение. Ну, допустим, он пошёл через дорогу, его стукнуло чуть-чуть машина, и он отлетел, такой лежит, думает, ногу сломал. Потом раз смотрит — нет, не сломал. То есть у него шок сначала, думает, о, всё, я калека. У него такой в голову приходит такая идея, и он в таком шоке находится. И потом он встаёт такой, смотрит по сторонам, вроде живой. У него появляется вот это состояние, послешоковое такое состояние, как бы его начинает колотить. Ну, то есть у него пропадает аппетит, сон на этот день. Ну, то есть есть какой-то, ну, что он в состоянии шока проходит на второй стадии, и он потом начинает злиться на этого водителя, там ходит гнев тоже небольшой. Но всё заканчивается в течение нескольких дней. Через неделю он уже забывает, что там кто-то его сбил, и там всё нормально. То есть, ну, то есть быстро-быстро всё проходит вот так. Но обычно депрессии никакой не возникает, никакой вины не возникает, и спор там чуть-чуть тоже может возникнуть, не сильно. На третьей стадии стресса у человека, ну, картина разворачивается до состояния вины. Если человек из этого состояния выходит легко, и потом дальше восстанавливается, значит, у него не четвёртая стадия стресс. И на третьей стадии стресса человек надолго не входит в состояние бессонницы. Если у человека четвёртая стадия стресса, он не спит нормально ночами, не меньше полугода. То есть человек не может восстановить сон после этого. Это серьёзная проблема, и это требует также медицинской помощи. Кстати, у нас будет, возможно, помолитесь все, чтобы у нас был пансионат свой под Москвой. Вот у нас там будут разные методы лечения, в том числе и лечения просто здоровой жизнью. То есть человек приезжает к нам на неделю, там никаких дорогостоящих методик не будет. Можно просто йогой заниматься, правильно питаться, изучать, как правильно жить, проходить курсы там и всё прочее. Это может стоить очень дёшево. Всё индивидуально будет, там подбор питания, подбор специй там, ещё что-то, подбор трав, подбор пищевых добавок там. И всё это возможно пройти, и не будет дорого стоить. Не обязательно только лечение камнями. Там разные методики будут, которые могут помочь. И самое главное, там будет атмосфера вот такая духовная. Там будет очень активно, мы будем заниматься духовными практиками, там совершать разные яги, там еженедельно и так далее. То есть такая будет своя, как община такая, которая будет принимать людей, давать им возможность жить, возрождать. Там же будет проводиться учёба для всех. То есть всех мы будем учить астрологии, айурведии, йоги, даже заочно. И мы сейчас договариваемся о том, чтобы давать дипломы даже, государственного образца русского. Будет такой диплом, психология айурведы. Высшее образование такое можно пройти, 6 лет. Или, допустим, у человека есть высшее образование, можно будет пройти один год и получить тот же самый диплом, просто переквалифицироваться. Психология здоровья, психология айурведы. И также специализация по астрологии, по йоге, там будут такие дополнительные вкладыши. Вот это когда человек в бессоннице находится долго, нужна помощь. Человек не должен в этом состоянии долго жить. Я вам сейчас дам несколько рецептов, которые вы должны применить для себя. А кто какой-то из них выстрелит, то есть поможет. Для того, чтобы справиться с бессонницей, есть такие деревья, которые могут и помочь это сделать. Первое дерево — липа. Второе дерево — осина. Третье дерево — черемуха. Что делать надо? Попробовать. Привязать себе, допустим, липу, осину или черемуху. Вот сюда вот взять кусок ткани, привязать на левую руку выше локтя, свежую ветку, не сухую, на ночь. Привязать на ночь перед сном себе. И надо сначала проверить. То есть если вы чувствуете, вам нравится, полежали чуть-чуть, как бы хорошо, расслабило, значит, ваше дерево не расслабило, напрягло, значит, снимать другое ставить. Из этих трех что-то должно подойти — осина, липа, черемуха. Может, все три сразу подойдут, или две подойдут вместе, допустим. Хорошо. Вот надо вот здесь поставить эту ветку, поставить также ее на запястье левой руки и поставить на лодыжки левой ноги. Три сразу таких браслет надо поставить. И прямо внутри ткани, чтобы не ранила руку вот эта ветка, можно ее там немножко поломать, если она такая негибкая. Но ветка должна быть свежая. Можно ветки нарвать в мокрой тряпке, в салфанном пакете, можно неделю или две хранить в холодильнике. Не в морозильнике, а в холодильнике просто. И ветки, лечение ветками — это мощнейшее лечение вообще. Это одна из уникальных методик, которые я разработал лет шесть назад. Сейчас этот метод очень хорошо проработан, и мы там будем в этом пансионате, там или как его назвать, я не знаю, в доме отдыха, будем очень серьезно эту методику прорабатывать, потому что она дешевая и очень эффективная. То есть она реально может много что вылечить, этот метод, и мы будем подбирать ветки там людям. Мы еще подбираем масла индивидуально, обычные пищевые масла, их порядка 20 наименований сейчас уже стало. Если их смешать в нужных пропорциях, и человек, допустим, утром или вечером, что ему подходит, мажется этими маслами, то в этом случае у него очень сильно здоровье восстанавливается во многих аспектах вообще. То есть просто здоровье начинает восстанавливаться, и все это, ну, такими курсами надо делать. Мы тоже уже эту методику разработали, и сейчас в нашем центре в Москве мы эту ее просто лечим этим бесплатно. То есть все люди, которые приходят на консультацию, они могут, мы бесплатно подбираем эти масла просто, и они дальше дома покупают, в магазине это все смешивают и делают. Следующий рецепт, который для всех может подойти, надо взять душистый перец и гвоздику. Две такие специи. Душистый перец — это не черный перец, это крупный такой горошек коричневый. Есть у вас, продается? Душистый перец. Гвоздика — специя такая длинненькая, знаете. Значит, берете душистый перец и гвоздику, и кладете на бумажку душистого перца одну горошинку. Или, допустим, помолите, и возьмите пол чайной ложки, положите душистого перца. И потом досыпайте гвоздику и нюхайте левой назрёй. Досыпайте и нюхайте левой назрёй. Когда вы почувствуете, что запах душистого перца пропал и запах гвоздики ещё не появился, то это значит, вы насыпали нужные пропорции. И дальше делайте следующее. Когда вы это всё смешали, вам надо эту смесь привязать, то есть взять салфановый пакетик, закрывающийся такой, и насыпать четверть чайной ложки смеси. Пропорции вы должны определить, когда вы так сделали, вы должны определить, какие пропорции одного продукта по отношению к другому. Можно определять в горошинах, можно определять в ложках чайных, можно какими мерными посудами, можно весами. Электронные весы, конечно, если есть возможность, самое лучшее. Вот. Одну четверть ложки берёте в пакетик салфаны, привязываете на указательный палец сверху, левой руки как кольцо вот сверху стоит, так вот это вот привязываете вот сюда, и кусок ткани заворачиваете, и носите вот таким образом, на ночь одеваете. Потом берёте одновременно с этим, берёте кипяток, и туда четверть чайной ложки насыпаете в кипяток, и пьёте перед сном, где-то там, допустим, за час, пьёте эту смесь, которая у вас получилась, ещё пьёте её. И попробуйте также эту смесь добавлять в молоко горячее, и пить не воду, а в молоке прямо это всё смешивать, в молоке ещё лучше эффект будет. Горячее-горячее молоко, чтобы оно вот еле-еле можно пить, надо такое горячее пить, не слишком много, но чтобы расслабило психически, и надо выпить молока вот с таким достаточно хорошим пропорцией, где-то четверть чайной ложки, и хорошая, острая такая смесь, чтобы сильно пробило. И может помочь. Следующий рецепт. Надо взять изумруд, который вам нравится по свету, чтобы он не был слишком ярким, а успокаивал, и поставить себе на средний палец левой руки. Вот так вот. Поставить на средний палец левой руки. Если вы не заснёте, то попробуйте на среднем пальце правой руки поносить точно так же на ночь. Изумруд действует капитально. То есть если он подходит, и поставить его на средний палец, он моментально расслабляет психику, всю ночь спать хочется. Не можешь проснуться. Он нормально пробуждает. Вот утром, наоборот, с ним лучше вставать. То есть он делает полноценный отдых. Он не... Человек не вводит состояние такое. Вот ветки так могут сделать. Если ветки, допустим, стоят, они могут сделать так, что человек не проснётся. Но если у человека бессонница была, ему хорошо попересыпать, где-то недельки три ему хорошо отсыпаться. А потом, может, они и не понадобятся. Чаще всего человеку надо из бессонницы выходить где-то месяц. Если он месяц поносил средства, и у него месяц сон нормальный, то если он не меняет обстановку в течение своей жизни, он никуда не ездит, а дома спит, в той обстановке, в которой он находится, то ему он тогда может уже нормально потом спать. Ещё такой момент. Если вы в депрессию вошли в какую-то и в шоке были, то в той спальне, в которой вы спали, вам надо очень сильно всё менять. Вам надо там обвешать её иконами, потому что в это время духи входят в спальню и не дают спать, потом мучают, издеваются. Надо всё помыть навозом коровьим. Коровьенавоз — это уникальная вещь, абсолютно мистическая. Невозможно переоценить этот продукт. Он является просто гениальным по своей возможности. Есть, существуют такие вещи, которые являются исключением. Например, все кости, они привлекают духов и являются осквернённым продуктом. Человек не должен на себе носить кости, там зубы чьи-то, там ещё что-то, панцири там какие-то и так далее. Но когда после улитки остаётся раковина, эта раковина, она является чистым продуктом, который отгоняет духов. И когда ещё дудят в раковину, все духи разлетаются. Это описано в ведах. Все испражнения являются грязными. И если человек соприкоснулся с ними, ему надо на себя побрызгать водой и помыть руки или ноги, иначе духи атакуют на него, кроме коровьего навоза. Коровьий навоз является чистым продуктом. И если, допустим, им помыть квартиру, то все духи оттуда вылетают полностью. И больше того, там не остаётся даже запаха коровьего навоза. Запах свежести, лёгкости и отдыха наступает в этом месте. Идея в чём заключается? В том, что мы многого в жизни не понимаем и не знаем. Например, все опухоли являются признаками духов, то есть являются осквернёнными. С опухолями, камнями всякими там в желчных пузырях. Человек не должен иметь дело. Это то, что не приносит счастья. Но жемчуг, выращенный в раковине, или в голове слона, или на панцире змеи, есть четыре типа жемчуга. Три типа жемчуга, которые отдают силу и счастье человеку. Первый тип жемчуга выращен в устрице, в моллюске. Вы знаете этот тип жемчуга. Дальше примерно в 10 тысяч раз дороже является жемчуг, который вырос в голове слона. Такая жемчужина, если человек её обладает, она просто уникально влияет на него психически, то есть огромные силы влияния оказывает. Ещё более дорогой, просто неоценимый, неоценимо дорогим является жемчуг. Даже просто посмотреть на него является удачей, который вырос на голове кобры. Описывается ведоми, что когда жемчуг вырастает на голове кобры, он светится даже ночью. И когда вы змеи видите, как бы на рисунках, что змея такая, и у неё как бы сияние такое от головы, это как раз жемчуг вот этот он даёт, такое сияние. Он сияет под цветом луны и звёзд. Когда, допустим, змея такая ползёт, допустим, у неё голова светится, как будто сияние от неё исходит, вот благодаря этой жемчужине, которая вырастает у него на голове. Это редчайший случай, это считается королева змеи. Человек-обладатель этого жемчуга, он обладает удачей, то есть тоже удача приходит в его жизнь. Благословение как бы змеиного царства он получает. Яд не коснётся его жизни. Яд означает всё, что угодно, не то, как там химический состав. Это яд бывает всякий. Так вот, жемчуг является чистым продуктом, хотя он должен считаться, по идее, осквернённым. Точно так же коровий навоз. Мы можем смеяться и думать, что это глупость, но на самом деле это не глупость. Это так. Коровий навоз является чистейшим продуктом, и если вы, допустим, с ним моете вещь, которую кто-то носил, то на ней не остаётся энергии владельца полностью. Допустим, кто-то умер, кольцо осталось, вы не хотите, допустим, одевать вам тяжело, вы можете помыть с коровьим навозом, всё, энергии нет никакой плохой, осквернение проходит полностью. Если, допустим, кто-то поел, человек к вам домой пришёл, человек поел, с которым вам тяжело общаться, и вы чувствуете, вы из этой посуды уже сами есть не хотите, помойтесь её с коровьим навозом, и вы увидите, что вам нормально, можно есть уже с этой посуды. Вы почувствуете, что всё осквернение прошло. Допустим, на ведро воды вы капаете коровьего навоза, ну, допустим, вот такой кусочек свежего, или, допустим, можно ещё высушить коровьий навоз, он вообще тогда не пахнет. Вы уберёте его просто порошочком, он вообще пахнет травой просто. И прямо всыпаете в ведро, наливаете и моете вообще, то есть эффект тот же самый, запаха вообще нет никакого. Для того, чтобы спать дальше в этой спальне, где был стресс, надо тщательно вымыть все предметы, и стены, и потолок, всё сбрызнуть с коровьим навозом. Это надо так сделать, чтобы там не сильно всё было грязно. Прямо по чуть-чуть там, чуть-чуть. Я во Вриндаване был у одного святого, у него комната, в которой он живёт, он живёт в монастыре, и там комната, у него вот таким слоем обмазана коровьим навозом. И когда я к нему в комнату зашёл, у меня такое ощущение было, как будто я попал в рай. Это столько лёгкость внутри, столько счастья, понимаете? Такое ощущение, как будто ты… Вообще здесь нет никакой скверной, абсолютной чистота, понимаете? Я мечтаю себе такую же комнату сделать когда-нибудь в жизни, чтобы со всех сторон коровьим навоз вот такой слой был. Здорово, хорошая вещь. Реально люди так и жили. Даже, допустим, у вас, в вашей культуре, люди долгое время тоже так же обмазывали пол коровьим навозом, понимаете? Мы просто забыли это всё, мы не понимаем важности этого всего, но люди-то знали. Они делали так, и это помогало в жизни очень сильно. Если у вас в деревне есть какой-то дом, вы можете пол толстым слоем коровьего навоза, он высохнет корочкой такой и будет такой, как земля, как будто землёй покрыт. Знаете, как там будет хорошо? Там зимой будет такое приятное тепло, от него идти, а летом прохлада. И вы будете чувствовать, что когда вы садитесь на этот пол из коровьего навоза, у вас будет в уме спокойствие, тишина такая, лёгкость, и вы будете обретать мир внутри себя. Это очень важно, какие вещи иметь, соприкасаться с таким жизнью. Это очень сильно снимает, кстати, стресс. Если поспать на таком полу недельку, то можно из стресса выйти спокойно. Это всё очень ценное знание, которое мы должны приобретать в своей жизни. Аюрведические лекарства все готовятся на коровьем навозе. Когда лепёшку коровью сжигаешь, то происходит очищение от пространства. Все благовония, которые вы жгёте, они состоят, кстати сказать, из коровьего навоза. Там чуть-чуть просто пыльцы, вот эти. Почему оно чёрное, это благовоние? Потому что такого цвета коровьего навоза. Всё это благовоние состоит из коровьего навоза, и там где-то процентов 10 пыльцы растения. И она даёт такой запах. Коровий навоз, он очищает пространство. Он горит тоже. Коровий навоз, он горит. И им топят печки даже иногда. Туда добавляют. Я это в своё время называл «трава номер один». Людям надо как-то давать. То есть я внутрь давал по крошке, и говорю, поите траву номер один. Он говорит, а что это трава? Я говорю, особый состав. Коровий навоз, если пить маленькими крошками, он вылечивает аллергию, тяжёлые кожные болезни, может реально толчок к лечению тяжёлых кожных болезней дать. Если человек постоянно жар в теле, ему очень жарко жить, то тоже помогает. И я в Индии спас жизнь нескольким людям, которые упали. Просто я жил летом один раз в Индии, и обычно я когда ходил, бывало так, что в такое знойное время, и я носил с собой коровий навоз, чтобы если меня перегревать начнёт, чтобы себе быстро намазать лоб. Потому что эффект наступал немедленно, в доли секунды, и сразу такое охлаждение по телу шло. И несколько раз падали люди, лежали на земле передо мной. Допустим, я иду, он лежит, человек. Ну представьте, 50 градусов жары, там 55. Человек лежит, и раз его просто обмазываешь коровьим навозом. И тут же он прямо такой раз, а не индусы, они же понимают. Он раз такой, как бы его обмажешь, он такой раз в себя пришёл, смотрит, ну весь он в коровьем навозе. Весь. С головы до ног. Приятная неожиданность, да? Так вот, индус, когда очнулся в таком состоянии, вот такой смотрит на меня, такой подошёл ко мне, вот так вот. Знаете, с такой глубокой благодарностью, что я это сделал ему, вот так он ко мне. И пошёл так в этом навозе, пошёл дальше. Он спасает жизнь иногда. У меня такой случай был. Со мной рядом жила одна женщина, и у неё был такой непосредливый сын. Он учился в индийской школе, постоянно задирался ко всем. Его разок так побили, что он упал затылком. И у него произошло тяжелейшее сотрясение мозга, при котором начался отёк мозга, и он ослеп. То есть, когда его принесли домой, то, то есть она в шоке была, не знала, что делать. То есть ребёнок постепенно уходил. Сначала ослеп, потом дышать начал плохо. Ну реально, ещё час, и он бы просто умер. Я взял просто, обмазал его всего коровьем навозом, и прямо вот в носки взяли мы, и прямо огромное количество коровьем навоза, чтобы ноги у него в этом коровьем навозе были. И он буквально через 10 минут он начал видеть, то есть он пришёл в себя, и через 2 часа где-то он уже в сознании был. У него отёк мозга полностью прошёл. То есть это подействовало быстрее, чем любое лекарство, которое может быть. Обычно такой отёк не снимается быстро. То есть человек реально восстановился. Через неделю он уже бегал. Вот такой случай в жизни. Ладно, это отступление немножко от темы. Хорошо, у нас осталось мало времени. В принципе, может быть, побольше поотвечаем на вопросы, потому что вопросов накопилось достаточно много. Если появился мужчина, который помогает выйти из стресса, что потом делать с ним, когда стресс прошёл? Это, знаете, ну погоди, в мультфильме, когда волка спас этот барсук, вот его качает, качает, волк очнулся, так ногами его, хлоп-бысь, и он улетел. Волк такой в катер сел. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пасно. Отцы. Что делать с ним? Вы знаете, вы не беспокойтесь на этот счёт. Может, это ваша судьба, откуда вы знаете. На самом деле, просто вы с человеком сошлись, побыли рядом. Если вы чувствуете, что не ваш человек, он же то же самое чувствует, понимаете? Там другого ничего не будет. Ну просто как друзья разошлись и всё. Что делать с ним? Ничего не надо делать. Пусть живёт. Не снятся сны вообще. Засыпаю очень быстро. Хорошо. Классно. Если мужчина не хочет брать на себя ответственность за руководство в семье, то женщине волей-неволей приходится брать эту ответственность на себя. Что, в свою очередь, раздражает мужчину? Что делать? Носиться с ним, как с ребёнком, или стараться избавиться от такой психологической обузы? В смысле, что значит избавиться от психологической? Я, говорит, сказал, что тебя за ногу держит этот Шварценеггер. Я, говорит, обещал тебя, что тебя отпущу. Да, я тебя отпускаю. В обрыв тут полетел. Что, говорит, обузы делать психологические? Отпустить. Вы понимаете такую вещь, что речь-то идёт о карме? Это же не то, что там конфетки. Мы конфетки не поделили. И что нам теперь делать? То ли подраться, то ли себе конфетки взять, то ли ему отдать. Понимаете, речь идёт не о детском саде, а речь идёт о жизни. Если вам попался мужчина, который не может выполнять свои обязанности, а вы женщина, которая больше на себя берёт, чем обычно должно быть, ну, значит, вы друг друга нашли. Значит, вы нашли друг друга, и что вам с ним делать? Типа я свою задачу выполнил, а пошёл вон. На самом деле вы должны понять такую вещь, что даже если ты начала делать как надо, это ещё не значит, что ты преодолела плохую карму. Это только начало твоего пути. А то сразу прям захотелось, чтобы он немедленно стал хорошим. Это не факт, что он сразу станет хорошим. Понимаете, каждому человеку нужно время исправиться. Мы такие шустрые. Вот чуть-чуть мы начали хорошо делать правильно. Все сразу должны измениться. Ещё полгода пройдёт, может, чуть больше, чем он начнёт меняться. Надо ждать. Но не факт, что вы прям совсем правильно себя ведёте, не факт, что вы даёте ему возможность и инициативу в руки. Понимаете, в чём же идея эта заключается, если женщина, допустим, встретилась с таким мужчиной? Она должна терпеть, терпеливо жить при тех обстоятельствах, в которые она попала. Вот как себя такой мужчина ведёт? Она им говорит, у нас в семье денег нет. Он говорит, ага, у нас в семье денег нет. Она говорит, мы с голоду скоро помрём. Он говорит, да, скоро с голоду помрём. То есть он вот такой. То есть он так же ведёт себя, точно так же, как она. И надо по-женски продолжать. Ну, значит, мы помрём. И он репу чешет. Ну, значит, помрём. Надо победить, понимаете? То есть женщина должна быть, как женщина, продолжать. Пускай он загонит семью в самые тяжёлые условия. Потому что после этого начнётся что? То есть он рано или поздно возьмёт на себя хотя бы чуть-чуть ответственности. Дальше больше, больше. И так начнётся его раскачка. И при этом надо его подбодврять. Не грызть его надо. Я такой мужчина, как меня вообще. А надо его подбодрять. Говорит, ну давай, раскачивайся, Семёныч, давай. Пытайся, давай. На работу как-то силы наберись. На работу пойти, устройся, давай. Давай, попытайся. То есть она должна заботиться. Она должна принять свою судьбу. Не то, что у нас денег не хватает, я пойду пахать, всё. От этого карма не изменится. Потом пошёл вон, ты не можешь зарабатывать. То есть от этого карма не изменится. Женщина должна вести себя по-женски. Допустим, денег не хватает, она идёт, работает больше. Что её ведёт? Жадность по жизни. Она хочет помочь близкому человеку? Нет. Почему он ей такой попался? Потому что ей так вот суждено по судьбе. Жадной женщине пассивный мужчина достаётся. Это обычная ситуация в жизни. Надо просто её понять. И надо отказаться от своей жадности. Во имя воспитания близкого человека надо работать поменьше. Больше вкладывать сил в мужа стараться. И так далее. Тяжело. Вот это вот и есть настоящая жизнь. Она всегда сначала очень тяжелая. Сначала идёт яд. Женщина думает, да это вообще невозможно. То, что он говорит, это вообще просто нереально в моей жизни. Что, я должна всё бросить там и любить этого тунеядца? А вот в этом заключается идея преодоления плохой кармы. Человек должен действовать не так, как обычно хочется действовать. Он должен действовать как надо. И это действие, оно очень тяжело. То есть первый шаг очень тружен. Сначала идёт яд. Потом постепенно раскачивается, раскачивается, раскачивается. И всё больше и больше он начинает работать сам. Больше, больше, больше. А жена вкладывает в него свои силы. И таким образом она постепенно из него делает мужчину. Ну хорошо, не можете, допустим, вы сразу так себя вести? Ну вдохновляйте его работать. Не надо только работать больше. Понимаете, вот этого... Ты, допустим, получаешь зарплату больше, чем муж. Хорошо. Вдохновляй мужа, чтобы он хорошо работал. Вдохновляй. Если не можешь, не надо работать ещё больше. Вот это вот является уже преступлением перед своей судьбой. Работай. Сколько можешь работать, зарабатывай, сколько зарабатываешь без напряжения. Бывает так, что у женщины карма лучше на деньги. И она не напрягаясь, зарабатывает больше, чем муж. Но муж зато не зарабатывая, он там семью содержит строгости и так далее, он много других мужских функций выполняет. Не обязательно, что деньги являются... Или он духовной практикой сильно занимается, ведёт за собой всех вокруг. Не обязательно, что ему надо много зарабатывать. Может быть, он зарабатывает меньше, зато больше другого мужского делает. Но если он вообще ничего мужского не делает, значит, не надо больше ещё зарабатывать. Это неправильно. Это приведёт к разрушению всю семью. То есть это идёт под откос всё, понимаете, вся жизнь. Потому что женщина перестаёт быть женщиной, а звереет. Она становится жестокой. Когда женщина выполняет мужские обязанности, она становится жестокой. Вы знаете о том, что, когда, допустим, муж жестокий, мужчина жестокий, он может быстро смягчиться. Но когда женщина становится жестокой, она как топор, понимаете, который только рубит и всё. Женщина в состоянии, вот когда по-мужски она себя ведёт, если женщина, допустим, становится палачом, это самый ужасный палач, который только может быть. Если женщина становится, допустим, танкистом, этот танк надо обходить за километр. Понимаете? То есть у неё вот эти качества, они проявляются очень ужасно в женщине. Вот эти вот мужские качества проявляются ужасно в женском теле. Поэтому женщина не должна развивать все мужские качества, потому что это ни к чему хорошему вообще не приводит. Это ужасно на самом деле. Моя учительница 7 лет судится за наследство мужа. Настроение очень негативно и пессимистично. Отвергает любые духовные практики. Хочу ей помочь, не знаю как. Дайте лекции послушать. В некоторых бытует такое мнение, ощущение, что они вообще могут кому-то помочь. Да никому мы не можем помочь. Просто дайте лекции послушать, и всё, Бог поможет. Дайте им возможность просто помочь самим себе. Человек может не означать там начать лекции слушать, и всё, и дальше жизнь поменяется. Не надо пытаться самому помочь. Не впихивайте лекции. Просто предложите, дайте просто подарить на день рождения хороший способ помочь. Просто подарите лекцию, и всё, человеку. Скажите, что это мне помогло, я считаю, что тебе это тоже нужно, и всё. Эта женщина катится к стрессу, ей нужно дойти до него, чтобы что-то понять. Иногда человек через знания приходит, а иногда через страдания. Чаще всего люди выбирают путь страдания, потому что они не хотят в своей жизни ничего менять, к сожалению. И мы не можем их это заставить сделать. Назначена операция, можно ли подойти к вам с вопросом о благоприятном или неблагоприятном времени для этого. Здесь есть астрологи и много хороших астрологов Риги. Вам надо подойти к ним и спросить об этом. Лучше сделать хороший гороскоп, чем просто спросить меня. Это лучше сделать. Делать гороскопы, есть мухурты там благоприятные, надо просто их спросить, и вам скажут это всё. Не нужно пренебрегать тем, что уже есть. Есть такое понятие, что нет пророка в своём Отечестве, понимаете? Это даже Иисус Христос как бы это понимал. Даже его не признавали в своём Отечестве пророком, понимаете? И у вас тоже есть замечательные астрологи. И почему вы их не признаёте? Надо признавать и советоваться с ними. Если со стороны матери ребёнок не был желанным из-за плохих отношений с мужем, значит ли это, что у ребёнка по жизни будут всегда проблемы с противоположным полом? В общем-то, вы правы. Но вы должны понять одну вещь, что всегда рождение ребёнка указывает на его карму. Если у отца были проблемы, скорее вот так надо ставить вопрос, у отца были проблемы с женой, это значит, что у него будут проблемы с женой. Это факт, это указывает на совпадение кармы. Но это всего лишь значит на то, что тяжёлая карма. Но это ещё не значит, что дальше будет. Если вы поможете своему ребёнку и сделаете его жизнь правильной, он с этой тяжёлой кармой может справиться, ибо у него будет нормальная семья. Не означает всегда, что карма тяжёлая, значит, всё в жизни будет рушиться. Это не факт. Это неправильное понимание вещей абсолютно. Понимаете, надо просто по-другому всё. Надо понимать, что есть трудность такая, да, у него в жизни, но это не значит, что он будет несчастным человеком. В чём может быть причина нейродермита начался в возрасте одного года. Все заболевания кожные связаны с излишним злоупотреблением половой жизни в прошлой жизни. Так говорят веды. То есть разные варианты. Потому что кожа связана сильно с половым чувством. Половое чувство основано на тактильной чувствительности. Поэтому тактильная чувствительность, тактильное чувство — это та сила, через которую карма в кожу идёт. Понимаете? То есть мы живём тактильным чувством, всё, что мы им делаем, потом дальше за это надо платить. И расплата идёт тоже через кожу. Понимаете? Поэтому если человек наслаждался сексом излишне и неправильно, значит в следующей жизни у него кожная болезнь может развиться. Как работать с Витилиго? Я не могу сказать, что у нас есть какие-то результаты с Витилиго. И не потому, что мы можем его вылечить, а по той причине, что эта болезнь лечится долго, и люди не хотят так долго лечиться. То есть она медленно развивается и медленно потом лечится. Поэтому я только человеку поставлю камни и говорю, только через полгода можно увидеть, помогает вам или нет. Если не помогает, мы что-то поменяем, опять будем полгода ждать. Люди на это не соглашаются. Они говорят, я быстрее где-то буду лечиться. То есть, ну, пожалуйста, ищите. То есть эта болезнь медленно лечится, поэтому её трудно лечить, из-за того, что люди хотят быстро, а быстро не бывает в этом случае. То есть я считаю, это очень тяжелой болезнь, которую тяжело вылечить, поэтому я могу только камнями её лечить. Мальчик 7 лет начал непроизвольно сильно сжимать глаза. Это стресс, однозначно, что это стресс. Это стресс по Сатурну, и в этом случае помогает масляный массаж, помогает ветки деревьев, помогает йога, помогает спокойная обстановка. Но самое лучшее, это вот если вы ничего не знаете, занимайтесь йогой, то есть по час, по полтора в день, пускай упражнения статические делают, расслабят психику. Можно камни ставить, какие-то изумруды, допустим, на средний палец левой руки тоже может расслабить. Это болезнь, это стресс, и надо его лечить. Фурункулёз, причины возникновения. 90% причины – это сладкая или очень много мучной пищи на ночь, ну, после 6 вечера. 90% причины фурункулёза. Иногда возникает из-за того, что очень жарко, жар лишний, излишний в теле. Для этого надо охлаждающими мазями мазаться. Когда солнце начинает восходить после 22 декабря, то у людей перегружается, начинает перебор пита идти. И максимум это возникает где-то в марте месяце. Самая максимальная пита начинает выходить. Фурункулёзы эти все возникают из-за этого, из-за того, что огонь накапливается. Огонь и токсины одновременно. Огонь и капха даёт результат такой совместный. Ну, фурункул вылазит. Надо делать так, чтобы жара излишнего в теле не было и стараться поститься. Когда весной, стараться, допустим, несколько раз попоститься в месяц, чтобы капха вся вышла из тела. Мой отец курил 48 лет. Три недели назад он эту привычку бросил, в том числе прослушав вашу лекцию и т.д. Хорошо. Сейчас у него сильная простуда и болит горло, как ангина. Психологически состояние хорошее. Надо маслом обтираться. Надо взять масел, накупить разных в магазине и понюхать левой нозревой все эти масла. Если запах будет нейтральный или ещё лучше свежий, или он такой будет приятно освежающий, прохладный, это значит, что это масло подходит. Им надо мазаться и выбрать или вечером, или утро, каждый день. То есть у него перевозбуждена дошавата, очевидно, после курения. Когда человек бросает курить, у него дошавата выходит из равновесия, если резко. Вот это надо делать. И йогой можно заниматься тоже. Вы говорите, что для женщин очень важна семья. Но можно прожить жизнь одной и не деградировать, и не пасть в депрессию. Или что делать, если живёшь одна уже очень долго, привыкла к этому состоянию, и потом счастья хватает, и деньги очень часто с небес валятся, а мужчины не валятся. Я уже стараюсь, 20-й год мне 40, и с тех пор, как я услышал ваши лекции, я очень стараюсь. Но такого долгого и неудачного проекта мне ещё никогда не было. Что делать? Руку поднимите. Ну не стесняйтесь. Я посмотрю, что делать. Я же не могу так попозже. Это вы, да? Так, сейчас подумаем, что делать. У вас очень холодная луна. Вам надо знакомиться с человеком, дружить с ним где-то год, и после этого вы сможете с ним создать семью только. У вас есть, на самом деле, отношения с мужчинами, это ложь, что у вас нет. Просто вы не знаете, как их развивать. Вам надо с человеком долгое время дружить, а потом постепенно с ним создастся семья. Понятно? Вы неправильно подходите, вы хотите слишком быстро, понимаете? У вас в этом ошибка. У вас Венера очень такая зажигательная, вы хотите быстро любви, а у вас никогда не получится. Это невозможно по вашей судьбе. Это ошибка понимания себя. Поэтому помните, утром я на лекции говорил, женщина должна сначала понять себя, а потом в её жизни будет счастье. Вот этот человек не понял себя, поэтому столько мучений. Надо понять себя, как действует психика своя собственная, и тогда будет хороший результат. как лучше всего избавиться от зависимости в еде. Есть хочется всегда. Не что попало, а что-нибудь вкусненькое. Откуда корни у такого рода зависимости? Женщина написала, так вот, знаете, что корни такого рода зависимости кроются в депрессии. Иногда депрессия выражается именно таким образом, что человек не может перестать есть. Это стресс, в котором вы находитесь. И также знайте, что любой женщине всегда хочется чуть-чуть кушать вкусненькое. Поэтому женщины, в принципе, им позволительно перекусывать так, чуть-чуть что-нибудь жевать. Позволительно, потому что чувства очень не контролируются, и позволительно чуть-чуть сладенькое. Но жевать сладенькое лучше в первой половине дня, а второй лучше водичку пить, если что-то хочется в рот положить. То есть женщинам не всегда нужно соблюдать строгий режим дня, там какое-то, допустим, питание. Но имеется в виду, что не надо на ночь с вечером сладкое зерновое есть по-любому. Фруктовые соки можно лучше всего пить во второй половине дня, когда солнце как бы уже садится, а с утра хорошо пить у тех людей, которым жарко жить. Если человек холодную природу имеет, фруктовые соки с утра вообще лучше не пить. Два года назад выпали брови и лесницы. Что это может означать? Это означает гормональные расстройства. То есть когда выпадают волосы, означает, что надпочечники очень слабо работают. Человек должен примерно по полчаса или сорок минут в день сидеть в таком упражнении, поза алмаза называется. Он садится на голени и сидит прямо вот так вот. И лучше всего молитву в этом положении выполнять. И надпочечники начинают постепенно работать, и брови начинают вырастать. За что всё не берётся, человек всё ломается. Машина, электроприборы. Отчего так происходит? Это плохая карма, связанная с Марсом. Если, допустим, у человека Марс плохой, у меня в группе, у меня такой студент был, ученик, у него тоже такое было. Я это очень хорошо прочувствовал. Только у него не всё ломалось, а у него он всегда сталкивался с милицией в жизни. Ну всегда, то есть милиция всегда. Допустим, на стройку пошёл пописать, допустим, ну то есть писать хотел сильно, смотрит стройка. Пошёл на стройку пописать, пописал сзади такой ему. Где сюда? Милиционер. 200 рублей штраф. Ну вот такой вот человек. Постоянно какие-то проблемы. Это карма так действует, с этим ничего не сделаешь. Что Эльгар-Веда говорит о лишнем весе и как с ним бороться? Связано это ли с кармой? Это не с кармой связано, а с кормом. И бороться надо не с лишним весом, а с кормом, и не с кармой. Существует такой механизм. Если человек очень сильно привязан к материальному в жизни, а духовные цели он не может к себе привязать, то в этом случае, когда вот эта сильная жадность, как бы привязанность к материальному, она не удовлетворяется, то человеку надо этот недостаток в тонкой энергии как-то восполнять. Когда у человека желания очень сильные, вот, ему хочется очень сильно чего-то в жизни, а получить он не может, тогда у него истощается очень сильно тонкое тело от этого. И он должен кушать очень много от этого, понимаете, заедать, есть, есть, есть. И чем больше жадность, тем больше у него как бы его распирает тонкое тело. Это бывает с прошлой жизни, как болезнь. Человек даже уже, допустим, ничего не хочет, никакой жадности у него нет. Но так как у него вот эта вот еще энергия остаточная осталась в прошлой жизни, то его постоянно пучит, то есть его распирает, распирает. Такой человек очень должен много для людей делать. Он должен готовить пищу, распространять, должен как бы избавиться от этой энергии, которая в него тянет лишний вес. То есть он должен как бы стараться жить очень так, бескорыстной жизнью. Когда он так настраивается, то его начинает постепенно уменьшать. Мы научились с помощью камней жарить его форм внутренней. Ну то есть поджаривать человека научились, чтобы все ухудело, уменьшалось. Но все равно без того, что я сказал, все равно ничего невозможно изменить в этой ситуации. Бывает так, что человек вот совсем мало ест, у него все в жир идет. В этой ситуации всегда однозначно есть одно правило. Человек должен основное количество пищи съедать до 11 утра. Вот если он, допустим, кушает все до 11 утра, и потом вообще ничего не кушает. Допустим, ему хочется много покушать, кушай много в 11 утра. Нет проблем. Вот наедайся до отвала. Сколько можешь. Но потом вообще не надо. Водичку одну пей и будешь худеть все равно. Это тоже хорошо помогает. Назовите, пожалуйста, имена хороших астрологов Риги. Я всех не знаю. Я знаю Руслана Нарушевича. Это мой друг, хороший астролог. Он хороший человек и хороший астролог. Как отличить плохое отношение к тебе, окружающих? Это проявилась твоя плохая карма через окружающие? Или ты неправильно себя ведёшь и это не понимаешь? Как отличить, что вот плохая карма пришла в жизнь или это результат твоих поступков? Как отличить одно от другого? Почему к тебе плохие люди плохо относятся? Вы знаете, на самом деле всегда, чтобы что-то определить в своей жизни, надо всегда советоваться вот здесь. Там находится память. Когда, допустим, человек поступил плохо по отношению к вам, и вы должны спросить здесь, за что? И оттуда сразу откликнется. Потому что если вы искренне спрашиваете, оттуда откликается. И что откликнется? Вы вспоминаете, что вы совершили какой-то поступок, допустим. И результат этого поступка, вот пришло вот это. И надо этому поверить. Вот то, что первое это чувство пришло, надо понять, вот так оно и есть на самом деле. Надо принять это. Потому что второй раз, если вы будете говорить, ну это же неправда, ну я не виноват, ну почему так? Тогда ничего дальше не будет. Первое чувство является главным. Если вы спросили, за что, и вам ничего, событие никакое не пришло, но вам ответ такой пришёл, задело, значит, ну такое, что, ну да, за что-то. Это значит, с прошлой жизни. Понимаете? То есть всегда, когда человек получил что-то в жизни, надо спрашивать. Но спрашивать надо в спокойном уме. Прежде чем спросить, надо успокоить своё, надо долго молиться. И когда вы уже простите этого человека, он уже вас не беспокоит, спокойно вы относитесь к тому, что произошло, вы должны дальше теперь спросить, а за что вот это у меня произошло? И тогда придёт спокойный, ясный ответ. Иногда такие ответы дают люди, которые предназначены для этого. Есть как скорая помощь, есть люди, которые жили на земле и живут сейчас в тонких телах, для того, чтобы мудрецы, великие святые, для того, чтобы нам помогать. Например, Святая Матрона. Знаете? Есть изображение. В Москве есть её мощи. Если вы, допустим, себе поставите её иконку дома и спросите её, допустим, за что мне вот это событие, сразу получите ответ. Она настолько мощно помогает всем, вот сейчас это очень проявлено в атмосфере. Она сразу говорит, вот так-то и так-то, и всё. И это правда сбывается потом. Или, допустим, довёл, допустим, муж до последнего уже, до ручки, не зная, что делать, или жена довела. Надо спросить, бросать или нет. Уходить я уже не могу, всё. И она, допустим, говорит, не бросай, исправится. Точно. Так получается. Поэтому у мудрых людей надо спрашивать даже по фотографии. Это работает. Ну, то есть, есть святые, которые так помогают человеку. Надо искать таких святых, у вас тоже может быть куча таких людей святых. Вот. Есть различные святые, которые вот предназначены для того, чтобы нам помогать в жизни. Это очень работает хорошо. Работаю с партнёрами около 10 лет. Были разногласия, но всегда приходили к соглашению. Ситуация так напрягалась, что принял решение выйти из бизнеса. Есть другой, достаточный материальный доход. В коллектив сотрудники расстроились. Думаю, что искренне и просят остаться. Да и самому без них будет уже хуже, уже морально. Пообещал остаться и найти понимание с партнёрами. Коллектив рад. Боюсь выглядеть в глазах партнёров слабаком. Ушёл, вернулся, но думаю, справлюсь. Правильно ли я поступил? Стресс по Меркурию или Венера? Поясните, пожалуйста. Стресс по Меркурию. В семье всё прекрасно, Андрей. Это стресс по Меркурию. Поступил правильно. Надо предупредить партнёров, что в ближайшее время не надо сильно его загружать, особенно проблемами, потому что в это время стресс по Меркурию ещё не закончился. В это время могут быть какие-то трудности. Это стресс по Меркурию где-то второй степени, но не больше. Или может быть даже третий, но вряд ли. То есть, скорее всего, второй. И он долго не продлится. Я так по письму почувствовал месяца три где-то. И абсолютно правильный поступок указывает на очень правильный подход к жизни. Никогда никого не надо бросать, особенно если люди просят вернуться. Это благоприятный очень знак. И также надо что-то им сказать о том, что вот надо сейчас в какое-то время не надо меня сильно трогать, чтобы я вышел из этого состояния. Потому что, с другой стороны, если вас нагрузит работа, и произойдёт дальше, уже серьёзный срыв. То есть, надо им сказать, что я какое-то время не могу работать. Мне нужно, ну так сильно, мне нужно отдохнуть. Нужно время. Люди должны понимать, что существует такое понятие, что иногда человеку нужен отдых. Это очень важно. Как добиться того, чтобы с фонтанно реагировали не по привычке, а разумно? Как возродить утраченные в жизни социуме способность реагировать спонтанно по природе, быть как ребёнком в искреннем проявлении? Знаете, люди часто хотят результатов. И это является в корне неправильным настроем вообще по жизни. Меня часто спрашивают, как запрыгнуть на девятый этаж. И ответ очень простой. Чтобы запрыгнуть на девятый этаж, надо идти пешком, начиная с первой ступеньки. Понимаете, есть две категории людей. Одни из них неудачники, а вторые успешные люди. Как живут успешные люди? Успешные люди, они не думают, они хотят на девятый этаж, но они понимают, что цель очень-очень труднодостижимая. И надо ждать годы. И они просто тихонечко идут по ступенькам, спокойно идут. Одна ступенька, вторая, третья. И они не думают об этом, о том, спонтанность какая-то, их не интересует. Их интересует, что вот хотя бы я чуть-чуть вот так научился делать, и то хорошо. Понимаете? То есть вот в этом является глубочайшая мудрость. Допустим, если человек просто спокойно, смиренно идёт по ступенькам своей судьбы, ну допустим, он решил научиться лечить людей. как вот научиться лечить людей так, как вы, допустим, сразу. А я вот так никогда не учился. Я просто делал то, что мог, всегда спокойно лечил от одного метода к другому, пытался изучить, всё понять. Так шло движение, годы. Вот. И никакого такого не было, чтобы сразу-раз научился, понимаете? Родить тоже сразу не придётся, надо 9 месяцев ходить. Чтобы что-то хорошее сделать, надо ждать, вынашивать, понимаете? Поэтому самый правильный ответ заключается в том, что сама идея ваша неправильная. Вы задали вопрос и с неправильной идеей. Вы не добьётесь с этим пониманием вещей ничего в жизни, потому что человек должен спрашивать не о том, как сразу вот стать таким, а о том, какой выбрать путь, чтобы победить себя. Надо выбирать очень спокойный, методичный путь. Человек должен научиться сначала соблюдать режим дня, постоянно стабильно. Потом он должен научиться, когда он уже может соблюдать режим дня, дальше следующий этап его жизни. Он должен научиться настрой произносить по утрам или молитву. Когда он это научился, следующий этап его жизни. Надо научиться влиять на своё желание кушать. То есть надо кушать то, что положено есть, а не то, что хочется. Понимаете? Потому что если хочется мяса, это ещё не значит, что это положено есть. Это по судьбе, то, что принесёт счастье. То есть когда человек уже научился кушать то, что нужно, то, что принесёт ему счастье, дальше он следующим этапом в своей жизни он должен начать работать со своими взаимоотношениями с людьми, потому что с этого этапа он может уже повлиять на свои отношения с окружающими людьми. И он должен вырабатывать очень стойко, трудиться над тем, чтобы правильно обращаться с людьми, чтобы всегда вести себя с ними в любых ситуациях правильно. Вот когда он научился с людьми обращаться правильно, только на этом этапе он должен начать работать над собой. То есть он должен начать украшать себя как Личность, к себе обратиться, то есть начать себя. То есть до этого он как бы в взаимоотношениях работал, а теперь он должен уже переосмыслять, как жить и вообще в целом и так далее. Есть этапы, понимаете, это ступеньки. Если человек сразу решил себе изменять черты характера, это невозможно. Он не сможет этого сделать, потому что это очень тяжелый труд, который даже не под силу понять, как это делать, не то, что там изменять их. Поэтому первое, что надо сделать, это начать вставать раньше шести утра. Допустим, человек задает вопрос, как стать героем? И он говорит, я хочу стать героем, скажите мне, как стать героем? Я ему говорю, начните вставать раньше шести утра. Ну не. Как запрыгнуть на девятый этаж? На первый этаж, на первую ступеньку. Ну это неинтересно, ну что, раньше шести утра, какой героизм? Это является ключом к успеху. Такая жизнь дает успех, а не какая-то другая. Другая жизнь успеха не даст. Надо сначала сделать первый шаг, потом второй, и так идти потихоньку дальше по судьбе. Какие еще вопросы? Есть ли тупик в отношениях с 18-летним сыном? Мне кажется, он хочет все получить, но ничего в ответ не давать. Вернее, сам ничего не желает делать, учиться, убирать за собой, демонстративно все разбрасывает. Может, это связано с тем, что у меня другой мужчина, и у них не складываются отношения? Конечно, это с этим в какой-то степени сквязно, но потому что мальчику всегда нужен отец, который будет его гонять по подоконникам. Но самое главное, вы должны понять одну вещь, что любой мальчик, любой мальчик, который воспитывается в семье до 18 лет, он начинает наглеть. Это просто мужская природа, то есть мужская природа господствовать. И когда, допустим, некому гонять его, некому ему строго сказать, иди работай, то он просто начинает наглеть. И что сделать с таким молодым человеком? Женщина должна проявить женские качества. Она должна плакать, говорить ему о том, что ты что же со мной делаешь, сынок. То есть вызвать его как-то вот чувством. Если он не поддается, он говорит, ну ничего, мам, перетерпишь, там и все прочее. Тогда надо его просто попросить из дома. Сказать, сынок, пожми где-нибудь в другом месте. Я женщина, я слабая, я не могу тебя всю жизнь кормить. Ты уже большой, ты должен сам работать, найти себе работу и работать. Или учиться. Если ты никуда не хочешь, ни на работу, ни на учебу, тогда я тебе ставлю условие, что ты должен в течение трех месяцев найти себе, или лучше двух месяцев, найти себе работу или решить, куда ты пойдешь учиться. Если ты этого не сделаешь, тогда я прошу тебя, найди себе место, где жить в другом месте. Это будет правильное решение так сделать. Потому что если женщина так поступит, то она таким образом даст ему возможность быть человеком. Потому что если она так не поступит, она его полностью гробит, она сделает из него просто свинтуса, понимаете, который будет кровь сосать из нее всю жизнь. Потому что если человек до 25 лет не стал нормальным человеком, дальше уже ему очень трудно поменять свою жизнь. То 25 лет мужчина психика меняется, потом она начинает уже в одном ритме двигаться. Поэтому 18 лет самое время его немножко подпнуть, чтобы он начал сам себе на жизнь зарабатывать. Иначе если вы этого не сделаете, вы угробите его жизнь. Это как раз тот случай, когда женщина сильно привязана к своему сыну и избаловала его до последней степени, что он стал просто трудным. Поэтому надо просто взять теперь его от себя оторвать, называется оторвать от сиськи, мягко выражаясь, и в жизнь его бросить. Плыви, сынок, не захлебнись. И тогда он не захлебнется. Почему? Потому что вовремя. Муж ушел в другую семью три года назад, но все это время не дает покоя мне и нашим детям. Воюет, отобрал все, что мог, но никак не успокаивается. Мне он глубоко, безразличен, но жить не дает, хочется с ним что-то сделать. У нас трое детей, и не хочу портить карму детям, но возращивать с ним отношения невозможно. Что делать? Бывает так, что муж очень жестоко бросает свою жену, то есть просто по-хамски, по-свински бросает ее и потом делает вид, что все нормально, все классно, приходит, как будто бы ничего не произошло. И делает вид, что все классно, что типа я тебя не любил, поэтому я тебя бросаю, ничего страшного не произошло, все классно, я просто должен быть счастливым и так далее. Такому мужчине, который так поступил, нужно показать стеночку. Каждый человек, который совершил подлость, нуждается в наказании. Бывает так, что женщина должна этого человека наказать, его собственная жена. И она должна это сделать. Она должна поставить между ними стенку очень жесткую и не дать ему возможность ни с кем общаться. Этот человек должен раскаяться в своем поступке. Пока он не раскается и не поймет свое место в жизни, что он подло поступил и он должен за это ответить, никаких отношений нормальных не будет. Этот человек, если начал сосать кровь, он уже не может остановиться, его надо заставить прекратить это делать. В карме существует такой закон. Если человек совершил подлость, сам он остановиться не может. Так природа работает. Его должен кто-то остановить. Понимаете? И в данном случае, когда муж совершил подлость, кто его должен остановить? Жена. Поэтому она должна заставить его… То есть она должна изолировать себя полностью от этого человека, не пускать его, не созваниваться с ним, не общаться с ним. То есть жесткий запрет на контакт. Если он пытается навязываться, значит, надо применить силу других мужчин, с которым ты знакома, то есть заставить его мужской силой сказать, если ты еще сюда придешь, я тебе точечный массаж сделаю лица. Ну и что-то в этом роде, понимаете? То есть когда человек этого не понимает, надо ему сделать точечный массаж лица. И когда вот это происходит, такие вещи, то человек отрезляется, то есть он реально начинает понимать, что не все с коту-масленица, простите меня за выражение. Обычно говорят, не все коту-масленица. Иногда S хочется добавить. Так вот, идея в чем заключается? В том, что мы иногда по жизни обязаны человека наказывать. Даже если человек тебе родной, допустим, и, допустим, ты хочешь, чтобы у него в жизни все было хорошо, но если он поступил жестоко и подло, и он катится вниз в результате своего поступка, его надо просто с добрым сердцем наказать. Надо изолировать общение с ним и дать ему понять, кто он есть такой на самом деле. И когда ты таким образом поступаешь, то в результате он отрезляется и начинает, у него жизнь по-другому пойдет. Он, по крайней мере, свою судьбу может спасти. Он под откос не скатится совсем. Понимаете, ради этого человека надо взять просто и поставить сену и не дать ему возможность общаться, то есть игнорировать его, не общаться с ним. Но это не надо делать вечно. Когда человек раскается, дальше его надо пустить к детям, потому что дети нуждаются в отце и он должен общаться с ними. Но женщина, она не обязана больше перед ним прыгать. Она может создать свою семью новую и жить счастливо при этом. Работав свою карму, она может дальше идти по жизни, не обязательно ей оставаться одной. Но если она будет продолжать пускать его в свою жизнь, она себе нормального мужа никогда не найдет. Потому что у женщины есть такой психический эффект, если мужчина как-то проявляет внимание, у женщины остается краешек надежды. Даже если наглец такой, который испортил всю жизнь, он проявляет знаки внимания, значит, у женщины остается краешек надежды. И она даже понимает, что он никогда не вернется, и даже она не хочет, чтобы он возвращался, она все равно не сможет себе больше никого найти. Потому что отталкиваться будут, нормальные мужчины будут отталкиваться от нее. Поэтому она должна его отрезать от себя полностью и оставить, разорвать отношения внутренние, оставить эти отношения совсем, нисколько не оставлять в своем сердце их. И потом у нее будет нормальная жизнь уже счастливая. Иногда приходится наказывать людей, и в этом нет ничего плохого. Я носила контактные линзы 20 лет, без проблем. Сейчас глаза стали раздражаться, не могу носить больше двух часов. Это значит, что у вас идет плохой период, связанный с солнцем. Перестаньте носить контактные линзы срочно, иначе вы можете убить свои глаза. В этих состояниях, когда такое сильное раздражение идет, глаза нуждаются в отдыхе, и надо перестать носить обязательно эти линзы. И может быть, вам никогда в жизни уже не удастся их носить, потому что это опасно, уже значит, перегрузка произошла психическая. А может быть, когда-то вы сможете носить плохой период, кончится. Но если сейчас будете носить, вы убьете глаза себе. Если вы будете обезболивающие делать всякие лекарства, чтобы можно было носить, вы уничтожите глаза просто себе. Скажите, пожалуйста, что в ведах говорится о усыновлении, да? Существует семь матерей и пять отцов. Реально, то есть земля — мать, жена — наставника — мать, мать, которая дала рождение, мать — кормилица, которая вскормит ребёнка, грудью кормила, тоже мать, ему на всю жизнь. Дальше, та женщина, которая его ухаживала, заботилась о нём, тоже мать. Жена царя или правителя страны, тоже мать, считается для всех. И корова, тоже мать. Семь матерей, пять отцов. Отец, который отдал рождение, отец, который заботился, наставник, тоже отец, царь, правитель отец и священник местный, тоже отец. Пять отцов. Если вы берёте ребёнка, соответственно, воспитание, по ведам, вы становитесь матерью и отцом для него, настоящими. И это по судьбе положено. Но прежде, чем это сделать, вы должны понять, на что вы идёте. Если ребёнок попал в детдом, это значит, что у него уже есть какая-то тяжёлая, непреодолимая карма в жизни. И с одной стороны, этот человек будет очень трудно ему жить, с ним будет тяжело, его будет тяжело воспитывать. Но с другой стороны, если вы с этим справитесь, он может принести вам удачу в жизни. Потому что, если вы преодолеете его тяжёлую карму с помощью своего воспитания, то в этом случае вы также преодолеете свою тяжёлую карму бездетности. Поэтому не надо думать, что этот поступок такой легко можно избавиться от бездетности, взяв ребёнка из детдома. Надо понять, что такие дети всегда имеют очень тяжёлую судьбу и готовятся, что вы должны поделить с ними эту тяжесть в жизни. Если вы способны на это, тогда вы получите хорошую судьбу. Если нет, значит, вы испортите жизнь этому ребёнку и себе. И прежде, чем взять такого ребёнка на воспитание, надо советоваться с очень мудрыми людьми, подходит он вам по конституции психической или нет. Сердце вам подсказывает, ваш ребёнок или нет. Сердце должно к нему сразу появиться глубокое чувство. Это первое, что должно возникнуть. И должно обоих родителей это появиться чувство. В общем, с этим не надо торопиться. Это сложный момент в жизни. Если человек что-то делает и может это делать бескорыстно, он может это делать бескорыстно, имеется в виду не спать, не есть, а что-то делать для других бескорыстно, значит, это его деятельность. Например, надо взять ребёнку и спросить, ты хочешь, допустим, для бабушки спичь пирожок? Он говорит, не хочу. А хочешь, допустим, бабушки отвезти на самодель, асвале немножко строительных материалов для дома? Он говорит, хочу. И возит для бабушки строительные материалы целый день. Строит дом ей на машинке на своей. Это значит, его природа, этого человека. Значит, он может этим жизнью заниматься. Это точно, сто процентов это работает. Вот в том направлении, у котором человека психика накатана, он может это делать бескорыстно. Допустим, кто-то может готовить бескорыстно, он может, вот для всех ему хочется готовить. Это значит, это его природа, этого человека. Или он может бескорыстно, допустим, вылечить кого-то, это его природа, этого человека, значит. Понимаете, если он что-то может вот с удовольствием для других сделать в своей жизни, это значит, что-то его природа. И он никогда не пожалеет, если этим будет заниматься. Но есть люди, которые по природе всегда сомневаются, тем они занимаются или нет. Просто природа такая, Юпитер слабый и постоянные сомнения, тем я занимаюсь или не тем, тем или не тем. Это тоже природа. И не надо беспокоиться на этот счёт. Надо просто понять, что вот это утверждение является основой. Если вы можете с удовольствием что-то делать для людей, вам нравится не для себя именно, а для людей это делать, это значит, это ваша природа и ваш долг заниматься именно этим. Всё. Вот такой ответ. Очень простая формула. Попробуйте в жизни использовать это. Допустим, вам с удовольствием хочется всем давать консультации, но, допустим, готовить вам не хочется для всех. Тяжело, блин. Для себя-то еле-еле готовишь. Значит, готовить для всех это не ваша природа, а давать консультации ваша природа. Понимаете? Такая система. Что вы скажете о лечении псориаза? Очень тяжело лечить, даже камнями. Нам очень тяжело лечить псориаз по-любому. То есть это тяжело излечимая болезнь. Как быть, если ребёнок был не крещён после рождения? Удачны ли браки людей разных религий? Понимаете, некоторые люди думают, что всех надо грести под одну гребёнку. Понимаете? Ну, не крещён ещё дальше. Что, у него Бога в сердце нет, что ли, в этом случае? Он без Бога вырос, что ли? Ну, сводите в храм какой-нибудь человека. Ну, просто ему святой человек благословение свои даст, вот и всё. Он получил милость высших сил. Всё. Этого достаточно. Не надо думать, всё, кобылка моя выросла, некрещённая. Что теперь с ней делать? Ничего не делать, пускай пасётся. Всё нормально будет. Надо просто начать что-то делать для того, чтобы она развивалась духовно, и всё. Не надо бить тревогу. Надо просто жить спокойно дальше, и всё. Межрелигиозные браки могут быть удачными, если люди при этом трезво себя ведут. Женщина должна формально принять религию мужа и должна соблюдать все ритуалы. Если он просит свою религиозную одежду носить, надо носить. Если он просит в храм ходить, надо ходить. Но если у женщины есть в сердце какая-то вера, она должна её в своём сердце оставить и тихонечко поклоняться Богу, как она хочет, так, чтобы мужа не раздражать. Но при этом она должна всеми силами стараться мужу угодить в соблюдении ритуалов, потому что мужчине на самом деле не нужны сердца женщины. Ему не нужно, чтобы она верила в Бога так, как он хочет. Ему нужно просто, чтобы она поддержала его веру, понимаете? Чтобы она ему помогала в этом, способствовала, укрепляла его веру, вдохновляла его на свою веру, показывала, ритуалы совершала вместе, детям давала его веру и так далее. Но сама она, Бог, то есть Веда, говорится, сам человек сам считает, как ему верить в Бога. Никто не может принудить человека верить так, как ему не хочется. Но внешне женщина должна принять веру мужа. Если женщина идёт на это, в семье будет благодать. Если она сопротивляется, бунтует, значит, может семья развалиться. Иногда муж, допустим, желает веру жены принять. Ну, нормально, тогда тоже ещё лучше. Проблем вообще нет. Если бывший муж не может простить мне моё нежелание жить с ним, то как исправить свою карму, чтобы дети её не переняли. Общение с ним невозможно для меня, так как через два слова мы ругаемся из-за его нежелания что-либо принимать, ситуацию, такой, какая она есть. Но мне бы хотелось, чтобы он меня простил. Это стрессовая ситуация, реально. У людей нет совместимости по Меркурию, они не могут общаться совершенно. Ну, то есть, нет возможности жить вместе. А прощение нужно для того, чтобы дальше жить как-то. Женщина должна молиться Богу и просить у Него, чтобы этот человек её простил в жизни. И она должна на самом деле вытерпеть его всё равно. Она должна научиться терпеть его плохую речь и всё прочее. Она должна простить его сама. То есть, она сначала сама должна сделать шаг на встречу, должна принять его как человека, которому она должна что-то в жизни. То есть, она должна начать его уважать, его слова, его ругань эту всю. То есть, она должна его простить. А потом, когда она его простит, он как бы обмякнет психически и он станет способным её выслушать. То есть, когда у них ситуация до мира дойдёт, то есть, отношения до мира дойдут, она таким будет раскаиваться, раскаиваться перед ним. И постепенно он успокоится, погаснет и начнёт с ней возможность появиться у него делать диалог. И она в этом диалоге спокойно может ему за пять минут объяснить, что мы вместе жить не можем. Не можем просто и всё. И до него это дойдёт в этот момент. Он поймёт, что мы вместе жить не можем. И оступится тогда, отпустит её и как бы начнёт жить свою новую жизнь. Такие вещи возникают, когда женщина очень жестоко бросает мужа. надо вот отношения постепенно, мягко. Если видите, невозможно жить, отношения надо доводить до какого-то исхода очень спокойно и мягко. Не надо рубить близкого человека. Надо спокойно, спокойно, чтобы он постепенно понял, невозможно вместе жить. И потом уже только после этого расходиться. Рубиловки никакой не должно быть, понимаете? Если она наступает, значит, человек никогда не успокоится. Он всегда будет чувствовать, что что-то не то сделано, понимаете? Это может выражаться и в его нежелании как бы рядом быть, отторжение этого человека один вариант, или наоборот желание быть с ним, другой вариант. Но это нездоровое чувство. Поэтому, если женщина так поступила, она все равно должна здоровое чувство все равно вызвать у него. То есть пусть пройдет пять лет, шесть, но она должна вытерпеть его психику, это ее карма, успокоить этого человека рядом с собой. И потом в спокойной беседе, может быть, неделя, две, надо говорить, три, чтобы он понял, что они вместе не могут общаться, общаться с ним. И постепенно он это поймет. Когда он поймет, он успокоится и будет ей очень благодарен после этого. Он ее отпустит и будет очень в душе как бы спасибо говорить ей, что ты вот мне объяснила, я все понял. Понимаете? В противном случае, когда его отпинывать, отпинывать никогда не закончат. Такая женщина никогда не сможет выйти замуж, потому что если мужчина жену не отпускает, она как проклятая, она не может выйти замуж. То есть если он ее не отпустил, она его бросила, женщина думает, что она мужа может бросить. Если она его бросила, но он ее не отпустил, все, она не может, она метается, метается, замуж выйти не может, потому что сердце ее принадлежит этому человеку. и она должна к нему вернуться и объяснить ему все, раскаяться, и чтобы он ее отпустил. Когда он ее отпустит, она сможет нормальную семью себе создать потом. Но все равно ей придется отвечать за свой поступок по-любому. Сели прямо, сейчас будем желать всем счастья. Мы сегодня говорим о методах борьбы со стрессом, и для того, чтобы эту тему понять глубже, я предлагаю вам обратиться к прошлому семинару развития разума. Фактически, эта лекция будет являться продолжением темы развития разума, потому что только развитие разума и работа с разумом дает возможность преодолеть стресс. И сегодня мы будем более практические такие вещи изучать на эту тему. И первое, что я хотел бы сказать по этому поводу, это то, что каждый стресс имеет свои особенности, и работа с ним тоже имеет свои особенности. Но вы уже знаете, какие предвестники стресса бывают. И кто из вас обнаружил, что у вас есть какие-то признаки стрессовой ситуации? Поднимите руку. Это означает уже, что вы не зря время тратите, потому что самая большая проблема заключается в том, что люди, живя в стрессе, не знают, что они живут в стрессе. Часто бывает. Они просто не понимают, что это такое. И не понимают последствия того, что в этом состоянии они находятся, какие могут быть результаты. Поэтому первое, что нужно, это нужно понять, что ты реально пребываешь в стрессе, что у тебя есть проблемы, и ты должен их срочно решать. Это первое, что нужно понять. Второе, надо понять, какой примерно стресс, что именно у тебя, в чём проблема, с какой планетой проблема. Это вы можете понять по тем признакам, которые мы описывали на позапрошлой лекции. Утром мы описывали признаки всех стрессов, и когда, допустим, вы чувствуете, что у вас вот этот стресс, вы должны начать действовать именно в связи с этим стрессом, как лечить его. Стресс по Сатурну связан с психической энергией очень сильно, с праной психической энергии. И, ну, у человека, она или очень туго двигается, то есть она очень напряжена, и тогда человек чувствует нарушение мышления, он чувствует, что ему тяжело всё делать, он чувствует, что его как бы притормаживает жизнь и пригибает к низу, что у него деревенеет тело, то есть он чувствует, что ему тяжело зарядку стало делать в последнее время, у него как будто кости стали более прочными, как бы связки более, менее эластичными. Это признаки того, что Сатурн усиливает своё действие. Если человек начинает чувствовать такую закономерность, то есть он чувствует, что так вот есть, то обычно, когда трудно что-то делать, то обычно люди чем занимаются? Они это не делают. Ну, допустим, тяжело стало делать зарядку, потому что тело стало деревянным. Ну, как-то, значит, без зарядки будем жить. То есть в этом заключается грубейшая ошибка взаимоотношения со стрессом, потому что человек должен учиться бороться, а не учиться отступать. Если человек отступил планете чуть-чуть, то дальше она будет следующий этап давления оказывать. Если, допустим, вот эта одеревенелость тела, которая связана с Сатурном, прижилась в вашем организме, значит, следующим этапом будут болезни праны. Это гипертоническая болезнь, это вегетососудистая дистония, это различные спазмы, в том числе болезнь рейно, ишемическая болезнь сердца и так далее. Вот. То есть человек, который делает первый шаг к отступлению, дальше болезнь еще одну, шаг еще один сделает вперед. Как, допустим, идет сражение, войско одно отступило чуть-чуть назад, то, которое наступает, наступило. То есть оно думает, может быть, оно думает, что отступит и будет пространство какое-то свободное, легче жить станет? Нет. Жить легче не станет, идет опять наступление, занимается эти позиции. То есть человек, который, допустим, делает каждый день зарядку, ему тяжело делать эту зарядку, но, тем не менее, он на коне. То есть он может жить нормально. Это очень важно понять. Что некоторые люди думают, почему мне тяжело жить? Почему мне тяжело жить? А потому тяжело жить, что тяжелый период в жизни наступил. И в этом заключается основная проблема большинства людей, которые попадают в стресс. Они спрашивают себя каждую секунду, почему мне раньше было хорошо, а теперь мне стало плохо? Кто в этом виноват? То есть они начинают искать вину в соседях, в друзьях, в родственниках. Кто-то сглазил, кто-то испортил. И все эти домыслы являются глупостью. Потому что виновата время, к нему все вопросы. Время вызывает у нас, выходят и грехи прошлые изнутри, и это вызывает такое тяжелое состояние, что сейчас стало жить тяжелее. И к этому надо быть очень и очень готовым внутри. Потому что обычно человек сдаёт позиции в результате. Ну допустим, тяжелее вставать стало с утра, значит не встаём. Или встаём позже. И вот в этом заключается как раз и преступление перед самим собой. Потому что на таких мелочах и развивается стресс. То есть развивается болезнь, психическая вот эта сила тает у человека. Он отступает. Допустим, вот у вас в розовой косточке женщина, у вас Сатурн давит на вас. Вы зарядку делаете, нет? Нет. А почему? Вы знаете, что надо делать зарядку? Знаете? Но сил не хватает, да, делать? Тяжело. Вот видите? То есть я не придумал то, что я вам говорю. Это действительно тяжело. Понимаете? Когда у меня, допустим, по Сатурну пошёл стресс, я каждый день йогой занимался. Я просто кряхтел, понимаете? Мне настолько тяжело было, я просто стонал, чтобы эти упражнения делать. Но я знал, и мне каждое упражнение приходилось делать в два раза дольше. Это тоже признак вот этого стресса по Сатурну. Вроде бы ты раньше раз согнулся и лежишь, а теперь ты уже не можешь это так же делать, как раньше. Тебе надо в два раза дольше это делать. Но если ты вообще перестанешь делать, то тело станет деревянным просто, понимаете? Она вообще одеревенеет. Оно не останется таким, как было вот сейчас. Оно будет ещё хуже. И вот то, что людей скручивает вот так вот от суставы, это как раз от того, что они всё время отступают, а не от того, что просто раз и скручивала сразу. Нет. Жизнь нам дает выбор. Мы можем делать зарядку и у нас не будет скручивать или не делать зарядку. У меня у одного родственника тоже вот Сатурн сильно наехал и у него прям полиартрит развивается. Он говорит, каждый день я, говорит, разминаюсь. Он говорит, почему, я не могу понять. Я каждый день разминаюсь с утра, разминаюсь вечером, а утром опять скованность. Потому что наступает Сатурн, может быть, и три раза придётся зарядку в день делать, а почему нет? Мы не знаем, какова наша жизнь. Он ещё ошибку допускает. Он думает, что он просто динамические упражнения освобождает от влияния Сатурна. Запомните и запишите. От влияния Сатурна освобождает только статические упражнения. Статические упражнения означают замер в каком-то положении и ждёшь, когда тебя расслабит. Ждёшь и ждёшь и ждёшь. Причём расслабление бывает разных уровней. Сначала первый этап расслабляет мышцы, но надо дождаться, когда расслабит психику. Надо дождаться, когда тебе в психике спокойнее станет. Там в расслаблении вот это вот против Сатурна, которое мы делаем, существуют определённые этапы. Первый этап сначала наоборот напрягает. То есть мы, когда, допустим, делаем берёзку упражнение, это самое главное противосатурянское упражнение, берёзка и поза плуга. Когда мы делаем это упражнение, его, допустим, человек Сатурн наваливается, надо берёзку делать по 10 минут. Стоять и стоять в этом положении. Стоять и стоять. Первый этап напрягло тело. Какое-то оно неуклюже, напряжён. Потом наливает, наливает его раз, и расслабило. Потом надо раз расслабило, надо дальше ещё больше выпрямиться, ещё как бы следующий этап, прогнуться больше. Потом напрягает, опять расслабило, напрягает. И так, когда вы совсем прямо встанете, напряжёт, расслабит, и дальше надо стоять так же и спокойно дышать. Чего мы ждём? Дышим, чего мы ждём? Мы ждём того, чтобы ум расслабило. И ум начнёт напрягать. Как определить, что ум начало напрягать? Ум начинает говорить, хватит делать упражнения, всё, давай быстренько, заканчивай, всё, тяжело. Им надо сказать, разум должен ему сказать, молчать! или надо сказать ему, дышим, дышим. Когда ум говорит, хватит делать, надо ему противопоставить дыхание. Надо ему сказать, сейчас тебе станет легче. И надо дыханием настроиться вот на эту волну тяжело. Как бы ты её продыхиваешь, это состояние. Начинаешь выдохом как бы пробивать вот это тяжело. И это легко получаться будет со временем. Надо просто несколько раз попробовать, и ты продыхиваешь, а потом ум говорит, дальше стоим, всё нормально уже теперь. И вот когда он сказал, дальше стоим, всё нормально, можно заканчивать. В это время не надо уже дальше в этом положении находиться, потому что в это время вы тратите уже запасы энергии своей. Расслабило всё, успокоило, хорошо стало, дальше заканчиваем это упражнение. Начинаем делать следующее. Запас остался энергии, он нам нужен для жизни. Упражнения всегда должны делаться таким образом, что одно вы делаете на сгибание, другое должно быть на разгибание. То есть они должны чередоваться противоположные. Если у вас давление повышается, то на сгибание или вам жарко в жизни постоянно. Если давление повышено, жарко в жизни, то на сгибании упражнение должно быть по времени проводиться в два раза больше, чем на разгибании. А если вам холодно, и если вы чувствуете, что у вас снижен тонус, снижено давление, то на разгибании упражнение делается в два раза дольше, чем на сгибании. А если вы хотите глубже это понять, то надо просто походить какое-то время на занятия по йоге. Ну, с тренером позаниматься. И сделать обязательно какой-то комплекс надо себе по йоге выработать. Потому что хочу вам сказать одну очень новость. Когда Махараджа Ютхишкиру спросили, какая самая главная новость в этом мире? Он сказал, что самая главная новость заключается в том, что жизнь в материальном мире похожа на то, как нас поджаривают на большой сковородке. Жаримся мы сами, дровами являются дни и ночи, огнём является вечное время, и сковородкой является наша любимая планета Земля. Понимаете, он говорит, главная новость заключается в том, что мы поджариваемся здесь. В этом заключается главная новость. Мудрейшая Личность сказала об этом. Потому что каждую секунду новые какие-то дровишки подкладываются, понимаете? Я говорил об этом на прошлом семинаре, что маленького ребёнка в единицу времени грехов изнутри выделяется очень мало, поэтому он чувствует постоянное счастье. Но чем старее человек становится, тем больше грехов в единицу времени выделяется изнутри. Ну то есть из прошлой кармы. Тем больше мы отрабатываем прошлой кармы. Когда человек становится очень старым, у него уже очень лавина просто энергии грехов идёт. И эти грехи напрягают. Это означает, напряжение всегда означает влияние Сатурна. Поэтому следует знать, что стресс по Сатурну — сама наша жизнь. Чем больше мы живём, тем больше напрягается тело, тем тяжелее отдыхать, тем тяжелее расслабиться. И это значит, что каждый человек всю жизнь должен заниматься хатха-йогой. Не он, не она, а каждый человек всю жизнь, каждый день. Кому-то лучше это делать утром, кому-то вечером, но в основном большинству людей лучше делать утром. И это гимнастика, которая продлевает жизнь, потому что если человек разгружает своё тело каждый день от влияния Сатурна, значит старость отступает. Не расстанусь с хатха-йогой, буду вечно молодым. И так человек должен бороться за свою судьбу. Я как-то видел один рисунок удивительный, мне так понравился, потому что он характеризует нашу жизнь. Цапля заглатывает лягушку, и лягушка ей перекрыла горло руками. Ну вот она уже, голова уже там внутри, а руки снаружи остались, и она горло ей перекрыла, и не даёт заглотнуть. И написано, никогда не сдавайся. Кто быстрее задохнётся? Дышать некому. Ситуация. Вот так мы должны жить. Мы должны пытаться в любой ситуации побеждать. Вот именно надо знать самое интересное, как побеждать. Вот, допустим, вы должны чёткую формулу знать в борьбе со стрессом, что вот эта вот идея примитивной реакции на ситуацию должна полностью отсутствовать в нашей психике. Вот, допустим, болит печень. Не надо идею себе культивировать, лечить печень. Это неправильная идея. Эта реакция на болезнь, она является ловушкой. Потому что когда человек лечит печень, он её ещё больше нагружает тем самым. Болит печень, лечим печень. Плохо себя ведёт муж, воздействуем на мужа. Плохо ведёт себя ребёнок, воздействуем на ребёнка. Понимаете? То есть таким образом мы рушим ситуацию ещё больше. Мы её усугубляем таким образом. Допустим, ребёнок плохо себя ведёт, у неё плохой период. Что нужно сделать? Нужно создать условия. Первое, что нужно сделать, надо создать условия, чтобы ему легче было жить. Вот что надо первое сделать. Чтобы он не так напрягался. А дальше надо подумать, как себя вести с ним лучше, чтобы он не так перенапрягался, чтобы он не нервничал. Понимаете? Это правильная реакция, правильный результат. Но когда мы что-то делаем сами, преодолеваем трудности, мы должны эту прямую реакцию всегда иметь в виду. То есть она наоборот. Когда, допустим, мы встаем перед фактом болезни или результата какого-то, допустим, уходит жена, на кого надо воздействовать? Мы думаем, на жену. Это даёт отрицательный результат. Надо воздействовать на её друзей, родственников, чтобы они могли её вернуть. Вот на кого надо воздействовать. Но когда мы, допустим, что-то делаем, занимаемся, допустим, мы молимся, допустим, да, молитва не получается. На что надо воздействовать? На молитву. Допустим, мы занимаемся упражнением, упражнение делать тяжело. Что нужно делать? Упражнение. То есть, когда мы работаем над собой, то мы должны культивировать себе прямую логику. Хотя хочется делать наоборот. Упражнение не получается, что нужно делать? Что-то другое. Допустим, вечером хочется покушать, что нужно делать? Кушать. То есть, у нас в этом случае работает неправильная логика. Мы должны, если вечером хочется покушать, что нужно делать? Если вечером вы захотели покушать, то надо подойти на кухню, зайти на кухню и попить. И вам кушать перехочется в этот момент. Вот и всё. Очень простой метод. Вам надо привычку просто эту выработать и всё. Захотелось покушать, надо попить. Если вы попили, всё равно хочется кушать, то покушайте тушёные овощи. Без специй, без соли. Просто тушёные овощи. Самые лучшие вечером. Или малосолёные, малоперчёные. Вот так вот. И там желательно, чтобы в них мало масла было тоже. Вечером ни специи, ни масла, ничего не переваривается толком. Следующее правило во время стресса, которое я хочу сейчас огласить очень твёрдо. Человек, который заедает стресс, если человек заедает стресс, он проедает свою жизнь. Ну, если мы заедаем стресс, то мы таким образом съедаем свою жизнь. То есть мы уменьшаем продолжительность жизни. Самое последнее — это заесть стресс. Самое последнее. Вот я, например, всегда ем перед самолётом. Когда в самолёт лететь, я даже рано утром, если я лечу, я всегда ем. А некоторым людям, наоборот, перед самолётом нужно поститься. Это зависит. Есть два варианта. Или поститься, или есть. У всех разная конституция. У тех, у кого до шавата, лучше перед самолётом поститься. У кого до шпита, лучше есть перед самолётом. Почему? Потому что это самолёт — это стресс, который уже запланирован. И чтобы его снять, надо уже заранее поесть, чтобы пища не давала разгоняться энергии. Когда ты летишь уже на этой, то энергии не разгоняется, тебе спокойнее. Или наоборот, до шавата, она во время стресса тухнет, и человек слабость испытывает. Поэтому ему не нужно есть, чтобы не было вот этого излишнего потухания, чтобы уморока не было там и всё прочее. Есть свои закономерности, как можно предотвращать стресс, если он уже известен, если известно, что будет стресс. Ну, допустим, вам надо пойти куда-то, вы должны пойти, где вам вас будут ругать. Вы уже знаете, что там вас будут ругать, всё классно. Вы уже знаете об этом. Если вы хорошо, если вы знаете, кто вас будет ругать, тогда вам надо начать желать ему счастья до того, как вы пришли. Надо сесть, сосредоточиться. Есть такое понятие, как положение силы, позиции силы. Позиция силы — это когда человек, вот вы сейчас сидите бессильные все, понимаете? Потому что у нас неведическая культура. Вас посадили на эти стулья. Это не положение силы. Даже на стульях, когда человек сидит, он должен скрестить хотя бы ноги, чтобы как-то зацикливать энергию в своём организме. Следует понять, что есть положения, которые дают силу. Например, вы едете и летите в самолёте долго. Как сделать так, чтобы Сатурн не перегрузил, чтобы стресс не произошёл? Надо подогнуть под себя ноги. Сесть и подогнуть под себя ноги. И сидеть с подогнутыми ногами, пока они не отекут. Потом дальше взять, допустим, и ногу положить на ногу. Вот как по-турецки сесть. Допустим, сначала под себя подогнуть, потом под турецки. Потом, допустим, опять под себя по-турецки и так менять. Когда надоест, можно ногу вот так закинуть в бок. Потом вторую. Если вы будете так делать, у вас, во-первых, будет нормальная продуктивная работоспособность. Вы, когда в таком положении будете сидеть, вы сможете в самолёте много что сделать. Если вы, допустим, 5, 6, 10 часов летите. Вот у вас не будет усталости. То же самое в машине, вы когда долго едете. Вообще вот это положение, когда человека трясёт, и ноги свешены вниз, это положение разрушает ему позвоночник. Если ноги под себя, значит, всё нормально, человек будет нормально себя чувствовать. Эти вибрации излишние, когда ноги под себя, они не разрушают организм. То же самое во время образования, когда учёба идёт. Если ноги, как знание в голову входит, нужен амортизатор, который будет как бы его смягчать, переваривать. То есть нужен амортизатор. Амортизатором являются зацикленные ноги. Когда человек в пользу лотоса сидит, он знания усваивает, у него хватает огня, чтобы всё переваривать. Понимаете? Если ноги опущены вниз, то у него постепенно котелок перегревается. Понимаете? У меня есть свои методы, которые позволяют вам котелки не перегревать. Поэтому вы ему сидите 3 часа. Вот попробуйте на другой лекции посидеть 3 часа. Я просто знаю, что делать, чтобы вы не перегружались. Надо шутить там, ещё что-то делать, чтобы человек нагрузился знанием, потом раз, его расслабило. Ну так и, ну то есть как-то чередовать. Но это очень сложно так лекции читать. Не каждый сможет. Для того, чтобы усваивать материал постоянно, надо в лотосе сидеть. Существуют 3 положения тела, которые дают возможность разуму развиваться. Первое положение — поза алмаза. То есть человек вот так сидит, ноги подогнув под себя. Так подгибает под себя ноги, и прямо спина должна быть прямая. Чуть-чуть спина подсогнута, вот так чуть-чуть хотя бы, то энергия сптекает вниз. Спина должна быть прямая. Но вы не всегда будете способны так всю лекцию сидеть, нужна тренировка. В этом положении надо сидеть, пока ноги не затекут. Они сначала должны затечь, а потом должно их расслабить. То есть когда расслабляет, значит уже нормально. Можно ещё посидеть чуть-чуть. А потом, когда чувствуете, уже тревожность в уме начинается. Можно, допустим, сменить другое положение. Если вы, допустим, натренировались так делать, то эту тревожность, которая начинается во время молитвы, вы предлагаете Богу, как свою аскезу. Вот эта тревожность идёт, и вы думаете, «Я это для тебя, Господь, делаю. Это тревога для тебя. То есть для тебя это делаю». Сразу успокаивается ум, можно ещё дольше и дольше сидеть до бесконечности в этом положении. Но не все люди способны на такое. Поэтому, когда тревожность начинается, можно поменять положение. Значит, вот менять положение, опять процесс такой же начинается. Сначала ему хорошо становится, потом постепенно нагружается, тяжесть тела появляется, потом она снимается, и после этого уже начинается тревожность через какое-то время. И так надо постоянно неподвижно сидеть и молиться. Если в молитве вы это делаете, неподвижно сидеть и молиться. Когда человек неподвижно молится, сначала первое время, что с ним происходит? У него хронические потоки перегружаются в уме. То есть ум как бы не может так работать, потому что там много грязи в нём. И поэтому он такой сидит-сидит, и у него он погружается в космическое пространство. В открытый космос уходит вот так. Это значит, что у него грязь вот эта энергетическая, она засоряет ум. То есть у человека появляется такое ощущение тумана в голове, который его сводит ко сну. Это значит, что ум грязный. Чтобы ум очистить, существуют определённые правила. Первое правило. Хорошо перед молитвой, если, допустим, вечером или утром вы сходите по-большому в туалет. Не надо клизмы делать, вымучивать себя. Некоторые по часу сидят перед молитвой. Не надо. Если это получилось, чтобы сходить к туалету с утра, достаточно вечером попить чуть побольше воды. И утром вы уже нормально сходите в туалет. Перед молитвой, если вы сходили в туалет, спать уже меньше намного хочется. Второе. На ночь не надо объедаться. Если вы объедаетесь на ночь, тоже вы не сможете нормально молитву читать, будет слабость, усталость. Третье. Во время молитвы, когда вы такое сильное положение тела занимаете, то вам надо в это время можно открывать окно чуть-чуть. То есть свежий воздух в это время вас ни простуда не вызовет. То есть если человек сидит в сильном положении тела, ему свежий воздух только помогает, он не мешает, он не вызовет простуды. Поэтому если будет чуть-чуть ветерок идти в это время, нормально. Но если вы вышли из этого положения, надо немедленно закрыть окно, потому что простуда как раз в этот момент может прийти. Свозняк. Следующее положение, сильное положение тела — это подмассана, поза лотоса. Хотя бы одну ногу надо закидывать на другую. Хотя бы для начала одну. Не по-турецки сидеть, а закидывать ногу. А ещё лучше закидывать две. Почему надо закидывать, я вам сейчас объясню. Потому что в наружных областях голени, возле колена, снаружи, чуть ниже, зона, которая китайцами называется океан энергии, там скапливаются все наши грехи. Ну энергетически в теле там скапливаются грехи наши. Когда человек ногу вот так загибает, кладёт, у него они вот в этих местах ноги начинают очень сильно болеть. И каждый день нужно эту боль переждать, перетерпеть. Когда человек перетерпел эту боль, это значит, что у его хронических заболеваний нет почвы для развития. Там находится плацдарм для развития болезней, вот в этих местах. Если там энергия скапливается, колени деревенеют, и человек не может скрестить ноги в лотос. В результате этого у него есть плацдарм для развития любой болезни. С другой стороны, когда человек в лотосе каждый день сидит минут по 40, он перетерпливает эту боль, деревянность ног. Каждый день она будет опять возникать, он перетерпливает это всё. И потом ноги расслабляются, то плацдарм для развития болезней хронических, тяжёлых в организме уничтожается. Таким образом, даже если болезнь есть, она не может развиваться, она останавливается в своём развитии. Единственное, что нужно сделать — это терпеть, понимаете? Терпение является основой для жизни. Для того, чтобы сохранить семью, надо терпеть. Для того, чтобы остаться на работе, надо терпеть. Вопрос заключается в том, как мы терпим. Есть три вида терпения. Первый вид терпения заключается в том, что человек просто настолько много энергии и счастья имеет, что он не раздражается, когда его грузят. Первый вид терпения находится в благости. Второй вид терпения — когда человек надувается, как мыльный пузырь. Этот вид терпения недопустим. То есть надо, по крайней мере, если тяжело терпеть, надо хотя бы дышать. Не надо задерживать дыхание, надо дышать. Спокойно дышать. Допустим, вас грузит кто-то, надо в это время думать о дыхании, если у вас сил нет. Надо дышать. Думать о дыхании — это уже означает дышать, потому что не обязательно дышать так сильно. Он не так поймёт. Надо просто думать о дыхании. Дыхание может быть неглубоким при этом. Это даёт возможность терпеть ситуацию. Терпение означает циркуляцию энергии. Как только она нарушается, человек теряет терпение. Поэтому, когда человек дышит, он циркулирует энергию, терпение продолжается. Терпение является основой для жизни. И в то же самое лечение, как болезнь вылечить. Вылечивается болезнь с помощью терпения. Если человеку в живот нож втыкают, есть два типа людей. Одни из них могут вытерпеть это, а другие — нет. Человек, когда нож втыкают, ему живот, что он делает? Дышит или не дышит? Если он не дышит, значит, он всё, он труп. Если он может дышать в это время, прокачивает энергию психически, значит, он может выжить. То есть, чтобы прокачать энергию, для этого нужно очень сильно терпеть. Нужно вот это терпение, психическую энергию свою направить на прокачивание энергии. Как бы дышать, понимаете? Точно так же, когда судьба нам, нож в живот сует, и как бы мы болеем, то же самое, человек должен учиться терпеть. Поэтому падмасана — это упражнение, которое учит терпеть. Человек сидит, ему больно ноги, а он продолжает в ней сидеть и дышит спокойно. Как будто ему не больно. Продышивается. И как раз вот эти океаны энергии, эти зоны разгружаются, и человек чувствует себя более-менее здоровым весь день. Потом на следующий день опять то же самое надо делать. Во время падмасаны лучше всего не просто дышать, а молиться Богу. Эти два процесса сочетать очень хорошо. Они дают великолепный результат. Потому что когда человек просто делает хатха-йога упражнения, он не слушает духовную музыку, и он не молится Богу в это время, я имею в виду именно падмасану, вот эти вот такие основные упражнения, которые поднимают энергию вверх и развивают разум. В этом случае разум развивается в имперсональном аспекте. То есть он просто настраивается на пустоту, что не является благоприятным для развития Личности. У нас есть личностные качества какие-то. Мы должны к Личностям обращать свою энергию, свою жизнь. Человек может медитировать просто на счастье. Это значит, что место ему без людей, понимаете, в этом мире. Если человек намедитировался просто на энергию счастья, то есть он медитирует просто вот ни на чё, на пустоту, это значит, что он теряет контакт с людьми. Его любовь растворяется в пустоте просто. Если человек молится, допустим, Богу или какому-то святому человеку, или желает всем счастья во время, допустим, упражнений йоги, то в это время он контактирует с миром людей или миром Бога. То есть в этом случае он увеличивает любовь, которая циркулирует внутри отношений. Таким образом он увеличивает возможность любить, и его как бы личностные качества развиваются таким образом очень сильно. Понятно, да? То есть человек никогда не должен медитировать просто на то, что на счастье, на пустоту. Это медитация, веды говорят, что медитация убивает Личность. Она убивает Личность. Есть школы такие, которые рекомендуют вообще медитировать только на пустоту. Но ведическая традиция не рекомендует это делать. Она говорит, что это неправильный способ развития Личности, потому что мы Личности, мы не хотим убивать свою личностную природу. Поэтому нам надо медитировать на Личности, на Личность Бога, на людей, на святых и так далее, чтобы личностные качества наши развивались, и наша способность жить в этом мире увеличивалась, а не уменьшалась. Итак, мы говорим с вами о том, как бороться с энергией Сатурна, которая старит нашу жизнь, которая уничтожает наши возможности жить, обездвиживает нас, лишает нас возможности работать. Если человек каждый день в Падмасане сидит хотя бы по 30-40 минут, он до глубокой старости будет работоспособным, ему не нужна пенсия. Таким образом, самый лучший вклад в пенсионный фонд является Падмасана. Делайте ваш вклад, и вы будете иметь гарантию. Ваш пенсионный фонд будет иметь гарантию. Потому что самый лучший пенсионный фонд — это способность нормально работать, без усталости, старости. Это самый лучший пенсионный фонд. Всё остальное — это просто обман на самом деле. Поэтому человек должен надеяться на свои силы и быть бодрым и счастливым до самой старости. «Лет до ста расти, нам без ста расти». Сначала человек растёт просто, он растёт в теле. Но когда человек вырос в теле, он должен расти в энергии. Он не должен останавливаться в своём росте. Человек должен развиваться дальше энергетически уже, понимаете? Это означает, что он должен увеличивать свои энергетические практики, должен увеличивать молитву, он должен увеличивать упражнения йоги, то есть более концентрированно, собрано делать. Он должен закаливаться каждый день. То есть надо обязательно обливаться прохладной водой, которая является лучшим средством для очищения ума. Если вы сильно напряжены во время молитвы, не спите, а у вас чрезмерное напряжение, значит, надо тёплой водой с утра обливаться. Но если вы очень расслаблены во время молитвы, это значит, что надо обливаться прохладной водой перед молитвой, утром, после пробуждения. Да, чуть не забыл ещё такой момент. Если вы чувствуете, что вас склонит к сну во время лекции, вы придите перед лекцией, я разрешаю всем, постановление делаю, перед лекцией придите, облокотитесь на стульчик брата вашего, который сидит перед вами, и прикорните чуть-чуть. Буквально на 5-10 минут вот так отключитесь. Вся лекция будет бодрость. Вы в бодром состоянии будете всю лекцию находиться. Понятно? Такой простой способ. Вы пришли и просто расслабили свой ум перед лекцией, немножко отдохнули на стульчике тех, кто сидит перед вами. Следующее, что я вам хочу сказать, это накопление негативного мышления, то есть является уничтожением нашего счастья. Первое, что вы должны понять в этой связи, что главным фактором накопления негативного мышления является проблемный звук человека, который вас грузит. Если, допустим, человек не может о своих проблемах говорить с оптимизмом, и он дребезжит, это значит, что он съедает вашу энергию. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Если человек таким образом начинает говорить, то есть он говорит не в состоянии смирения, допустим, с судьбой, объясняет свою проблему, или не в состоянии, допустим, оптимизма, что всё будет хорошо, а он скулит, он, во-первых, неправильно делает, во-вторых, по-любому, если это происходит, это ваш долг помочь этому человеку и себе. В это время, когда такое происходит, надо немедленно, сразу же, как только такой разговор пошёл, надо начинать мысленно желать всем счастья. То есть надо сохранить в себе энергию позитивизма, не нужно поддаваться на эти настроения. Эти настроения являются убийцами судьбы. Вот, допустим, кто-то с вами начал говорить, соседка опять плохо себя ведёт, её собака опять накакала под дверью, там и так далее. То есть начинает скулить кто-то, допустим, дома. Надо сразу вытянуться, выпрямиться мысленно, желать всем счастья. И подакивать. Да, собака плохая, соседка плохая. И улыбаться немножко так, улыбаться чуть-чуть так, да. С оптимизмом так вот. Есть такой хороший способ не поддаваться на настроение. Знаете, как надо, чтобы не поддаваться на настроение чужое? Для этого надо кивать всё время. Когда человек кивает, он как бы пролетает мимо. Когда человек вот так неподвижно смотрит, он себя берёт. Но когда человек кивает, он как бы всё пролетает мимо. Он говорит, да, да, угу. Да, согласен, да. Да, угу, ладно, да, нормально всё. В одно ухо вылетает, в другое не вылетает. Но не всегда так, конечно, но так можно тоже делать. Так тоже можно делать. Есть какие-то другие способы такие хитрые, не поддаваться чужому настроению. Я как-то пришёл на завод к одному начальнику, и он меня попросил, как не поддаваться чужому настроению. Я ему рассказал, что есть такой метод мудр, что надо делать какую-то мудру, вот индивидуальную, во время, допустим, собрания, совещания. Если вы её делаете, то у вас энергетика, кстати, это важно. Если вы, допустим, сидите, у вас неподвижное положение, вы с кем-то общаетесь, и, допустим, чувствуете, вас начинают грузить. Надо найти индивидуальную мудру какую-то, комбинацию пальцев, или вот так, допустим. Ну как-то, лучше не так, конечно, эта комбинация связана со знанием, получением информации. То есть надо как-то, ну, допустим, простая мудра, вот так руки замкните, правую руку замкните налево, вот так раз, и сядьте. Это как бы защитная мудра такая, защитная. Защищает от чужородного вторжения плохого. То есть нужно делать какие-то комбинации пальцев, которые будут вам помогать в жизни. И он, начальник, так обрадовался этой информацией. Он говорит, точно говорит, правильно говоришь. Я так и делал. Мне, говорит, я не мог начальником справиться. Он постоянно меня ругал, ругал, ругал. И я, говорит, когда он очередной раз ругать начал, я, говорит, воспользовался советом друга. Он мне показал, ты, говорит, фигу сделай, в карман положи. И, говорит, на фигу всё время концентрируйся так. Концентрируйся на фигу. Слушай его и на фигу, на фигу. Что, типа, фигушки тебе, фигушки. Всё, по-моему, будет. И, знаешь, мне такое спокойствие стало внутри. Это, как бы, немножко другой метод. Он не помогает оставаться в нужном настроении. Он помогает, как бы, фигульки всем бросать. Это факт. Но в нужном настроении он не помогает оставаться. Понимаете? Поэтому мудры должны быть правильными. Фига — это неправильная мудра. Что он означает? Указательный палец означает мои действия, мои поступки. Мои поступки. Большой палец означает «я». Я скрываюсь под моими поступками. То есть это означает обман. Поэтому человек не должен фигушки крутить. Надо, наоборот, жить честно и открыто, прямо. Есть вещи, которые мы не обязаны делать. Мы не обязаны впускать в разум негативный настрой. Мы не обязаны это делать. Поэтому, если кто-то негативно человек настроен, надо желать ему счастья и слушать его в позитивном ключе, пытаясь ему помочь. Потому что не факт, что мы должны игнорировать то, что человек говорит. Иногда он просит помощи. Есть два типа людей, которые просят помощи. Одни люди спиренно, спокойно, желая счастья всем, просят помощи в состоянии смирения. Такого человека хочется слушать и помочь ему. И он не напрягает. Второй тип людей — они приходят и просят помощи в негативе, в состоянии таком негативном. Такие люди, которые вот так просят помощи, они неправильно себя ведут. То есть они как бы нарушают принципы чистоты общения. То есть они оскверняют сознание людей окружающих. Поэтому в этом случае человек должен быстро среагировать. Быстро среагировать означает не пустить негатив. Обычно что хочется в это время? Тоже начать гнусить. Но этого не надо делать. Надо среагировать прямо противоположно. Надо настраиваться жизнерадостно, слушать его таким образом. И постепенно он гнусить перестанет и тоже будет с радостью что-то рассказывать и говорить. То есть человека просто пересилить его вот это настроение. Это означает проверка судьбы. Иногда люди так будут с нами общаться. Это неизбежность. Если, допустим, мы будем пытаться их остановить в этом случае, то тогда будет скандал или обида. Поэтому нужно просто терпеть в этом случае. То есть иногда судьба заставляет нас терпеть. Когда ножичек в живот втыкают, тоже уже ничего не сделаешь. Надо терпеть. Точно так же и здесь. То есть, понимаете? Когда человеку ножичек в живот втыкают, он обиделся, значит, умер. Обиделся, значит, умер. Понимаете? Потому что обида не дает возможности бороться за жизнь. Надо принять судьбу и дальше дышать. Точно так же болезнь, допустим, пришла тяжелая. Некоторые врачи, они сидят у себя в кабинете. Чем они занимаются? Человек приходит к нему на прием. Сидит. Заходите. Садитесь. Какие проблемы? Говоришь, у меня полиартрит начинается. Не излечим гормоны. Может, я вылечу как-то его? Никогда не видел. Чтобы вылечили гормоны. Все. Доктор, что же мне делать? Как жить? Да ничего не сделаешь. Гормоны жри, да и все. Живи как можешь, в общем. Все равно помрешь. Или, допустим, женщина приходит к врачу, допустим. У нее мастопатия началась в груди. Он такая, доктор, пощупала такая. Так у вас мастопатия. Она говорит, так я знаю. И вы все еще ходите с ней? Так надо резать срочно. Вы что? Неделю прям ждете, и вы помрете. Все. Резать немедленно. Все, быстрее. И врачи таким образом убивают психику людей. Человек выходит в шоке такой. И идет, он всего боится уже. Это факт, что когда у человека есть какая-то проблема, надо бдительным быть. Но никогда не надо в страх входить, в это состояние пессимизма. Поэтому будьте осторожны с врачами. Когда вы к врачу идете, так как у них нет этикета поведения, они не знают, как правильно себя вести с больным. Поэтому с ними надо быть очень осторожным, потому что вы ему доверяете свою жизнь, как бы открываетесь перед ним. И он в это время вам запихивает вот этот негатив очень глубокий такой. Говорит, что, резать там немедленно. Он пугает просто. Они пугают народ. Поэтому ни в коем случае. Человек, наоборот, когда у него какая-то проблема есть, он должен максимально трезвое психическое состояние иметь, чтобы понять, как дальше жить. Я вам приведу такой пример, который произошел две недели назад с моим одним другом. У него сахарный диабет. Мы его потихоньку лечили, лечили. И как-то он, друг с дуру, пошел в баню. При таких болезнях лучше в баню не ходить. Он пошел в баню, короче, сильно попарился. И у него как-то инфекция попала в палец. Большой палец правой ноги. В результате у него на следующий день началась гангрена в этом пальце. То есть такая, то есть черным струпом покрылся палец такой черной коркой. Гангрена. Он как-то не понял, что это гангрена. Пошел к врачу, он к хирургу заходит. У вас гангрена, резать палец. А то завтра будем отрезать уже стопу. А послезавтра будем отрезать бедро. А если нет, то по самые уши. Так, вот такой стиль общения. И знаете, вот удивительное решение он принял. Вот обычно люди в таком случае, как бы в замешательстве каком-то находятся. И потом все-таки режут палец. Знаете, он какое решение принял? У него в Германии есть, ну он как отец. То есть отец живет в Германии. Он тоже целитель. И он взял просто самолет в этот день, билет на самолет и улетел в Германию. Взял и улетел в Германию. У него просто там открытое, можно летать быстро, без визы. И вы знаете, отец полечил его, и у него все нормально. Этот струп отвалился, и палец начал заживать. Вот тебе и гангрена. Ему отрежут ногу. Поэтому, так как это не так, это все не так на самом деле. Есть варианты. Человек должен в трезвое состояние войти и думать. Понимаете, общение неправильно оскверняет, оно уничтожает нашу жизнь. Мы должны знать, что не так. Если, допустим, человек начинает в этом жестком ключе пугания с нами общаться, это уже неправильно, это уже не так. Может быть, он говорит правильные вещи, но не надо поддаваться на то, что он делает, понимаете? Надо игнорировать его психически, желать всем счастья, простить этому человеку, войти в состояние трезвости и понять, как жить дальше. К вашему сведению, всегда есть методы лечения тяжелейших заболеваний. Всегда есть методы. Я могу сказать такую вещь. У меня есть один знакомый, молодой человек, у которого началась опухоль в позвоночнике, в позвоночном столбе. И я ему не помог, у меня полечился, еще где-то полечился. И он искал, 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 и он нашел одного доктора. В Южной Индии. Который принимает по 500 человек в день. Ну и 500 человек. Вот весь этот зал он принимает за день. Как это возможно? То есть он сидит, у него куча корней лежит. Он сидит, и народ идет вот так, очередь живая идет. Человек подходит, он ему говорит, у вас то-то, то-то, дает ему корень. Иди к жене, она тебе скажет, как принимать. Следующий. И вот так одни друг за другом идут. Он занимается сельским хозяйством. Во время того, как он выделывает там поле, он молится постоянно Богу, копит психическую энергию. Два раза в неделю он принимает людей. С утра и до вечера. Весь день он принимает людей. Пастится в это время, и у него такая аскеза. И он ни копейки денег с людей не берет в это время. Но кто-то хочет, если жертвует. Нет, нет. Глаза просто у него сияют силой такой, любви к людям. Такой необычной личности. Я видел на фотографии. И этот парень приехал к нему на коляске. Он уже тогда ходить не мог. И тот сказал жене, говорит, иди сорви листьев. Сорвала листьев, он поставил варить какое-то зелье. Трехлитровую банку какого-то такого зелья сварил. Говорит ему, ты, говорит, пей по ложечке, говорит. Оставайся здесь, живи недельку, говорит, пей по ложечке. Через два дня у тебя начнется понос с кровью. Все нормально, ничего страшного. Продолжай пить. Понос через два дня пройдет, и ты начнешь выздоравливать. Через два дня начался понос с кровью. Он такой испугался этого. Потом пьет дальше. И смотрит, у него ноги скрюченные были. Раз, они перестали быть скрюченными. Потом через несколько дней. И в конце концов он начал уже стоять на костылях. То есть уже дальше он смог сам идти, разрабатывать. Таким образом человек начал восстанавливаться. У нас на сайте в ближайшее время появится информация, как добраться к этому человеку в Индию, как к нему можно съездить и увидеть с ним, полечиться. Может и вам тоже поможет. Если у кого-то есть проблемы, какие-то тяжелые, некому вылечить. По-любому всегда надо искать, где лечиться, понимаете? Всегда есть выход. У нас тоже лечение камнями очень сильное. Многие вещи уже начали лечить. Там рассеянный склероз, который мало кто лечит, мы лечим. Там тяжелейшие заболевания. Многие онкологии уже все лучше, лучше с каждым месяцем даже. Не то, что годом мы лечим онкологию и так далее. Человек не должен сдаваться. Но если он чувствует, что надо резать, значит надо резать. Не надо бояться этого. Но никогда не надо впадать в панику. Не надо никогда паниковать, потому что это последнее и самое ужасное. Знаете, что когда у вас возникает онкология в организме, уже опухоль пошла, есть две вещи, которые вы точно в своей жизни не делаете правильно. Первая вещь. Если у вас опухоль пошла развиваться, это значит точно вы переедаете. Сто процентов. Значит вы неправильно питаетесь. Ну неправильно питаетесь для большинства людей означает переедание. или не вовремя кушаете, вечером слишком много кушать. Как только опухоль обнаружили, перестаньте питаться неправильно. Надо первое, что сделать. Не надо метаться, бегать там и все прочее. Надо просто кушать, начать правильно. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, вторая вещь, означает негативное мышление. Голова стала мусоркой. Если опухоль развивать, значит голова стала мусоркой. Надо начать позитивно мыслить, преодолевать своё негативное мышление. Человек, который не простил кому-то, постоянно думает, что он плохой. Этот человек заработает себе какую-то онкологию или ещё какую-то тяжёлую болезнь. Поэтому надо преодолевать вот это мышление, что что-то плохо. Надо бороться с этим, побеждать это внутри себя. Первое, что если вы это сделали, уже победить опухоль можно уже своими силами. Организм уже готов её побеждать. Две вещи вот эти надо сделать. Победить себя в этих двух вещах. Неправильное питание и неправильное мышление. Негативное. Обсуждение ситуации, своей судьбы, негативное и всё прочее. Стресс по Сатурну требует режима дня. Это основа для его преодоления. Йога, раннее вставание, раннее укладывание, правильное питание. И человек будет работоспособным до старости. Иногда задают вопрос, а болеют ли люди, которые соображают режим дня и полностью всё делают как надо. Эти люди тоже болеют, но к ним приходят болезни, которые положены им по судьбе. То есть все основные, такие лёгкие, простые заболевания, они снимают с себя. Но иногда к ним по судьбе приходит какое-то тяжёлое заболевание. И тогда им надо дополнительные усилия прилагать для того, чтобы победить свою судьбу. Некоторые люди думают, что если прилагаю дополнительные усилия, значит, от этого я ещё больше пострадаю. Но это не так. Никогда человек не пострадает, если он прилагает дополнительные усилия в том, чтобы расслабить свою психику, то есть занимаясь йогой. Никогда человек не пострадает, если он дополнительные усилия прилагает для того, чтобы позитивно мыслить. Никогда человек не пострадает, если он прилагает дополнительные усилия для того, чтобы вовремя ложиться спать и вовремя вставать с постели. От этого никогда человек не пострадает, он всегда только победит. Если вы очень поздно пришли с работы, как надо делать? Позже вставать или встать раньше, потом отдохнуть? Встать раньше, потом отдохнуть. Надо встать раньше, прочитать все молитвы, сделать все упражнения, а потом расслабиться и отдохнуть полчасика, допустим, полежать. Это надо делать до того, как солнце вошло в зенит. То есть до того, как солнце взошло в зенит, надо успеть отдохнуть. Когда солнце поднимается, если вы отдохнёте, вы не сильно потеряете. Но если когда оно садится, вы отдыхаете в это время, тогда уже будет совсем проблематично, будет плохо. Токсины начнут накапливаться в психике, в организме. Стресс по Марсу. Когда человек начинает сильно гневаться, в раздражённом состоянии находится, то надо понять, что в это время его психика очень чувствительна и не способна решать проблемы. Ну, во-первых, позитивное мышление должно быть основой его жизни. Но всё равно, когда стресс по Марсу идёт, гневливость настолько сильная у человека возникает, что он даже, если позитивно мыслит, если он начинает общаться с кем-то по поводу проблем, то, несомненно, он от этого рушит свою жизнь. Если у человека начинает стресс по Марсу, озлобленность сильная, сильная злость, обида и так далее, то в этом случае человек должен понять, что в его время выяснять отношения закончилось. Ему надо перестать общаться по поводу недостатков других людей, по поводу каких-то проблем, по поводу того, что в жизни его плохо происходит. Ему не нужно выяснять эти все вопросы. Ему не нужно общаться с теми, с кем ему очень сильно хочется общаться. Когда идёт стресс по Марсу, с кем хочется общаться? С теми людьми, на кого рассержен, обижен, с теми людьми, с которыми надо решать проблемы. Человек стресс по Марсу, когда испытывают его как магнитом, тянет поговорить с этими людьми. И в этом случае какое правило действует? Тянет поговорить, что надо делать? Не говорить. Надо сопротивляться изо всех сил. Не надо говорить. В этом загвоздка заключается. В этом заключается подвох. То есть, когда идёт стресс по Марсу, человек озлоблен, раздражён, его выворачивает, у него нет силы, допустим, самому сдерживаться, ему очень трудно сдерживаться самого себя. Что уж говорить о том, чтобы выходить из ситуации, связанной с другим человеком. Поэтому надо просто избегать ненужного общения. В этом заключается принцип. И наоборот, увеличивать нужное общение. Если у вас стресс по Марсу идёт, надо куда идти? Допустим, туда, где общаются позитивно звуком. Ну, допустим, у вас есть католические храмы. Там поют, да? Орган играет, поют. Позитивное общение? Позитивное. Ну, допустим, у вас не католическая вера. Ну и что? Нас же никто не принуждает вот в одном только двигаться, допустим, направлении. Сходите и послушайте очень хорошо. Пообщайтесь со священником. Почему нет? Или, допустим, праздник какой-то религиозный идёт, какой-то там поют. Обязательно, чтобы там был звук, молитвы, пение. Надо обязательно туда идти, если стресс по Марсу идёт, и слушать, слушать, слушать. Наполняться позитивной силой. Пытаться снять с себя вот этот гнев. Пытаться снять с себя вот это сильное напряжение, обиду, злобу и так далее. Всё надо убирать с себя через звук. Потому что звук является самой лучшей силой, которая разгружает психику человека и даёт ему возможность победить себя. Так как свой звук ему не помогает, то надо идти слушать других людей. Но при этом самому молиться тоже надо. Надо продолжать, не надо останавливаться. Потому что когда человек разгневался, хочется ему молиться или нет? Нет. Не хочется. Он говорит, потом буду молиться. В следующий раз. А надо вот именно сейчас. В этом случае работает вот этот прямой закон. Не хочется молиться, надо молиться. Понимаете? В этот момент именно надо молиться. Не тогда, когда потом, а именно сейчас надо молиться, когда не хочется, когда разгневан. Надо немедленно сейчас молиться. В этом заключается прямой закон. А когда дело касается других людей, то надо сейчас ругаться, хочется сейчас ругаться. Что надо делать? Останавливать себя, говорить, не пойду, мне башка попадёт, больно будет. То есть вот так надо себя вести, такие правила надо учить их, выполнять, соблюдать. Это очень важно. Следующее, что нужно знать, если у вас начался стресс по Марсу, гневливость, надо полностью прекратить есть острую пищу. Самая опасная острая пища, которую вам вообще даже не советую начинать есть, является красный перец и перец чили. К вашему сведению, перец чили не является ведическим продуктом, и тем более не является вообще индийским даже продуктом. Перец чили растёт там, где много этих «у-у-у-у». То есть это Северная Америка, там Мексика и так далее, понимаете? Это совсем другие места. Это там более невежественная атмосфера, понимаете, чем в Индии. И там растут продукты, которые портят нам жизнь. Это помидоры, перец чили. Эти продукты, которые, они в страсти в такой глубокой находятся, и они портят жизнь людям. Ничего хорошего от них нет. Ну, допустим, помидоры ещё можно есть в обед, но ни вечером, ни утром. А этот перец чили, который в ведических кухнях часто используют, это вообще не тот продукт, который надо есть. Индусы нормальные, благочестивые, они вообще его не едят. Они заменяют его чёрным перцем, который имеет сладкий послевкус. Вот чёрный перец острый ешь, а послевкус у него второй вкус, который уже после пищеварения возникает, сладкий наоборот. И он вообще не перегревает чёрный перец вообще. Он с ним лечит аллергию, улучшает память и так далее. Очень хороший продукт. Надо, если вам острого хочется, ешьте чёрный перец. Если чёрный перец не подходит, ешьте мускатный орех. Тоже такой же очень хороший продукт, не перегружает человек. Вот. Или, допустим, кориандр в какой-то степени тоже неплохой. Но красный перец... Ну, паприку ещё можно есть, такой лёгкий красный перец. Паприку ещё как-то можно, только в обед есть. Но чили вот так или просто русский этот красный перец, тоже достаточно острый, томагунный. Вот. Их есть не надо. Болгарский перец на ночь тоже есть нельзя. Это тоже острая пища. Он имеет острый послевкус. Он так вроде сладенький, а когда внутрь заходит, становится острым сильно там в животе. Поэтому его есть не надо вечером, что разрушает психику и увеличивает гневливость в характере, обостряет чувства. Очень чувства становятся накалёнными, раздражёнными. И также острую пищу не надо утром вообще никому есть, никогда. Утром не надо подперчать пищу, потому что чувства становятся неуправляемы в результате этого. Тем более, если они у вас вообще сами по себе неуправляемы. Если чувства неуправляемы, острой пищей хочется больше или меньше есть? Больше. И что нужно делать? Есть её меньше. Действие должно быть противоположным. Красный перец уничтожает нормальную чувственную деятельность. Это враг номер один для тех людей, которые гневаются, гневливые. Иногда бывает так, что красный перец является лекарством. Если человек, чувства очень холодные, он тормозит всё время. Ему говорят, тебе цветочек понравился? Он смотрит на него. Не знаю. Это значит, что ему можно красный перчик есть в обед. Это нормально для таких людей. Немножко разжигать чувства. Чуть-чуть. Потому что есть такой принцип в Айурведе. Когда человек находится в тамосе, тамос означает невежество. То есть когда человек находится в невежестве, то есть он заторможенный такой совсем, то в этом случае тяжело мыслит, допустим. То страсть в этом случае является лекарством. Благость не является лекарством, потому что если такому заторможенному человеку благостную музыку поставить, что с ним произойдёт, он воткнётся в подушку. Поэтому такому человеку красный перчик хорошо. В обед только, в обед. Если человек очень заторможенный, надо красный перец есть, значит. Но не чили. Не чили, это совсем. Мурчили, это ужасная вещь вообще. А просто обычный, допустим, паприку обычную есть. Таким людям надо добавлять паприку в обед. Если чувство очень эмоциональное, значит нельзя её есть. Надо, значит, ограничить, избегать этого возможности есть такие специи. Есть особые продукты, которые обладают особым вкусом. И этот вкус можно, если вы хотите определить, что такое гуна невежества, возьмите дрожжи и понюхайте. Если вы по ней хотите понять, что такое невежество, возьмите дрожжи обычные пищевые и понюхайте их. Вот это означает невежество. Поэтому этот продукт не надо использовать в пищу. То есть надо бездрожжевой хлеб делать. Есть разные, если вы, допустим, изучите этот вопрос, есть закваски специальные, которые можно культивировать. Вот точно так же есть удивительные продукты, которые некоторые считают хорошими. Так, например, соевый соус. Если вы хотите понюхать, что такое гуна невежества, понюхайте соевый соус. Этот соус кушать нельзя, потому что он приготовлен с помощью гниения. Даже не брожение, как, допустим, солёные огурцы, а гниение, понимаете? Это гниль. Так вот, знайте, что этот продукт есть нельзя. Это невежественный продукт, его надо перестать есть. Если вы хотите понять, как пахнет невежество, понюхайте чеснок. Этот продукт, который всегда уничтожает возможность нормально функционировать энергии Марса. Всегда. То есть если у вас есть хоть какая-то гневливость, чеснок есть нельзя, потому что этот продукт никогда не полезен. Если, допустим, у вас импотенция там, или там, допустим, какое-то бесплодие, то тогда в каких-то случаях чеснок полезен. Вообще есть четыре продукта матершинных, которые человек должен кушать только, когда болен болезнями, связанными с половыми органами. Эти продукты — хрен, есть ни хрена не надо. Дальше — хмель, чеснок и лук. Эти продукты в нашу жизнь вёл Авиценна и Бансина, как лечебные. Он их описал как важные лечебные продукты. И после этого народ решил, что надо есть. Но он так, как он описал, что эти лечебные продукты для половых органов, соответственно, все решили лечить половые органы постоянно, потому что они всегда нужны. Поэтому человечество решило есть не регулярно лук и чеснок, а каждый день и по многу. Но на самом деле эти продукты являются лекарством, и они предназначены для лечения гетеродных функций, когда они плохо функционируют. Если человек ест эти продукты постоянно и очень в больших количествах, то у него истощается энергия двух планет, которые сильно связаны с нашими чувствами. Эти планеты — Марс и Венера. Лук уничтожает нормальное функционирование Венеры. В результате этого человек становится очень ранимым и обидчивым. Если человек постоянно ест лук, он от обидчивости никогда не вылечится. И с другой стороны, если человек очень сильно обижается, ему хочется есть лук. Если человек очень сильно гневливый, ему хочется есть чеснок. И если он ест чеснок, он никогда не избавится от гнева. Если человек наглый, то он хочет что есть? Рен. А если человеку хочется вот этого, немножечко быть сумасшедшим, тогда он ест, ну как-то добавляет в пищу хмель. Потому что этот продукт, он уничтожает здравый смысл. Он действует там на тонкие сферы психические. Нет, горчица не относится к этой категории абсолютно. Это нормальный благостный продукт. Есть также, если вы хотите вот этого вкуса лука и чеснока, есть такая специя, асофетида называется. Она вообще не обладает такой же энергией. Она вкус имеет точно такой же, а действие совсем противоположное. То есть она не пускает энергию вниз. Поэтому, в принципе, асофетиду можно добавлять в пищу. Она вот как раз этот вкус даст. Лука и чеснока вместе взятого. Имбирь нет. Почему? Имбирь, он поднимает энергию вверх. Вот смотрите, у вас здесь влажный климат, очень много влаги. Продукты, которые сушат, вам полезны. Так, например, сушит картошка, сушит организм. Она полезна в этом климате. Имбирь сушит организм. Он полезен в этом климате. Но имбирь также обладает таким свойством, что он охлаждает снаружи, согревает внутри. Поэтому самое лучшее имбирь есть, когда солнце поднимается. Вот, допустим, весной влага сильная, и солнце растёт. Значит, надо есть имбирь в это время. Он будет полезен. Но если, допустим, солнце убывает осенью, и вы едите имбирь, тогда он может вызвать простудные заболевания. Прямо противоположным эффектом действует. Итак, когда человек входит в состояние стресса по Марсу, он должен исключить полностью вот эти продукты, которые вызывают бесконтрольные чувства. Это лук, чеснок, хрен, хмель, красный перец, чили. Это очень важно знать. Это моё вам послание. Он, таким образом, 50% поражения вот этого стресса может избежать. Очень сильная помощь будет в этом. Дальше, когда стресс по Сатурну идёт, какую одежду нельзя носить? Чёрную нельзя носить одежду. Если вас пригружает, если чувствуете, что вам тяжело жить стало, работать тяжело, там всё прочее, чёрную одежду исключить из обихода полностью, не должна быть в вашей жизни присутствовать эта одежда. Если у вас стресс по Марсу, нельзя носить оранжевую одежду и ярко-красную. Такую нежную, розовую можно носить, но ярко-красную нельзя носить. Это опасно для жизни. Дальше, если у человека стресс по Марсу, ему нельзя поздно ложиться спать. Чувства от этого очень сильно обостряются. Они становятся неуправляемыми. И когда у человека стресс по Марсу, ему нельзя смотреть «Погоню горячей крови» в такие фильмы. Потому что эти фильмы обостряют это движение, начинают эту энергию циркулировать в крови. Это очень опасно. Надо быть очень осторожным в этом случае. Теперь, когда стресс по Марсу, куда нужно концентрацию внимания? Куда надо направить? Допустим, у нас стресс по Марсу. Наша психика прикована к кому? К объекту стресса. Куда надо концентрацию внимания направить? Надо заставить себя позитивно мыслить. Нельзя приковываться к этому объекту. Некоторые думают, что когда стресс по Марсу начинается, нужно стараться хорошо думать об этом человеке. Но знаете, что стресс по Марсу как раз и подразумевает, что вы не сможете хорошо думать об этом человеке. Вы будете плохо только о нём думать. Поэтому надо сначала направить на себя и попытаться желать всем счастья, успокоить себя. То есть надо оторваться от объекта, надо успокоить себя. А когда вы успокоили, у вас сила появилась, тогда уже начинайте ему желать счастья со всей силы. И пытайтесь противостоять злобе, которая возникает при вспоминании этого человека. И тогда вы победите себя. Если вы сразу на него будете направлять внимание и пытаетесь ему сразу желать счастья, это будет поражением. Вы в этом случае будете скатываться на злобу всё время, постоянно. И вы будете чувствовать собственное бессилие и будете ещё больше разочарованы, чем до этого. Вот так надо преодолевать стресс по Марсу. Во время стресса по Марсу человек должен обязательно делать физические упражнения, потому что физические упражнения укрепляют энергию Марса в организме. Лучше всего тяжёлые упражнения, физические тяжёлые. То есть если, допустим, у вас гнев, вы гневаетесь, надо гирей поднимать. Посмотрите фильм про Челентано. Он там показывал, что надо делать. Надо дрова колоть. То есть стресс, когда по Марсу идёт, дрова можно колоть, можно гири поднимать. То есть такие тяжёлые физические упражнения. Да, женщинам можно гантельки там покрутить. Но чтобы укрепить психику, Марс чтобы укрепить, чтобы он не такой был. Потому что когда стресс по Марсу идёт, Марс, качество его становится плохим, а сила слабеет. То есть человек начинает нервничать, злиться. Но это не признак сильного Марса, это признак слабости, марсианской слабости, озлобленности. Поэтому когда человек гантельки крутит, он укрепляет Марс и успокаивается. Ему легче становится преодолевать трудности таким образом. И когда гантельки крутишь, не надо думать о человеке, которого ты хочешь прибить. Потому что в этом случае это как раз противоположный результат получается. Потому что если человек, допустим, вот как это в этом фильме про этот чёрный негр, это Шварценеггер. Ну Шварц это тоже чёрный, с немецкого языка перевод. Чёрный негр. Когда вы смотрите его фильм, про него, он, допустим, тоже брёвнышки таскает. Но в это время о чём он думает? О том, кого надо грохнуть. Вот так делать не надо. Это не способ преодолеть стресс по Марсу. Это способ увеличить его. Поэтому человек, когда физическим упражнением занимается, он должен себе победить гнев. Он не должен, должен перестать думать о человеке, должен как бы делать упражнения, побеждать себе гнев, успокаивать себя психически, твёрдость психическую установить внутреннюю, не гневаться, перестать гневаться. Понимаете? Стать сильным внутренним, крепким человеком. На самом деле, вот то, что показывают по телевизору, что вот эти вот, которые там разозлился, всех поубивал, это хороший человек. Это не хороший человек, это редиска на самом деле. Нехороший человек. Согласно словарю лексикону. Я сейчас объясню вам, как выглядит хороший человек. В описаниях, в древних летописях, есть описание, как русичи там, ну, древние воины сражались. Там описано, что в это время, когда они сражались, они оставались умиротворёнными, спокойными и очень твёрдыми внутри. То есть у них не было гнева. И вот это состояние твёрдости и умиротворения, оно вызывает определённый эффект у противника. Так, допустим, описывалась ситуация, когда там римские, что ли, легионы, какие-то там завоёвывали они эту территорию, и они на деревне русичьей напали. Их там было, там человек 20, наверное, и они встали без этих всех обмунтирования, просто с мечами. Встали вот так вот, вот так по периметру. 20 человек, вот так встали, не шевелясь, вот так спокойно. И их окружила целая армия. Они вот так встали и стоят, как вкопанные, спокойно, не двигаясь совершенно. И смотря прямо в глаза противнику, и у них такая, очень твёрдость такая сильная, и спокойствие от них такое исходит. Статность, твёрдость, спокойствие. И они взяли, развернулись и пошли. Они стали с ними сражаться, потому что начальник понял, что он положит полармии на этих людей. Какой смысл эту деревню завоёвывать из-за этого? Какой смысл? Положить всю армию из одной деревни? И они взялись, развернулись и ушли. Веда описывает, что самая большая сила воина это нравственная чистота. Веда есть в Бхагавадгите, такая фраза. Самая большая сила воина это нравственная чистота. Поэтому, если вы что-то хотите победить, перестаньте гневаться. Это значит, что вы станете победителем. Человек может победить только когда он перестаёт гневаться. Знаете, как этот механизм работает? Я вам сейчас объясню. Побеждает тот, кто даёт возможность человеку включить разум. Тому человеку, который с тобой в конфликте находится, если ты хочешь победить его, дай ему возможность включить разум. Когда он включит разум, ты сможешь ему двумя словами его убедить, что этого делать не надо. И всё. И на этом всё закончится. Так вот, чтобы включить разум, надо очень противопоставить его злобе, допустим, обиде, очень внутреннюю твёрдость, большую, и спокойствие. Всегда разум работает в неэмоциональной сфере. Допустим, если эмоций очень много, значит, должно быть очень много твёрдостей, которые победят эти эмоции. твёрдость, спокойствие, уверенность, тишина, умиротворение. Когда человек в таком состоянии находится, и, допустим, воин стоит, кто-то хочет агрессию совершить, он не слушает голос совести, он хочет убить невинных людей, совершает агрессию, нападает на невинных людей. И, допустим, те, на кого нападают, они противопостоят этому твёрдостью, спокойствием, уверенностью и позитивизмом мышления. Результат — у этих людей пропадает злоба, потому что, когда ты злобе противопоставляешь силу спокойствия, она сталкивается с этой злобой и как бы её отодвигает назад. В результате у человека начинает работать разум, и он думает, «Не надо туда мне идти, это нехорошо». И, допустим, если полководцы, начальники так начинают считать, то они просто берут и уходят, они не будут сражаться. Так работает вот этот принцип защиты. Человек защищать себя должен прежде всего нравственно. То есть самая сильная психическая защита. То есть когда человек психически себя защищён, он не проиграл психически, значит, дальше победа будет всё равно за ним по-любому, даже если его убьют. Он всё равно победит в этой ситуации, потому что проигрывает тот, кто ломается, понимаете, психически. Поэтому во всех ситуациях, когда мы спорить начинаем, это тоже война. Когда человек начинает спорить, дальше надо противопоставить этому спору спокойствие, внутреннюю чистоту, позитивизм, мышление, спокойный голос. Отвечать надо всегда спокойным голосом. Когда тебя давят, нажимают, насилуют тебя психически, надо спокойным голосом отвечать и внутреннюю твёрдость при этом культивировать. Это очень важно, понять вот этот принцип. Но для того, чтобы это делать, для этого надо тренироваться. Это делать, понимаете? Это сразу не возникает. А тренировка в чём заключается? Когда человек в сильном положении тела молится, следующее, третье сильное положение тела — это когда человек ногу перекрещивает вот так за другую ногу. Берёт вот так её, скрученная поза есть такое упражнение, там нога перекрещивается. Вот такой перекрёст надо сделать. Это положение увеличивает энергию Меркурия. Если, допустим, поза Алмаза, она увеличивает энергию Марса. Поза Лотоса увеличивает энергию Сатурна. То перекрёст, вот это когда ногу переплетаешь, это увеличивается энергия Меркурия. То есть когда человек сильное положение культивирует во время молитвы, то у него появляется внутренняя твёрдость. Он способен противостоять психическому нажиму агрессивно настроенного человека, обиженного там, озлобленного и так далее. Это очень важно понять, как это делается. Это делается с помощью тренировки. И иногда человек говорит, женщина иногда говорит, я очень эмоционально, я не могу сдерживать себя. Хорошо, учитесь сдерживаться с помощью тренировки. Садитесь в позу Алмаза и начинайте читать молитву. Иногда следует понять, что иногда женщине надо развивать себе мужские черты характера. В каких случаях? Сейчас я вам объясню. Это уже стресс по Венере. А мужчине иногда надо развивать себе женские черты характера. Например, если человек постоянно марсит, то есть он постоянно гневается, кричит, у него такое агрессивное настроение, значит, ему надо развивать женские черты характера. Он должен, значит, учиться быть мягким в речи, спокойным, учиться снисходительным быть. Ему надо, значит, иногда готовить пищу, ещё делать какие-то женские мероприятия, совершать, увеличивать женские черты характера. Зачем? Чтобы равновесие, баланс между Марсом и Венерой достигнуть. Баланс нужен. Если у человека слишком много Марса, он должен, значит, чуть-чуть Венеры прибавить в свою жизнь. Быть мягким, нежным, спокойным, учиться надо, значит. И тогда человек сможет как бы в равновесии жить. Если у женщины слишком много Венеры, она должна мужских... Как поопределять, слишком много Венеры? Женщина очень эмоционально неуравновешена. У неё психи эмоциональные наступают. Допустим, муж сказал чуть-чуть строго, её сразу... Начало колбасить. Вот чуть-чуть прям там, чуть-чуть тон, чуть-чуть на полтона повысил голос, всё. Она обижается, сразу плачет. Не говори так со мной, я не могу терпеть. То есть это уже твои проблемы, если ты не можешь терпеть. Надо просто учиться, аскезы совершать, значит, надо. Молиться вот в позе алмаза, Марс усиливать у себя немножко, чтобы можно было терпеть. Потому что мужик же женщиной не станет, правильно? Иногда у неё голос грубовато звучит. Это мужской голос, ничего не сделаешь. Поэтому надо учиться терпеть. Для этого надо приобретать мужские черты женщины. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Немного, но чуть-чуть. Если она переприобретала мужских черт характера, она такая становится. Мужик, ты что тут делаешь? Мужу. То есть это значит, надо женские делать уже, какие-то женские качества развивать. Значит, надо ухаживать больше за людьми. Есть разные виды аскез. Одни развивают мужские черты характера, другие женские. Какие аскезы развивают женские черты характера? Что же аскезы? Забота о стариках, допустим, ухаживать за старыми людьми, женская аскеза. Убираться, подметать, готовить пищу. Там женские аскезы развивают женские черты характера, заботиться о всех. Массаж стоп кому-то делать, женская аскеза, увеличивает мягкость сердца. Вот что надо делать. Допустим, для женщин хорошо танцы. Танцы — это женская аскеза тоже. Грация, спокойствие, плавность психическая вырабатывается. Все женщины должны немножко позаниматься танцами в свою жизнь. Даже те, которые уже переросли. Почему? Потому что танцы развивают мягкость характера, они успокаивают, они делают, ну, женственность увеличивают в характере. Что такое танцы? Это движение, которое увеличивает женскую энергию. Есть движение, которое увеличивает мужскую энергию. Допустим, шейпинг, ну, аэробика там, там, гантелизм такой. Женщины качаются. Зачем она нужна? И так много. Такая женщина ко мне заходит, такая, густым голосом. Я говорю, чем вы занимаетесь? Что у вас за зарядка? Она. Я бодибилдингом занимаюсь. Так по-мужски у меня бодибилдингом занимаюсь. Я говорю, как у вас с мужем отношения? Никак. Так отношения с мужем закончились. Тогда, когда я начала заниматься бодибилдингом. Это означает невежество. И так грубое по природе. Женщина грубоватая по природе, что ей хочется делать? Заниматься бодибилдингом. Гантельки качать. Грубоватая природа, если она этим хочет заниматься, что нужно делать? Танцами заниматься в этом случае. Противоположную природу надо развивать в себе. В этом идее заключается преодоление стресса главное. Вы её должны усвоить сегодня. Это очень важно. Если женщина истерична по природе, она не может держать эмоции, тогда, пожалуйста, гантельки, нет проблем. Я не против этого вида гимнастики. Но если женщина и так уже чрезмерно мускулиста, она жёсткий стиль имеет отношений, допустим, в очереди стоит, кто-то там вякнула на раз, ему врезала. Это значит, что уже что-то не то, понимаете? Я видел такую ситуацию. Женщина стоит там, дядька в очереди, что-то начал возникать. Она повернулась ему так в лоб. Он такой готов. И дальше стоит, ни одного звука не произнесла. Лобешник ему готов лежит. Всё. Всем понравилось вокруг. Никто ничего не сказал. Но это не способ, понимаете, женщине решать проблемы. Конечно, это весело выглядит, но мне как-то грустно стало. Понимаете? Просто это не способ. Это не то, что женщина должна делать. Это значит, что она рушит свою судьбу таким образом. Она должна, наоборот, она должна посмотреть на него так, чтобы он расслабился. Она должна повернуться и сказать ему, «Гражданин, успокойтесь». И вот так раз. Всё. Это женская сила. Она должна так действовать. У неё есть женская сила. Она должна мягко повернуться и сказать, «Вы, наверное, не выспались? Успокойтесь, гражданин». И улыбаться ему так, силу показать ему женскую. И всё. На этом всё заканчивается. Или, допустим, женщина, допустим, ведёт себя грубо, и мужчина такой в очереди поворачивается, начинает, на неё, на него. И что, это тоже неправильно. Надо повернуться, спокойно сказать, «Женщина, всё будет хорошо». Так, по-мужски спокойно. И она её обмякнет, потому что она женскую природу имеет. Хоть она по-мужски ведёт, всё равно надо спокойно вот так сказать, и всё. Увеличить в ней женскую природу. Сказать понежнее, но по-мужски спокойно. Если он начинает квакать рядом с ней, она ещё больше наглеть будет. Нужно действия совершать адекватные. То есть надо знать, как преодолевать ситуацию. Это очень важно понять. Здесь должно работать именно знание. Не то, что включается у нас. Допустим, одна собака гавкает, другая, что хочет делать, тоже гавкать. Получается, трудно понять, какая первая начала потом. Понимаете, когда человек проходит, думает, какая первая начала, кто виноват. Обе гавкают одинаково. А потом одна говорит, я вторая начала гавкать. Доказать невозможно. Поэтому, чтобы таких ситуаций не было, человек должен знать, как противопостоять ситуации. Если, допустим, жена впадает в истерические состояния, она очень сильно обижается, начинает кричать, ругаться, обзываться, состояние обиды, значит, Венера у неё выходит из равновесия. Или Марс. Ну, чаще всего, если она плачет при этом, то Венера, если она не плачет, злится просто, значит Марс. Как быть мужу? Он должен противостоять этому состоянию. Если Венера, допустим, выходит из равновесия, надо подойти к ней. Вот жена вышла из себя, она её начала колбасить. Она плачет, кричит. Что делать? Говорить ей что-то надо в это время? Нет. Надо молча подойти и взять её за левую руку. Потому что левая рука у женщины – это рука мужа. Когда муж берёт за левую руку, женщина начинает чувствовать себя, что она подчинена, подчинённую природу. Она не будет давать. Надо подойти. Если она руку левую не даёт, значит, надо на плечо ей на левое положить. Это сердце, зона сердца. Вот сюда. На плечо на левое положить, руку надо ей. Начать к ним понемножку гладить. А потом, когда она чуть-чуть как бы обмякнет, надо взять её и обнять. И не говорить ничего в это время. Потому что, если вы что-то скажете, она к этому слову придерётся. Надо ждать, пока она вот так не расслабит её. Она будет сначала сопротивляться, но вырываться не будет. Любой женщине нравится, когда её гладит. Надо её по спине гладить аккуратненько. Гнев здесь находится, в затылке. Надо по голове, в затылке, по спине гладить, гладить, гладить. И когда она обмякнет, спокойным голосом что-то сказать такое, успокоить, и она расслабится потом в конец. Потому что звук обязательно нужно сделать, чтобы нейтрализовать вот эту вот обиду. Некоторые мужчины начинают в это время ей что-то объяснять. Ну, говорят что-то. Это очень опасно. Когда любое слово, даже, допустим, успокаивающее, они вызывают ещё большую обиду, ещё большую истерику. И так это продолжается. Нужно сократить дистанцию. Когда человек начинает конфликтовать близкий, с ним нужно сократить дистанцию немедленно. То же самое, муж начинает гневаться. Жена должна подойти, на правое плечо ему руку положить, на правое плечо уже вот так, раз, ручку положить, и прижаться к нему в это время. И потом погладить его немножко, и обнять его, и успокоить. И потом сказать таким мягким голосом «Муля, не нервируй меня!» Мужчину так не называют? Я пошутил просто. В фильме есть такая ситуация «Муля, не нервируй меня!» Старый фильм такой. Муля его звали. Она такая толстая, здоровая такая. И он маленький такой. «Муля, не нервируй меня!» Такая венерианская женщина. А он такой нежненький марсианин, такой маленький. Вот они и сошлись. Итак, следующая планета Юпитер. Стресс по Юпитеру означает пустота. Пустота означает нехватка любви. Если у человека пустота, пришла в жизнь пустота, то есть ему ничего не радует, ничего в жизни не радует, он должен искать любовь. Искать любовь не означает на дискотеку идти. Любовь означает нечто другое. Любовь означает что-то очень глубокое, возвышенное. Допустим, пойти в картину, ну вот у нас есть Третьяковская галерея, удивительная в Москве. Если вы в Москву приедете, не надо ходить на ВДНХ, надо идти в Третьяковскую галерею. Потому что там удивительное место. Там собрано столько возвышенных вещей. Там целый зал икон, допустим, древних, вообще посмотреть. Там целый зал картин про Сергия Радонежского. Ну удивительное место просто. Там столько хорошего можно увидеть. Вот это место, куда надо идти в Москве. Не знаю, там еще куда идти, но по крайней мере туда вот надо идти. И там любви очень много. В эти картины вложена любовь. То есть когда смотришь, такое теплое чувство возникает внутри. Или, допустим, надо сходить туда, где, допустим, есть духовные традиции, которые любовь культивируют. Допустим, баджина, пение баджинов, допустим, вот то, что сейчас вот поется. Это любовь, энергия любви идет. Когда пусто становится внутри, надо идти к друзьям, которые могут с тобой побеседовать спокойно от жизни с любовью. Надо просить их даже об этом, чтобы они с тобой об этом поговорили, как-то о жизни с любовью. Можно что-нибудь отпраздновать, отметить что-то такое, теплое какое-то мероприятие, чтобы собрались хорошие люди. И так далее. Молитву надо тоже читать с любовью к Богу в это время. Потому что есть разные настроения чтения, молитвы, иногда покаяния там, иногда еще что-то. Но когда Юпитер, пустота, и когда человек не знает, как дальше жить, что делать, он должен искать любовь в своей жизни. Но такие вот музыку, духовную, чистую, такую, с любовью, которая поется, постоянно надо в ухо втыкать и слушать. Если, допустим, у вас поражение идет по внешней деятельности, пустота в работе, в жизни, в понимании людей, мира этого, страны, тогда надо в правое ухо втыкать такую музыку, теплую, нежную очень. Чтобы она про Бога пела и так далее. Если у вас пустота в семейной жизни, Юпитер поражен по семейной жизни, надо, значит, в левое ухо втыкать наушники и слушать постоянно, круглые сутки, на ночь оставлять включенные тоже. Чтобы подпитка шла. Почему стресс по Юпитеру? Потому что это энергия любви, она не приходит в психику. Юпитер связан с энергией любви. Марс, Сатурн связан с энергией аскезы, такой определенный вид силы, аскетизма. А Марс связан с энергией решимости, тоже сила, которая пробивает путь вперед человеку. Юпитер связан с энергией любви, любовь ко всему миру, к людям, к Богу и так далее. Это юпитерианская энергия. И поэтому, когда у человека стресс по Юпитеру, он должен искать во всем любовь. Он должен пытаться ее увидеть. Хотя ему очень трудно будет увидеть, потому что как раз стресс по Юпитеру означает, краник закрывают. Краник любви закрывается, а надо искать. Надо пытаться в этом состоянии быть, иначе просто пойдешь в такое состояние фанатизма густого, в котором все разрушит всю свою жизнь. Дальше, стресс по Меркурию означает, нет гармонии, нет контакта. Если нет гармонии, значит, надо делать вещи, которые увеличивают гармонию. Что это за вещи? Есть такая гимнастика ушу, допустим. Она увеличивает гармонию с окружающим миром. В пранаяме тоже есть такие упражнения, когда ты дышишь и руками вот так движешь. Полное дыхание йогов с движением рук. Это тоже увеличивает гармонию с окружающим миром. Надо такие упражнения делать. Надо в квартире увеличить количество растений, зеленых растений таких с мягкими, нежными листьями. Если мягкие, нежные листья прямые, значит растения имеют много меркурия в своей психике, в своей энергии. Если листья не острые, широколистные такие энергии, листья прямые, мягкие, не вьющиеся растения, значит там много меркурия чистого. Это может быть фикус, допустим, у фикусов часто такие листья бывают. Или, допустим, розы, такие же тоже листочки у них. То есть надо такие вот цветы благостные увеличивать, посадку таких цветов дома, чтобы они увеличили меркурия энергию. Допустим, у кактуса много меркурия энергии, нет? Мало, он одинокий, стоит. Если, допустим, у человека по меркурию проблемы, то есть он чувствует, у него тяжело общаться, одиночество такое, значит, чего хочется насадить дома? Кактусы, а надо насадить прямо противоположные растения. Если у человека меркурия энергия плохая появилась, ему хочется какую одежду носить? Тёмно-зелёную такую, болотного цвета. А надо какую носить? Нежную, светло-зелёную наоборот, лиственную одежду надо носить в это время. Музыку какую хочется слушать в это время? Надрывную такую скрипку, а надо слушать нежную, баджанную, такую меркурианскую музыку, чтобы она давала соединение, гармонию. Надо слушать в это время, хорошо слушать, знаете, музыку, которая наполнена элементами природы, звуков природы. Когда Меркурий поражён, надо слушать такую. Есть, бывает, музыка такая, которая вся из волн состоит, из различных звуков природы. Удивительная музыка, очень благостная. Её надо обязательно, чтобы дома такая музыка была. Если кому-то тяжело, он общаться ни с кем не может, надо такую музыку включать, и человеку будет легче. У него пробиваться будет эта способность контакта с окружающими людьми. Меркурий очень помогает правильное питание. Надо меркурианскую пищу есть, салатики, зелень вся эта меркурианская пища. Различные салаты, можно салатовую диету себе делать, чтобы различные салаты, то есть там петрушка, укроп, лист салата, лист шпината. Зелень всю эту надо трескать. Она даёт возможность общаться, то есть она увеличивает. Листья у деревни, это что за сила? Сила общения с окружающим миром, так? Листья имеют меркурианскую энергию у деревьев. Ствол состоит из энергии Солнца и Сатурна. Когда деревья кустарники, у них Сатурн слабенький, Солнце слабое. Деревья такие, сосна такая, у них Солнце сильное, Сатурн сильный. Поэтому листья — это меркурианская энергия. Листья сосны надо есть в это время, нет? Нет. У них меркурий сильный, у листьев сосны меркурий сильный, слабый. Там иголки стоят. Надо есть листья тех деревьев, которые имеют сильную меркурианскую энергию. Ну в основном даже не деревьев, а просто этих растений. Хотя в Индии, допустим, есть много деревьев, в которых листья используются в пищу. Допустим, лист карри. Это же специя из листьев. Это меркурианская энергия. Лист карри можно использовать в пищу, когда стресс по меркурию идёт. Рута есть такая трава, у неё меркурий очень сильный и благостный. Можно использовать пищу, варить просто, чай отваривать с ней, для того, чтобы усиливать. Киви меркурия имеет такой благостный этот плод. Когда меркурий ослаблен, человек должен учиться общаться. Он должен читать стихи Пушкина, Лермонтова, благостные стихи такие про природу. Надо читать стихи. Не бойтесь читать стихи. Хорошие, возвышенные такие про природу стихи увеличивают энергию меркурия. Иногда надо, если человек одинок, а он замкнутый, чувствует себя, надо читать такие стихи, которые увеличивают контакт с природой. Это очень важно. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Смотрите, сколько эпитетов, которые настраивают на природу. Вот как нормальный человек может это в голове родиться, нет? Это только гений может сделать, понимаете? «Буря мглою небо кроет, буря кроет небо мглою, вихри снежные крутя, то, как зверь она заводит, то заплачет, как дитя». Удивительно. Невозможно скопировать. Это гениально. Это потому, что отражает эмоционально полностью картину. Мы даже можем представить это себе чётко. Поэтому, когда человек такие вещи пишет, значит, у него у Пушкина Меркурий просто заскаливал в 10 раз. Даже у него меркурианский вид внешний был. То есть он чистейший меркурианец. И он настраивает на энергию Меркурия. Когда его стихи читаешь, то сразу настраиваешься на энергию Меркурия. То есть гармония с окружающей средой возникает немедленно. Поэтому человек должен читать стихи. Когда у него заклинивает, разговаривать не может, ни с кем общаться, надо читать стихи, значит, такие про природу. Какими методами современной альтернативной психологии рекомендуется пользоваться для оптимального проживания, осознания каждой 14 стадий развития стресса? Хороший вопрос. Когда человек находится в шоке, и он не может справиться с этим, то придется использовать седативные средства, иногда транквилизаторы. Это неизбежность. В целом, какими средствами обычной медицины, альтернативной психологии, я вот хочу сказать про обычную медицину. Знаете, не надо ее отвергать. Вот, допустим, если вы в шоке находитесь, и ничего не помогает, то надо, значит, получается, седативные средства пить или транквилизаторы хотя бы пару раз, чтобы просто себя хотя бы чисто на уровне химических реакций вывести организм из этого состояния. Понимаете? Иногда это полезно. Допустим, человек с ума сходит, иногда, значит, транквилизаторы можно попить чуть-чуть. Это нормально, это не проблема. Не надо просто на них садиться, понимаете? Вот в чем идея. Если человек в депрессии находится, антидепрессанты можно чуть-чуть включить в себя, можно чуть-чуть это сделать. Я вот сам не пью никогда, потому что даже когда в тяжелом стрессе был, я никогда ничего такого не пил, потому что я знаю другие методы лучше. Но если человек ничего не знает, ему ничего не помогает, значит, надо делать именно это. Надо посоветоваться с врачом, психиатром, психотерапевтом, что пить. И иногда использовать. Если у вас есть такие состояния, надо иногда использовать. Что касается альтернативной медицины или психологии, если, допустим, человек в шоке находится, то можно какие-то сугестивные методики использовать, психологические тренинги, такие успокаивающие, можно использовать, техники успокаивающие. Типа там музыкотерапия, допустим, там еще что-то. Это нормально. Я просто вам не советую никогда пользоваться директивными методиками психологии. Директивная означает гипноз, такой жесткий, очень директивный способ подачи материала, информации. Допустим, человек в очень жестком стиле себя ведет, как бы раздражает вас специально. Есть такие психологические техники, когда действие идет через катарсис. Человек, как бы психолог, вас постоянно подзуживает, постоянно колет вас психически, как бы и выводит из вас из нормального состояния. Его цель сделать такой психоз, такой, как бы, чтобы вас плачет, слезы там пошли и так далее. Я вам не советую вообще пользоваться такими методиками, потому что они очень травматичны. Они, несомненно, дают иногда хороший результат, а иногда человек просто потом в себя неделю прийти не может. Просто понимаете, есть два типа людей, которые находятся в стрессе. Одни из них находятся в невежестве, а другие находятся в страсти. Те, которые в невежестве находятся, для них такие вот катарсисы хорошо, потому что они их растормаживают. Психика растормаживается, человек как-то начинает вот как-то думать, как жить дальше. Но если человек уже расторможен чересчур, и его еще подзуживают, понимаете, ему совсем плохо становится после этого. Поэтому я вообще не советую такими болезненными методами психологии вообще пользоваться. Если психолог имеет мягкий подход, он через любовь общается, решает проблемы, значит, общайтесь с ним, приходите к нему и пользуйтесь этим. Есть такие методики, допустим, когда включается такая демоническая музыка во время, допустим, сеансов этих катарсиса, включается там музыка, там кто-то орет. Нет, это серьезно, такие есть методики, практики такие психологические. Я вам не советую вообще туда же нос ссувать, потому что это сильно оскверняет разум, понимаете? Вот эти все техники предназначены не для разума, они все предназначены для ума. И цель этих техник заключается в том, чтобы ум разгрузился, но разум при этом не учитывается, понимаете? Они, эти техники, все очень сильно оскверняют разум, а ум при этом нормально, то есть оскверняет разум, а ум при этом разгружается, и ему становится хорошо. И цель этих техник как бы разгрузить ум, но ничего общего с нормальным выздоровлением этот человек не имеет. Это просто происходит временный эффект, то есть временное облегчение наступает, понимаете, в этом случае. Поэтому надо очень четко понять, если вы к психологу обращаете, вы должны узнать сначала, какими методами он пользуется. Потому что есть методики такие, катарсиса, они не подходят для развития разума, они вызывают, заторможен разум входит в тормознутое состояние. Иногда для того, чтобы человек успокоиться, надо разум затормозить, надо прихлопнуть его, и тогда спокойно становится. Но это временно, потому что разум в затормознутом состоянии жить не может. Ему нужно активизироваться, всегда быть бодрым, активным. Человек фактически избавляется от стресса когда? Когда он осознаёт, как правильно жить. Сразу стресс проходит в этом случае. В чём заключается идея преодоления стресса? Почему человек во время стресса так много думает? Почему ему хочется думать постоянно? Почему ему хочется проанализировать, всё понять? Почему у него острое желание есть разобраться во всём? Причина только одна. Во время стресса человек ищет новый способ быть счастливым. Он новую цель жизни ищет, новый источник счастья ищет. Поэтому человеку надо делать то, что помогает найти ему этот новый источник счастья, новую цель. Самый лучший способ — это общение. Надо искать место, где общаться. Надо приходить туда, где люди занимаются самосовершенствованием, искать эти места. Где у вас душа раскроется в каком-то месте, значит, это место ваше. Дальше что нужно делать? Нужно молиться, нужно желать всем счастья, нужно соблюдать правила какие-то, которые очищают ум, разум. И тогда человек избавляется от стресса в этом случае. Но также следует не пренебрегать такими методами, которые психику успокаивают. Понимаете, просто одна молитва, просто одно посещение благостных мест вам не поможет. Во время стресса человек должен ещё учиться отдыхать от стресса. То есть надо ходить по лесу, гулять, чтобы свежий воздух, шелест деревьев, птиц, вот этот чебет, он как бы мозги успокоил. В это время нервная система орошается очень спокойной энергией, человеку хорошо становится. Дальше шелест волн, воды тоже очень помогает. Когда вы, особенно у вас морская психика такая, венерианская, надо вдоль берега ходить, когда стресс. Каждый день надо прогулки совершать вдоль берега обязательно. Чуть-чуть проходить. Даже если вам надо 15 минут ехать туда, 15 минут обратно и 15 минут всего находиться там, сделайте это. Это вам очень сильно поможет. Прямо вдоль воды 15 минут пройти уже очень сильно освобождает психику от стресса. Дальше упражнения статические хатха-йоги, я уже вам говорил. То есть есть вещи, которые просто должны в помощь идти. То есть человек должен как-то разгрузить психику, он даст возможность, должен разуму работать. Пока психика находится в напряжённом состоянии, разум не работает. Чтобы разум начал работать, психику надо расслабить. Вот этими латинскими буквами мне так читать тяжело. Мне разум напрягается. Как увеличить степень осознания, присутствия, самонаблюдения, стресса и повседневной жизни? То есть как научиться постоянно быть здесь и сейчас? Вот здесь «сейчас» означает, человек находится в благости с очень сильным и трезвым разумом. Это уже цель, конечный результат. Чтобы её добиваться, надо послушать семинар полностью о лечении разума, развитии разума. Все эти действия являются действиями, которые приводят человека в состояние трезвого и твёрдого разума. И всё, что мы говорим об этом, сегодня тоже, эти действия тоже будут так делать. Это целый комплекс. Три года назад имел тяжёлое воспаление носовой полости. С тех пор звон в ушах. Звон в ушах лечить практически невозможно, очень сложно. Может ли у человека быть одновременно стресс по нескольким планетам? Чаще всего так и бывает. Сначала по одной идёт, потом развивается, дальше следующие планеты вовлекаются. Обычно слабые планеты вовлекаются. Когда стресс по какой-то планете грохнул, все слабые планеты у человека в гороскопе, они начинают в стресс потихоньку втягиваться. Если да, то как из него выходить? Ну так и выходить, как мы объясняем. Увеличивать силу разума, культивировать в себе спокойствие силу разума. И таким образом выходить. И пытаться понять, как жить дальше. Счастье пытаться найти. Понимаете, поиск счастья — это не умственный процесс. Это процесс разума. А так как разум контактирует с разумом, то есть надо поэтому искать счастье с помощью людей. Понимаете? То есть если святого человека встретили, он вам даёт это понимание счастья, стресс сразу проходит. Если кто-то сможет вам пробить ваше невежество, это состояние депрессии, шока, сразу же стресс проходит. Понимаете? Немедленно, в одну секунду можно избавиться от стресса. В одну секунду человек оживает, освежает, ему становится легче жить. То есть другими словами, это вопрос просто способности свой разум поставить под влияние энергии счастья. И всё. Вот так надо. То есть надо искать такого общения. В храмы ходить, в паломничество по святым местам. Знаете, иногда бывает так, что человек приезжает, допустим, куда-то в святое место, и там, допустим, он видит какого-то удивительного человека. Тот просто смотрит на него вот пару секунд и благословляет его своим взглядом, и всё, и стресс проходит от этого. Достаточно просто встретиться с такой Личностью, чтобы она тебя как бы пробила психически, дала тебе силу жить. Или, допустим, человек приходит на лечение к святому человеку какому-то. Он берёт просто там пару минут мантры, читает, и всё. Тот уходит, и всё, у него всё хорошо внутри. Он счастлив. Это вопрос силы. То есть уничтожение стресса означает, разум связан с энергией счастья. Всё, стресса нет. И постепенно психика успокаивается. Это уже вопрос небольшого времени. Там, может, пару месяцев. Какие способы для понижения артериального давления? Не вредны ли холодные обливания? Мне не нравится. Если вам не нравится обливание, значит, вредны. Если вам нравится баня, значит, у вас давление связано с дошиватой. То есть напрягается мозг. В этом случае вы можете избавиться от, ну, как бы, снизить давление ветками, допустим, осины. Привязанно левую руку, левую ногу одновременно носить. Давление может снизиться. Вы знаете, я вам советую просто найти время. У нас, когда пансионат откроется, приедьте туда, и всё узнаете. Как питаться? Мы вам подберём индивидуальное питание. Как масла подбирать? Какие ветки вам подходят? Как йогой вам лучше заниматься? Всё, пройдёте полный ликбез. Даже будем объяснять, как трусики носить. Ну, всё, будете знать про себя. Как лечить полиартрит? Каковы причины? Отчаяние. Причина полиартрита. Это болезнь, связанная с Сатурном. Отчаяние. Как лечить? Ветки привязывать, йогу делать, маслом обтираться. Всё то же самое. Ступор в отношениях с мужем. Ну, опять понятно, ступор, если Сатурн. Постоянно недоволен мной и ребёнком. Если обижается на меня, перестаёт со мной разговаривать, выделять внимание сыну. Понятно. Стресс по Сатурну идёт. Материально не поддерживает. Эта лекция этому посвящена. Что делать? Жить дальше. Сына — период Сатурна. Понятно. Всё медленно делает. Не хочет учиться в школе. Начались запоры. Видите, всё, перечисляет то, что я вам говорил, все симптомы. Это влияние периода стресса. Это влияние по Сатурну, это влияние периода и одновременно стресс по Сатурну. Это и то, и другое одновременно. Потому что бывает, стресс по Сатурну развивается в период влияния Сатурна. От напряжения работа с компьютером расширяется зрачок правого глаза и начинает болеть. С чем может быть связано и как выздороветь? Это стресс по Солнцу. Когда глаза болят с компьютером, общаясь, это значит, что стресс по Солнцу. Это значит, что у вас много осквернённой огненной энергии входит в организме. Что делать? Прямо противоположную вещь. Если осквернённая огненная энергия ходит в организме, значит, надо какую в него вводить? Не осквернённую. Значит, надо взять, сделать фитилёк с топлёным сливочным маслом, зажечь его, поставить на расстояние вытянутой руки, прочитать в йоге, что такое упражнение тратака, как его делать правильно. Надо на вдохе там мысленно, но у нас есть на сайте это упражнение описано, на вдохе мысленно вдыхать огонь, потом выдыхать мысленно его и так далее. Так надо очищать глаза и при этом смотреть на свечу глазами своим. Таким образом, не пересматривать, а смотреть какое-то время и потом давать отдых глазам. Понятно, да? Стараться больше пользоваться дневным светом. Как избавиться от вот этой повышенной чувствительности глаз? Включайте свечи дома, зажигайте свечи вместо лампочек какое-то время. Пускай на свечах у вас живёт дом, квартира. Какое-то время, может быть, недельку так поделать, и глаза очень сильно восстановятся. Это необходимость, это не... То есть, ведическая культура, всё было на естественном огне основано. Свечки зажигают. Это не экономия, да, сейчас свечки зажигать. Это наоборот, роскошь. Как раньше была экономия свечки зажигать, а сейчас это роскошь. Поэтому эта роскошь, она необходима иногда для того, чтобы зрение лечить. Особенно фитильки на топлёном масле, это вообще роскошь. Но вот для того, чтобы потренироваться, надо это делать всё равно. Если мы подобрали какие-то янтры, значит, это стресс по этим планетам. Нет, не значит. Мы подбираем янтры, всё наоборот. Мы подбираем янтры для тех планет, которые сильны. Понимаете? Которые имеют силу, то есть они имеют или качество хорошее, или силу. Для чего мы подбираем? В основном янтры подбираются под планеты, которые имеют хорошее качество. Для чего это делать? Если ты, допустим, мантру этой планеты читаешь и смотришь на неё, на эту янтру, что происходит? Происходит усиление разума по этой планете. То есть контакт с этой планетой увеличивается. И так как эта планета уже чиста, поэтому что происходит? Человек орошается позитивной энергией, его поддержка наступает. Понимаете, если во время стресса хотя бы одна планета чистую и сильную энергию имеет, стресса не будет в полной степени. Усиливать в первую очередь надо то, что чисто. Это значит, что нет стресса по этой планете. Понимаете? Янтра подбирается под чистой энергией планет. Если, допустим, у вас стресс по планете, значит, там уже грязная энергия. Если вы янтру будете читать по этой планете, что произойдёт? Усиление этой грязной энергии. В результате у вас будет ещё больше катарсис начнётся, ещё хуже, тяжелее станет психически. Надо янтру и усиливать ту планету, которая чиста, и тогда вас успокаивать будет. Если то же самое, такой же метод основан на подборе драгоценных камней. Если камни, чтобы ставить на пальцы, надо усиливать те планеты, которые у вас имеют чистую природу. То есть они, может быть, не сильные, но чистые. Вы, допустим, их усиливаете, и в результате у вас улучшается судьба. Если вы драгоценными камнями усиливаете те планеты, которые имеют грязную природу, тогда, получается, грязь начинает функционировать в организме больше. Понимаете? Принцип такой – работать с драгоценными камнями. Если вы к нам в пансионат приедете лечиться, мы там также будем камни для украшений подбирать. Можем вам украшения какие-то индивидуально подобрать. У нас там свой ювелирный цех открывается. То есть мы там даже можем делать прямо под заказ ювелирные украшения. И камни драгоценные можно подобрать и так далее. Всё это индивидуально. Может ли… Имеется в виду не для лечения, а просто для ношения. Может ли быть физиологически невозможно сидеть в позе лотоса? Например, из-за особенностей мышц, связок, суставов. Возможно, что вам невозможно сидеть в позе лотоса сейчас. Но это не связано с физиологией, это связано со сквернением этих зон. И может быть, вам понадобится год или два, чтобы сесть в это положение. Но всё равно надо постепенно это сделать. То есть надо всё равно ноги скрещивать, как можешь, и сидеть, потом больше постепенно скрещивать, больше, больше, больше. И в конце концов вы сядете в позе лотоса. У меня, допустим, очень Сатурн сильный и напряжённый по природе. Когда я в 18 лет впервые сел в позу лотоса и просидел в ней 3 секунды, у меня просто такое дикое состояние было, мне так тяжело было. Потом 4 секунды, 5. И сейчас сижу каждый день по 40 минут, по 50. 40 лет помолодел. То есть это физиологически не означает, что нельзя. Надо просто иметь решимость этого положения и сидеть в нём. Это положение является жемчужиной вообще любых упражнений. Это самое лучшее упражнение, которое только существует на Земле. Допустимы ли при варикозе длительные позы лотоса или алмаза? Как лечить варикоз? Как раз если вы будете длительно сидеть в этих положениях, вы варикоз и вылечите ими. Потому что варикоз так как раз и означает, что там энергия скапливается. Мы о многом информированы, но стрессовые ситуации реализуем по-старому. Правильно? Мы, говорит, во многом информированы, но когда стрессовая ситуация возникает, действуем по-старому. Что это значит? Это значит, что человек не тренирует разум. Вот вы, допустим, пришли ко мне на лекцию. Кто здесь разум тренирует? Кто на нашей лекции разум тренирует? Я. А вы чем занимаетесь? А вы слушаете и как бы копите в нём в разуме информацию. Вы его очищаете. Но само по себе, и вы всё понимаете. Вы говорите, всё поняла, как жить поняла. Хорошо, что дальше. А потом домой идём, телевизор смотрим и блины едим. Вот. Это неправильный способ жизни. Надо тоже дома начать тренировать разум, усиливать его. То есть недостаточно просто послушать и понять всё. Надо теперь жить по-другому, начинать, заставлять себя бороться за свою судьбу. Никогда не сдавайся. Надо это понять, усвоить. Надо бороться, не давать болезни победить судьбе плохой, победить себя. Если вот такой вопрос человек задаёт, значит, он не тренирует разум. Он не понимает, как это делать. Как добиться того, чтобы в стрессовой ситуации вспомнить разумную информацию, реагировать. В стрессовой ситуации человек не может вспомнить разумную информацию. Когда стресс наступает, разум перестаёт работать, и в это время человек ничего хорошего вспомнить не может. Но какая бы ситуация ни была, человек должен всегда выполнять правила, которые он выполняет. Существуют жемчужины нашего разума в нашей жизни. Если человек пять лет подряд каждый день читает молитву в одно и то же время, какая бы стрессовая ситуация ни была, он всё равно сядет в этот момент и будет читать молитву, даже если ему не хочется это делать. Понимаете, в этот момент у него разум начнёт возрождаться и включится, как лампочка. Раз — и включилась. Так вот, чтобы человек мог разум свой включить, для этого он должен сначала выработать себе правильные привычки. Правильные привычки — это состояние, привычные состояния, в которых человек способен включать разум. У нас обычно привычные состояния какие? Мы в привычном состоянии что включаем обычно? Телевизор. А надо в привычном состоянии разум включать, такие привычки себе выработать. Я вам хочу честно сказать, если вы хотите разум включить, выключите телевизор. Вот честно вам говорю, это прямо точно. Потому что даже если, допустим, там что-то хорошее идёт, то по-любому от этого сила разума не возрастает. От этого опять же вы что-то понимаете, очищаете его. Но для того, чтобы стресс преодолеть, нужно выработать силу разума, силу, понимаете? Сила означает молитва, означает, вот янтру смотришь, там повторяешь, допустим, это сила разума увеличивается. Молитву человек читает, сила разума, на святое место пошёл, паломничество, сила разума увеличивается. Понимаете? Холодной водой обливаешься в святом источнике, сила разума увеличивается. Я желаю всем счастья, сила разума увеличивается от этого. Понимаете? В это надо делать, чтобы вот в этой ситуации не попасть в просак. Что делать в ситуации, когда начинаешь с энтузиазма повторять молитву, но через некоторое время кажется, что есть молитва получше? Он не может успокоиться и сосредоточиться на одном Знании, всё время в поиске лучшего. Это Рига, Венера. Всегда хочется лучшего, ещё чего-нибудь получше. Как развить способность следовать в одном направлении, не метаться по сторонам? Для этого надо вырабатывать не любовь уже, а аскетизм. Понимаете, если человек, допустим, вкусненького чего-то ищет, он одну почитал молитву, другую почитал, третью почитал, потом помедитировал, посидел, потом музыку послушал. Что он ищет в это время? Он ищет сладкого вкуса. То есть он так хочет туда-сюда, не прилагая усилий, хочет наслаждаться духовным. Но на самом деле духовному надо служить. Поэтому надо что делать? Надо совершать аскезы духовные. Если не хочется одну молитву читать, что нужно делать? Читать одну молитву. Всё. Больше делать нечего. Не хочется, надо заставить себя. Надо, как новый русский встретил своего друга. Тот такой худой. Он говорит, как у тебя дела? Да вот, говорит, не ем последнее время. И новый русский говорит, мой дорогой дружочек, так заставлять себя надо. Заставлять. Сытый, голодного не разумеет. Поэтому надо заставлять себя. Надо есть молитву. Если, допустим, у этого худого нет, кушать нечего, поэтому он худой. У вас молитва-то есть? Она есть. Пожалуйста, читайте её. Кто вам её запретит? Её невозможно запретить. Это наше право её читать. Поэтому надо без настроения читать. Есть два понятия. Есть наслаждение понятия, есть служение. Если человек хочет всё время наслаждаться, даже молитвой, он никогда не станет счастливым вообще. Потому что я вам с самого начала сказал о том, что счастье приходит как награда. Если человек молится для того, чтобы стать счастливым, он никогда не станет счастливым. Он должен молитвой своей служить. Он не должен сжать счастье от молитвы. Он должен просто молиться для того, чтобы служить. И всё. Вот в этом заключается принцип. Когда человек молится, чтобы служить, через некоторое время награда сама раз и вышла из сердца. И он говорит, спасибо, что ты вышла. Он очень благодарен. Он не ждал. Вот это заключается счастье. А если мы вымучиваем молитвы, я желаю всем счастья, когда я буду счастлив, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Не получается. Вымучивает счастье из себя, понимаете? Не надо ничего вымучивать. Надо учиться служить. Благословлять всем своей энергией счастья. Есть у тебя энергия счастья? Благословляй. Нет энергии счастья? Заставь себя, чтобы она вышла. Потому что это твой долг. Тогда она выйдет сразу. Ты хочешь всех сделать счастливыми? Сразу выходит. Я вам такой пример приведу, очень простой. Допустим, мать болеет тяжёлой болезнью. И у ней умирает сын. Она будет болеть, нет? Нет. Она сначала станет, преодолеет свою болезнь, даже не думая о ней, поможет своему сыну. А потом, когда ему лучше станет, что дальше будет она делать? Болеть дальше. Так зачем тогда прекращать этот процесс? Его не надо никогда прекращать. Помогла сыну, помоги ещё кому-нибудь. И ты никогда не заболеешь, понимаете? Вот и всё. Принцип очень простой. Разве во время болезни надо лечиться? Во время болезни надо помогать другим вылечиться. И сразу человек вылечится сам в результате, понимаете? Это очень чёткий метод. Он работает на 100%. Человек, который не думает о себе, он всегда выздоравливает. Но даже когда человек лечится, он должен опять не думать о себе. Он должен думать о том, как развивать себя, о том, как работать над собой, понимаете? Не надо пытаться наслаждаться. Никогда человек не должен пытаться наслаждаться. Надо пытаться побеждать. И наградой придёт то, что вы хотите. И это даже не надо ждать, потому что если ты ждёшь, не это не придёт. Утром, повторяя молитвы, очень много концентраций выходит для борьбы со сном. Вечером иду спать рано и встаю рано. Высыпаюсь около 7-8 часов в день. Как с этим справиться? Я объяснял, что для того, чтобы справиться со сном, для этого надо сидеть в позе алмаза. Если даже в позе алмаза человек засыпает, то значит надо тянуть спину очень сильно вверх. Если даже когда человек тянет спину вверх, засыпает, то надо увеличивать голос, силу голоса во время молитвы. Если даже увеличивая силу голоса, он засыпает и всё при этом делает правильно, значит надо просто терпеть это и всё. Потому что что ещё сделаешь? По башке же себе не будешь давать постоянно. Рано или поздно это пройдёт. Молодой 29-летний человек, мужчина, ночью, когда спит, крепит зубами и стонет. В детстве лунатиком был. Держится режима дня, молится. Что надо делать? Надо разгружать мозг. Есть разные способы. Если хатха-йога не помогает, хотя такой человек должен хатха-йогой минимум час в день заниматься, если это не помогает, значит надо ветки привязывать. Есть такие ветки, которые снимают нагрузку. Это ветки липы, ветки осины, ветки дуба. Надо пробовать. По-любому лучше всего приехать там и дня на два побыть. Подберём, всё сделаем. Это недорого даже, это очень дешёвый метод. И всё равно будет хорошо помогать. Как преодолеть стресс, говоря перед аудиторией? Если до выступления не могу успокоиться, иногда очень сложно вообще что-нибудь сказать. Знаете, это связано с тем, что вы хотите выпендриться. Когда человек перед аудиторией хочет кем-то быть, то его вот это состояние, то есть когда человек перед аудиторией хочет кем-то быть, когда люди его видят, у него это ломается сразу, потому что он не может справиться, слишком много людей смотрит. Понимаете? Поэтому когда человек перестаёт теряться перед аудиторией, когда он никем не хочет быть, он просто приходит сам собой и живёт самим как перед аудиторией. Просто он живёт своей жизнью перед аудиторией. Он никого не хочет из себя изображать. Понимаете? тогда ему и не трудно будет, потому что когда человек, ну на самом деле я очень долго читал лекции, я очень профессиональный лектор, вот не знаю с чего начать, понимаете, это означает, что человек зажимается, то есть он хочет из себя что-то сделать, надо расслабиться просто, но если ты дурачок, ну пусть смотрит, что ты дурачок, ничего страшного, зато ты сам об этом узнаешь после лекции, понимаете, когда человек лекции читает, когда человек лекции читает, он очень много узнает в жизни, я вот например понял за свою жизнь, что чтение лекции это самая большая награда, которая только есть, потому что ты все про себя узнаешь после лекции, понимаете, сам об этом все скажешь, и человек, если он читает лекции, допустим, люди смеются над ним, пусть смеются, надо продолжать читать лекции, через 10 лет он будет удивительным лектором. Чем человек читает лекции хуже, тем он потом лучше становится. Понимаете? Любой недостаток в лекторской деятельности он становится как изюминка потом, понимаете? То есть, когда человек читает лекции, у него есть какой-то недостаток, он становится преимуществом потом. Допустим, человек заикается. Он когда будет заикаться искренне, все будут очень счастливы глядеть на него. Будут очень счастливы смотреть, и они будут радоваться ему, понимаете? Когда он будет заикаться во время лекции, потому что он искренне будет взыкаться. Вот так. Слабый Юпитер. Какие камни укрепляют цвет одежды, стиль предпочтения вести в жизнь? Надо обычно светло-жёлтый сапфир или цитрин, большой такой, несколько карат, ставиться на левый указательный палец, иногда на правый, для укрепления Юпитера. Одежды должны быть такие, очень светло-светло-жёлтые, такие лёгкие светлые цвета, такие радостные улыбки, оптимизм, жизнерадостность укрепляют Юпитер, поддетивизм, мышление. Какой стиль ввести в жизнь? Надо прямо ходить, учиться. Если Юпитер слабый, надо ходить, тянуться вверх, надо постоянно голову тянуть вверх, ходить, чтобы какой стиль надо выбрать. Вот такой стиль, стремительный, оптимистичный, радостный стиль ввести в жизнь надо. Произошла кража, были украдены золотые украшения от бабушек, в том числе крестики, в которых крестили детей. Ушла ли наша плохая карма вместе с этими вещами? Она пришла, своровала и ушла вместе с вещами. Плохая карма. Неужели вы думаете, что она в доме где-то прячется? Она ушла. Что это за знак? Это знак означает, что вас обворовали. В чём заключается отработка этого урока? Отработка урока заключается в том, что вы когда-то своровали сами, и теперь вас своровали. Как сделать так, чтобы при этом плохая карма ушла? Надо простить этих людей. Вы можете подать в милицию, вы можете искать этих людей, чтобы их наказать, но обязательно их надо простить. Потому что наказание не предусматривает, что вы их не простили. Наказание означает, что так положено делать. Им лучше будет, если вы их накажете, понимаете? Поэтому надо их искать. Но надо их простить. Надо сказать им спасибо, что вы взяли мою плохую карму, наконец-то я её отработал. Теперь я знаю, что я когда-то своровал у кого-то что-то. Потому что если вас обворовали, так оно и есть. Значит, вы сами своровали у кого-то что-то. Вот и всё. Это чётко работает, надо это понять. И сразу легче на душе становится. Понимаешь, кто я такой, что я ворюга, оказывается. Ведь так оно и есть на самом деле. Ну а почему? Если есть закон справедливости, какой смысл у меня воровать? Ей нет другой причины. Плохая карма уходит, если вы прощаете человеку, сразу ваша плохая карма. Урок закончен. Вы прощаете. Своровали, надо доделать урок. Доделать урок как? Надо пожелать ему счастья, сказать, благодарю, что ты вот так помог мне в судьбе, дал мне такой урок в жизни. Надо потом дальше предусмотрительным быть. Дальше надо сделать так, чтобы вообще не воровали больше. И надо подать в милицию. Это правильно. Если вы не подаете в милицию, значит, это неправильно. Вы поощряете преступление. И карма неотработана плохая. Надо обязательно позаботиться, чтобы его наказали, и простить. И тогда отработана будет плохая карма. Да, еще знаком вот что может быть. Знак может быть вот какой. Если вас своровали, значит, у вас защита психическая слабая. Это значит, надо увеличить защитные мероприятия. То есть надо повесить защитную янтру какую-нибудь или изображение какое-то защитное, которое бы защищало квартиру. Надо провести какое-то подношение, допустим, религиозное, для того, чтобы защита увеличилась. Надо молитвы, защитные мантры какие-то читать и так далее. То есть надо делать мероприятия психические тоже для защиты. Потому что когда человек обворовывает, у него страх увеличивается. А надо что увеличивать? Прямо противоположно. Чем больше страха, тем больше опять будут обворовывать. Понимаете? А надо увеличить прямо противоположно, бесстрашие. Защиту внутреннюю надо увеличить внутри. Победить себя прежде всего. Когда вас обворовали, надо победить себя сначала. Объясните, пожалуйста, как рекомендуют веды носить длинные волосы? Помимо косы. Можно ли их закалывать заколками и шпильками? Если они совсем распущены, это хуже всего для женщины. Но если вы их закалываете, это лучше. Если вы не хотите в косу, хотя бы закалывайте. Если распущены, хотя бы прибирайте их как-то. Чем они больше в пучок собраны, тем лучше для женщины. Совсем распущены, на публике лучше не носить. Почему после повторения «Я желаю всем счастья» идут слёзы? Ну почему? Потому что идёт увеличение энергетики. Я не знаю, может, вы плачете, потому что вы не хотите это делать. Я не знаю, есть другие, конечно, причины. Но в основном слёзы идут сами произвольно, потому что энергетические каналы открываются. Вчера вы говорили, что заикание у мужчины — это стресс по Меркурии. Можно ли вылечить заикание? Моему сыну 28 лет. У нас хорошие результаты по заиканию пошли. Когда мы начали камнями психику лечить более-менее нормально, вот недавно мальчик 12 или 13 лет пришёл, он сильно заикался. Мы ему поставили камни, тут же начал заикаться в два раза меньше. Тут же прям, вот как только камни одел, сразу раз-раз начал говорить. И ещё ему с логопедом поработать будет совсем хорошо. То есть мы начали... Раньше тяжело было лечить это всё. Сейчас новые методики позволяют уже довольно неплохо заикание лечить. Но есть, бывают заикания, связанные с опухолью мозга, допустим. В этих случаях вряд ли мы сможем помочь. Если не трудно, пожалуйста, прокомментируйте связь стресса и болезни Бехтерева. Это стресс по Сатурну. Какие техники смягчения этой болезни? Катха-йога? По часу, по два, по три часа в день смягчает болезнь Бехтерева. Вот этот парень, которому я говорил, у которого болезнь Бехтерева, мы ему камни поставили, и чувствуем, что-то не хватает для пробива. Вот Сатурн всё равно перегружен. Мы ему говорили, давай, когда, голубчик, по полчаса ножки вверх поднимай, не надо больше никаких других упражнений. Бери, делай только берёзку, вот эту делай упражнение. И всё, у него пробило. Камни начали работать, и он начал выздоравливать. То есть надо йогой заниматься обязательно. То есть вверх ноги поднимать, и вот так разгружаться. Ему было очень больно, он терпел, терпел и перетерпел, и пошло в выздоровление. Почему при диабете нельзя ходить в баню? Потому что при диабете хочется в баню. А надо делать наоборот. При диабете очень много огня в теле, понимаете? Эта болезнь имеет огненную природу. Диабет — это что за заболевание? Это заболевание обиды. Там много огня. И поэтому надо стараться не ходить в баню, потому что в бане тоже много огня. Если, правда, у вас в бане будет много холода, то можете ходить. Тогда можно при диабете ходить в баню. Если вам просто в бане хочется посидеть мокрой, допустим, в холодной, посидите. А если вы хотите в парную, тогда лучше не ходить при диабете. Понятно, да? С чем связаны жировики на голове? Их вырезают, а они опять растут. Это нарушение жирового обмена. Жир купится от жадности. Надо пожертвования делать. Пытаться пересилить пожертвованиям, пытаться пересилить свою вот эту вот излишнюю такую обстоятельность в жизни. Желание все вот сделать до конца, побольше для себя там сделать что-то. Надо это преодолевать. И не надо одна ночь кушать жирную пищу, мучную пищу. Мы можем лечить это. Есть еще такой камень селенид. Если на шею повесить бусы селенидовые, то жировики могут перестать расти, носить селенидовые бусы шеи. У человека соединение Венеры и Марса вместе. Вызывает ли стресс по одной планете автоматический стресс по другой? Да, такое может быть. Не всегда, но может быть. Планеты в одном знаке стоят, зодиака. Может быть, стресс по одной планете вызовет другой. Бывает такое. Всей семьей по вечерам пьем теплое молоко с куркумой, медом, ванильным сахаром и немного ги. Не перебор ли это? Конечно, перебор. Вы должны понять, что каждому все надо индивидуально. Допустим, если у вас доша пита, вам не надо ги добавлять. Если у вас, допустим, доша вата, то не надо добавлять имбирь, куркуму. А если, допустим, у вас доша вата, тем более ванильный сахар не надо добавлять. А если вы все вместе добавляете и пьете все вместе, это перебор. Каждый человек должен свое что-то добавлять. Понимаете, надо изучить свой организм и добавлять что-то свое. Если у вас слизь копится с утра, доша капха, значит, преобладает, значит, надо добавлять мускатный орех там, допустим, какие-то более острые специи, или куркуму. Если у вас, допустим, сильно напряженность психическая вечером сильная, у вас доша вата, значит, надо ги добавить, мускатный орех тоже можно добавить, гвоздику, если плохо засыпаете, душистый перец. Если вам жарко постоянно, то фенхель добавляйте, кардамон, ги не надо добавлять в этом случае. Вот так вот. Решите для себя, а то будет перебор. Какую книгу вы бы порекомендовали прочитать первой человеку, начинающему свой путь духовного развития? Ну, я могу свою книгу порекомендовать. Она первая как раз. Там, когда выйдете книги покупать, вы спросите, мне первую книгу дайте, вам дадут. И всё, и читайте, там всё написано. Как режим дня соблюдать и всё прочее. Как преодолеть стресс по солнцу? Когда человек начинает входить в стресс по солнцу, у него его начинает зашкаливать, амбиции начинают проявляться. Как преодолеть стресс по солнцу? Надо побеждать себе амбиции. То есть надо не пытаться задавить людей, которые вызывают эти амбиции, а надо пытаться смирению учиться. То есть надо пытаться учиться терпеть этих людей, но сразу не получится. Поэтому первое, что нужно делать, нужно учиться кланяться, в храм ходить, поклоны делать. Когда человек стресс по солнцу, ему кланяться тяжело. Ему надо сразу в храмчик сходить, раз сто поклониться, там, алтарю. Допустим, дома тоже поклоны делать, тренироваться. Есть такая практика, человек, допустим, мысленно кланится всем, кто кого видит. Вот увидел человека, мысленно кланяться ему. Я как-то в Риндаване шел по Рикраму и увидел человека, который всем прохожим кланится. Ну, святой человек такой, он в великом энтузиазме, в восторге кланялся всем проходящим, при том, не просто кланялся, а падал об землю. Даже собака пробегает, он ей тоже. Вот так вот. И я решил выпендриться. Он думаю, ну что это, типа, он круче, что ли, меня? Ну, я тоже могу кланяться, типа, я тоже смиренный. Я пошел, ему тоже кланяться. Я ему покланялся, а он мне такой, обрадовался такой, и мне кланяться еще больше. Я такой раз, ему еще раз покланялся, а он еще больше обрадовался, и раз, мне еще больше кланяться. И так, когда я раз 15 сделал, я понял, что я до завтра не закончу. Я как общипанный петух потом пошел дальше по Рикраме. Потому что я понял, что этот человек, я не должен был рисоваться перед ним, потому что он намного духовнее и возвышенный не меня, что я должен был тихонечко пройти, не заметить, что он мне кланяется, понимаете? Потому что мои амбиции, мое солнце, оно не в том направлении стоит, чтобы вытерпеть, вот как бы правильно отнестись к этому человеку, не оскорбить его рядом. Понимаете, я как бы сделал вид, что я тоже могу ему покланяться. Да не могу ему покланяться. На самом деле, поклон не означает, что ты просто бухнулся об землю, понимаете? Поклон означает то состояние, которое в это время возникло. И я ему не смог ни разу нормально поклониться, я ему не смог отдать то, что он мне дал. С каждым поклоном я ему должен становиться все больше и больше. Поэтому я понял, надо сматываться быстрее, потому что ничего из этого хорошего не получится. Для того, чтобы солнце в себе сделать правильно, для этого нужно учиться кланяться людям, хотя бы мысленно, понимаете? И тогда амбиции пройдут, потому что строить по солнцу означает всего лишь амбиции и все. То есть лезет, что-то прет наружу, хочется себя показать, я крутой там туда-сюда. Надо вот противоположное качество развивать. Еще есть хороший способ, если у вас есть какой-то наставник или старший, вы придите к нему и спросите какого-то совета, любого совета, неважно, спросите его, как по улице ходить, как ботинки чистить. Если вы боитесь, что он что-то вам скажет важное, что вас покоробит, ну спросите что-то простое. Но сам вопрос, когда вы будете спрашивать о чем-то старшего и будете слушать его, в это время стресс по солнцу будет уничтожен. Понимаете, хотя бы что-то о чем-то надо послушать кого-то. Когда у человека стресс по солнцу, он ничего слушать вообще не хочет, ни от кого. Он самый главный, понимаете? Поэтому надо хотя бы чуть-чуть кого-то начать слушать советы и человек таким образом стресс по солнцу может преодолеть. Очень простой метод. Стресс по солнцу не длится долго, максимум год. Стресс по Сатурну бывает по 10 лет длится, понимаете? По Марсу обычно самый короткий. И все, и закончился. Стресс по Марсу не так долго обычно длится. За исключением редких случаев, когда человек в злобе живет постоянно. Стресс по солнцу может длиться несколько месяцев. У вас еще три месяца максимум пройдет. Долго не длится обычно. Стресс по Луне, когда возникает, у человека возникает отсутствие тишины, родственной связи с близкими людьми. У него нарушается сон, и он чувствует холод по отношению к близким людям, как будто у него нету счастья в квартире. То есть женщина чувствует, что ей дома стало плохо, она не может уже с близкими людьми вместе быть, ей все наплевать. Муж уезжает в командировку, до свидания, не возвращайся. Нет родственных чувств, нет тепла, родственного не идет. В это время человек должен искать гармонию. Надо пить молоко горячее на ночь, преодолевает стресс по Луне. Больше есть молочных продуктов. Надо стараться заботиться о детях, допустим, кормить детей там, или как-то заботиться, радоваться им, улыбаться, ухаживать за ними там. То есть с детьми, чем больше человек с детьми время проводит, тем больше у него преодолевает стресс по Луне. Надо каждый день стараться просто из чувства долга с женой говорить очень сокровенно, интимно, или с мужем, общаться вот так вот на какие-то темы, разговаривать больше. И таким образом контакт по Луне устанавливается, и стресс таким образом проходит. Луна — это планета, которая увеличивает в человеке шанти, умиротворение, мир. Есть такое понятие, есть такое Паруша-сукта, есть произведения, которые состоят из тренировки разума, целое произведение, то есть гимны такие ведические, так называемые. И Паруша-сукта — это такой гимн. Там есть шанти-мантры. Ом-шанти-шанти-шанти-хи-хи-хи-хи. Такие мантры. То есть заканчивается каждая мантра, шанти-мантра, вот этим фразой. Шанти означает мир. И эта фраза шанти означает также Луну, энергию Луны. Если человек читает шанти-мантры, он увеличивает энергию Луны. А для того, чтобы стресс по Солнцу преодолеть, надо делать сурья-намаскар. То есть сурья-намаскар не означает просто вот такой вид гимнастики. У каждого провлежнения есть своя мантра, связанная с Солнцем, прославление Солнца. И надо её повторять очень вдохновенно. И делать это надо на восходе Солнца, а не на закате. Когда Солнце только восходит, надо делать сурья-намаскар рано утром, когда Солнце только встаёт. Есть ещё чандра-намаскар. Это когда Луна восходит, тоже надо делать упражнения для преодоления стресса по Луне. Чандра-намаскар. Чандра — это Луна, переводится. Сурья — это Солнце. Значит, шанти-мантры знаете? Там в этой мантре говорится, что свет всегда побеждает тьму, что каждый человек должен возродиться, должен победить своё несчастье, своё страдание. И каждый человек должен победить смерть в своей душе. То есть не означает, что он бессмертным должен стать, а он должен... Смерть означает негативизм мышления. Каждый человек должен стать позитивным, должен победить смерть в своей душе. А мантра заканчивается всегда Ом-шанти или Ом-звуком. То есть это тот звук, который утверждает «Да будет так!» Понимаете? «Да будет так!» Есть ещё такая фраза Ом-тат-сат. Ом-тат-сат охарактеризует три аспекта души — вечность, знание и блаженство. Сат означает знание, Ом означает блаженство, а Тат означает вечность. В общем, Ом-тат-сат. То есть когда человек произносит, он таким образом говорит «Да будет так!» То есть он утверждает истину. Эти звуки, они имеют духовную природу. Они называются биджи, то есть духовные звуки, которые вводят человека в духовное состояние. Ну всё. На этом я дальше не могу продолжать. Здесь вели прямо. Сейчас будем тренировать разум. Эта лекция заключительная. Мы будем говорить какие-то сложные ситуации, моменты обсуждать, связанные с преодолением стресса. И поэтому для меня важно понять, что в чём заключается сложность. И поэтому мы будем говорить на те вопросы, которые будем отвечать на те вопросы, которые вам интересны. Как излечить булимию? Булимия — это не болезнь. Это болезнь разума. Это не болезнь тела. Булимия означает, что человек не может остановиться, кушать сильно хочет. То есть у него чрезмерный аппетит. Это стресс по Марсу. Я об этом не говорил, но это признак стресса по Марсу. Когда человек не может остановиться, ему хочется сильно есть, это значит, что у него Марс перегружен. То есть он не реализован в волевых каких-то аспектах своей жизни. И у него волевая энергия вся идёт в пищеварение. То есть слишком много огня в пищеварении идёт из-за того, что огонь не реализуется в жизни. Человек должен полезной деятельностью заняться. То есть он начать должен делать всё в жизни. Не для себя, а для других. И должен делать так, чтобы отдача была внутренняя. И тогда огонь этот психический, он перестанет раздражать желудок, и голод перестанет функционировать. В его психике вот эта энергия голода. Это всегда связано с тем, когда человек лишнего кушать хочет. Если человек лишнего хочет кушать, значит, он что-то не доделывает для других людей. Он много для себя делает в жизни и мало для других. Когда человек начинает для других что-то делать много, тогда у него гармония начинает, энергия начинает циркулировать во внешнем пространстве, и у него как бы счастье, он наполняется счастьем, и у него пропадает голод. Голод — это означает, человек сам себя отректирует, как бы раздражает лишнего. Он направляет туда, в организм, слишком много энергии. Когда человек очень много думает о своих проблемах, у меня вопрос, почему человек очень много думает о своих проблемах? Ответ очень простой, потому что он эгоист. Всё, вот в этом заключается ответ. Когда человек не эгоист по природе, у него, допустим, есть проблемы, но он не может слишком много о них думать, потому что ему некогда, ему надо думать о чём-то другом, более важном. Если человек слишком много думает о своих проблемах, он постоянно думает, у меня столько проблем, у меня столько проблем. И у меня есть один знакомый, и как мы с ним встречаемся, он говорит, послушай, у меня столько проблем вообще, вот и эта проблема, и эта. И постоянно, допустим, мы кушаем за обедом, сидим, кушаем. Он знает, что за обедом мне не надо задавать вопросы, потому что я как бы теряю концентрацию и не могу не ответить на вопросы, не есть нормально. Всё равно, несмотря на то, что он знает об этом, он мне всё равно задаёт вопросы. Я последний раз, он мне задал вопрос, я посмотрел на него, говорю, «Ты кому вопрос?» Он такой посмотрел на меня, говорит, «Вячеславу». И начал есть продолжать. То есть человек просто не может сдержаться, то есть он настолько сильно о себе думает, он уже знает, что этого делать не надо, и всё равно делает. То есть человек постоянно озабочен собой, и он постоянно о себе какие-то вопросы задаёт. Как избавиться от болезни, как от неё избавиться? Надо начать что-то делать для других. И сразу вот свои проблемы, они сразу остывают. Сразу меньше становится проблем внутри. Фактически что такое проблемы? Проблемы что такое? Это как бы обида на жизнь, неудовлетворённость какая-то внутренняя, понимаете? И почему она возникает? Потому что человек умственную жвачку жуёт постоянно. У него в уме кручится жвачка какая-то, он постоянно думает о себе. И это уже само по себе большая проблема, понимаете? потому что у него энергии психической не хватает. Когда у человека не хватает психической энергии, а другое дело, когда человек о деле думает, он постоянно задаёт вопросы о том, как ему правильно что-то сделать в жизни, помочь людям. Это совсем другое. Они эти вопросы в совсем другом ключе задаются, они даже не мешают жить, понимаете? Но если человек, допустим, постоянно думает о себе и постоянно всех мучает, мучает этим, допустим, он встретил близкого человека или вообще просто человека встретил и начал грузить его своими проблемами. Поставил его перед собой, уши вот так воткнул и пошёл ему наваливать, что у него там какие проблемы. Понимаете, это неправильно. Почему? Потому что мы человека встречаем не для того, чтобы его грузить своими проблемами, мы его встречаем для того, чтобы ему помочь в чём-то. Понимаете идею? Если человек думает, что он постоянно должен себя грузить своими проблемами, он значит, где живёт? Он живёт в своей скорлупе, он не видит людей вокруг себя. Как он может жить тогда вообще среди людей, если он так настроен? Это неправильно. Так нельзя жить, так нельзя действовать. Надо жить для других, надо настроиться на самопожертвование какое-то. И как только человек так настраивается, сверхдуша его начинает культивировать энергию счастья, начинается оборот энергии счастья. Ему сразу становится легче, и все проблемы проходят. Как только он зацикливается на себе, энергии счастья ему сверхдуша не даёт, у него накапливается этот негатив, и он всё больше и больше проблем. Каждую маленькую мелочь он воспринимает как большую проблему. И по дороге судьбы есть третий способ движения. Первый способ. Если человек живёт не для себя, он всем дарит счастье, он как будто идёт, с песней идёт по дороге судьбы. У него легко идти, потому что он в очень больших энергиях вращается, энергии счастья у него очень много. Если человек зациклился на том, чтобы помочь только своей семье, деньги, дом у него и всё прочее, то он тогда ползёт по дороге судьбы. Ему очень тяжело, потому что энергии не так много. И когда человек думает только о себе, даже ему некогда о семье подумать, он вообще просто втыкается носом в эту дорогу судьбы, и каждое маленькое препятствие для него большая боль. Поэтому все проблемы вот такие вот, «У меня так много проблем, я не знаю, как мне их решать» — это всё проблемы одного и того же плана. Это означает, что эгоизм зашкалил просто у человека. То есть он слишком много думает о себе. И это в результате этого человек начинает получать стресс. То есть он втыкается в самое мелкое препятствие и не может его преодолеть. Таким людям надо чем заниматься? Совершать пожертвования надо. Надо как-то помогать другим людям, птичек кормить, собачек кормить, там бабушку какую-то найти. Сейчас, кстати, много у вас, я вот чувствую в Риге много пожилых людей, которые нуждаются в помощи. Потому что страна маленькая, социальное обеспечение уверен на нуле. И надо просто кормить этих людей. Вот найдите себе бабушек пять и кормите их. У вас все проблемы пропадут сразу, у вас не будет проблем внутри, у вас только счастье будет. Вы только одну вот покормите, она так посмотрит на вас, скажет, сынок, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Я так тебя люблю. Понимаете? Она вот возьмет за шкирку, так скажет, ну, я тебя очень люблю, ты хороший человек. Понимаете? И все, у вас все проблемы закончатся. Она вас благословит один раз только, и все проблемы закончатся. Сразу хорошо внутри станет. Мы что-то как-то не знаем просто как жить правильно, поэтому так столько проблем накапливается. В этом проблема основная. Как определиться в выборе специальности? Вот уже более 20 лет работаю в области, которая мне не нравится. Хотя, говорят, талант, хочется большего. Поступил в технический вуз, но не уверен, стоит ли продолжать учебу. Это Венера так действует, город такой. Здесь есть такая склонность у людей, особенно у мужчин. Я вам сейчас объясню. На самом деле, некоторые люди, они живут для того, чтобы наслаждаться. Не для того, чтобы делать что-то полезное, а для того, чтобы наслаждаться. И слово «не нравится работа» для них означает, что он не может ей наслаждаться работой. А человек работой не может наслаждаться не потому, что она плохая, а потому, что он неправильно её выполняет. Это совсем другая причина. Ну, допустим, вы приготовили пищу и раздали её, и не получили от этого удовольствия. В чём причина? Пищу вы приготовили хорошо, раздали всем вкусно, всем понравилось, но вы не получили удовольствия. В чём причина? Вот именно. Что в этой деятельности у человека не хватило силы от всей души эту пищу отдать людям, от всей души, понимаете? Вот человек, допустим, работает, у него есть какая-то специальность, и он не может её делать от всей души, так как он не может её от всей души делать. У него этот обмен вот этих глубоких энергий не происходит, и он говорит, мне не нравится эта работа. Но это не потому, что его, это не его работа, а потому, что, может быть, он вообще так не может жить от всей души. Об этом надо подумать. Люди часто туда-сюда метаются, они им и там не нравятся, и сям не нравятся, Просто потому, что они привыкли, что для них всё делают, а сами они ничего делать не хотят. Есть такой феномен, мы уже говорили с вами, о чрезмерной привязанности матери, что у ребёнка возникает. У него возникает ощущение, что все должны плясать для него, что мир, создан под его дудку, плясать должен. И то есть человек реально считает, что его должно всё наслаждать. Такой человек не может в себе найти работу. Почему? Потому что он на работе хочет, чтобы работа была, как эта мамка, которая постоянно прыгает перед ним. Работа, он думает, тоже перед ним должна прыгать на задних лапках, а она не прыгает почему-то. И в результате он думает, что это не моя работа, там никто не прыгает передо мной. Туда пошёл, опять не моя работа, и там не моя работа, везде не моя работа. И что? Значит, человек ни для чего не приспособен в жизни? Нет. Просто этот человек не знает, как жить правильно, вот и всё. Ему надо начать жить для других, что-то делать, пытаться бескорыстно что-то сделать для другого человека. «Это не моё, и это не моё, и то не моё, и пятое не моё». Я знаю, что этому человеку больше всего в жизни нужно, но вряд ли кто-то ему сможет сделать то, что я говорю. Ему этому человеку в жизни нужен ремень. По заднему месту хорошо так ему отчихвостить его, чтобы этот центр эгоизма вот здесь, он его размяк. Потому что там очень много энергии скопилось, и там нужен массаж, понимаете? С любовью взять ему, по заднему месту нашлёпать. Массаж такой хороший сделать, этого центра эгоизма. И оттуда выйдет энергия счастья после этого. Ему легче станет сразу, он так вздохнёт. «Наконец-то! Помогли!» Нет, я серьёзно говорю, вполне серьёзно. Потому что эта процедура для этого и предназначена. То есть человеку помогают высвободить энергию, которая ему мешает жить, понимаете? Вот этим молодым людям, которые ни то, ни это, ни святое, ни сятое, их надо, вот самый лучший способ лечения их, надо поместить куда-нибудь на необитаемый остров на недельку, чтобы они сами себе добывали пищу, ходили. Вот, и всё. Они сразу становятся нормально, у них всё растормаживается, им хорошо становится. Сначала они там скулят, ищут. Как есть такой Салтыков-Щедрин, знаете, писатель? Есть такой мужик, называется, по-моему, произведение, да? Два барина попали на необитаемый остров. И они начали там орать мужика, звать мужика, короче, начали. Да, звали, звали, мужик пришёл, короче. Они говорят, они уже умирали с голоду там лежали, там всё было, всё, растения там, фрукты, всё было, мужика не было. Вот, они орали, орали мужика, короче, мужик пришёл. И они говорят, а, мужик пришёл, ну всё, давай нам готов еду, давай делай лодку там и всё прочее. Когда он всё сделал и привёз их назад домой, подошёл к ним, говорит, дайте мне, пожалуйста, на жизнь чуть-чуть. Они говорят, пошёл вон, шинок. Это определённая психология, понимаете? Кто-то должен для нас что-то делать постоянно. Это не та психология, которая даёт удовлетворение в труде. Человек не может работать с этой психологией счастливо. Ему для того, чтобы отдача была от работы, для этого надо так сделать труд свой, чтобы у тебя бескорыстие, вот это вот желание что-то сделать искренне, оно вырвалось из сердца, понимаете? И когда человек пробует вот здесь, в этой работе так делать, не получается, в другой, в какой-то деятельности он должен пробовать всё. И в какой-то деятельности у него вот это прорвётся, бескорыстие. Он почувствует, что ему хорошо. Он с любовью может для других это делать. Это значит, что это его призвание. Призвание от человека определяется не потому, сколько денег он заколачивает на этой работе, а потому, насколько много он может сделать приятного для людей с помощью этой работы, насколько у него сила быть бескорыстным в этой работе есть. И эта сила бескорыстия, на самом деле, она не просто возникает. Человек всю жизнь проживает для того, чтобы он в прошлой жизни, допустим, этим занимался. Он всю жизнь проживает для того, чтобы пробить себе вот в каком-то направлении психики вот эту бескорыстную борозду, в которой он дальше в этой стезе, он дальше должен жить. Почему человек рождается человеком, а не животным? Как вы считаете? В чём причина? Потому что у него такая определённая область бескорыстия психики существует. У животных такой области нет психики. У них нет призвания в жизни. Они рождаются, чтобы хрюкать. У них всё одно и то же, понимаете? Кушаться, выкупляться, призвания нет. Но человек рождается человеком, потому что у него есть определённая зона бескорыстия в жизни. И он может жить уже не для себя. В этом заключается разумная жизнь от неразумной. Разумный человек, он может жить не для себя. У него какие-то более высокие идеалы в жизни есть. Высокие означает бескорыстные. В этом суть человеческой жизни заключается. И все люди, которые эту суть не понимают, они не могут быть счастливы в работе, понимаете? Нет счастья. Потому что счастье, оно выходит, как мы говорили, от сверхдуши. То есть от силы, которая даёт счастье только тогда, когда мы делаем что-то полезное, понимаете? Вот в этом заключается идея. Почему человек не может себя в жизни найти? Потому что он не может ничего бескорыстно сделать. Ему всегда хочется наслаждаться работой, а не наслаждать других своей работой. Ему всегда работой хочется наслаждаться самому. Он думает, призвание — это та работа, где я буду наслаждаться. Но работа — это же не борщ, чтобы ей наслаждаться. Борщом мы можем наслаждаться или сексом. А работа — это другого плана деятельности. Она должна бескорыстно проводиться. Что делать женщине, если муж против того, чтобы она делала пожертвования? Невозможно запретить человеку делать пожертвования. Потому что человек может повторять «я желаю всем счастья» в уме. Может муж запретить это делать или нет? Нет. Или, допустим, осталась пища, допустим, в доме. Все уже поели, она никому не нужна. Взяла, вынесла, отдала кому-то. Сказала выбрасывать пошла. А сама пошла и отдала человеку другому. Кто может это запретить делать? Просто поймите такую вещь. Если муж, допустим, жадный, не хочет, чтобы вы делали пожертвования, надо это делать так, чтобы он не знал об этом. Какие проблемы? Просто поймите, что это не является грехом — скрывать такие вещи. Это не грех. Просто вы ему даёте возможность спокойно жить, не нервничать. Представляете, как он изводиться будет, если вы будете жертвовать у него на виду. Когда вы будете пожертвования совершать, он тоже очистится со временем и будет уже лояльнее относиться к этому процессу. Сама идея того, что муж не хочет, чтобы были пожертвования совершены, это значит в семье, в отношениях между мужем и женой накопилось очень много эгоизма. Эгоизм, он, понимаете, проявляется в женской и мужской психике определённым образом. У женщины он одним образом проявляется, у мужчины — в другом. Поэтому не всегда люди, когда копится эгоизм, друг друга перестают понимать. То есть, допустим, муж, он может делать пожертвования в одной сфере, ну, допустим, там заботится о детях, а жена хочет делать пожертвования. У ней в другой сфере, допустим, бескорыстие проявляется. А эгоизм может тоже по-разному проявляться, понимаете? Поэтому очень сложно вот так вот. Просто сама идея, что муж не хочет, чтобы пожертвования делать, значит, в семье накопилось много эгоизма. Просто вы, значит, чего-то другого не хотите делать. Но нет смысла мужа в этом обвинять. Просто надо понять ситуацию, что у вас жизнь неправильная совместная. Встречаемся год, она замужем. Дальше можно не читать. Встречаемся год, она замужем. Всё. Нет смысла читать дальше. Какой смысл встречаться, если она замужем? Если она замужем, это означает, что вы уничтожаете её семейную жизнь. Она отрабатывает семейную карму. Когда человек отрабатывает семейную карму, ему всегда тяжело, всегда хочется куда-то убежать. И в это время попадаетесь вы, помогаете ей как бы убежать. Но ничего хорошего не будет из этого. Даже если, допустим, ну хорошо, прочитаем. Муж знает, но не отпускает. Ещё бы он отпускал. Терзает, говорит, что любит. Ну классно, муж любит. Она пока живёт у сестры. Мы любим друг друга. Это не любовь. Любовь — это когда всё бескорыстно, всё честно. Когда, понимаете, есть любимый человек, который живёт с женщиной, да? Она его бросила или хочет бросить, и любит кого-то другого. Это не любовь. Это просто, знаете, как вот есть в ведах приводится, когда зуд есть, зуд, и почесаться хочется. Чешешься, да? Вот это то же самое. Иногда половые органы так чешутся, понимаете? Человеку один партнёр наедает, хочет другого. И сердце начинает от этого щемить. Это не любовь. Любовь имеет бескорыстную природу. Понимаете? Допустим, вы любите этого человека по-настоящему, честно любите. И что в этой любви будет тогда? В этой любви первое, что будет, — это самопожертвование. Если вы любите человека честно, вы в этой любви сразу поймёте, зачем ей портить ей жизнь. Пускай живёт с мужем. Зачем ей портить жизнь, судьбу? Представляете, как она, когда у неё психика отрезвеет, как она будет воспринимать свой поступок, что произошло вообще. Но она не может развестись, так как чувствует ответственность и вину. Слава Богу. Страдаем все трое. С мужем знакома два года, и женаты полтора. Что мне делать? Расстаться или бороться? Как с ней себя повести, чтобы в итоге все были счастливы? Мы шутим с огнём иногда, не понимаем, что мы на себя навлекаем. Мы думаем, что семья — это просто так, что-то такое возникло. Мы можем её развалить легко, можем создать. Когда семья создаётся, то в ней копится определённый вид энергии, который нужен для рождения ребёнка. Понимаете? То есть так Богом устроено. Поэтому Бог охраняет эти отношения для того, чтобы рождались дети благочестивые. Когда эти отношения человек, ну просто они копятся, эти отношения, всё создаётся, уже должен скоро появиться ребёнок. И человек своей собственной рукой начинает рушить всё это. Он не понимает, что семья создана Богом, не им. То есть он просто как бы привлёкся, но это Бог показал ему, с кем ему… Любовь означает это веление Бога. Бог ему показал, с кем ему быть. Человек создал семью. Эта семья получает определённую божественную защиту. И человек решает её разрушить. Ну хорошо, он её разрушит, нет проблем. А что дальше? А дальше гнев высших сил он получит. Вот эти люди, которые… Вот когда семья создаётся, на костях других, понимаете? Счастья на чужих костях не построишь. Вот если человек, допустим, взял, убил счастье чужое, для того, чтобы самому быть счастливым, знайте, что в этом случае счастья у него не будет. Не работают так законы. Счастье же это даёт сверхдуша человеку, понимаете? Счастье — это не то, что там половые органы по размерам сошлись, и счастье получилось. Так некоторые рассуждают. Понимаете, счастье получается от того, что сверхдуша этого хочет. Ну какое счастье на чужих костях? Ну подумайте, пир во время чумы? Какой пир во время чумы? Все погибают, пир мы устроили. То же самое, какое здесь счастье будет, если человек живёт уже, у него есть семья, Богом защищённое создание. Ты рушишь семью, бороться. За что бороться-то? За что боролся, на то и напоролся потом будет. Понимаете, бороться не за что. Надо сматывать удочки. Бороться он решил. Здесь победителя не будет. Эти два человека рушат себе жизнь и отрабатывают карму. На самом деле здесь есть только один человек, который выигрывает в этой ситуации. Это человек, у которого отнимают жену. Он отрабатывает карму свою и скоро будет счастливым. Если он правильно это всё оценит, если он простит всем, он будет счастливым человеком потом. Потому что он отрабатывает карму. А эти два человека, они встают на путь, который принесёт им массу страданий. На эту тему будет следующий семинар. Вот это реально. Человек не знает, что он имеет дело сейчас с врагом человека, которое называется вожделение. Этот враг человека в Бхагавадгите написано, Кришна Арджуни говорит, «Все пожирающая сила, уничтожающая всё счастье, которое только есть у человека, ничего хорошего в жизни не останется вообще». Человек подписывает договор с этой силой, всё, капут. У него никакой жизни счастливой не будет. Он будет проклят. Понимаете, вот этот вот мужчина, у которого отнимают жену, он может просто взять и подумать, ничего хорошего в твоей жизни не будет. Он вот так просто подумает, и этого достаточно, чтобы у того в жизни ничего хорошего не было. Вот это и есть проклятие. И оно вполне благородно. Понимаете? Почему? Потому что человек, который так поступает, он не ведает, что творит. Понимаете? Он делает глупость, которая будет стоить жизни ему. Я знаю много людей, которые уже в этом это поняли, но уже поздно. Понимаете? Это эксперимент жизни. Это эксперимент жизни. Вот сколько нужно лет, чтобы этот эксперимент отработать, чтобы потом опять нормально жить начать? Я сейчас вам расскажу историю этой будущей семьи. Значит, если человек вырывает из семьи женщину, она сама, допустим, не хочет уходить, но не может и оставаться, он её дотягивает, бороться он хочет, дотягивает её оттуда. Ну, дотянет, хорошо. Значит, эта женщина станет причиной его страданий. То есть он сам себе страдания в жизнь привёл, сам змею привёл, которая его и ужалит. Понимаете? Раз он её вырвал из семьи, значит, судьба и с ним поступит точно так же, как с этим мужчиной. Но это ещё не всё. Это ещё не всё. Это первая проблема. Потом, дальше, ему надо будет раскаяться в том, что он сделал. Если он не раскаялся, дальше будет ещё один следующий урок подхожий. И так далее. Пока он не поймёт, за что его судьба учит. Этот человек гневает силы высшие, понимаете? С ними нельзя шутить. Высшие силы держат семью из последних сил. А он её вырывает, эту женщину, и говорит, что у неё любовь. Да какая это любовь? Любовь означает что-то бескорыстное. Любовь означает, что ты желаешь блага человеку, добра. В чём же это счастье заключается, если ты рушишь семью? В чём счастье-то заключается? В чём любовь? Это не любовь, это корысть. Это называется вожделение, которое убивает счастье вот этих двух людей. А тот третий, он отрабатывает просто свою карму плохую. Он так поступал в прошлой жизни. Такие вещи возникают неспроста. Он сам у кого-то вырвал с мясом жену, и теперь получает карму. Но это не знаю, и можно прикинь к нему и сказать, мы отрабатываем твою карму. Ну хорошо, отрабатывайте. Посмотрим, что с вами дальше будет. Конечно, хорошее оправдание так поступать, но это не способ жить. Это не поможет. Даже если вы это поняли, что вы отрабатываете чужую карму, это вам не поможет. Это не способ жить. Надо оставить, бояться, как огня. Веды описывают ад, в котором человек, который такие вещи делает, он находится в определённом аду. Это описано в ведах. Есть Гаруда Пурана, такое произведение, оно описывает вот это. Когда человек такой поступок совершает, прежде чем ему попасть на землю, чтобы дальше жить в человеческом теле, он попадает на одну из адских планет, на которой ему приходится обниматься с женщиной, которая состоит из пламени, из огня. Он в неё влюбляется, он видит женщину, красивая какая, подходит её, обнимает, а она состоит из огня. И он обжигается очень сильно, оторваться от неё не может. Он горит, просто он её обнимает, ему плохо. Потом от неё как бы отрывается, вот так немножко опомнился, и опять она его притягивает, она смотрит на него, и он такой как загематизированный, опять идёт, идёт о неё, обнимает её, и опять жжёт его всё тело, горит просто у него. Он умирает от этого огня. Как бы заново опять оживает, и опять так много-много раз повторяется, пока у него эта идея из головы не вылетит. Вам понравилось объяснение, нет? Я надеюсь, что вам понятно, что делать. Перейдём к следующему вопросу. Я мужчина, но понимаю, что говорю слишком много. Что делать? Вас удивительно искренние люди здесь в Риге. Мне очень нравится. Если вы говорите слишком много, это значит, вы делаете слишком мало. Вы должны понять, что это закономерность. Если человек слишком много говорит, значит, он не понимает, что такое деятельность разума. То есть он слишком много действует в уме. То есть надо понять причину. Причина заключается в том, что у вас нет идеи, как действовать в разуме. Когда мужчина слишком много говорит, это означает, что у него есть определённая слабость в разуме. То есть ему надо просто начать что-то делать. Мастерить какие-то игрушечки, сидеть там. Ну я не знаю, чем-то занять себя, чтобы делать что-то практическое, людям дарить. На работе больше вкладываться в труд. Понимаете, когда человек сильно трудится чем-то, то он не может много говорить. Он говорит только по делу. Просто болтать он не может. Если говорить по делу, это хорошо. Я тоже много говорю. Но от этого никаких проблем нет. То есть когда человек говорит по делу, он не устает. Вот мне достаточно 5 минут просто поговорить с человеком. Я, допустим, сегодня консультацию давал, и человеку всё сказал за 2 минуты. Всё. И опять повторяется тот же самый вопрос. И с другой стороны. И ещё раз повторяется. И так 5 раз подряд. Я очень устал от этой беседы, потому что человек, я не обвиняю ни в чём, просто человек действительно болен был, хотел узнать. Но самая идея, что я повторял одно и то же, она меня утомила. Потому что всё уже было сказано, всё понятно. Вот эта ситуация, вот такая всё. И точно так же и здесь. Если человек болтает попусту, он от этого устает. Но если он говорит по делу, разум функционирует, идёт циркуляция энергии, и всё нормально, никаких проблем нет. Поэтому, если человек беспокоится о том, что он много говорит, значит, он не работает разумом. Значит, он говорит, просто пустой воздух сотрясает. Для этого надо практическое что-то делать в жизни. И тогда говорить будешь меньше. Потому что, когда человек начинает практическое делать, у него разум начинает функционировать. А когда разум функционирует, говорить не нужно, потому что счастья и так достаточно. Когда человек говорит, он пытается счастье получить от этого. Словесный контакт означает попытка в разум ввести счастье. Почему люди болтают? Они пытаются счастьем обмениваться. Но когда люди говорят попусту, счастья никакого в этом нет. Это просто, знаете, в этом удивительные такие есть сравнения в ведах, которые подчёркивают какие-то вещи. Когда человек просто вот так болтает, энергия функционирует, психики, которая никому не нужна. И это сравнивается с тем, как в Индии коровы, они жуют сахарный тростник. Так как он сладкий, они его жуют и выплёвывают. Его нельзя глотать. Потом другая корова подходит, о, сахарный тростник. Раз пожевала, она пока до неё дойдёт, она же корова, что он не сладкий. Проходит полчаса. Потом она выплёвывает, не тот. Следующая корова. И это называется жевать пережёванная. То есть жует, жует, а там уже никакого сахара нет. Всё, там пустота. Да, поэтому точно так же люди болтают просто попусту. Они, когда наболтаются, только тогда понимают, что они зря время просто потратили. Что никакой вывод, никакой энергии счастья от этого не получилось. Понимаете? Поэтому, чтобы этого не было, человек должен занять себя чем-то важным в жизни. И надо зря время тратить. Найдите какое-то дело, что-то делайте для людей. Очень важно планировать свой день. Если ты чувствуешь, что тебя тянет что-то делать не то, запланируйте день и следуйте строго этому плану. Сейчас я вот этим занимаюсь. Всем желаю счастья. Потом готовлю для мужа пищу. Потом там с любовью мою посуду там и так далее. Действуйте в этом ключе, и вы будете счастливы. Могут ли помочь при стрессе такие мероприятия, как растирание топленым сливочным маслом по часовой стрелке и натирание ступней и ладоней смесью ги и коровьего навоза на ночь? Хороший вопрос. При стрессе масляные растирания помогают. Это факт. Потому что стресс часто сопровождается сильной перегрузкой энергии воздуха в организме. Много скапливается. Если человек напряженный, он одновременно мерзнет, он сильно напряжен, у него там его сгибает, крутит живот, у него запоры, у него там тяжесть в голове, вот здесь вот в этих зонах давление постоянно идет, у него головокружение. Это значит, что у него много воздуха в голове. И топленое сливочное масло, оно самое нейтральное. В принципе, оно всем подходит. Поэтому, если человек, допустим, топленым сливочным маслом натирает человека, надо натирать тогда, когда человеку плохо. Если его крутит утром, значит, надо утром его натирать. А если он не может заснуть вечером, значит, вечером его надо натирать. Натирание сливочным маслом, оно с первого раза непонятно, помогает или нет. Но если вы сделаете раз пять, ну пять дней подряд, то будет хороший результат, он расслабится, ему легче станет. Это хороший способ, это вспомогательный метод, то есть сам стресс этот не снимет, но последствия стресса, как бы его физическое ощущение стресса снимает. Это в какой-то степени психическое тоже. Хороший метод. Надо натирать всё тело вместе с головой. Можно натирать руки и ноги, вот так вот. Это можно делать, да. На ночь или утром надо разобраться, не всем одинаково. Если вы натерли не тогда, когда надо, человеку жарко, ночью становится, спать не может. Если, допустим, утром неправильно натерли, то весь день человек теряет аппетит, у него слабость весь день. То есть если вы правильно натерли, то человеку хорошо становится, он хорошо спит, а утром, если натерли правильно, у него появляется хорошее пищеварение и бодрость. Что вы думаете о тантре как способ развития сознания? Тантра — это способ развития сознания. Это факт. И то, что мы с вами делаем, это тоже тантра. Я желаю всем счастья, это тантра. Что такое тантра? Тантра — это действие, направленное на развитие разума. Тантра фактически это означает какое-то приложение усилия к разуму, к психике вообще человек. Это тантра. Просто люди иногда тантру очень узко понимают. В последнее время под тантрой понимается секс, который каким-то образом зацикливает энергию. Они считают, что вот это и есть тантра. Но это не тантра, это просто секс. А слово «тантра» имеет более глубокое значение. Есть два направления тантризма. То есть одно направление — это белая тантра. Она предназначена для бескорыстной деятельности, для развития Личности. И есть духовная также тантра. Духовная тантра означает, что человек достигает духовного мира, пытается достичь, то есть пролагает свои силы для достижения духовного мира. Чёрная тантра означает, что человек пытается завоевать с помощью определённых механизмов психических, он пытается овладеть другим человеком, власть достигнуть над людьми. Эта чёрная тантра, она разрушает судьбу человека. Это такой тонкий механизм разрушения судьбы. Допустим, человек, который овладает девайд вот этим сексом, когда он контролирует своё семя и не даёт ему выходить, и таким образом секс длится час, два, три, он думает, что это вершина счастья. Он думает, вот я достиг вершины счастья. На самом деле, чем он занимается в это время? В это время он уничтожает свою психическую энергию, предназначенную для жизни. То есть, другими словами, он просто убивает свою жизнь. Потому что веды описывают, что сексуальная энергия является основной для того, чтобы жить. А если человек занимается таким тантрическим сексом, он просто эту энергию уничтожает. Есть несколько аспектов приложения этой половой энергии. Первым аспектом является сила разума. Если человек слишком много сексом занимается, у него разум слабеет, он не может уже контролировать свою жизнь. Ему очень трудно изменить свою судьбу, работать над собой и так далее. Второй аспект, который связан с половой энергией — это память. Если человек очень много лишней половой действительностью занимается, то у него память начинает падать. Он перестаёт запоминать всё. Когда память падает, он теряет понимание о том, что он поступает плохо. Потому что память является основой для того, чтобы поступать хорошо. Допустим, человек помнит, что он поступил плохо, и у него было плохо в жизни. Это называется памятью. И в результате этой памяти он плохо уже не поступает. Но если человек ничего не может помнить, значит, он наступает много раз на одни и те же грабли. И причина тому — излишний расход половой энергии. Вообще, как бы у человека есть два выбора. Или человек тратит половую энергию и становится неудачником в жизни. Или человек сохраняет половую энергию и становится успешным. Можно её направить туда и сюда. Вообще, половая энергия предназначена для того, чтобы поражать полноценных гениальных детей. Когда человек копит свою половую энергию, он способен с помощью неё привлечь душу, которая входит в его жизнь как гений, гениальный человек. И он потом всю жизнь приносит счастье. Опять здесь работает тот же самый механизм. Прямой способ получения счастья. Если есть жена, значит, надо её использовать. А веды говорят, если есть жена, значит, надо с ней копить эту энергию совместную, для того, чтобы потом пришла в жизнь душа, которая принесёт счастье. Поэтому в ведической культуре молодые люди, прежде чем зачинать ребёнка, они целебат соблюдали несколько лет. А потом, зачиная ребёнка, они получали счастье, потому что ребёнок рождался гениальным. И два года, допустим, три года они соблюдают целебат, в нужный момент зачинают ребёнка, а потом всю жизнь наслаждаются рядом с этим ребёнком, потому что он всю жизнь будет им приносить счастье. Хорошее вложение, нет? Своей половой энергии. Вот. Таким образом, надо изучать, что такое тантра. Тантра — это способ достижения цели. Допустим, я желаю всем счастья. Это тоже тантра. Это рычаг. То есть если ты хочешь, допустим, сделать так, чтобы у тебя с людьми были хорошие отношения, надо их создать сначала в уме. Я желаю всем счастья. Человек повторяет, у него создаются хорошие отношения с окружающими людьми, а потом уже он идёт и с ними общается. Всё уже сделано. Он уже в уме всё сделал. А дальше уже можно спокойно с ними общаться и у тебя улучшатся от с ними отношения с этими людьми. Даже если они этого сами не хотят, ты можешь пересилить их желание враждовать с собой. Просто желая им счастья, ты просто приходишь к ним, они с тобой не могут враждовать, у них нет сил на это. Вот и всё. Это тантра. Но тантра — это белая тантра, которая приносит счастье. Тантра означает деятельность в уме, которая направлена для достижения успеха. Но фактически эта деятельность в разуме происходит. То есть разум, идею эту тантру разум проводит в жизни. Умер близкий человек, у меня закрылись две чакры. Я обратился к народному целителю, чтобы помогло выйти из подавленного состояния. Правильно я поступил? Конечно, правильно. Надо все силы прилагать для того, чтобы выйти из подавленного состояния. Просто вы такими терминами закрылись две чакры, не бросайтесь. Если у вас хотя бы чуть-чуть чакра закроется, то вы просто упадёте как труп. И на этом всё будет закончено. Чакра не может закрыться в течение жизни. Она может просто слабее работать. Но экстрасенсы, они думают, что они закрылись. Потому что у них не хватает интеллекта понять, как она работает. Это глубокая вещь, понимаете? Они могут чувствовать только внешнюю энергию этой чакры. А там, что в глубине происходит, они не чувствуют. Этому не раз так рукой, оп, эта чакра закрылась. Дальше. Эта закрылась чакра. Это очень примитивно так думать, понимаете? Чакра — это что такое? Это как электростанция. Это описано в ведах. Ну представьте, сейчас рубанётся электростанция, которая снабжает электричеством вот этот зал. И что произойдёт? Свет выключится. Так же и в организме. Чакра закрылась, всё, тю-тю. Энергии нет. Кончилась энергия. Даже сама идея, что она закрылась, эта чакра, эта идея абсолютно утопична. Потому что такое возможно только в том случае, если воин огромной силы, то есть не простой воин, а огромной силы, который полностью контролирует всю свою жизненную энергию, и он начал сражаться с остальными воинами. И что он может в этом случае? Он может так... Есть такие виды звуков, которые уничтожают энергию чакры. Там, например, он говорит «хум!» Так вот такая энергия, допустим. И он смотрит в определённый психический центр другому воину, и у того в этот момент полностью прекращается поступление энергии. И он такой стоит так. Ну это называется закрылась чакра. Видите, у нас не хватает знаний, мы столько глупостей говорим. Но бывает так, что энергии не хватает в чакре. Если энергии не хватает в чакре, значит, надо пойти к международному целителю. Ну или пусть к народному целителю, не важно. Важно, что он помогает людям, как бы он себя ни называл. И он вам поможет. Главное, чтобы он человек был хороший, понимаете? Потому что если вы просто к хорошему человеку придёте, поговорите с ним, если он действительно, у него сила какая-то есть, вам лучше станет, у вас чакры откроются. Просто к хорошему человеку. Но если этот международный целитель хороший человек, он вам обязательно поможет, и у вас вам легче станет, и циркуляция начнёт в энергии, понимаете, происходить. Всё очень просто. Надо просто понять идею, что это ничего такого страшного в этом во всём нет. Бывает так, у человека слабость какая-то в определённой энергетической зоне возникает, и надо просто, помощь нужна. Можно прийти к человеку, который просто может массажик сделать, или там подышит, или там мантру прочитает. Всё, что угодно. Главное, чтобы с любовью это делать. Потому что когда любовь есть, какой способ подачи любви, неважно, важно то, что это всегда поможет. Вот и всё. Поэтому не надо беспокоиться на этот счёт. Это не проблема какая-то большая. Чакра закрылась. Вас сначала кто-то напугал, я чувствую. Как справляться со стрессом по Солнцу? Только смирение может помочь справиться с ним. На самом деле любой стресс предназначен для того, чтобы мы что-то поняли. Когда у человека стресс по Марсу, он должен научиться любить людей. Ненависть — причина этому стрессу. Когда он ставит свои цели, как бы идеалист, стресс по Марсу, человек идею ставит выше людей, он начинает всех долбить. Это стресс по Марсу. А стресс по Солнцу означает, что человек гордится собой. Он ставит себя, как бы ценит себя больше других. Поэтому стресс по Солнцу идёт. Надо просто научиться и уважать людей, научиться их ценить, понимать, что они тебе нужны. Когда человек стресс по Солнцу испытывает, у него рушатся отношения. Люди становятся для него чужими, потому что они отворачиваются все от него, один за другим. И когда все отвернутся, он начнёт ценить, что мне нужны люди. И когда он это поймёт, стресс по Солнцу закончится, потому что он будет тянуться к ним, пытаться с ними уже уважительно себя вести. В результате что произойдёт? Он станет счастливым, у него пройдёт стресс по Солнцу. Стресс по Солнцу означает, что человек что-то хочет доказать всем. Людям не надо ничего доказывать, их надо просто любить. Вот эта любовь нам в жизни не хватает очень сильно, потому что мы ей не уделяем время и силы. А время и силы мы не уделяем людям, потому что мы не понимаем, зачем это нужно делать. Мы ставим идеи выше людей, мы ставим деньги выше людей, поэтому семья рушится. Мы ставим какие-то принципы выше людей, поэтому у семьи рушатся отношения. Отношения с людьми являются главным принципом жизни. Надо учиться любить людей. В этом суть всех религий. Для того, чтобы любить людей, если человек становится религиозным, начинает всех ненавидеть, он, значит, не понял эту суть. Просто фанатик, он не религиозный человек, он не верит в Бога на самом деле. Потому что Бог что сказал? Вторая заповедь. Возлюби ближнего. В этом смысл. Можно ли освещать пищу, читая мантры перед ликом, иконами из крестьянской традиции? Перед Христом, Божьей Матерью, а не перед святыми и личностями из ведической культуры. А почему нет-то? В чём проблема? Какая разница? Если человек святой, какая разница, из какой он культуры? Если вам цветок принесли, какая разница, из какого он магазина? Если он красивый, нежный, красивый цветок, какая разница, из какого магазина? Если вы встретили святого человека, какая разница, как он одет? Святой человек не принадлежит никакой традиции духовной. Он уже вышел из них, этих традиций. Он принадлежит людям. Он наполнен любовью. И какая разница, в какой традиции святой человек находится, надо подойти к ним, получить благословение от него своё. И вы будете счастливы? Нет никакой разницы, в какой он традиции находится. Понимаете? Даже уже люди на уровне просто здравого смысла уже уходят от этого понятия традиции. Перед тем, как я к вам приехать, буквально в этот день, вечером, я лечил монаха православного, очень высокого сана из Москвы. Он построил четыре храма. Он очень больной человек, много аскез совершил. Я с ним лечил его, с ним и разговаривал. Он знает мою традицию духовную. И мы с ним очень тепло, нежно говорили, говорили целых три часа, как близкие люди. Понимаете? Вот когда люди серьёзно духовной практикой занимаются, им всё равно, какая традиция. Они хотят друг друга видеть, хотят слышать, хотят общаться. Между ними царит любовь, глубокое чувство любви. Понимаете? Но те люди, которые только начинают заниматься, они фанатики такие, это наша традиция, всё. Стоять, лежать, молчать. Вот, понимаете? То есть это фанатики. Они не понимают, что такое любовь. У них нет идеи. Но когда люди вызревают в духовном плане, у них всё, нет проблем в общаться с друг с другом. Иногда человек достигает зрелого возраста и как бы одевает очень серьёзные одежды, но как был фанатиком, так и остался. Но это значит, что он ничего не понял. Он прожил как бы в духовной традиции и ничего не понял просто, зря время потратил. Сидя в позе алмаза, быстро затекают ноги. Вот и правильно, я об этом и говорю. Как решить эту проблему, никак надо терпеть. Правильно ли во время медитации направлять свои мысли на одного человека, желая ему счастья? Так надо делать, да. Можно на одного, можно на многих. Если вам хочется на одного, с ним решить проблему, решайте. Но лучше всего во время медитации направлять мысли на Бога. На Бога направлять свои мысли. А человек сам вспомнится, когда надо. Понимаете, вы о Боге думаете, думаете, когда вы приходите в такой глубокий контакт с Божественной энергией, ваша проблема из ума сама приходит, её не надо звать, она сама прибегает. И вы её с помощью этой Божественной энергии решаете, она как будто растворяется в ней и так раз и исчезает. Поэтому не надо сильно беспокоиться о том, о чём думать во время медитации. Думайте только о Боге. Молитесь и думайте только о Боге, не отвлекаясь. Если вы думаете о Боге, и раз ум ушёл на проблему, это значит, что надо вернуть его назад и сосредоточиться на Боге. Когда у них тар пойдёт, связь пойдёт с Божественной энергией, все проблемы начнут сгорать. Это описано в Ведах, что как вот крова в костре сжигаются, так и грехи, проблемы все начнут сгорать в огне духовного знания. Когда человек чувствует связь с Богом, у него такое вдохновение, у него сила, из него исходит такое состояние счастья глубокого. Все проблемы раз, 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 решаются одна за другой. Всё. Ничего не надо сильно напрягаться. Человек напрягается для решения проблем, потому что у него этой связи духовной не хватает с высшими силами. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Полтора года нахожусь в стрессе из-за страха потерять работу, свой бизнес. Работала 15 лет. Мом, понимаешь, чтобы удержаться, надо иногда менять, а иногда уже нет сил, не веры в свои возможности. И даже если смогу это сделать, изменится и удержится ли, то работа займёт всю мою жизнь и все силы. А может, это знак, что нужно делать что-то другое. Хотя остаться без стабильной работы и привычных материальных средств страшно. Бороться или смириться. За время семинара уже три раза поменял своё мнение. Вы очень искренние люди. Молодцы. Хороший вопрос создаёт. На самом деле вы должны понять такую вещь. Это очень хороший вопрос, очень важный. Потому что на самом деле это ваша жизнь, это ваш бизнес, ваша работа, всё нормально, ничего менять не надо. Надо менять подход к жизни. Я вам сейчас опишу жизнь одного святого человека. Этот святой человек является основоположником целого духовного движения. Он не был саньяси, то есть отречённой личностью. Этот человек был женат. Знаете, сколько у него было детей? Девять человек. Один из них стал гениальным святым. Этот святой человек, он молился шесть часов в день, работал четыре часа. Знаете, кем он работал? Он работал главным прокурором области. По-нашему, как бы, ставка такая. Все остальные на этой должности работали десять часов, чтобы решить эти же проблемы. Он решал их за четыре часа. Но прежде, чем их решать, у него уходило на духовную жизнь примерно десять часов. Он готовился десять часов к тому, чтобы это всё решить. Он приходил, когда на работу, ему только одно дело за другим подносили, он вот так листал и принимал решение, ни разу за много лет работы не ошибся. Ни разу не ошибся. Его ценили, то есть он работал в колониальной Индии, когда англичане управляли всем. И он, несмотря на то, что он был индус, его сделали главным прокурором, представляете, индуса сделать в то время главным прокурором. Он был главным прокурором области. Он никогда не принимал неправильных решений. Все были довольны. Англичане, индусы, все мы им были довольны. Все вокруг, рядом с ним, испытывали только одно счастье с этим человеком, потому что он был по-настоящему святой. И этот человек написал кучу духовных книг, он написал кучу песен, которые до сих пор поют в религиозных традициях. Он воспитал гениального сына, который продолжил его это дело и так далее. То есть у него необыкновенное количество заслуг, у него есть предсказания, которые сбылись уже духовные. Это показатель того, как надо жить. Он показал пример, как надо жить. Понимаете, воспитать девятерых детей. То есть в вечернее время уделял семье. Утром он занимался духовной практикой. Он все делал по ведам. Днем он работал четыре часа всего. Почему так мало работал? Потому что было много сил. Он копил энергии столько, что нам и не снилось. От него сияние исходило. Он все решал мгновенно. Почему так происходит? Потому что человек правильно живет. Почему человек не может удержать бизнес свой? Потому что он целыми днями чем занимается? Удерживает бизнес. Куда энергия уходит? В бизнес. Она уходит в пропасть. Если болит печень, что надо делать? Если рушится бизнес, что надо делать? Восстанавливать бизнес. Если болит печень, надо лечить печень. Вот это прямое мышление убивает всю жизнь человека. Всю судьбу убивает. Это неправильный подход жизни вообще в целом. Это абсолютно неправильный подход жизни. Если бизнес рушится, что надо делать? Надо заниматься больше самосовершенствованием. Надо копить энергию духовную. Когда энергии будет достаточно, чтобы удержать бизнес, он сам удержится. Почему бизнес рушится? Потому что у человека не хватает энергии. Если у человека достаточно энергии, ничего не рушится. Настоящий начальник это не тот, кто бегает по заводу и всех укращает. Настоящий начальник сидит у себя в кабинете и молится. А все вокруг работают как по струнке, потому что такова сила его. Понимаете? Он настолько сильный авторитет имеет, все его любят и все хотят там работать. Все. Настоящий начальник, он работает над собой, а не работает над бизнесом. Над бизнесом работает тот, кто не понимает, что такое руководить. Руководить означает копить внутреннюю энергию. Понимаете? Точно так же поступает настоящий святой царь. Это описано в Ведах. Самые большие правители, которые правили всей землей, они на управление землей тратили час-два в день. Все остальное время они занимались самосовершенствованием. Они своей психической энергией контролировали всю планету. И когда, допустим, этот святой царь уходил из города, чтобы, допустим, решать какие-то дела, в этом городе наступала засуха. Когда он возвращался, дождь шел. Понимаете? Описано в Ведах, что мы на самом деле не понимаем, откуда силы берутся. Мы не понимаем, что мы когда поживем правильно, все само происходит, все само контролируется. Не надо туда вкладывать силы. Но так как мы эгоисты, мы думаем, я могу, только я могу, я справлюсь. То есть мы не понимаем, что высшие силы все делают. Надо просто свою жизнь им отдать. Мы своими силами бизнес пытаемся контролировать. Да это невозможно. Все будет рушиться, потому что силы-то у нас нет. У меня молодой человек сегодня на консультации был. Он меня тоже об этом спрашивал. Ему объяснял, объяснял. Смотрю, вроде что-то понял. Идея в чем заключается? Тоже человек чувствует, что у него нету силы зарабатывать деньги на жизнь. Нету силы. Потому что чем он занимается целыми днями, думает о том, как зарабатывать деньги на жизнь. Все, замкнутый круг. Энергия зацикливается, и она уничтожается вся. Человек уже не только не может деньги себе зарабатывать, он не может даже сделать так, чтобы рядом с ним жена жила. У него уже силы закончились даже семью содержать. Жена в результате взяла и ушла. Когда у человека нет энергии, вот отношения любовные строить, жена уходит. Почему нет энергии? Потому что всю силу отдают бизнесу. Почему всю силу отдают бизнесу? Потому что не знает, как жить правильно. Надо силу отдавать молитве, восстанавливать очень сильные энергии психические, чтобы через тебя шла энергия счастья в огромном количестве. В этом случае и на жену хватит, и на бизнес хватит, и на всё хватит, и на здоровье хватит. Понимаете, эта идея, она должна утвердиться внутри. Если, допустим, бизнес рушится, что надо делать? Заниматься самосовершенствованием. Надо меньше уделять времени бизнесу и перейти на самосовершенство. Не надо ничего бояться, ничего не разрушится, всё будет восстанавливаться. Пожалуйста, попытайтесь это понять. Это очень сложно понять, а выполнить ещё сложнее. Но это надо сделать, иначе ничего не изменится в жизни. Как и чем можно помочь тому, кто начал увлекаться наркотиками? Чтобы помочь такому человеку, для этого надо очень сильно его любить. В целом, мало кто из людей вообще способен помочь наркоману. Наркоману может помочь святой человек. Поэтому, если вы знаете такого человека, у вас есть в городе, допустим, такой священник или святой человек, который обладает огромной энергией любви, вы просто ненароком возьмите своего знакомого или друга, или сына, наркомана, приведите к этому человеку, чтобы он просто с ним поговорил 5 минут. Если этот человек обладает действительно этой силой, он посмотрит на него, просто отдаст ему вот эту энергию любви, пробьёт ему разум, чтобы у того психика, мышление правильно восстановилось. И в результате этого что произойдёт? Он задумается о том, как он живёт. Понимаете, он отрезвеет. Почему человек совершает неправильный поступок, как вы считаете? Ломается механизм оценки своей жизни. Почему человек вот делает, берёт ипотеку, допустим, огромное количество денег, потом не может расплатиться всю жизнь. Или, допустим, делает какую-то глупость, допустим, берёт, вырывает женщину из чужой семьи. Почему он так поступает? В чём причина? У него вот эти вот те шесть вещей, которые мы будем обсуждать целый семинар следующий, они вырывают у него чувство здравого смысла. То есть человек перестаёт чувствовать беду. Он не понимает, что он на грани ужасных событий в своей жизни. У него нет вот этого ощущения, предчувствия, что то-то происходит ужасное, плохое. Как человек как будто, вот знаете, как иногда в фильмах показывают, человек перед тем, как, допустим, яд выпить, начинает сильно смеяться, потом раз выпил и умер. Почему такое происходит? Потому что он порывит там наслаждение, он забывает, у него нет страха, теряется страх, понимаете? Я когда изучал, как действуют запахи, я пытался объяснить себе, вот что является основополагающим элементом, который даёт нам понимание о том, что опасность есть. В пище основополагающим элементом является запах. Вкус обманывает человека, он привлекает, завлекает себе, но когда человек ещё не ест, запах является связан с разумом и несёт в себе силу трезвости. Если берёте, допустим, блюдо, нюхаете его, и вы чувствуете запах такой неприятный, то ли тухлый, то ли противный какой-то, значит, там есть бактерии, пища отравлена, есть нельзя. Запах не свежий, неприятный, а что-то в нём такое есть, неприятное. Всё, есть нельзя, или вам не подходит эта пища, кушать нельзя. Я когда изучал вот эти запахи, я к своему другу зашёл в серпентарий, он занимался выращиванием кобр, и у него вот такой вот маленький такой пузырёчек был, ну такая пробирочка, такая стекляненькая, там были кристаллы кабриного яда, он накопил за несколько месяцев. Он сказал, вот этой вот штучкой можно убить 10 тысяч человек, вот столько яда там было. Я говорю, можно я понюхаю? Он говорит, ну понюхай. Он говорит, без запаха. Можешь понюхать, там нет запаха. Я вот так взял, ну не взял, а вот просто так приблизил. Понюхал. Знаете, что я унюхал? Я реально почувствовал, что такое смерть. Я понюхал, и вот реально я понюхал запах смерти. У меня просто всё похолодело внутри, то есть я почувствовал смерть. Я прямо её как будто бы увидел, такое, понимаете, такой ужас меня охватил. То есть не было никакого запаха, не было там кислый, горький, солёный, запаха не было. Было просто ужас, ощущение смерти. Так вот, когда человек попадает под влияние одного из шести врагов, которые мы перечисляли, у него теряется ощущение смерти, он теряет страх. Вот, допустим, человек отбивает чужую жену, допустим, понимаете, он совершает действие, которое угробит ему всю жизнь, но он не понимает, что он делает такое действие. Ему считают, что они с прошлых жизнях вместе, и он пытается эту женщину выбить из семьи, что любой ценой. Результат какой? Страдание. Но человек этого не понимает, потому что ему разум закрыло. Он закрыло, как шоры вот у лошадей есть, он закрыло, лошадь не видит той дороги сбоку, она только спереди видит. Так и человек, который совершает такой поступок, он не видит, не понимает. Когда человек сильно привязан к деньгам, он хочет денег, он думает только о своем бизнесе, о своей работе. Жадность забирает, это следующий, третий враг человека, забирает у человека здравый смысл. Человек начинает сильно бояться, предприятие будет разрушено, всё. То есть он начинает думать только об этом предприятии, мысли зацикливаются, всё. Начинается разрушение психики у него, в этом плане. На самом деле он не понимает, что судьбу рушит не то, что у него бизнес страдает, и не то, работает он там или не там. Судьба его рушится из-за того, что он перестал время уделять самосовершенствованию. Вся его психическая энергия пошла в работу. Он зациклился на ней, понимаете, всё. Зацикленное состояние приводит к уничтожению энергетическому. И поэтому в этом слабости энергетический человек боится за свою работу, за свою жизнь. Он хочет убежать от этого, не знает как. Надо просто начать спокойно заниматься духовной практикой. Отодвинуться, проблема не решится сама. Отодвинуть её от себя, сказать, дать возможность себе отстраниться от неё, со всей силы оторвать себя от неё и начать молиться Богу, об этом думать. Сначала это будет как-то неловко, тяжело. Будет думаться, что надо туда, надо об этом думать. Ну как же не думать об этом? Всё же разрушится, если не буду думать. Человек начинает заниматься духовной практикой, серьёзно настраивается, молится, и всё у него восстанавливается. Это закон, который действует всегда и везде. Запомните, что этот закон никто и никогда не сможет нарушить. Только высшие силы управляют всем в этом мире. Вы просто не знаете многих вещей, поэтому вы такие вопросы задаете. Я вам сейчас объясню одну штучку, которую вы должны знать. Мы — души, мы имеем духовную природу, мы — души. Духовная душа не может управлять ни одной энергией в этом теле, но она имеет желание жить в теле. Понимаете, у нас просто есть желание жить в теле. И благодаря этому желанию у нас в теле существует ещё одна душа, высшая душа, которую ведомо называют сверхдушой. Эта сверхдуша, она даёт энергию на функционирование всего тела. И только из-за того, что мы хотим жить и из-за того, что у нас есть карма жить в этом теле, есть судьба, то есть есть возможность жить внутренне, поэтому мы в нём и живём. А энергию для этой жизни в теле даёт сверхдуша. Нашей энергии нет, у нас есть только одни желания. Понимаете, так описано в Ведах. Поэтому точно так же у нас нет энергии управлять бизнесом, у нас просто есть карма управлять им или не управлять. Есть карма хорошая, бизнес идёт хорошо, карма кончается, бизнес рушится. Чтобы увеличить карму, то есть увеличить благочестивые поступки, что надо делать? Совершать благочестивые поступки. То есть человек, когда делает что-то благочестивое в жизни, у него бизнес начинает восстанавливаться сам. Конечно, в бизнес надо вкладывать энергию свою, какие-то действия надо совершать, но это не основа, понимаете, развития бизнеса. Я знаю много примеров, когда человек час-два в день бизнесом занимается. Я знаю одного человека в Индии, он занимается той же традицией духовной, что и я. У нас один духовный учитель. Он мне рассказывает, как он бизнесом занимается. Он очень сильно занимается духовной практикой и вкладывает силу в своих братьев. Он руководит бизнесом, у него несколько заводов, серьёзный бизнесмен. И он развивает себе вот это духовное видение, понимание вещей, то есть всегда держит разум в чистоте. Братья постоянно озабочены бизнесом, они бегают, носятся туда-сюда, управляют всем. Они приходят к нему, он сидит, допустим, читает молитвы, он старший брат. Говорит, брат, пожалуйста, скажи мне, что мне делать в этой ситуации? Он смотрит на него, говорит, делай так-то. Ну там чуть-чуть просто тот ему рассказал, он говорит, делай так-то. Делай точно, всё получается, как надо. Другой прибегает, говорит, а что мне делать? Говорит, делай так-то, всё получается. Несколько там, час-два в день он отвечает на их вопросы. Всё, бизнес идёт как надо. Он куда-то уезжает, допустим, проповедовать, бизнес рушится. Приезжает, два часа бизнес восстанавливается. Они верят в него, как в Бога. То есть он держит весь этот бизнес, потому что у него есть сила держать. Как только он перестаёт это делать, всё рушится. Точно так же происходит у меня в центре моём медицинском. Я куда-то уезжаю на три дня. Приезжаю, они все с квадратными глазами. Что я делал? Всё, погибаем. Я говорю, вот так-то, так-то. Всё, раз, всё восстановилось. Бизнес держится не на том, чтобы там бегать, понимаете, и орать на всех. Бизнес держится на том, что человек развивается духовно, и он становится очень уважаемым человеком, он все любит. Это он основан на энергии, на духовный бизнес, понимаете? Поэтому надо вот так и жить, и тогда всё будет управляться само. Понять это очень сложно только. Это понять очень сложно. Но вы пытаетесь это понять, пытаетесь так жить. Точно так же семейные отношения держатся на этом, на всём, на духовной деятельности. Очень трудно это понять. Так же воспитывать детей надо тоже. Какой из русских переводов Бхагавадгиты вы посоветовали? Неизвестно, да, перевод Семёнцева и перевод Свернова. Понимаете, есть разные традиции духовные, которые связаны с Бхагавадгитой. Вы должны понять, что простой такой светский период Бхагавадгиты не поможет вам изучить её. Есть комментаторы различные, связанные с различными духовными традициями. Выберите себе духовную традицию, физическую какую-то, изучите духовных учителей этой традиции, и у них есть свои комментарии на Бхагавадгиту. И есть в этой традиции также свои переводчики. И изучайте этот перевод, и вы получите массу удовольствия. Если вы будете просто обычных переводчиков читать, которые там светских, они не знают, что такое Бхагавадгита, они не смогут её никогда перевести, потому что Бхагавадгита — это духовное произведение, и его обычный человек её понять не может. Даже занимаясь йогой, у меня имею базу каких-то ведических знаний. Часто мучает тяга посторонним женщинам. Бороться с этим очень-очень трудно. Какие это могут быть причины, и как с этим справиться? Вы имеете дело с колоссальной силой и энергией. Даже великие святые имеют такую тягу, не то, что там, допустим, человек, который начал заниматься йогой. Не думайте, что эта энергия такая простая и лёгкая, что её легко преодолеть. Поэтому это естественно, что мужчину тянет женщине, это сила, которая рушит нашу жизнь, это факт, но мы должны сражаться, мы должны пересиливать, тянуться к Богу. Человек должен научиться побеждать эгоизм. Тянет женщине означает вспыхивает эгоизм. Настоящая любовь, она основана на другом чувстве. Человек не должен даже смотреть на чужих женщин, потому что это эгоистическое чувство, оно не принесёт никому счастья. У тебя есть жена, живи с женой, пытайся с ней развивать любовь, настоящую высокую возвышенную любовь культивируй в отношениях. Если отношения оскверняются, надоедают, тебе кажется, что ты её не любишь, значит ты просто неправильно отношения строишь. Надо пытаться строить правильно, потому что всегда между мужчиной и женщиной, когда они ведут правильный образ жизни, они духовной практикой занимаются вместе, между ними всегда в отношениях появляется любовь, очень возвышенная любовь, понимаете, это неизбежная вещь. Между мужчиной и женщиной всегда появляется любовь, это основа отношений. Если у них была симпатия, когда они встретились, и они развивают отношения очень глубокие, между ними появляется глубокая любовь. Это стопроцентный факт. Так всегда бывает во всех случаях. Но если люди неправильно живут, всегда их отношения скверняются, и кажется, что любви нет, надо искать кого-то другого. И это прыгать с одной ветки на ветку, как обезьянка, от этого не поможет, понимаете? Надо просто менять отношения к жизни. В этом идея заключается. А что касается, если у тебя вожделение возникает с женщинами, это нормальное явление. Что мне делать, если возникает вожделение? Надо терпеть. Надо терпеть это чувство. Оно возникает. Ну да, согласен с этим. Что делать? Больше аскезы совершать. Чем больше мужчина аскезы совершает, тем больше он терпит вожделение. У меня, например, лично есть такая практика. Я сажусь в подмассану, вот эти большие пальцы на ногах, они связаны с вожделением. Есть такой, допустим, способ, подмассана, такая очень суровая подмассана, когда ты зажимаешь локтями большие пальцы, прижимаешь к телу со всей силы и сидишь в таком положении. Они напрягаются, начинают затекать, болеть, потом раз — разгружаются. И в этот момент разгрузки все мысли о чужих женщинах так раз и рассеиваются. Ну это всё хорошо. Ну это мой метод, допустим. Можете свой какой-то изобрести. Черентан на дрова колол. У него свой метод. У всех свои методы. Некоторые голодают, постятся. Если совсем вас припрёт, я могу вам поставить камни выше колена. У меня есть такая методика. Камни ставишь выше колена, и всё. Хорошо становится. Никаком не думаешь. Ну то есть энергия не так сильно возбуждается. На самом деле, вот эта вот энергия половая, она перевозбуждает человека. Знаете, есть такой просто чисто механический момент. Там очень много огня скапливается. Вот этот огонь в бёдрах копится, в бёдрах. Если даже просто холодной водой бёдра обливать, то этот огонь сходит, и половая энергия сходит тоже. Не надо разогревать эту половую энергию. Она разогревается с помощью сладкой пищи, сладкой и кислой пищи по вечерам, перед сном. Если, допустим, мужчина тортяк съел, допустим, на ночь, раз пять подряд, и что-то по утрам женщины ему мерещатся, значит, есть причина на то, потому что этот сладкий вкус, он сильно разжигает нижний центр психический, понимаете? Поэтому ему с женщинами решатся по утрам. Это неизбежно. Нечего жрать торты по вечерам. Вот, и всё. Простой ответ, понимаете? То есть, если человек не то что-то делает в своей жизни, значит, у него такая ситуация будет. Ему будет прям не знаю, куда деваться. Вот, надо как-то вечером кушать правильно, иначе проблемы будут. Как себя вести, если во время молитвы начинают душить слёзы? Перестать молиться и успокоиться, или продолжать сквозь слёзы? Это связано со стрессом по Венере. Надо во время молитвы более аскетично себя вести. То есть, надо в такое положение, под Масану, Сидхасану сесть и так далее. То есть, надо занять какое-то положение, в котором чувства укращаются и успокаиваются. Если человек в расслабленном положении молится, допустим, у него чувства могут его переполнять, и это неправильно. Нужно сначала их успокоить, сделать более спокойными чувства. С помощью таких положений человек успокаивает свои чувства, ему легче молитву начинает, становится читать. Не надо слишком много эмоциональности во время молитвы, это не помогает. Потому что это мешает сосредоточиться на главном. С чем связан страх перед сном и страх заснуть? Как это лечить? Какого типа это стресс? Этот стресс по Луне связан с тем, что, возможно, в прошлой жизни во время сна произошла смерть. То есть, вообще, страх всегда связан со смертью. Если он постоянно мучительный, долгий, например, страх оставаться одному, значит, человек один, когда был где-то в доме, его в это время прибили в прошлой жизни. Страх, допустим, огня. Человек боится, когда огонь горит, значит, он сгорел. Страх, допустим, видит нож, он боится ножа, допустим. Или страх змеи. Ну, то есть, есть разные страхи, они все связаны со смертью в прошлой жизни. Если страх, допустим, такой одолевает, то надо объект страха взять в свой ум, поместить и начать молиться Богу. Вот прям взять его, допустим, в объект страха, ну, допустим, змея или нож, или там замкнутое пространство, мысленно настроиться на замкнутое пространство и начать молиться Богу в этом состоянии. Потому что только духовная энергия преодолевает страх. Что такое страх? Это страх смерти. Что такое бесстрашие? Это ощущение вечного времени. Что такое страх? Ощущение материального времени. Бессмертие — ощущение вечного времени. То есть бесстрашие — ощущение вечного времени. Когда человек начинает молиться, он начинает чувствовать бесстрашие, вечное время начинает ощущать. Поэтому страх пропадает. Понятно? Если вы сами не справляетесь, идите в храм, помолитесь, подумайте. Там более атмосфера чистая, и вы там сможете справиться. И когда вы это запомните состояние, дома уже будет легче. Вот так. Для чего при пожертвовании, пожелании счастья вы говорите с разными интонациями? Знаете, я вообще не думаю об интонациях. У меня есть объект. То есть вы сидите передо мной, допустим, да? И я очень чутко воспринимаю ваше психическое состояние, вашу энергию, ваше настроение зала всего, понимаете? И во время пожелания счастья я стараюсь вам помочь. То есть я знаю, как слова действуют на судьбу. И когда я пожелаю и желаю счастья, я просто действую на вашу судьбу своими словами. Я не знаю, что из этого получится, но я знаю точно, что это есть, и это работает. И есть люди, которые это понимают, я уверен. Вот поднимите руку, кто это чувствует, понимает, что такое ощущение есть. Вот видите, а кто-то не понимает, кто-то смотрит за интонациями. Я когда читал лекции в Ижевске, ко мне один за другим подошли два человека. Один человек говорит, вы знаете, удивительно, как меняется настроение во время пожелания счастья, как, ну, что-то такое, как будто движение вперед идет, такое ощущение. Вот, один человек это сказал. Второй подошел, он был журналистом. И он говорит, вы знаете, вот мне интересно, как вы пожелаете всем счастья. Вы говорите, то я желаю всем счастья, то я желаю всем счастья, то я желаю всем счастья, то я желаю всем счастья. Интересно так слушать, то на одной бухте ударения, то вы вообще ударение меняете, то в таком тоне читаете, то в таком, то в таком, то в таком. Мне так интересно было слушать, как вы желаете всем счастья. Я думаю, Господи, нечем было заняться человеку. Он мне столько открытий открыл, я вообще даже не помню, в каком я там тоне желаю. Он мне столько интересного сказал. Понимаете? Это означает, что человеку нечем было заняться. Он вообще даже не понимает, что такое желать всем счастья, этот человек. У него идеи даже нет, потому что, когда человек желает счастья, он не думает, в каком тоне он это делает. Я тебя люблю. Ты знаешь, мне так интересно, в каком тоне ты сказал, я тебя люблю. Ты такой, а можешь сказать, я тебя люблю? Вот так. Или я тебя люблю. Или я тебя люблю. Можешь вот так сказать? Человек сказал ему, я тебя люблю, и он начал философствовать. Это означает, что он не въехал вообще, что произошло. Вот и всё. Иногда мы настолько внешне живём, настолько внешне понимаем мир, что у нас вообще нет понятия, что происходит в зале. Что происходит в зале, мы повторяем, я желаю всем счастья. Уникальное время для каждого человека. Уникальное время, понимаете? В это время можно очень много понять в жизни, потому что в это время происходит уникальная ситуация. Все люди настроены абсолютно чисто, абсолютно честно. Все повторяют благословение тебе. Все тебя благословляют и говорят тебе, я желаю тебе счастья. Все говорят, каждый человек в зале 400-500 человек. Ты сидишь и думаешь, ну этот так говорит, этот всяк говорит, ну этот так говорит, этот всяк. Ну ладно, на материальную тему переведу. Тебе подносят 100 лад. Говорят, это тебе. И ты думаешь, ну интересно, поднёс. Второй человек подносит 100 лад. Ну этот по-другому поднёс. И так 400 человек поднесли, ни одного лада в результате ты не получил, потому что ты не о том думал в это время. Это же бред, полный бред вообще. Надо понимать, о чём думать-то во время пожеланий всем счастья. Надо думать о том, что происходит. Я не знаю, почему я то повторяю то так, то сяк. Пожалуйста, сами разберитесь в этом вопросе. Мне некогда об этом думать. Сами решите. Можете даже написать об этом докторскую диссертацию. Интерес от ненасытного желания смотреть на женщин, смотреть на красивые их формы, от желания, как можно поднять вибрации, чтобы от этого не страдать. Чтобы от этого не страдать, надо не смотреть на формы. Потому что существует такое понятие, как огонь и масло. Веды описывают. Когда мужчина смотрит на формы, то масло тает. Масло тает означает пропадает самоконтроль. Мужчина не должен слишком заглядываться на женщин. Это тратит его силы и время в жизни. Он должен просто научиться не смотреть. Лишнего не засматриваться. Можно смотреть со страданием, заботой. Вообще, веды рекомендуют на каждую женщину смотреть как на мать или как на дочь, в зависимости от возраста. Если женщина старше, на неё надо смотреть как на мать. То есть, значит, просить у неё благословения. Если женщина младше, надо смотреть как на дочь. А если одного возраста, то как значит на сестру, да? Понятно? Понятно? Это означает бескорыстный взгляд. То есть, вы смотрите на женщину, даёте ей свои благословения. Есть такие люди, которые всегда хотят хапнуть что-то. И это желание хапнуть у нас сидит в природе. В нашей природе заложено. Это называется демоническая сила. Демонизм — это как раз он основан. Как определить себе демонизм? Надо посмотреть, как ты с женщинами относишься. Если ты женщину на женщину смотришь, как на объект, которому ты должен помочь чем-то, ну, что-то сделать приятное, позаботиться, или наоборот, уважительно смотришь, то это значит, что ты божественным сознанием обладаешь, ведёшь себя благородно. Но если ты смотришь на женщину и пытаешься воспользоваться ей, ищешь в ней красоту, то есть пытается что-то вытянуть из неё, это значит, что ты находишься в демоническом настроении. Человек должен учиться благородно себя в любой всегда в жизни вести. Конечно, иногда хочется что-то себе, но человек должен побеждать себе с помощью здравого смысла, разума, нужно питаться, это в себе победить. На эти вопросы невозможно ответить, потому что всегда вожделение, всегда живёт между мужчиной и женщиной, и всегда это сила, которой невозможно победить просто так. Нет ответа на этот вопрос. Как не смотреть на красивые формы женщин? Для этого надо заняться чем-то другим в жизни. Когда лопату возьмёшь в руки, прокопаешь траншею, некогда будет смотреть на красивые формы. Потом придёшь домой, спать ляжешь, и всё, энергии не останется. Когда человек занят чем-то очень важным в жизни, когда он много деятельности в своё время уделяет, ему некогда смотреть на красивые формы. Я не помню, как это государство называлось. Если вы вспомните, скажите. В одном государстве в древнем, в нём мужчины воспитывались в строгом целебате. И у него, в этом государстве, была армия небольшая, которая состояла только из мужчин, которые никогда не занимались сексом с женщиной. Спарта, да? И когда они уже, допустим, проходили своё время с воинской службой, только тогда они женились и рождались, опять же, благочестивые дети. Эту армию победить было невозможно. И потом один умник взял и вёл как бы идею, что там надо сексом им немножко заниматься, потому что у них там застой в половых органах появляется. В результате начались поражения. Понятно, да, идея? Что человек только своей силой решимости и вдохновением может победить в себе половую энергию. Только с помощью силы внутренней решимости можно это сделать. Это не дешёвая вещь, это как бы наша борьба внутренняя. Потому что когда человек смотрит на всех девушек вокруг, он тратит силу разума, и он не найдёт себе жену. Мужчины состоят из двух категорий. Одна категория мужчин — это мечтатели. Они постоянно мечтают себе о девушке какой-то. Мечтают, мечтают, в результате получают дырку от бублика. Потому что они тратят всю свою энергию вот эту психическую на эти вещи, понимаете? Есть вторая категория мужчин, которые в это время развиваются как Личности. Они преодолевают все вот это желание смотреть на женщин. И они работают над собой, развиваются как Личности. В результате такой человек становится очень развитым и нужным. И все женщины тогда встают выстраиваться в ряд, чтобы он её выбрал женой. Понимаете, настоящих мужчин мало. Раз-два и обчёлся. Правильно, женщины? Согласны? Да, все такие хоры. Почему? Потому что они копят себе силу, они не смотрят на женщин, они работают над собой, и они зазревают как Личности, они всем нужны. И все женщины хотят быть женой такого человека. Но когда человек мечтает, думает, как там Жульетта там, Ларетта, пусть моя песня с тобой ещё не спета. Это означает, что он немножко того. То есть у него счастья в жизни не будет, потому что он занимается не тем, чем надо. В этом проблема. Надо победить себя. Я работаю тренером, занимался, занятия начинаются в 4 часа днём и заканчиваются в лучшем случае в 10 вечера. Дом в 11. Душ, молоко, без телевизора и засыпаю хорошо. Ну, замечательно. Встаю в 5, ложусь в 11.30, 12. Это нормально, это ваша жизнь. Куда деваться? Ну, так у вас смещён график. Почти каждый день в 6-7 утра тоже бывают тренировки, днём организационные дела. Нет, это неправильно, это тумач. Уже два года не ем мясо, рыбу, яйца, алкоголь. Появилось больше здоровья и силы. Но при таком режиме дня бывает часто приутомляемость, последствий, чувствительность к стрессам. Очень хороший вопрос. Человек сделал много, кроме одного. Он не уважает своё собственное время. Он думает, что чем больше он будет с этими тренировками заниматься, тем счастливее будет судьба у него и у его подчинённых. Абсолютный бред. На самом деле надо работе выделить определённое время и не давать ей дальше лезть в свою жизнь. Люди просят, помоги, давай, потренируй с утра, ты всем нужен. Абсолютный бред. Это неправильно. Человек должен утреннее время посвятить самосовершенствованию. Тогда он только всем будет нужен. Понимаете, остальное время он отдаёт людям. Надо распределить нагрузку вот эту внутреннюю и не думать ни о чём, не думать ни о деньгах, ни о том, что её там все просят и так далее. Не имеет ничего значения. Надо правильно и точно распределить своё время, иначе жизнь не будет счастливой. Всё будет рушиться. Хотя бы два часа на духовную жизнь с утра, хотя бы полчаса на йогу и всё, и хотя бы так. Пусть будет там 10 часов работы, нет проблем, но хотя бы два с половиной часа, три часа на свою собственную жизнь духовную. И тогда вы станете успешным человеком. Если вы не уделяете время на самосовершенствование, всё будет уничтожено. Это усталость, которую вы сказали. Помните, я вам в стадии описывал усталость, потом разочарование, и потом всё рушится в жизни полностью. Человек уничтожает свою судьбу. Вы на первой стадии находитесь, этого самоуничтожения. Хоть вы и вегетарианец и всё прочее, вы не поняли основной закон жизни. Человек должен понять, что главное, а что второстепенное. Для вас главная стала работа. Благоприятно ли женщине вести аскетичный образ жизни? Подъём 4 утра, холодное обливание, молитвы до 6 утра, пранаяма, асаны до 7, аскезы, благости для женщин? Вопрос. Поднимите руку, кто спросил. Мне хочется понять, видеть человека. Нет, вам неблагоприятно такой режим. У вас тают женские гормоны, у вас тело как бы не выдержит этой нагрузки. Вам надо помягче жизнь себе сделать. Для женщины это тоже нужно. Аскетизм для женщины нужен. Но самый главный для неё аскетизм — это воспитание в себе любви к мужу, заботе о нём, то есть смирение, воспитание в себе смирения, послушание, то есть и так далее. То есть женский аскетизм для женщины аскеза является служением близким. Это для неё аскеза духовная. И она это для Бога должна делать. Она должна служить близким для Бога. Женщина тоже может совершать аскезы, вставать утром, но не должна сильно перенапрягаться в этом. Холодный душ вообще не рекомендован для женщины. Она должна прохладным душем обливаться. Потому что сильно холодный душ убирает женские гормоны. То есть женщина теряет красоту и здоровье в этом случае. Прохладный душ можно, допустим, молитва нужна. Но опять же, как молиться? Женщина должна молиться очень эмоционально. Может, на распев, допустим, петь. «Господи, помилуй меня!» Ну там, то есть по-женски, на распев. Чувства должны задействоваться, понимаете, в молитве. Она не должна так читать. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Понимаете, это не по-женски уже. У нее женская психика, она должна женский темперамент включать в молитву свою. Женщина должна стараться петь в течение дня какое-то время обязательно. Она должна как-то выражать свои творческие способности. Женщина создана для любви. Она не для аскез создана. И главное аскеза для нее — это поддержка энергии любви в атмосфере, в которой она живет. Вот, допустим, у нее есть отец, есть мать, есть муж, есть дети. Все должны чувствовать любовь от нее. В этом заключается аскеза. Она должна отдавать энергию любви всем целый день. В этом заключается ее аскеза. И тогда она будет и духовно развиваться, и материально все будут процветать, и все будет хорошо. Если она не своим делом занимается, все будет рушиться, потому что все рушится из-за нехватки любви. Когда любовь не хватает в атмосфере, муж не может нормально работать, у него бизнес не клеится, дети капризничают, все рушится вокруг. Поэтому женщина должна уделять этому свое время, свои силы внутренние. А все остальное является тростепенным для нее. После 15 лет брака так получилось, что муж изменил, земля ушла из-под ног, думала, не смогу простить. Но собрав всю волю в кулак, три года пытаюсь сохранить семью. Но прежних отношений быть уже не может. Отношения становятся все более плохими, похожими на отношения двух далеких родственников, живущих под одной крышей. Больше ничего не хочу. Стоит ли, по-вашему, продолжать совместную жизнь? Отличный вопрос. Не просто стоит продолжать совместную жизнь, а вы уже главный путь прошли. То есть вы находитесь в стрессе. Однозначно, эта стрессовая ситуация длительная. Муж тут ни при чем. Влияет ваша судьба. Очень сильно и жестко. И на самом деле вы сейчас на пике находитесь. То есть это самый кульминационный момент. Надо продолжать молиться, продолжать прощать мужу и продолжать делать то же самое, что вы делали, но только надо помощь духовных людей искать, потому что у вас самой не хватает силы чувствуется это все перетерпеть. Когда вы перевалите, судя по письму, мне кажется, еще осталось где-то полгода, и будет облегчение. Когда вы перевалите через вот этот хребет своей жизни, у вас пойдет сближение с мужем, вы ему сможете простить и так далее. На самом деле поймите такую вещь, что измена супружеская, она фактически, это просто наказание какое-то по судьбе. Она не является основанием, если муж пришел, раскаялся, это не измена, не основание, не является основанием его бросить. И также измена не является основанием его не простить. Измена — это испытание, которое показывает человеку, что половые отношения не являются главным в жизни. Если человек сильно привязывается в половом плане к близкому человеку, то Бог наказывает его изменой. То есть получается измена, и человек трезвеет, он начинает понимать, что половые отношения не основа супружеской жизни. Основа супружеской жизни — это духовная верность, понимаете, более высокая, высокого плана. Это не значит, что надо изменять друг другу теперь. Это значит, что надо просто учиться прощать. Потому что человек почему не прощает тому, кто извинил? Потому что он слишком гордый. Эта гордость мешает, понимаете? И когда человек таким гордым становится, что он делает потом сам? Сам изменяет точно так же. И почему? Как вот она сейчас уже говорит об этом, что она хочет уже где-то в глубине души, уже ей появилось желание изменить. То есть можно же изменять по-разному. Можно сначала уйти от мужа, а потом изменить. А можно сначала изменить, а потом уйти. Но от перемен и мест влагаемых сумма не меняется, понимаете? Поэтому если ты чувствуешь, что ты хочешь уже уходить, что тебе всё надоело, простить не можешь. То есть проблема в тебе. И проблема — это называется гордость. И судьба научит. Она поставит тебя в такую же ситуацию. То есть тоже будешь в такой же ситуации и поймёшь, что на самом деле нет причины гордиться, понимаете, собой. Если тебе изменили, значит, ты сама виновата, неправильно с мужем себя вела, неправильно жизнь организовала. Мужчина не может оторваться от женщины, если она правильно себя ведёт. Он не может изменить ей. У неё нет такой механизм, микросхема не работает в эту сторону. Но если женщина неправильно себя ведёт, то, естественно, это получается так, что он меня изменяет. Надо просто начать правильно жить, учиться правильно жить, и тогда всё нормально будет. Не надо уходить из семьи, бросать ничего, не надо. Это просто судьба так действует. Ну и толку-то бросать сейчас. Даже бросишь, всё равно ничего хорошего в жизни не будет. Счастье всё равно не придёт, потому что экзамен надо сдать. Экзамен не сдан, жизнь дальше будет опять разваливаться. Надо сдавать экзамен. Это стресс очень тяжёлый идёт. Скорее всего, по Луне. Как помочь 16-летним мальчику встать на духовный путь развития, если это ему необходимо в связи с состоянием здоровья? Духовный путь необходим по-любому. Не бывает, что человеку необходим духовный путь в связи с состоянием здоровья. Он просто необходим каждому человеку всегда и везде. А если, допустим, у него здоровье плохое, тем более ему необходим. Но помочь ему можно только своим примером. Невозможно помочь человеку встать на духовный путь вообще. Потому что духовная энергия уникальна тем, что она передаётся от одного человека к другому сама. Её нельзя насильно впихнуть. Ну, допустим, я не могу впихнуть в вас духовную энергию. Потому что, когда я желаю счастья, вы можете думать о том, как я произношу слова. Я желаю семь счастья. Ещё картавит. Может, он еврей. Понимаете? То есть люди могут совсем о другом думать в это время. Как вы думаете? Конечно, мы же в еврейском зале читаем лекцию. И не просто так же, понимаете? Если человек не о том думает, как можно ему ввести духовную энергию в сердце? Невозможно. Потому что у него совсем другая идея в голове. Духовная энергия принимается, если человек настраивается очень правильно. Тогда энергия духовная принимается в сердце. В противном случае она не приходит. Понимаете? Поэтому вы не можете ему впрыснуть духовную энергию в сердце. Это воля Бога. Понимаете? Только Бог решает, будет человек заниматься духовной практикой или нет. Это решает только Бог. Вы можете просто сами начать заниматься духовной практикой. Если вы начнёте заниматься, то он может увидеть ваш пример, этот ребёнок. И если, допустим, он начнёт вас уважать, тогда в этом случае ваша духовная сила перетекёт к нему. Но единственное условие — вы не должны даже помышлять о том, чтобы заставить его заниматься духовной практикой. Надо просто жить рядом с ним и заниматься духовной практикой, и относиться к нему с любовью и заботой. И когда это будет происходить, он начнёт чувствовать, что рядом с ним человек находится, который очень честно и правильно себя ведёт. И ему понравится, как ведёт себя мама или отец. И в этот момент от старшего перейдёт к младшему духовная сила. Всё. И дальше он начнёт заниматься сам духовной практикой. Если вы его трекируете, заставляете, или просто думаете, пускай занимается духовной практикой, ничего не будет. Пантанджали Йога Сутра описывает, что разум человека настраивается только туда, в ту сторону, где нет давления. Для того, чтобы разум ребёнка настроился на вашу волну, вы должны победить в себе корыстное желание сделать из ребёнка что-то. Пусть даже благородное желание, но корыстное. Когда родители сильно хотят из ребёнка что-то сделать, в этом направлении его разум работать не будет точно. Когда родители просто живут рядом с ребёнком, желают ему счастья и настроены бескорыстно по отношению к нему, живут рядом с ним и дают возможность ему развиваться, то у ребёнка разум настраивается на уважение к таким людям, потому что они не портят ему жизнь. В результате от родителей к детям постепенно переходит духовная энергия, перетекает, и ребёнок становится возвышенным. Но в какую сторону он развивается в этом случае? В ту сторону, в которую им положено. В какую сторону разовьётся ребёнок? Какого цвета будет бутон? Если у розы закрыты лепестки, вы знаете, какого цвета будет роза, нет? Нет. Точно так же ребёнок, вы не знаете, какого цвета его лепестки. Просто дайте ему любовь, дайте ему заботу. Какая раскроется роза, такая и будет. Что, есть некрасивые розы? Все розы красивые. Вот такая у вас будет роза красивая. Если вы захотите её покрасить, ничего хорошего из этого не будет. Понимаете, это большая проблема. Поэтому ребёнка надо просто любить и давать ему возоботу бескорыстную. В этом случае развитие будет очень хорошим. В этом нет никакого сомнения. Сильно наехал Меркурий. Разрешите вместо хатха-йоги съездить покататься на горных лыжах. Значит, все, кто хотят вместо хатха-йоги поехать покататься на горных лыжах или ещё где-нибудь расслабиться, вот пишите письменное заявление. Вот я буду рассматривать всё это. И потом я подумаю, разрешать вам или нет. Какие продукты надо исключить? Какие продукты надо исключить? Для чего? Для того, чтобы покататься на горных лыжах? Иногда хорошей виски разрешается грамм так 50. Кому разрешается? Просто кому? Если можно, несколько слов об алкоголе. А что вы хотите узнать об алкоголе? Вы знаете, я хочу вас огорчить в этом плане, потому что ведическая культура ко всему относится очень строго. Веды говорят, что достаточно, есть в Бхагавадгите такой стих, достаточно чувству дать возможность просто распуститься чуть-чуть, и оно утащит за собой весь разум. Одно чувство, допустим, вкуса, ты говоришь, ну расслабляешь, даже немножечко чайная ложечка — это уже хорошо. Разум говорит, ну а тем более полный горшок. Всё. То есть, понимаете, так работает механизм. То есть, вкус, ты позволяешь себе просто вкус иметь какой-то, а дальше разум уже поглощает всю бутылку. Ты говоришь, можно 50 грамм. А разум говорит, а бутылку что, нельзя что ли? Потому что он вкус получает, а дальше он не может уже отказаться от этого вкуса. Знаете, в чём проблема алкоголя? Алкоголь захватывает разум. Это уникальная такая вещь, это мистическая штука совершенно. Она не связана вообще с… Это не продукт питания, это не напиток, это образ жизни. Алкоголь — это уникальная штука. Она специально создана тёмными силами для того, чтобы из людей делать животных. Знаете, основная цель алкоголя? Алкоголь убивает возможность быть разумным человеком. Когда человек спивается, чем он занимается? Знаете, на самом деле? Он готовит своё тело для животной формы жизни. Он отказывается от человеческой формы жизни сознательно и просто пьёт для того, чтобы родиться животным в следующей жизни. Понимаете идею или нет? Почему человек спивается? Потому что он не хочет разумное существование, он не хочет работать над собой, он не хочет бороться, он хочет расслабиться и жить просто по течению. А мозги мешают. Для этого надо их отключить. Поэтому он пьёт. Если вы немножко хотите стать животным на 50 грамм, ну, станьте, отключите мозги немножко, потом будет полный горшок. Веды говорят, человек должен отказаться от спиртного совсем. Его не надо пить, это яд, который уничтожает части человека. Всё. Почему? Потому что он заманивает, он манит. У него есть сила. Когда человек спиртное пьёт, то в этот момент у него разум, всякий интерес к жизни пропадает, кроме спиртного. То есть разум настраивается только туда, на спиртной и больше никуда. Так вот, идея в чём заключается? Идея заключается в том, что это уникальная жидкость, которая имеет мистическую силу. Когда человек пьёт, эта жидкость действует прямиком на разум. И что она делает? Она разум привязывает к определённым сферам жизни, и человек начинает испытывать счастье определённым образом. У него отключается совесть, отключается ощущение тяжести жизни полностью. Жизнь становится лёгкой и прекрасной. Почему? Потому что совесть перестаёт работать. И человек думает, «А чё же я делал-то до этого, дурак? Зачем же я тут мучился-то?» И он просто в другом случае он в это состояние войти не может. Он может в это состояние войти только потому, что он выпивает. Потому что когда он выпьет, совесть отключается. Да, перестаёт пить, она включается и мучает его больше, чем раньше ещё. Она говорит, «Ты куда идёшь? Ты куда катишься? Ты же всё, ты в пропасть пошёл!» Это называется похмелье. Похмелье — это ломки на самом деле психические. Совесть просто мучает человека. Она ему говорит, «Ты что делаешь? Всё, опомнись! Больше так не надо себя вести!» И он думает, «Так, надо похмелиться, что-то не то. Что-то не то в жизни происходит. Раз, шлёпнул чуть-чуть, всё легче стало». Понимаете, о чём я вам говорю или нет? Я говорю вам о убийце души. Алкоголь — это убийца души. Только разум может, разумное существо, только знание может человека избавить от алкоголя. Есть лекция Академии Кажданого, вы знаете, да, у меня на сайте. Такой мужичок такой, коренастенький. Видно, он насмотрелся в свою жизнь, как выпивают. Но так или иначе, он насмотрелся хорошо, но он лекции читает удивительным образом. Человек только послушает курс лекции, у него даже уже идея сама выпивать пропадает полностью на корню. Мне в жизни повезло, я вообще никогда не пил. Ничего такого страшного не вижу в этом. Это мой выбор. Нельзя выпивать вообще нисколько. Это твёрдый принцип, который веды проповедуют. Как избавиться от любовного треугольника? Невозможно от него избавиться. Надо молиться Богу. Если вы попали в такую ситуацию, знайте, что ваш разум привязан к женщине или к мужчине, который ещё кого-то любит. Я просто одну вещь вам скажу. Знаете, одну вещь всего. Если вы любите человека, который ещё связан психической любовью с кем-то другим, то вы просто не уважаете самого себя. Почему? Потому что любовь это ничего общего не имеет с грязью, понимаете? Любовь — это чистая вещь. Как можно любить того, кто одновременно смотрит на кого-то другого? Но это же просто глупость, это дурь. Это не любовь, это просто дурь, понимаете? Потому что настоящая любовь основана на чём? На верности, взаимности, уважении, честности, предании друг другу, обетов по отношению друг к другу, желанию вместе жить, идти жизненным путём и так далее. Любовь — это совсем другое. Это не то, что вы думаете. Это не то, что там... Это не любовь. Женщина порядочная, она никогда не допустит, что с ней связаны два мужчины одновременно, два парня одновременно. Она одного обязательно отрубит, скажет, извини, я сейчас буду строить, пытаться отношения с этим человеком. Всё, до свидания, забудь. Почему? Потому что так поступает порядочный человек. Если она так не поступает, значит, она непорядочный человек. И нечего её любить. Надо бежать с закрытыми глазами подальше, потому что вас судьба обманывает. Нельзя любить этого человека. Сто процентов, что нельзя, потому что это не человек, которому надо отдавать свою жизнь. Настоящая жена никогда не будет между двумя огнями находиться. Настоящая женщина. То же самое мужчина. Допустим, две женщины в него влюбились, ходят там, классно ему. Это не мужчина. Это не человек, которому надо отдавать свою жизнь. Он должен отрезать отношения с одной и строить с другой. Всё. Таков путь. Так надо поступать честно. Другого способа поступать нет в этой жизни. Человек должен всегда выбрать любовь, а не игру. Понимаете? Это игра в вожделение называется. Это не любовь. Мы смотрим, как два человека и у двух людей рядом со мной крыша течёт. Это не любовь. Понимаете? Человек думает только о себе в это время. Любовь — очень честные, смелые и искренние отношения. Когда человек по-настоящему любит, он не даёт возможности в пакости такой совершиться. Что происходит, если мужчина… Этот человек, который написал записку, услышав мои слова, должен вот так сделать. Клобысь и всё, и рубануть эту ситуацию. Потому что это не любовь. Этот человек не достоин, чтобы о нём думать, который попал между двумя людьми. Он не достоин об этом, я вам точно говорю. Потому что этот человек, он не понимает, что такое любовь вообще. Любовь основана на отношениях двух человек всего, друг с другом. Всё. Третьего быть не может. Это любовь. Если есть третий, значит, там нет любви, там есть просто предательство, и всё. Ничего там общего с любовью это не имеет. Что происходит, если мужчина начал пить до того, как достиг возраста 25 лет, но очнулся в 39, и расстался с этим занятием? Очнулся в 39. Так правильно написано? Ну и что, и хорошо? Когда бы человек не встал на путь истины, он всегда победитель. Я вам сейчас расскажу одну историю, удивительнейшую историю, которая приводит с Шримад Бхагаваттин. Это история жизни Аджамилы. Описывается судьба человека. Значит, Аджамила рос очень возвышенной личностью. То есть он занимался духовной практикой с молодости, фактически с пелёнок. То есть он где-то до 16-17 лет достиг очень такой сильной святости внутренней. Но жизнь так надругалась над ним, что он, служа своим духовным учителем, он шёл в лес, и в лесу он увидел очень красивую женщину, которая совокуплялась с мужчиной. То есть он увидел их секс, и у него, так как он никогда этого не видел, у него удар такой психический по его психике произошёл, и в результате он её очень сильно полюбил. Эта женщина оказалась проституткой. Он начал ухаживать за ней, начал пытаться её добиваться её руки, он бросил занятия духовной жизнью, он как бы ушёл из своей благочестивой семьи, и добившись её руки, он женился на ней и прожил с ней долгую жизнь. То есть он занимался там различными видами незаконной деятельности и так далее, он там воровством. И то есть он совершил очень много глупостей в своей жизни. И единственное, что он сделал хорошего, он назвал своего сына Нараяна, то есть именем Бога, самого младшего сына. И когда он умирал, он в муках страшных умирал, он звал своего сына Нараяна, Нараяна, и звал очень искренне. И так как он в момент смерти, оставления тела, он назвал имя Бога, то за ним пришли из адских планет представители, из духовного мира одновременно. И представители духовного мира не дали этим из адских планет, они не дали ему его душу. Они сказали, оставь, он наш. И они потом, так как они сказали, ты произнёс имя Бога в момент смерти. Поэтому по закону, духовному закону, ты должен отправиться в духовный мир. Но так как ты великий грешник, ты не имеешь права отправиться в духовный мир. Поэтому мы тебе сейчас дадим духовное знание для того, чтобы ты это право получил. И они ему рассказали истину о том, для чего человек должен жить, как он должен жить правильно и в чём цель человеческой жизни. Они ему всё рассказали, эти духовные души, которые пришли с духовного мира. Какую милость он получил из-за того, что он занимался духовной практикой в юности. Дальше что с ним произошло? Он не умер. Он пришёл в себя, очнулся, оставил семью и удалился в лес и начал заниматься духовной практикой. Через несколько лет он сжёг все свои грехи и после этого только отправился в духовный мир. Это реальная история, которая описана в Писании. Никогда не поздно человеку заняться самосовершенствованием. Хоть он пил там 20 лет, хоть 30, не имеет значения. Хоть за 5 минут до смерти он понял, как правильно жить в следующей жизни, и он будет жить правильно. Никогда не поздно начать жить правильно, никогда не поздно. Поэтому нет смысла даже говорить о том, сколько человек пил, когда он начал заниматься работой над собой. Всегда вовремя, понимаете? Всегда вовремя. Никогда не поздно. Семью бросил. Почему? А долг определяет Бог наш. Понимаете? То есть ему была санкция такая, что он должен был оставить семью. Понимаете, когда высшие силы говорят человеку «оставь семью», он должен оставить семью. То есть потому что и у него не было своей кармы у Аджамилы, понимаете? Он не должен был дальше выполнять свои обязанности. Для всех людей он умер. Понимаете? Он умер уже. По закону судьбы он должен был уйти из жизни. Он возродился только с одной целью — постичь духовное знание. Поэтому он на самом деле никого не бросал. Для всех он уже умер, понимаете? Он просто встал и пошёл в лес, потому что ему жизнь для этого была предназначена. Ему высшие силы сказали, «Ты должен жить только для этого, а обо всём остальном мы позаботимся сами». Веды описывают, что если человеку предназначено уйти в монастырь, допустим, или в лес, и он это делает по велению высших сил, то его семья будет полностью обеспечена всем необходимым. Высшие силы позаботятся об этом. Он не должен об этом переживать. Но это вопрос очень глубоких вещей. Такие глубокие вещи очень трудно обсуждать, понимаете? Это не для обычного человека, не для понимания обычного человека. Потому что некоторые люди подумают, что им тоже надо бросать семью. Но это полная глупость будет, понимаете? Поэтому не сильно, вот я просто вам историю из жизни рассказал, не сильно вдавайтесь в подробности, поймите идею. Идея заключается в том, что всегда вовремя начать новую жизнь. Никогда не поздно вообще. Потому что мы живём много жизней, и эта деятельность не является тем, что может стать поздно когда-то. У дочери подростка проявленный нервный характер. Семья распалась из-за гомосексуальных отношений отца. Дочь не знает причины распада и поддерживает с отцом постоянные дружеские отношения. Рассказывает ли мне правду дочери об отце? И если да, то как и когда это сделать? Ей сейчас 10 лет. Связана ли болезнь дочки, близорукость, плодкостопие, т-т-т-т-т с упомянутой причиной? И как вновь образованная семья матери может облегчить этот кармические уроки и здоровье ребёнка? Поймите, что ребёнок никогда не болеет из-за того, что что-то делает отец. Ребёнок всегда болеет из-за своих поступков прошлых жизней. А болезни могут быть связаны с родителями только потому, что они общие. Судьба похожа, понимаете? Судьба похожа. Только в это причина. Что касается рассказывать правду об отце, я думаю, что не стоит эту правду дочери знать. Потому что это неправда. Отец — душа, в этом правда. Есть отец, он любит дочь, пускай любит, пускай общается с ней как может. Надо дочь предостеречь, что если он ведь будет вести себя не так, как надо, то у него как бы есть проблемы какие-то психические, надо сразу от него отстраниться в это время. Об этом можно сказать, чтобы обезопасить её от этих половых отношений неожиданных, если он захочет так себя вести. Но ни в коем случае не нужно отстранять дочь от отца. Дочь без отца не сможет жить. Но если он совсем деградировал отец, совсем стал деградантом и не ведёт себя по-человечески даже, а как животное себя ведёт, тогда пускай вот новый отец, который сейчас в семье, новый мужчина, пускай станет для неё отцом. Для девочки нужен отец. Кто будет отцом, мать сама уже выберет, решит. Но факт заключается в том, что для дочери нужен отец, который её любит. Если отец, который был более-менее достойный человек, можно дать возможность ей общаться с ним. Если он совсем деградировал, ведёт себя недостойно, тогда лучше оградить её общение от этого человека. Но факт остаётся фактом. Отец девочке нужен, иначе она будет несчастным человеком. Каждой девочке нужен отец, иначе она не сможет правильное отношение с мужем строить. В этом заключается истина. Как научиться состраданию и прощению, когда рядом живёт опустившийся родственник и сложилось тяжёлое отношение? Во-первых, вы должны от него отстраниться. Это самое первое. Вы не научитесь состраданию рядом с ним, потому что вы вовлекаетесь в отношения. Когда человек вовлекается в отношения, он не может развивать себя, он постоянно оскверняется. Чтобы не оскверняться, надо отстраниться от него хотя бы внутренне. Отстраниться и желать ему счастья на расстоянии. После того, как у вас получится, на это может уйти несколько месяцев жизни. Пытаться со всей силы отстраняться. Когда вы научитесь отстраняться, когда вы почувствуете, что вы успокоились по отношению к нему и думаете о чём-то более возвышенном, с этого момента надо начать заняться духовной практикой. То есть очень сильно сосредотачиваться на молитве, желать счастья всем и начать желать счастья этому человеку постепенно. То есть желать ему счастья и не приближаться к нему. Если с тобой рядом живёт деградированный человек, то влиять на него надо на расстоянии. Не надо выяснять с ним отношения, не надо с ним спорить, не надо ему ничего доказывать. Надо просто на расстоянии жить отстранённо и жить своей внутренней жизнью рядом с ним, стараясь не соприкасаться, а выполнять просто перед ним свои обязанности и чувство долга. Когда пройдёт определённое время, и вы утвердитесь в своей силе внутренней, то в этом случае у него проснутся определённые процессы. Он начнёт наблюдать за вами и видеть, что вы другой человек. И вы как бы вот свои сострадания — это сила, которая может преодолеть чужую судьбу. Чтобы стать сострадательным, для этого надо принять чужое страдание на себя. Только тот человек, который поймёт страдание алкоголика, он сможет помочь ему. То есть сострадание означает, что человек способен понять страдание. Что мы видим от алкоголика? Что мы чувствуем от алкоголика? Отвращение, мразь, неприязнь, неприятные чувства, злобу, ненависть, вот своё утраченное счастье, обиду и так далее. Вот что женщина воспринимает от алкоголика. Чтобы помочь ему, что она должна воспринимать? Она должна воспринимать потерянную жизнь, животную форму жизни в следующем рождении. Она должна воспринимать, что человек убивает себя фактически, что рядом с ней живёт самоубийца, у которого медленно угасает разум в его сердце. Вот она должна кого-то видеть перед собой. И она должна переполниться вот этим чувством желания помочь. Но когда человек обретает истинное желание помочь, у него внутри происходит удивительная вещь. Когда человек реально хочет помочь по-настоящему, он не трогает другого человека. Он первое, что он делает, он начинает его уважать. Он держится от него на расстоянии и относится к нему очень уважительно. Так проявляются первые признаки того, что ты хочешь помочь. И он начинает… как бы уважительное отношение всегда примагничивает. Человек, когда относится уважительно близкий, то это всегда очень сильно подкупает, понимаете? Это невозможно не заметить, не понять, хоть ты алкоголик, хоть не алкоголик. Уважение — это всегда такая вещь, которая вызывает обратное чувство, понимаете? Уважение — это огромная сила. Чтобы уважение в себе к человеку культивировать, для этого надо накопить силу духовную. Обычно что к алкоголику как относишься? Брезгливо. Ну, противно. То есть высшее проявление неуважения — это такое… Почему это происходит? Потому что от него энергия исходит какая? Убивающее счастье. То есть он рушит твое счастье. Почему он может рушить твое счастье? Потому что ты к нему привязан. Существует нить привязанная, привязанность такая существует. И через эту привязанность, как змея вползает в сердце, она вводит отвращение в сердце женщины, когда муж рядом такой находится. Что нужно сделать? Нужно отстраниться и эту нить привязанности разрушить. Нужно желать всем счастья. И так постепенно у вас в сердце появится к нему такое спокойное чувство, что у вас нет такого ощущения, что как будто он мешает вам жить. Когда вы добьётесь до этого состояния, с этого момента надо начинать дальше пытаться понять, что перед тобой душа, нуждающаяся в помощи. И ты как бы мысленно начинаешь желать ему счастья на расстоянии, начинаешь пытаться ему мысленно помочь и так далее. И когда вы действуете таким образом, не факт, что вы поможете этому человеку, потому что вы сможете ему помочь только в том случае, если его душа откликнется, если он откликнется, тогда придёт помощь. 90% что вы поможете, если вы этого уже достигли. 10% что ему суждено умереть алкоголиком. Но я знаю одну вещь точно. Это не 100, а 150%. Что если вы так поступите, вы поможете себе. Ваша карма будет отработана. И вы страдать с этого момента перестанете. Ваша жизнь станет счастливой после этого. И больше никакого алкоголика в свою жизнь вы никогда не получите. Это точно. Сколько лет и сколько времени у вас найдёт на то, чтобы стать такой женщиной, я не знаю. Но если вы это сделаете в своей жизни, вы отработаете тот урок, ради которого вы родились на этот свет. И это 100% факт. Потому что как определить, для чего я родился? Надо найти самую большую проблему в своей жизни, поставить её перед своим лицом и спросить себя, для этого я родился? И совесть скажет «да». Поставьте перед собой этого алкоголика перед своим лицом. Знайте, что цель вашей жизни, смысл вашей жизни — победить эту проблему. Не отворачивайтесь от неё, не уходите. Вот она стоит перед вами. Как её победить? Надо отстраниться, понимаете? Надо забыть проблему. Отстраниться от неё, разорвать привязанность, начать заниматься самосовершенствованием, а потом туда начать отдавать свои духовные силы. Духовная сила — это сила счастья, сила любви, это сила сострадания. Сострадание означает, что ты чувствуешь, что он реально деградирует, убирает. И ты как бы чувствуешь это, отдаёшь ему свою силу, чтобы ему помочь. Как бы она сила, такая твёрдая сила, уверенность, вера, что всё будет хорошо, она входит в него через твоё вот это страдание. Но надо для этого очень сильным человеком стать, понимаете? Если вы слабый человек, у вас нет такой духовной силы, как вы ему поможете? Вам надо сначала помочь себе. В самолёте, когда летишь, там объявляют, да? Сначала маску с кислородом себе, потом сыну. Это духовный закон, не материальный. Человек должен сначала маску с духовной энергией дать себе, всегда в жизни, всегда в жизни, сначала себе, а потом всем остальным. Но так как мы не знаем духовный закон, мы думаем, как мне помочь ему? Да сначала себе помоги. Сначала сама научись жить правильно, потому что ты живёшь рядом с человеком, который показывает на твою прошлую жизнь, кем ты была в прошлой жизни. Почему женщины такие хорошие? Они не пьют все, страдают, мучаются от мужиков, дураков. Почему? Потому что они рождены отрабатывать карму, которую они накопили там, в прошлой жизни. Если хотите узнать, какая карма отрабатывается, посмотрите на своего красавца. И вы увидите свою карму, которую вы накопили в прошлой жизни. Так в чём проблема тогда? Боритесь за своё счастье. Вот она, карма сидит, хрюкает. Вперёд! Сначала отстраняемся, возвышаемся. На это может какое-то время уйти, там год-два. А потом дальше желаем счастья человеку, возрождаем его психически с помощью непривязанности. Когда человек привязан, он постоянно скулит, ноет рядом с ним. Он не может ему помочь. Помочь можно тогда, когда человек остранился. Когда вы остранитесь от своего мужа, первое, что вам хочется сказать. Почему вы рядом с ним живёте? Потому что привязаны. Отстранились сразу, думают, а что ему счастья-то желать? Надо сматываться. Всё. А если вы действительно сострадательный человек, вы отстранившись от мужа, что вы будете делать? Желать ему счастья. Живя рядом с ним. В Анге был пьяница муж. Она не уходила от него. Желала ему счастья постоянно. Всю жизнь она прожила с этим человеком. Какие ещё вопросы у вас? О, как красиво написали. Спасибо вам. Первая такая записка. Разборчивая. Если только жена занимается духовной практикой, помогает ли её практика мужу в жизни? Вы даже не представляете, как помогает. Вы себе даже представить не можете. Это трудно даже понять и представить. Я вам сейчас скажу. Муж мне не препятствует, но сам не верит. Им персоналист. А я не настаиваю. То есть я персоналистка. Но очень хочу, чтобы у него всё было хорошо. Если человек, занимаясь духовной практикой, очищает себя и отправляется в духовный мир, то 12 поколений до него и 12 поколений после него обретает силу для того, чтобы сделать то же самое. Единственное, чего нам не хватает для того, чтобы очиститься, это силы. Понимаете? Сила, которая даёт возможность очиститься и победить свою судьбу. Это редкий дар, который человек может получить как милость. Понимаете? И если, допустим, человек достиг чистоты полной духовной, и никто из родственников ему не помешал в этом, он отправился в духовный мир, то 12 поколений до, 12 поколений позже немедленно получают эту милость, в каком бы воплощении они не были. Умерли они уже или не умерли? Они немедленно получают силу возродить свой дух. И как? Помогает это, нет, родственникам. Очищает 12 поколений до и после всех родственников абсолютно, сколько бы там их не было, сотен и тысяч. Так вот, идея в чём заключается? В том, что мы совершаем колоссальный подвиг, занимаясь самосовершенствованием. Этот подвиг орошает этой силой любви всех. Фактически, что такое духовная жизнь? Это культивирование всей силы любви. И духовная жизнь состоит из вот такого общения, на котором вот сейчас мы с вами собрались. Я раскрываю тему профилактика стресса. Я говорю вам о том, как надо правильно жить. Это и есть профилактика стресса. Мы говорим на эту тему. Нет другой темы. Все записки, которые не касались этой темы, были отобраны. Потому что, когда человек обретает силу духа, это и есть главная профилактика стресса. Обрести возможность жить правильно, силу внутреннюю. Я вам сейчас ещё одну важную вещь в профилактике стресса хочу сказать. Самый главный подвиг для человека, который ещё не обрёл внутреннюю силу, знаете, в чём заключается самый главный подвиг для этого человека? Взять себя за шкирку и привести себя вот на такие лекции. Это не смешно. Я вам с вами не шучу. Я самую серьёзную вещь сказал за весь семинар вам сейчас. Потому что на таких лекциях вы возрождаетесь. У вас появляется внутренняя сила работать над собой, которой может хватить на какое-то время, понимаете? Потом будет следующая такая лекция, следующая. И так человек, посещая такие семинары, он постепенно растёт внутренне, крепнет. Потому что большинство из вас, вот я вот сейчас много вам чего сказал, вы дома не сможете всё это делать. Потому что есть сила, которая этому мешает. Вся жизнь отравлена вокруг. Посмотрите, что за цивилизация, что за культура. Всё ведёт к деградации. Самая главная идея, которую я хочу довести до вас, что человек долгое время не сможет сам заниматься духовной практикой, пока он не наберётся силы на таких собраниях. Веды говорят, общение является самой главной силой, которая спасает человека. Потому что через общение возрождается разум. Вот точно так же, как поливают цветы, они растут, так же общение поливает человека, его судьбу. Поэтому я вам советую, ходите на лекции, посещайте, допустим, здесь, в этой организации вы будете посещать, или не в этой. Не имеет значения. Имеет значение, чтобы вы обязательно приобщались к духовной жизни города. Надо искать, где проводятся подобные встречи, мероприятия, которые учат, как правильно жить, и надо посещать их. Это то, что я вам хочу сказать. Но вы должны понять, что на таких мероприятиях атмосфера должна быть такая же, как здесь. Там должно быть искреннее желание измениться. Там не должно быть слишком много умных слов. Лектор не должен вести себя слишком гордо, насыщенно, напыщенно. Он не должен пытаться как бы злоупотреблять своим положением, насмехаться, допустим, там как-то по злому над людьми и так далее. То есть надо, чтобы атмосфера была чистая и любовная. Тогда эти лекции действительно возродят разум. Но если наоборот, будет человек читать лекции, чего-то хотеть от вас постоянно, он как бы из вас будет деньги тянуть или еще что-то, что если вы почувствуете, не ходите туда, это вам не поможет. Идея, вот это главная идея. Так вы сможете победить свой стресс. Побольше общайтесь, собирайтесь друг с другом, организовывайте такие собрания друг с другом, объединяйтесь друг с другом, обсуждайте, как правильно жить друг с другом. Дружитесь здесь, попытайтесь объединиться, потому что если человек остается один, он не сможет дальше развиваться. В этом идее развития всегда общение. Общение, общение — это самая главная идея развития. Потому что такое чистое душевное общение, оно очищает человека, орошает его. В ведах описано, что самый большой дар, который только существует у человека, это чистое общение. Оно полностью очищает душу и возвышает его. Достаточно просто приходить на эти собрания такие и общаться с людьми. Человек может полностью очиститься от всех своих грехов и обрести счастливую жизнь, только просто слушая о том, как надо правильно жить. Если человек, который говорит об этом, он занимается духовной практикой серьёзно, достаточно просто слушать его. И человек, даже если сам не начинает заниматься этой практикой, он полностью очищает свой разум. Допустим, у человека нет силы самому практиковать духовную жизнь. Достаточно ему просто ходить на такие собрания, и у него такая сила появится рано или поздно. В этом нет никакого сомнения. Поэтому веды говорят, главное, что человек в своей жизни должен сделать, в этом определяется свобода выбора. Он должен посещать те места, где говорят о самосовершенствовании. И в этом заключается главный долг жизни человека. И когда человек такое делает в своей судьбе, возможно, себе такую даёт, он себе делает самый большой подарок в жизни. Потому что потом всё произойдёт само собой. Меня часто спрашивают, как можно бросить курить. Да не надо бросать курить. Потому что если человек достиг силы духовной, курить само по себе не хочется. А если он не достиг такой силы, то он не сможет бросить курить. Поэтому бросать курить не надо. Сигарета отваливается сама. Мясо отваливается само. Ненужные взгляды на женщин отваливаются сами. Всё это не нужно пытаться у себя убрать. Нужно просто пытаться искренне развивать себя как Личность духовно. И всё ненужное будет отваливаться само. Я сейчас проведу эксперимент. Поднимите руку из вас, кто насильно бросил есть мясо. Поднимите руку. Ни одного человека. Ну там два человека. Поднимите руку, кто, занимаясь духовной практикой, само собой отказался от мяса и даже не помнит, когда это произошло. Почти весь зал, ползала. Вот и всё. Сделайте вывод. Насильное бросание возможно, но очень редко. Это нужно, чтобы человек был очень сильный по природе сам. Он, значит, развил себе такую силу. Но в основном происходит это само собой. Потому что человек развивается, и у него ненужное отваливается, и всё. Поэтому не нужно себя ни в чём заставлять. Надо просто заниматься духовной практикой активно. Всё ненужное отваливается. Поднимите руку, кого само собой в процессе духовной практики пропало желание изменить близкому человеку. Пожалуйста. А кто насильно себя заставил это делать, поднимите руку, не изменять? Есть такие? Ни одного человека. Вы видите, как работает всё это? Это работает через слушание. Когда человек развивается духовно, у него всё отваливается само. Сейчас ещё мы один вопросик зададим. Я имел в виду плохое. Вы уже устали, смеётесь по каждому поводу. Значит, я сейчас вам могу сказать такую вещь. Сейчас мы проведём вопрос. Смотрите, ещё один. Я приезжал два месяца назад. Кто после посещения этих лекций два месяца назад, у кого само собой перехотелось есть мясо? Поднимите руку. Ну, два человека, пожалуйста. А кто заставил себя не есть мясо? Поднимите руку. Есть такие? Нет, ни одного. Вот у кого самой собой появилось желание вставать рано утром, и это понравилось? Вот. 10-15 человек. Вот. А кто насильно заставил себя вставать рано утром? Вот. Один, два, три, четыре, пять. Смотрите, видите, разница есть в статистике. То есть, когда человек занимается позитивной деятельностью, у него всё происходит в жизни само собой. Когда человек понимает этот закон, ему нечем печалиться, нечем переживать. Всё происходит само собой. Не надо никак ни о чём беспокоиться, потому что духовная сила, она огромна. Она побеждает всю нашу судьбу. Точно так же, само собой, у вас решатся проблемы с бизнесом. Точно так же, само собой, у вас решатся проблемы с женой. Точно так же, само собой, может быть, решатся проблемы со здоровьем. Я знаю много примеров, когда человек начинает заниматься самосовершенствованием, и болезнь или сильно снижается, или совсем прекращается. Поднимите руку, у кого так произошло в жизни. Вот, пожалуйста, 10 человек в зале. Болезнь, человек начал заниматься самосовершенствованием, болезнь остановилась или прекратилась совсем. Вот и всё, делайте выводы. Чем надо в жизни заниматься, куда надо тратить свои силы и время. Чем связана высокая агрессия детей 12-13 лет? Шестой класс, школа сваливает на родителя, родители сваливают на школу. Детям тяжело, они боятся друг друга. 12-13 лет у ребёнка происходит половое созревание. Что это такое? Это огромные силы, энергии, начинают идти из нижних психических центров. И эта энергия что делает? Она входит в разум и бьёт по нему со всей силой, со всей дурью, понимаете? В этот момент у человека просыпается своя собственная судьба. То есть до 13 лет, до полового созревания ребёнок живёт кармой, идущей из прошлых жизней. То есть он новой кармы не создаёт. Он фактически живёт тем, что ему приносит судьба. А с 12-13 лет ребёнок начинает жить новой жизнью. То есть у него появляется возможность внутренняя создавать новую карму. То есть он начинает как бы жить самостоятельной жизнью в этот момент. И первое, что приходит к нему, это не положительная энергия, а отрицательная. Понимаете, сначала приходит яд. И поэтому ребёнок в это время сильно оскверняется половой энергии. У него появляется очень сильное вот это вот желание противоположного пола. У него появляется вот эта вот первая любовь моя земная. Вот. У него появляется очень сильная агрессия, неудовлетворённость. И нарушается здоровье, кстати, в это время сильно. Потому что когда у детей поступает половое созревание, и вот это осквернение половой энергии происходит, очень сильно рушится здоровье, тоже портится. Это тоже надо понимать и знать. То есть это тяжелейший период в жизни ребёнка. И никто тут не виноват. Ни школа, ни родители. Просто судьба такой, понимаете? Поэтому надо просто понять это родителям и заботиться о ребёнке. Помогать ему выкарабкаться в этой ситуации. Не обижаться на него, не злиться. В это время лучше всего половую энергию занять. В это время надо ребёнку дать возможность заниматься в различных кружках. Надо ему дать возможность заниматься тем, что ему нравится. Понимаете? В это время надо ребёнка отдать туда, где ему нравится. Ему нравится плавать, пускай плавает. Ему нравится в баскетбол играть, пускай в баскетбол играет, ему нравится там бокс ходить, пускай в бокс морду бьет, ему нравится в шахматы играть, пускай сидит в шахматы играет, ему нравится, допустим, бегать там где-то еще, самое главное, не пускайте его на улицу, вы отравите его жизнь, пускай займется где-нибудь в организованных таких секциях, рубах, кружках, компьютер, это тоже, это труба, это страшное дело. Только это нравится, значит, фильмы эти показывайте, от которых нужно, найдите интеллектуальные игры в компьютере, которые облагораживают сознание ребенка, сейчас такие игры тоже начинают появляться, а? Нет, не просто стратегии, есть игры, которые духовно развивают человека, надо вот такие искать и заставлять в них играть, им все равно в чем играть, что играть, понимаете? По крайней мере, большинству детей, главное, чтобы интересно было. Как влияет постоянное ношение обручального золотого кольца? Обручальное кольцо — непростое украшение, всех зубов одно лишение, обручальное кольцо. Я два случая в своей жизни видел таких. Человек обратился ко мне с жалобой, что у него выпали все зубы, там пару зубов осталось во рту. Молодой человек, два года женат, два года назад зубы начали выпадать. Я увидел у него золотое кольцо на руке, протестировал, и я увидел, что это золотое кольцо разрушило все его зубы. Когда солнце очень слабое у человека, то ношение желтого золота вызывает сильное разрушение костной системы. Это может зубы пострадать или кости, позвоночник, там все что угодно. Поэтому золотое кольцо может вам не подходить. Допустим, у человека выражена Доша Пита. Он носит кольцо из желтого золота, все его перегревает. У него начинает страдать давление, головные боли, там жарко, нарушается сон и так далее. Если человек, допустим, Доша Вата, и он одевает белого из белого золота кольцо, то у него начинается холод во всем теле и так далее. То есть поэтому кольцо надо выбрать по конституции. Это очень важно. Некоторым людям подходит носить кольцо на левой руке, а некоторым людям подходит носить его на правой. И здесь не нужно никаких предрассудков строить, потому что, допустим, на Западе все носят на левой руке, а в России все носят на правой. И каждый считает, что он прав. На самом деле прав тот, кто правильно носит для себя. Серьги другое. То есть серьги тоже, там точки активные. Женщины должны носить серьги, потому что вот эта зона мочки, она связана с энергией привлекательности. То есть там есть связь. Если правильно протыкнуть уши, то когда женщина носит серьги там, не увеличивается привлекательность. Ну психически. Это как бы судьба сама женщина подсказывает это делать. И также, когда женщина протыкает нос с левой стороны и носит там в носу такую сережечку, такое украшение, то у ней в этом случае идет контроль сильных половых органов. Она контролирует себя психически. То есть может направить свою энергию, допустим, только на мужа. Она не рассеивается в ней в этом. Психическая энергия в этом случае не рассеивается. Потому что вот эти вот зоны, вот эти вот дуги, они связаны с Венерой. И имеют женскую природу. А вот это вот в носу, вот это, имеет мужскую природу. И связаны с планетой Марс. Когда, допустим, у человека нос вот так вот, но больше дуги преобладает в носу, это значит, женскую природу имеет, как бы больше у него склонность женской природы. У женщинам более благоприятно такой нос иметь. А мужчинам такой нос иметь, как у меня, более благоприятно. Ну, то есть, у женщинам более благоприятно иметь нос такой. А мужчинам более благоприятно вот такой нос иметь. Мужская женская природа. Но если не так получилось в жизни, ничего страшного. Не волнуйтесь. Все нормально. Значит, женщина, когда протыкает вот здесь вот, на себе, с левой стороны, она увеличивает левое полушарие, да, работает сильнее. Она увеличивает женскую природу в себе таким образом. Это нормально вот это делать. Надо просто посоветоваться, чтобы это сделать правильно. Металл, золото, белое золото или желтое, опять же, от конституции зависит. Вы можете сами это определить. Возьмите кольцо, допустим, выбирайте себе кольцо обручальное, возьмите несколько вариантов. Прижмите себе к пальцу, подержите пять минут. Если почувствуете спокойствие такое, легкость, ощущение счастья, радости в голове, главное, сконцентрируйтесь на голову, чтобы там ничего не возникло тяжелого. Когда вы прижимаете металл к пальцу или к любой камень драгоценный или полудрагоценный, прижимаете к пальцу, подержите пять минут. Если чувствуете, не напрягается ничего в голове, легкость возникает, значит, подходит. Если напряжение пошло, значит, не подходит. Всё, надо на голову концентрироваться, смотреть на голову в это время. Проверьте, прижмите себе кольцо и подержите. И вы определите. Ну вот там, где оно стоит прямо, вот там и прижимать. А дети прижать и подержать пять минут. Если почувствуете в голове, что-то тяжелеет, значит, не подходит. Серебро тоже может быть серебряное кольцо. Всё зависит от конституции. Но золото лучше. Лучше три металла использовать. Белое золото, жёлтое и платину для ношения. Серебро тоже возможно, но оно может сильно охлаждать зимой. Оно может переохладить зимой. Опасный металл довольно. Серебро хорошо использовать для питья. Всегда серебряная ложечка должна быть в банке для питья лежать. Серебро сильно очищает воду. Самый лучший способ очищать воду от энергии отрицательно — это серебро. Не шунгит там, ничего. Именно серебро. Серебряную воду надо пить всегда. Ну хорошо, любите его, уважайте. Но носить надо только то, что подходит. Хоть от бабушек, хоть от дедушек, хоть от внучек, хоть от жучек, от репок. И так далее. Болит солнечное сплетение, крутит ноги. Возникло первый раз во время стресса. Длится давно. Что это? Воспаление нервных окончаний. Желудок, позвоночник не могу из-за этого спать. Стресс по Сатурну. Человек как бы всегда пытается какую-то материальную причину своей болезни найти. Надо найти более тонкую причину. Это более полезно, чем искать материальную. Стресс по Сатурну, значит, надо сатурянскую жизнь вот это вот всё делать, что положено при этом, то, что я объяснил на прошлой лекции. И вы сможете вылечиться от этого. Понимаете? А то, что вы там себе найдёте, что болит, от этого ничего не изменится. Бывают такие болезни, как вообще непонятно, что болит. Там энергия скапливается плохая, сразу несколько органов болит. Что будете лечить? Ну ладно, я, в принципе, вам много чего сказал. Я эту лекцию хотел провести именно таким образом. Я хотел отвечать на ваши вопросы, чтобы она была более такой жизненной. Потому что мы, в принципе, по этой теме уже всё прошли. И сейчас уже такие практические занятия у нас сегодня прошли. Ну всё, давайте будем желать всем счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok